Михаил Васленский Номенклатура Господствующий класс Советского Союза Предисловие Милована Джиллеса Впервые книга вышла в свет в 1980 году на немецком языке в издательстве «Фритц Мольден» Вьен-Мюнхен-Цюрих-Инсбрук. Многократно переиздавалось на различных языках. Произведение оказало большое влияние на развитие современной политологической мысли. Настоящее издание значительно переработано и дополнено. Введена концептуальная глава «Место номенклатуры в истории», завершающая этот труд, ставший за десятилетия классическим. Автор Михаил Сергеевич Васленский, доктор исторических и философских наук, родился в 1920 году. После войны работал на Нюрнерском процессе, затем в Союзном контрольном совете по Германии в Берлине. В 1953-1955 годах работал во Всемирном совете мира в Праге и Вене. В 1955-1972 годах в Академии наук СССР старшим научным сотрудником, ученым-секретарем комиссии по разоружению. С 1972 года живет и работает в ФРГ. В 1976 году лишен советского гражданства, а в августе 1990 года восстановлен в нем. Настоящее время директор исследовательского института по изучению советской современности в Бонне. Умер в 1997 году. Посвящаю памяти моего отца Сергея Ивановича Васленского, его неукротимому духу свободолюбия. Предисловие к советскому изданию Впервые опубликованное в Австрии и ФРГ в 1980 году номенклатура была затем напечатана во Франции, 4 издания, Италии, 2 издания, Испании, Португалии, Греции, Англии, Швеции, Исландии, сокращенно, 2 издания. В Японии, 2 издания, США, 2 издания, Бразилии. Изложения книги были опубликованы в прессе, в ФРГ, Турции и Израиле. В Лондоне вышли 2 издания номенклатуры на русском языке. В Польше полулегально были выпущены 2 издания с сокращениями. Теперь в условиях гласности номенклатура пришла наконец в Советский Союз. Пришла уже не в радиопередачах немецкой волны, не в проскользнувших мимо всех рогаток книжках лондонского издания и фотокопиях с них, а так как и надлежит приходить книге в любую нормальную страну. Я рад, что номенклатура наконец-то выходит в свет там, где и следовало бы ей появиться с самого начала – Москве. Это один из признаков нормализации в Советском Союзе. Пусть признак маленький, но не избалованы мы ими, так что и такому надо радоваться. М. Васленский Предисловие Книга Васленского номенклатура принадлежит к числу тех крайне редких книг, которые, появившись, сразу же входят в сокровищницу политической мысли. Она нужна именно сегодня благодаря своей актуальности и своим исключительным достоинству. Прежде всего книга ясно и логично построена. Шаг за шагом она ведет читателя по разным частям советской системы, не теряя из виду систему в целом. Так последовательно, сама по себе, возникает целостная картина. Исходный тезис Васленского таков – уже революция создала в рамках партии монополистический, привилегированный слой советского общества. В ходе дальнейшего процесса, состоявшего из ряда фаз, этот слой укрепил и узаконил свое положение. Он не только отгородил себя от общества, от народа, да и от всего мира, даже внутри него самого была воздвигнута иерархия чинов и социальных барьеров. Это номенклатура. Предшествовавшие Васленскому авторы называли этот слой партократии, кастой, новым классом, политической или партийной бюрократии, хотя и писали об одном и том же объекте. Но нет сомнения, термин номенклатура совершенно оправдан, когда речь идет об установившемся иерархическом режиме советской партбюрократии и связанных с нею бюрократий. Васленский развертывает свои тезисы во всех деталях – исторических, статистических, теоретических и на основе своего личного опыта. Он рисует всеобъемлющую картину системы в СССР, исчерпывающую, тщательно отработанную, основанную на хорошем знании действительности, одну из самых, если не вообще самую полную, картину советской системы. Во всяком случае, это самое современное, а потому особенно поучительное ее изображение в первую очередь в свете напряженной международной обстановки. Книга особенно ценна своим аналитическим характером и пропитывающим ее духом объективности, хотя и не бесстрастности. Васленский не ненавидит, не обвиняет, уж тем более не проклинает и не пророчествует. Он описывает и анализирует просто, ясно, документированно. Васленским движут не идеология и не религия, а реализм и стремление к правде. Книга Васленского «Номенклатура» бесспорно принадлежит к числу лучших работ, когда-либо написанных о советской системе. Аналитический и реалистический труд «Номенклатура» дает пищу для размышлений и для опасений, какова советская система, куда она ведет, какие опасности влечет она за собой, особенно для Европы. С самого начала идея власти, диктатуры, стала характерной чертой советской системы во всех ее проявлениях. Ленин определяет государство как дубинку, как инструмент создания нового социалистического общества и нового человека эпохи социализма. Вообще говоря, эта теория основана на идеях Маркса, на его учении о производительных силах и производственных отношениях как основе не только общественной структуры, но и самого существования человека. Однако ленинская теория отходит от идеи Маркса, как только начинает рассматривать в качестве фундамента марксистской доктрины революции и власть диктатуру пролетариата, а не преодоление бесчеловечных, гнетущих условий жизни общества. Признав принцип, что власть – основа всего в обществе, и узаконив насилие, Ленин определял диктатуру как власть, не ограниченную никакими законами, нельзя было построить ничего иного как общество, в котором властители – партийная бюрократия, номенклатура – превращаются в привилегированную монополистическую касту. Конечно, Ленин считал это лишь временной формой, которая исчезает с отмиранием государства. И все же уже в 1918 году Ленин в беседе с рабочей делегацией высказался за то, чтобы парт-активисты получали дополнительный продовольственный паек. Так вместе с властью стали расти и привилегии, государство уже не проявляло никаких признаков отмирания, а наоборот становилось все сильнее. Дело в том, что бюрократия и не думает ограничивать свои привилегии, напротив, она расширяет их и укрепляет свое господство. Уже этого было достаточно, чтобы она стала источником недовольства. С самого своего возникновения советская система проявляет глубокую враждебность к чуждым социальным группам внутри собственного общества и к внешнему миру, к любой другой системе. Советская бюрократия отвергает все то, что расходится с ее плоской идеологией, притязаниями, установками и практикой. Советская система воплощена в парт бюрократии. Она рассматривает окружающий мир как враждебную ей силу. Своей системой советская бюрократия сама себя обрекла на заговорщическое мышление и постоянный страх за свое существование. Находящиеся у власти бюрократы живут в нереальности, под гнетом представлений о некоем враждебном им мире. Они убеждены, что каждый хочет напасть на них и не доверяют никому, даже тем, кто находится в их же иерархическом кругу. Такая система не может быть экономически продуктивной, да и не в этом ее задача. Цель системы – власть и господство над другими. Этому и посвящают себя ее руководители – партийные олигархи. Система построена на нищете и пассивности, она зависит от власти, которая сама по себе является привилегией, и на господствующей касте, которая представляет собой часть правящей партии. Это не означает, конечно, что советские вожди хотят сохранить отсталость своей страны и оставить ее народ необразованным и пассивным. Нет, даже советским руководителям не чужды добрые намерения, но дальше намерений дела не идет. Методами угнетения и террора система смогла осуществить индустриализацию страны, со всеми недостатками поверхностного планирования, продиктованного идеологией и политикой, с недостаточной координацией между различными секторами народного хозяйства. Это планирование оказалось неэффективным со всех точек зрения и продуктивности, и качества продукции, и ее способности выдержать конкуренцию. Но у системы нет критериев для оценки таких явлений. Продукция производится в рамках количественного планирования, а качество не учитывается. Господствующий класс, номенклатура, заинтересован не в прибыльности производства, а в сохранении своей монопольной власти. Поэтому продукция плохого качества и производится главным образом то, что содействует укреплению власти. Несмотря на разговоры о регулируемом рынке, конца этому не видно. Разумеется, с той же целью обезопасить свою власть от любой угрозы, номенклатура принимает меры, чтобы народ, то есть непривилегированное население, получал достаточно для поддержания своего существования и работоспособности. Но поскольку это не поддается точному планированию, то, даже если бы за дело принялись серьезно, в Советском Союзе неизбежны перебои в снабжении населения, очереди в магазинах и, конечно, спецмагазины для начальства. Советская система обеспечивает хорошее качество продукции только при производстве оружия и военных материалов, да и то качество хуже, чем на Западе. Относительно высокое качество советского оружия объясняется фактором, которым в СССР пренебрегают при производстве мирной продукции. Оружие означает конкуренцию, а недостаточно хорошее оружие – угроза могуществу и преобладанию правящей касты. Параллельно с установлением своей гегемонии в послевоенной Восточной Европе и с планомерным укреплением своей военной мощи, несомненно, обе эти цели и оба плана существуют, Советский Союз занят созданием системы имперских отношений и зависимости. Мир полон отсталости, насилия, грабежа, поэтому революции в нем неизбежны. Советский Союз проводит свою экспансию, оказывая поддержку этим революциям, чтобы сделать революционные движения зависимыми от своей поддержки, в первую очередь военной. Так распространяется советское влияние и раскидываются сети Советского Союза, вырастает его давление во всем мире, особенно в слабо развитых районах и среди обездоленных, отчаявшихся социальных групп. Интернационализм и коммунистическая идеология превратились в конечном итоге в прикрытие политики Советского государства и экспансионизма советской бюрократии. Богатый нефтью Ближний Восток и Европа со своим промышленным и научным потенциалом стали ныне, как мне представляется, главными целями советской экспансии. Эти цели не отделены одна от другой, они объединены единой задачей, чтобы Европа, отрезанная от источников нефти и другого сырья, была военным давлением принуждена к зависимости от Советского Союза. Советские боссы сознают органическую и прежде всего экономическую неэффективность и слабую конкурентноспособность своей системы. Они могут преодолеть эту органическую слабость только одним путем – военным господством, а точнее эксплуатацией развитых районов при помощи военной силы. В первую очередь речь идет о Европе как слабом звене на Западе. Отсюда советское ядерное давление и шантаж. По-моему, западные державы в Европе и в Америке допустили роковую ошибку. США тем, что они свели свою оборону к ядерному оружию и отменили воинскую повинность, а Европа тем, что она не укрепила своей независимости, прежде всего в военной области. Тем временем Советский Союз достиг ядерного равенства с Западом, если не превосходством. Поскольку Советский Союз обладает превосходством и в обычных вооруженных силах, Европа оказалась перед лицом шантажа и угроз, с которыми ей приходится считаться и после драматических перемен в Восточной Европе. Я хотел бы присоединиться к Васленскому, сказав, советская система не располагает ни какими сколько-нибудь значительными или обнадеживающими внутренними способностями к подлинно радикальной реформе этой системы, а отсталости коррупция неумолимо толкают ее к экспансии. Уже давно советская система перестала быть проблемой для критического политического мышления. Однако экспансионистские устремления отсталой и обнищавшей великой державы нельзя остановить неразумными словами и добрыми намерениями, неточным научным анализом, как бы ни было полезно и необходимо и то, и другое. Новое издание книги Васленского особенно своевременно сегодня. Эта работа может оказаться итоговой. Диктатура номенклатуры приблизилась к своему историческому краху. Этот крах уже произошел на наших глазах в ряде стран Восточной Европы. Он совершился с поразительной легкостью. Дело в том, что развернулся объективный процесс разложения системы номенклатурного господства и протекает столь же объективный процесс демократизации общества. Мы наблюдаем его и в Советском Союзе. Первые его признаки видны в Китае. Слабость номенклатуры в том, что она сама отгородилась от общества, которым управляет, и оказалась верхушечной структурой без корней в народе. Поэтому я думаю, что ее уход и в больших странах реального социализма произойдет мирно, без гражданской войны. Просто не найдется достаточно граждан, готовых воевать за номенклатуру. Милован Джиллес От редактора тезис Милована Джиллеса о том, что диктатура приблизилась к своему историческому краху, подтвердился в большинстве стран Восточной Европы, только не в России. Разогнав в ходе государственного переворота 1993 года представительные органы власти, Советы, группировка Ельцина установила новую диктатуру номенклатуры. Эта диктатура оформлена авторитарной конституцией. В результате Россия съехала на обочину современной цивилизации. К 2003 году Польша, Венгрия, Чехия, построившие демократические государства по европейским образцам, превзошли дореформенный уровень валового продукта. Уровень России только 60% от уровня 1990 года, да и то в отличие от восточноевропейских стран за счет растранжиривания природных ресурсов. Но российскую номенклатуру это вполне устраивает. А вас? Сегодняшние книги это завтрашние дела. Генрих Манн Введение Это не первая книга под названием «Номенклатура». В 1805 году в Англии вышла небольшая книжечка Nomenclature or Nouns and Verbs in English and Latin Selected for the Use of the Lowest Forms Eton Printed by M. Poet and E. Williams Предлагаемое внимание читателя книги речь пойдет о другом. Слово «номенклатура» пришло к нам из глубины тысячелетий. В Древнем Риме раб, громко провозглашавший на приемах имена входивших гостей, назывался номенклатором от латинского «номен» «име». Видимо, от этого и пошло слово «номенклатура» как список имен или названий. Что означает сегодня в русском языке латинское слово «номенклатура»? Посмотрим, что сообщает на эту тему новейшее третье издание Большой советской энциклопедии том 18 страница 95-98. Номенклатура латинская «номенклатура» перечень, роспись имен первое система, совокупность названий и терминов употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники и тому подобное. Второе система абстрактных и условных символов, назначение которой дать максимально удобное с практической точки зрения средство для обозначения предметов. А далее идут номенклатура анатомическая, номенклатура болезней, номенклатура бухгалтерских счетов, номенклатура продукции, номенклатура химическая, неорганических и органических соединений, номенклатура в ботанике, зоологии, микробиологии, физиологии, биохимии. Значит, книга о медицине, ботанике, зоологии, биохимии? Нет. Она о явлении историческом и политическом. Обратимся к энциклопедическим справочникам историко-политического характера. Советско-историческая энциклопедия. Есть слова «ном», «номарх» и «номоканон», а номенклатуры нет. Политический словарь. Есть слова «навотный» и «носака», а номенклатуры тоже нет. Следы не связанного с естествознанием понятия «номенклатура» обнаруживаются в кратком политическом словаре. Издания 1964, 1968 и 1971 годов. Номенклатура определена здесь, как перечень должностей, назначение на которое утверждается вышестоящими органами. Определение невразумительное. Ведь любое назначение производится по решению выше, а не ниже стоящих органов. Однако, видимо, даже такое определение показалось чрезмерно откровенным, так что в последующих изданиях словаря термин «номенклатура» вообще исчез. В советской печати встречаются изредка упоминания о номенклатуре, но они неизменно бессодержательны. Замалчивание понятия «номенклатура» в СССР привело к курьезу. Выпущенный в Москве в 1971 году словарь «Новые слова и значения» зачислил термин «номенклатура» в число неологизмов 60-х годов. В действительности он почти на полвека старше. Вышедший же в 1984 году словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов, сообщив, что неологизмы 60-х годов включены в него только тогда, когда материалы свидетельствовали об их широком употреблении в 70-е годы, слово «номенклатура» опять исключил. Верно, в прессе и литературе термин «номенклатура» не употреблялся. В названном выше словаре-справочнике «Новые слова и значения», выпущенном в 1971 году, а затем без изменений в 1973 году, определение номенклатуры было сформулировано довольно подробно. Список должностей, кадры для которых утверждаются вышестоящими инстанциями, должность, входящая в такой список, работники, занимающие такие должности. За этим следовали примеры из советской печати 1964-68 годов первого брежневского четырехлетия, когда в литературе еще слышны были отголоски хрущевского либерализма, и слово «номенклатура» иногда упоминалось. В других изданиях определение давалось короткое и мало что говорящее. Именно оно было, видимо, сочтено наиболее удобным. Уже после выхода первого издания этой книги в начале 80-х годов советские справочники стали чаще включать термин «номенклатура» в его политическом значении. В словаре русского языка составитель С.И. Ожегов пояснено, в связи с выражениями «номенклатурный работник», «номенклатурные кадры» работники, персонально назначаемые высшей инстанцией. В четырехтомном словаре русского языка, подготовленном Академией наук СССР, 1983 год, это же определение несколько расширяется «номенклатурный работник», «работник», персонально назначаемый или утверждаемый высшей инстанцией. В словаре иностранных слов 1984 год дается следующее определение «номенклатура» латынь «номенклатура роспись имен». Первое. Совокупность или перечень названий терминов, употребляющихся в какой-либо отрасли науки, искусства, техники и т.д. Второе. Круг должностных лиц, назначение и утверждение которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа. Какие это органы? И инстанции справочники упорно не говорят. Единственное членораздельное определение «номенклатуры» опубликовано в Советском Союзе не в общедоступных справочниках, а в учебном пособии для партийных школ «Партийное строительство». Вот оно. Номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуется и утверждаются данным партийным комитетом, райкомом, горкомом, обкомом, партии и т.д. Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах. А упомянутый словарь неологизмов поясняет, что термин «номенклатура» обозначает и всех лиц, занимающих такие посты. Значит, эта книга о перечне наиболее важных в СССР должностей, ключевых постов и об их счастливых обладателях? Здесь мы подошли совсем близко к подлинной сути понятия «номенклатура» в СССР и других странах реального социализма. Академик Сахаров писал, хотя соответствующие социологические исследования в стране либо не производятся, либо засекречены, но можно утверждать, что уже в 20-е-30-е годы и окончательно в послевоенные годы в нашей стране сформировалась и выделилась особая партийно-бюрократическая прослойка «номенклатура», как они себя сами называют «новый класс», как их назвал Джиллос. Значит, книга о новом классе в СССР? Да, о нем, об этой сердцевине системы, именующей себя реально существующим социализмом. В СССР все, относящееся к «номенклатуре», тщательно скрывается. И от собственного народа, и от заграницы мир не должен знать о «номенклатуре». Для того, чтобы люди узнали о ней, я пишу эту книгу. Глава первая Советское общество тоже антагонистическое Деление общества на классы в истории должно стоять перед нами ясно всегда, как основной факт. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 70 Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 47 Определить место социализма в историческом пути человечества с точки зрения марксистско-ленинской идеологии задача простая, а главное уже решенная. Несметное количество произносимых в СССР речей и публикуемых документов завершает четкая формула «Да здравствует коммунизм, светлое будущее всего человечества». Коммунизм – бесклассовое общество, основной принцип которого – от каждого по способности, каждому по потребности. Программа КПСС ориентировочно датировала построение коммунистического общества в СССР 1980 годом и в заключении торжественно провозглашала нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Пока что это избранное поколение живет при реальном социализме. Согласно марксистской теории, в том виде, в каком она сейчас пропагандируется, социализм – первая фаза коммунизма, где действует другой основной принцип – от каждого по способности, каждому по труду. Социалистическое общество еще не бесклассовое, но в нем, согласно той же теории, уже нет эксплуататорских классов, и, соответственно, нет классовых антагонизмов. Таким образом, реальный социализм – это тоже, хотя и несколько менее светлое, чем коммунизм, но зато более близкое будущее для тех стран, где он еще не построен. Реальный социализм – разумный термин. Система, реально сложившаяся в СССР, отличается от системы в других развитых странах, она является результатом социалистического выбора и должна иметь название. Так как во всех странах социалистического выбора система не отличается, от существующей в Советском Союзе ясно, что реальный, а не книжно-умозрительный социализм именно таков, как в СССР. Следовательно, народы всех стран имеют заманчивую возможность, посмотрев на СССР, заглянуть в будущее, которое их ожидает, в случае социалистического выбора. Иностранец может сегодня, погрузившись в самолет, словно в Уэллсовскую машину времени, выйти в московском аэропорту Шереметьево и созерцать грядущие свои страны. Что он увидит? Первое. Классы и классовый антагонизм. Развитое человеческое общество делится на классы. Деление общества на классы было открыто задолго до Маркса. Более того, вопреки распространенному мнению, не Марксу принадлежит и открытие классовой борьбы. Прочитаем, что пишет об этом сам Маркс. Что касается меня, то мне не принадлежит не та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. «В основе деления на класса лежит закон разделения труда», – писал Энгельс. «Однако нельзя смешивать классы с профессиями. Нет класса счетоводов и класса бухгалтеров, класса судомоек и класса водителей такси, класс непрофессиональная группа и непрофсоюз, а крупный слой общества, вбирающий в себя много профессий. Деление между классами непрофессиональное, а социальное». Вот ленинское определение. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей части закрепленному и оформленному в законах к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ленин добавлял, что классы различаются между собой и по тем интересам, которые определяются обстановкой жизни их членов. Интересы классов, как и отдельных людей, всегда в той или иной степени расходятся. Это естественно, ибо положение классов в обществе различно. Энгельс писал, «Общество разделяется на классы, привилегированные и обездоленные, эксплуатирующие и эксплуатируемые, господствующие и угнетенные». А советский учебник для системы партийной учебы поясняет, в пределах одной формации классы отличаются друг от друга по их месту в системе производства. Один класс заведует производством, другой непосредственно осуществляет производственный процесс, один трудится, другой присваивает себе результаты его труда. Ясно, что в таких случаях компромисс между классами невозможен. Классовые интересы противоположны или несовместимы. В этих случаях речь идет об антагонистических классах, а общество, в котором они действуют, является антагонистическим. Между классами-антагонистами развертывается классовая борьба. Маркс и Энгельс дали отчетливую формулировку «Вся предшествующая нам история – есть история борьбы классов». Это объясняется тем, что классовый антагонизм в обществе – не редкость, а правило. Все существовавшие до сих пор классовые общества были, как подчеркивает марксизм, антагонистическими. Счастливые исключения из этого правила, с точки зрения марксизма-ленинизма, должно составить лишь общество реального социализма. 2. Общество без антагонистических классов 25 ноября 1936 года, после конца уроков во второй смене, нас, актив школы, членов старостата и комитета комсомола, с тоской думавших о безнадежно потерянном вечере, собрали в учительской на втором этаже. Сделанным вниманием, чинно, расселись учителя. Директор торжественно включил репродуктор. Из плохонького громкоговорителя раздался сухой треск аплодисментов и далекие надрывные возгласы «Да здравствуй, товарищ Сталин! Слава великому Сталину!» Потом все стихло, и вдруг послышался глуховатый, запинающийся голос вождя, сильным грузинским акцентом читавшего свой текст. Сталин произносил на восьмом, чрезвычайном всесоюзном съезде Советов, доклад о проекте Конституции Союза СССР. Незамедлительно объявленный гениальным вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма доклад провозглашал. Необходимость принять новую Конституцию назрела, потому что в Советском Союзе создано социалистическое общество – это общество без антагонистических классов. Оно состоит из двух дружественных классов – рабочих и крестьян, и рекрутируемые из них прослойки интеллигенции. Все это, пояснял Сталин, совершенно новое, невиданное еще в истории социальной группы. Советский рабочий класс – не прежний пролетариат, он перестал быть эксплуатируемым классом, лишенным средств производства и продающим свою рабочую силу, а совместно со всем народом владеет средствами производства и освобожден от эксплуатации. Крестьянство из эксплуатируемого класса мелких распыленных производителей, базирующего свое существование на частной собственности, единоличном труде и примитивной технике, превратилось в освобожденный от эксплуатации класс, базирующий свою работу на кооперативно-колхозной собственности, на коллективном труде и передовой технике. Советская интеллигенция – трудовая, подавляющее большинство ее составляют выходцы из рабочего класса и крестьянства, она служит трудовому народу и имеет все возможности для применения своих знаний. Оглашенное в тот вечер идейное богатство прочно вошло в золотой фонд марксистско-ленинской теории. Настолько прочно, что, хотя другие высказывания Сталина давно перестали числиться гениальными открытиями, данная им характеристика структуры советского общества по-прежнему считается в СССР непреложной истиной. Как только вопрос касается структуры общества в СССР, советские авторы сразу же начинают излагать своими словами доклад товарища Сталина. И вывод делается такой. В СССР впервые в истории возникло новое общество, не расколотое на враждебные классы, но спаянное единством коренных интересов и общностью целей. Значит, сталинская схема полностью остается в силе. Для того, чтобы подкрепить эту схему статистическими данными, в советских изданиях приводилась следующая таблица. Изменение классовой структуры советского общества в процентах ко всему населению. Рабочие и служащие По годам 1913-17, 1924-14-8, 1928-17-6, 1939-52, 1959-68-3, 1970-79-5, 1987-88. В том числе рабочие По годам 14,6, 10,4, 12,4, 33,7, 52, 57,4, 61,8. Колхозное крестьянство и кооперированное кустари Примечание кооперированное кустари, то есть члены артелей промкооперации вместе с неработающими членами Семьи составляли 1924 год 0,5%, 1928 год 1,2%, 1939 год 2,3% населения. С 1959 года включаются в число рабочих и служащих в связи с передачей артелей промкооперации в систему государственных предприятий 1913-й пропуск, далее 1,3%, 2,9%, 47,2%, 31,4%, 20,5%, 12% Крестьяне единоличники и не кооперированные кустари 66,7%, 75,4%, 74,9% в 1939 году 2,6%, далее 0,3% в 1970 и 1987 году по нулям. Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки 13-й год 16,3%, 24-й год 8,5%, 28-й год 4,6%, далее пропуски. Что ж, беспристрастная советская статистика подтверждает слова товарища Сталина. Ведь правда, были когда-то в России помещики, капиталисты, были кулаки, ничего этого уже давно нет, даже кустарей фактически не осталось. Если бы мы пошли по улице, спрашивая людей одного с другим, кто они, оказалось бы, что каждый или рабочий, или колхозник, или, наконец, служащий, интеллигент. Третье. Общенародное социалистическое государство трудящихся. Но возникает один вопрос. Зачем при такой классовой гармонии в Советском Союзе существует государство, и какова его сущность? Сталин не обошел вниманием и этого вопроса. Социалистическое государство, сообщил он, имеет хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную функцию, а также охраняет социалистическую собственность и осуществляет военную защиту страны от капиталистического окружения. Что же касается сущности этого государства, то Брежнев подтвердил выдвинутый Хрущевым тезис «Государство диктатуры пролетариата», выполнив свою великую историческую миссию, постепенно переросло в общенародное социалистическое государство трудящихся. При Горбачеве каких-либо официальных опробержений этих тезисов не последовало. Значит, из основанного на классовом господстве пролетариата советское государство превратилось в общенародное. Все это, может быть, звучало бы неплохо, если бы не Ленин, который вот в каких выражениях реагировал на подобные взгляды. «Народное государство, etc., есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как и свободное народное государство. Совершенно неверны рассуждения о государстве. Государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное государство». Отыскав слова Энгельса, заявлявшего, что «говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица», Ленин писал, «Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю немецкой рабочей партии выкинуть из программы слово «государство», не заменить его словом «община». Какой бы вой об анархизме подняли главари нынешнего, подделанного под удобство оппортунистов марксизма, если бы им предложили такое исправление программы? Что делать? Если бы Ленин ограничился этим высказыванием, можно было бы привычно объявить его цитатой, вырванной из контекста. Благо, каждая цитата остается вне контекста именно потому, что она цитата. Однако здесь этот испытанный способ не действует. Ленин упорно излагал свою точку зрения по вопросу о сущности государства. В подобных случаях принято применять другой метод – замалчивать, не делать вид, будто классик марксизма на эту тему вообще ничего не сказал. Так и делается в данном случае. Посмотрим, что сказал Ленин. Что представляет собой всякое государство? Государство – это учреждение для принуждений, отвечает Ленин и поясняет. Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса. Значит, если есть государство, то за ним с неизбежностью скрывается классовый антагонизм. Да, отвечает Ленин, государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы. Может быть, Ленин имел в виду не всякое, а только буржуазное, феодальное и рабовладельческое государство? Нет, Ленин категоричен. Всякое государство есть особая сила для подавления угнетенного класса. Поэтому всякое государство несвободно и ненародно. Следовательно, факт существования государства в СССР служит по Ленину бесспорным доказательством того, что советское общество антагонистическое, а советское государство несвободно и ненародно. Так обстоит дело с общенародным социалистическим государством трудящихся. Не лучше из хозяйственно-организаторской, культурно-воспитательной и прочими функциями этого государства, не признает их Ленин. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататора. Ну, хорошо, социалистическое государство, не общенародное, а классовое, и его функция подавления. Но, может быть, это по аналогии с диктатурой пролетариата, подавление огромным большинством трудящихся ничтожного меньшинства паразитов. В самом социалистическом обществе отсутствует, как известно, социальная основа паразитизма, но живучие еще пережитки капитализма в сознании людей, так что есть пока мошенники, воры, бандиты. Может быть, их подавление является главной функцией государства, развитого социалистического общества? Нет, не нужны для этого танковые и парашютные дивизии внутренних войск, армия вооруженных сил, аппарат КГБ и прочее. Тоскующие на уроках школьники хлопают, неосторожно садящихся на порту мух, просто натянутой резинкой, а не просят привезти паровой молот. Другое дело, если бы муха захотела подавить людей, тогда и действительно понадобилась бы гигантская машина, которая в тысячу раз усилила бы нажатие ее лапки. Огромная машина советского государства наводит на мысль, что дело идет о подавлении огромного большинства незначительным меньшинством. А что пишет Ленин? Именно это. Эксплуататоры. Естественное дело не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения такой задачи. Но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой машине почти что без машины, без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс. Значит, и мысль о подавлении меньшинства паразитов как главной функции мощного социалистического государства не находит поддержки у Ленина. Но в СССР пропаганда без конца повторяет, что родное советское государство нужно трудовому народу. Зачем? Снова Ленин. Пролетариату нужно государство. Это повторяют все оппортунисты, социалшавинисты и каутскианцы, уверяя, что таково учение Маркса, и забывая добавить, что по Марксу пролетариату нужно лишь отмирающее государство, то есть устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. Но уж советское государство так не устроено. К числу неизменных впечатлений, которые выносят граждане СССР из поездок в капиталистические страны, относится смехотворная для советского человека слабость тамошних государств. В самом деле там все частное – земля, заводы, фирмы, банки, дома, магазины, газеты. Все. Тут в СССР все это и многое другое – государственное. Там в море частного качается утлый челн государства, разными ухищрениями старающегося собрать ворчащих подданных налоги на свое содержание, независящие от своих граждан, которые нахально выбирают, какая партия будет формировать правительство. Тут знающие свое место граждане, привыкшие к полной зависимости от всесильного государства и пуще всего боящиеся ненароком попасть под его тяжелую и всегда карающую руку. Там, несмотря на слабость государства, а точнее благодаря ей, нескончаемые интеллигентские разговоры о нестерпимости гнета государственной бюрократии. Тут выразительно велено всемерно укреплять родное советское государство. Укреплять? А вот Ленин пишет, пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода? Не будет государства. Да когда же писал все это Ленин? Может быть, студенческие годы? В девятнадцатом веке в захолустной Казани, когда он еще не начал серьезно задумываться над государством и его сущностью? Нет, и такого утешения Ленин не дает. Все это из книги «Государство и революция», написанной в августе и сентябре 1917 года, когда Ленин, глава партии большевиков, готовился к захвату государственной власти. Опубликовал же он эту работу после Октябрьской революции. Одним словом, лазеек не остается. Нужно безоговорочно признать одно из двух. Если справедливо пропагандируемая ныне в СССР сталинская схема структуры советского общества, то не верна марксистско-ленинская теория государства. Если же эта теория верна, то советское государство тоже машина, причем гигантская, для подавления господствующим классом других классов, и тогда все рассуждения о неантагонистическом характере социалистического общества попросту обман. Четвертое. Прокрустово ложе схемы. В пользу сталинской схемы социальной структуры СССР свидетельствует только одно – то, что каждого советского гражданина действительно можно отнести к одной из трех категорий – рабочие, колхозники, служащие, что воспринимается как синоним интеллигенции. Достаточно ли это доказательство правильности тезиса об именно такой трехчленной структуре общества в Советском Союзе? Допустим, было бы объявлено, что это общество состоит из четырех неантагонистических классов – блондинов, брюнетов, шатенов и рыжих, и двух рекрутируемых, из них прослоек – седых и лысых. Тогда тоже без труда можно было бы отнести каждого гражданина к одной из названных категорий. Статистические таблицы тоже были бы безупречны, и тоже можно было бы проводить на их основе глубокомысленные социологические исследования. Но ведь все это не доказывает, что именно таково социальные членения общества. Конечно, не доказывает. Поспешит нас одернуть догадливый преподаватель курса научного коммунизма. Не доказывает. Потому что пример фальшивый надо брать за основу деления общества социальные группы по их месту и роли в процессе общественного производства, а не поясните смехотворному признаку цвета волос. Правильно. Сама по себе возможность расписать все население по определенным категориям ровно ничего не доказывает. Следовательно, не доказывает она и правоты сталинского тезиса о структуре советского общества. Существенное значение для определения структуры общества имеет неформальное распределение по графам, а правильное выявление групп, сформировавшихся в процессе общественного производства и занявших в нем каждое свое особое место. Пятое. Классовая гармония под пирамидами. Правильно ли выявил Сталин эти группы? Проведем эксперимент. Применим принципы сталинской классификации к известным в истории докапиталистическим обществам. Разделим, как это делает Сталин, общество на две большие группы, занятых физическим и занятых умственным трудом. Первую группу подразделим на два класса, работающих в городе и работающих в деревне, а вторую назовем прослойкой. Как и по цвету волос, можно будет расписать по этим графом всех членов любого общества. В самом деле, каждый занимается физическим или умственным трудом и живет или в городе, или в сельской местности. Как любят выражаться советские философы, третьего не дано. Таким образом, столь доказательный для нас вначале факт, что любой советский гражданин попадает в одну из названных рубрик, будет безотказно повторяться при их применении к каждому обществу. Применительно к докапиталистическим формациям, то есть до возникновения рабочего класса, категориями, соответствующими сталинской схеме, были бы, по-видимому, следующие социальные группы. Первое – класс производителей промышленно-ремесленной продукции. Второе – класс производителей сельскохозяйственной продукции. Третье – прослойка занятых умственным трудом и интеллигенцией. Приложим эту схему к различным обществам, например, к рабовладельческим. В первом классе окажутся в Древней Греции и свободные ремесленники, и рабы в эргостериях, и сами эргостериархи. В Древнем Риме во втором классе оказались бы вольноотпущенники, колонны, рабы в латифундиях, а также их надсмотрщики, да и сами латифундисты. В Древнем Египте мы нашли бы в прослойке интеллигенции и автора речения и пувера, и переписавшего его писца, и бродячего музыканта, и номарха, и фараона. Неважно, что музыкант, писец, а, вероятно, и сам литератор, должны были падать лицом в пыль при проезде фараона, не имея права даже взглянуть на того, чье имя писалось в картуша и сопровождалось заклинанием «Да будет он жив, здрав, невредим». Зато между очерченными таким образом социальными группами не было бы никаких классовых антагонизмов, как и между блондинами и шатенами определение общества по цвету волос. Да и откуда и взяться классовым антагонизмом, если в качестве социальных групп берутся труженики города, труженики деревни и лица, занимающиеся умственным трудом, ни в одном обществе между этими группами не возникало непримиримых противоречий. Но ведь антагонизмы были, и именно марксизм подчеркивает это со всей силой. С помощью какого же фокуса они исчезают при взгляде на общество сквозь призму сталинской схемы, что она загораживает? Каждый, окончивший советскую школу, наизусть помнит слова коммунистического манифеста «Вся предшествующая нам история» есть история борьбы классов «Свободный и раб», «Патриций и плебей», «Феодал и крепостной», «Цеховой мастер и подмастерье», «Короче», «Угнетаемый» и «Угнетатель». Остановимся здесь. «Угнетаемый» и «Угнетатель» — вот что затушевывает схема Сталина, и тот и другой загоняются ею в рамки одной и той же социальной группы, причем особенно большой простор предоставляет расплывчатая прослойка интеллигенции. Границы между социальными группами в схеме Сталина имеют лишь одну внутреннюю логику, они проведены так, чтобы не совпасть с подлинным социальным водоразделом, а водораздел этот проходит по линии четко названной в коммунистическом манифесте, порабощенный и господствующий, управляемый и управляющий, эксплуатируемый и эксплуататор, короче, угнетаемый и угнетатель. Это основное отношение гаснет в картине любого, даже рабовладельческого классового общества, при наложении на нее трехчленного сталинского деления, старательного наклеенного, на картину советского общественного строя. Если отодвинуть эту схему, что под ней? Шестое. Управляющие и управляемые. Посмотрим, в какой мере советская литература дает ответ на этот вопрос. Проблемой социальной структуры общества в СССР советские ученые занимались в первом десятилетии после Октябрьской революции, но само общество тогда еще находилось на переломе и не приобрело черт, характерных для реального социализма. Затем возникли другие проблемы, а в 1936 году была оглашена теория Сталина. Как скромно замечает автор статьи в журнале «История СССР», в конце 30-х годов наметился определенный спад в научной разработке истории основных классов и социальных групп советского общества, внутриклассовой структуры и общественной психологии. Яснее говоря, все это было заменено повторением слов Сталина. Во второй половине 50-х годов стали появляться по этим вопросам работы, не сводившиеся к простому цитированию доклада о проекте Конституции или к его пересказу, возможно, более близко к тексту. Однако, особенно далеко от этого текста, никто из советских авторов тоже не решался отходить, а уж классовый состав советского общества излагался безоговорочно по Сталину. И все же в современной советской литературе по проблемам структуры общества в СССР можно уловить новый элемент, представляющий собой, очевидно, некую тень реального процесса. Этот элемент начинается с указания на то, что внутри категории трехчленного сталинского деления общества есть некие иные социальные группы, а завершается он неожиданным тезисом, не встречавшимся в советской литературе сталинского периода. Такими социальными группами оказываются управляемые и управляющие. Что-то удивительно знакомое есть в этом словосочетании. Погодите, мы только что цитировали «свободный» и «раб», «патриция» и «плебей», короче, «угнетаемый» и «угнетатель». А если бы Маркс и Энгельс написали «управляемый» и «управляющий», смысл ведь остался бы тот же. Что же представляют собой новые управляющие? Обычно на первый план выдвигается различие между организаторами и исполнителями, пишут авторы коллективного труда классы, социальные слои и группы в СССР. В этом отношении особое место в общественной организации труда при социализме принадлежит не всей интеллигенции, а лицам, которые от имени общества, по его заданию и под его контролем, выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества. В другой книге этот интересный тезис формулируется с еще большей определенностью. Управление отмечается в книге в значительной степени еще, остается особым видом профессиональной деятельности интеллигенции, точнее одного из ее отрядов. Характер и общественная значимость управленческого труда ставят интеллигенцию, профессионально занимающуюся управлением в несколько особое положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Значит, в прослойке советской интеллигенции есть какой-то один отряд, который профессионально занимается тем, что управляет во всех сферах жизни общества и потому находится в несколько особом положении по отношению к исполнителям, иными словами, управляемым. Своеобразная ситуация для общества, где все равны и где руководящая сила рабочий класс. Что же представляет собой в социальном отношении отряд управляющих? Это ведь только животный мир делится на отряды, а для человеческого общества в науке и прежде всего в марксистской принята другая классификация. Общество делится на классы, правящее и угнетенное, и неудержимо возникает вопрос, а не может быть, что отряд управляющих, правящий класс общества реального социализма. Седьмое. Теория джиллоса. В советской литературе часто цитируются патетические ленинские слова «Мы вправе гордиться, и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса». К этой формулировке Ленин возвращался не раз. Например, диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии. Или в одной из последних работ в августе 1921 года всякий знает, что Октябрьская революция на деле выдвинула новые силы, «Новый класс», «Новый класс», так и назвал свою книгу «Югославский политик», бывший член Союза коммунистов Югославии, ученый и писатель Милован Джиллос, постаравшийся теоретически осмыслить вопрос «Кто такие управляющие?» Личный жизненный опыт, незаменимое сокровище, открывал ему для этого уникальные возможности. Джиллос не только был ряд лет в числе управляющих, он возглавлял их, будучи членом Политбюро ЦК, святая святых любой коммунистической партии. Я прошел, пишет он, весь путь, открытый для коммуниста от низшей до самой высокой ступени иерархической лестницы, от местных и национальных до международных органов, и от образования коммунистической партии и подготовки революции до установления так называемого «социалистического общества». Сущность, разработанная Джиллосом теорией, сводится к следующему. После победы социалистической революции аппарат компартии превращается в новый правящий класс. Этот класс партийной бюрократии монополизирует власть в государстве. Проведя национализацию, он присваивает себе всю государственную собственность. В результате новоявленный хозяин всех орудий и средств производства, новый класс, становится классом эксплуататоров, попирает все нормы человеческой морали, поддерживает свою диктатуру методами террора и тотального идеологического контроля. Происходит перерождение. Бывшие самоотверженные революционеры, требовавшие самых широких демократических свобод, оказавшиеся у власти, превращаются в свирепых реакционеров, душителей свободы. Положительным моментом деятельности нового класса в экономически слабо развитых странах является проводимая им индустриализация и связанная с ней по необходимости известное распространение культуры. Однако его хозяйничание в экономике отличается крайней расточительностью, а культура носит характер политической пропаганды. Когда новый класс сойдет с исторической сцены, а это должно случиться, резюмирует Джиллс, люди будут горевать о нем меньше, чем в любом другом классе, существовавшем до него. Хотя Джиллс написал свою работу как исследование о характере коммунистической системы в целом, он проделал свой анализ фактически на материале социалистического общества в Югославии. Но Югославия нетипична для социалистических стран и стоит особняком в их среде. К 20 съезду КПСС в Москве была специально придумана формула, выражающая особенное положение Югославии. В мировую социалистическую систему были включены все социалистические страны, а в мировой социалистический лагерь те же, кроме Югославии. Само привычное для ух советского человека слово «лагерь» фотало тогда повод для ряда мрачноватых шуток, вроде того, что Венгрия – самый веселый барак в этом лагере, а Югославия не в лагере, а потому свободно. По действующим БСССР инструкциям, Югославия во всех практических вопросах рассматривалась как капиталистическая страна. Таким образом, книга Джиллеса отнюдь не сделала беспредметным объективный анализ классовой структуры социалистического общества на материале других социалистических стран и прежде всего Советского Союза, напротив, книгу «Новый класс» и последовавшую за ней работу Джиллеса «Несовершенное общество» следует рассматривать как призыв серьезно заняться этой проблемой. Но о пути подхода к ней ясно намечены Джиллесом. Он не только отбросил идиллическую сталинскую схему структуры социалистического общества, но не остановился и на делении этого общества на управляемых и управляющих. Джиллес объявил, что в социалистических странах правящая элита – это новый господствующий класс партийной бюрократии. Джиллес выдвинул научную теорию, принесшую ему известность во всем мире, и тюремный приговор в Югославии, как будто когда-нибудь удавалось приговорами остановить развитие науки. Восьмое. Классовое господство. Хотя именно Джиллес впервые выступил с разработанной теорией, в разных странах уже в двадцатых годах стал подниматься вопрос о том, что в СССР возник новый господствующий класс. Начнем с одного из ранних высказываний на эту тему. Вот как характеризует управляющих и управляемых в СССР и Е. Штейнберг, нарком юстиции в первом правительстве Ленина, после вхождения в него левых эсеров. На одной стороне опьянение властью, наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектанская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, одним словом, господство. На другой стороне задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей, социальной и психологической пропастью. Любопытная картина. Как видим, здесь отнюдь не два сталинских дружественных класса рабочих и крестьян, а антагонистические классы управляющих и управляемых. Подобные утверждения стали вскоре раздаваться со стороны самых различных политических группировок. В 1936 году долголетний московский корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Perzgen писал, что в СССР произошло новое классообразование, развитие ныне господствующего привилегированного слоя. В те же годы находившийся в эмиграции русский философ Николай Бердяев отмечал, диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия более сильная, чем бюрократия царская. Есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит. Югославский коммунист Анте Селига после ряда лет работы в СССР, а затем Ссылки, писал свои книги, опубликованные в Париже в 1938 году. В Советском Союзе правит совершенно новый класс бюрократия коммунистов и специалистов. В 1939 году диссидент в лагере троцкистов, итальянец Бруно Рицци, опубликовал во Франции книгу «СССР. Бюрократический коллективизм. Первую часть задуманной им трилогии «Бюрократизация мира». Как свидетельствует само название, автор рассматривал развитие в СССР лишь как частный случай якобы всемирного явления прихода к власти бюрократии. Применительно к западному миру идея о революции менеджеров была развита Бернхэмом. Его исследование показало, что руководящая роль управляющих в противоположность роли владельцев средств производства ограничивается на Западе сферой экономики и не связана с политической властью. Следовательно, это феномен иного порядка, чем возникновение нового правящего класса в СССР. Полемизируя с рассуждениями Троцкого и его учеников о том, будто в Советском Союзе государство является пролетарским, Рицци выдвинул ряд интересных тезисов. Он подчеркнул, что не рабочий, а другой правящий класс, бюрократия, поднялся из Октябрьской революции. Сделавшись собственницей всех орудий и средств производства в стране, она стала классом еще более эксплуататорским, чем буржуазия. Однако Рицци весьма туманно обрисовал границы класса бюрократии. В одном случае он писал, что новый правящий класс состоит из функционеров и техников, в другом случае включает в этот класс также полицейских, офицеров, журналистов, писателей, профсоюзных боссов, наконец, всю коммунистическую партию в целом. В 1943-1944 годах английский писатель Джордж Орвелл, в получившем широкую известность на Западе рассказе «Скотский хутор» в обобщенном виде обрисовал, так как он его понимал, процесс создания общества реального социализма, не как розовую утопию, а как историю формирования нового господствующего класса. Аллегория Орвелла повествует о том, как на одном хуторе животные устроили революцию против господства людей, кстати, в рассказе отнюдь не идеализированного, и сами стали хозяйничать. Но республика освободившихся было животных быстро оказалась под властью свиней и их свирепых охранников, сторожевых псов. Уделом остальных животных хутора стал беспросветный труд по выполнению составляющихся свингами планов, сдабриваемой свинской демагогии, что где животные отныне работают не на людей, а на самих себя. Под шумок этих разговоров свиньи стали владельцами хутора, причем, как завистью, констатировали люди, низшие животные на скотском хуторе работали больше, а еды получали меньше, чем какие-либо еще животные в грабстве. Рассказ Орвелла был запрещен в коммунистических странах. Тот же строгий запрет был наложен там на его роман 1984, рисующий жизнь и судьбу людей в Англии в случае установления в ней строя реального социализма. Изображаемое им общество делится на три слоя – внутренняя партия, т.е. партийно-полицейский аппарат, превратившийся в господствующий класс, внешняя партия, подчиненная этому классу интеллигенция, пролетариат – низший класс общество. Отнюдь не менее остро, чем буржуазные авторы говорили о наличии классовых антагонизмов в Советском Союзе сторонники мировой пролетарской революции. Троцкий указывал на процесс обюрокрачивания партийного аппарата в СССР и на то, что в результате вместо диктатуры пролетариата создалась диктатура над пролетариатом. После того, как убийца из НКВД Рамон Меркадр ликвидировал Троцкого, приверженцы последнего, в частности Эрнест Мандель, продолжали писать о развитии бюрократии в Советском Союзе. По мнению троцкистов, еще в 20-е годы бюрократия политически экспроприировала рабочий класс и сделалась привилегированным общественным слоем. Теперь необходима антибюрократическая революция в интересах рабочего класса, чтобы действительно построить социализм. Таким образом, мысль о наличии в СССР нового классового господства, причем отнюдь не господства рабочего класса, стала высказываться на Западе задолго до появления книги Джиллоса. Подведем итог. Мы без всякого предубеждения начали со сталинской концепции советского общества, как не антагонистического, состоящего из двух дружественных классов и прослойки интеллигенции. Впервые мы усомнились в ее правоте, потому что в Советском Союзе существует мощное государство. По теории Желенина всякое государство есть машина для поддержания господства одного класса над другими, а существование государства доказывает, что в обществе наличествует непримиримое классовое противоречие. Поэтому-то мы и стали анализировать сталинскую схему, затем искать в литературе отражение ощущенной нами реальности. Оказалось, что даже по мнению официальных советских изданий в советском обществе есть группа профессиональных управляющих, осуществляющая управление, иными словами власть, во всех сферах общественной жизни. Это правящая социальная группа. Она находится в составе так называемой прослойки интеллигенции. Следовательно, ее особое положение никак не может быть отождествлено с официально провозглашаемой руководящей ролью рабочего класса при социализме. Таким образом, различные аргументы подводят к заключению, что управляющие в обществе реального социализма – класс. Чтобы сделать окончательный вывод, необходимо применить имеющиеся у нас критерии определения класса. Подходит ли социальная группа управляющих в СССР под это определение? В полном соответствии с ленинским определением класса – это большая группа людей, отличающаяся от других групп по своему господствующему месту в исторически определенной системе общественного производства, тем самым по отношению к средствам производства, по своей организующей роли в общественной организации труда, следовательно, по способу получения размером той непомерной доли общественного богатства, которой она располагает. Значит, группа управляющих целиком подходит под ленинское определение класса, причем класса господствующего. Вот мы и пришли к выводу. Управляющие – это господствующий класс советского общества. В обществе реального социализма есть господствующий класс и есть угнетаемые им классы. Вот что увидит путешественник из-за рубежа, приехавший в СССР посмотреть на историческое будущее. Такова правда о советском обществе. Это горькая правда. Десятилетиями длившаяся самоотверженная борьба революционеров-марксистов, революции, длительная и суровая гражданская война, истребление целых классов прежнего общества, бесконечные усилия и несчетные жертвы, все это во имя построения справедливого общества без классов и классовых антагонизмов привели в итоге лишь к созданию нового классового антагонистического общества. Господствующий класс помещиков сменился в России новым господствующим классом. Социалистическое общество не составило исключения в истории человечества, как и все предшествовавшие классовые общества, общество реального социализма тоже антагонистическое. В Советском Союзе, как и в любой другой коммунистической стране, много тайн – государственных, партийных, военных, экономических, всяких. Но есть одна главная тайна, существованием которой объясняется – это вездесущая секретность. Главная тайна – это антагонистическая структура советского общества. Все остальные секреты – лишь частички этой тайны, по лабиринту которой мы теперь пойдем. Глава вторая Рождение господствующего класса «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Гимн Советского Союза в редакции до 1977 года Каждый, изучавший в Советском Узе историю, знает, каким томительно тягучим процессом изображается в ней возникновение класса. В курсе истории первобытного общества, скучноватом пересказе книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», с добавлением примеров из археологии и этнографии, речь без конца идет о разложении родового строя. Разложение это начинается с возникновения патриархата и продолжается затем тысячелетиями. На экзамене ничего не учивший студент в ответ на любые вопросы привычно заводит речь о разложении родового строя, и ошибки не бывает. Класса образования рассматривается как нечто очень далекое от современности, и даже относительно недавнее возникновение пролетариата в России оттягивается вглубь прошлого рассуждениями об издавна складывавшемся предпролетариате. Мы пришли на исторический факультет университета 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны. Ложившаяся в тот день на судьбу нашего поколения зловещая тень казалась светлой по сравнению с только что пережитым браком ежопщины. Нудные лекции о классообразовании не перекликались в нашем сознании с рыскавшими еще недавно по городу черными машинами НКВД, с ночными обысками, с безысходным горем наших одноклассников, оказавшихся обездоленными сиротами, детьми врагов народа. Мы еще не понимали, что на наших глазах развернулся кровавый заключительный акт подлинного, а не книжного процесса, рождения господствующего класса. Первое. Практическая цель. Любая книга по истории КПСС начинается с рассказа о создании первой марксистской группы в России «Освобождение труда». Возникшая более ста лет назад, эта группа впервые перевела на русский язык ряд работ Маркса и выступила за развитие России по указанному Марксом пути. В группу входило всего несколько человек, но каждое имя запечатлелось в истории русского рабочего движения. Плеханов, Аксель Рот, Засулич, Игнатов, Дэйч. Случай захотел, чтобы я, школьником, познакомился с почти 80-летним Дэйчем и часто бывал у него. Мой умерший еще до революции дед, инженер путей сообщения в Восточной Сибири, в 80-х годах прошлого века помогал там ссыльному, с трудом и не без риска для себя, устраивал его на работу, и Дэйч сохранил теплую привязанность к нашей семье. В результате я мог возбуждать страшную зависть своих одноклассников тем, что у меня оказался общий знакомый с Фридрихом Энгельсом. Милый Лев Григорьевич, переписывавшийся с разными странами, не только регулярно снабжал меня почтовыми марками. Крошечная двухкомнатная квартирка в Доме ветеранов революции на Шаболовке. В конце 30-х годов по указанию Сталина Дом ветеранов революции был ликвидирован, здание было размещено Министерство социального обеспечения РСФСР. Было местом, где я много раз слушал рассказы Дэйч о далеких днях, когда русская социал-демократия делала свои первые шаги. Школьника, долбившего казенное обществоведение и историю, завораживало в этих рассказах то, что Ленин, Плеханов, Троцкий были в них живыми людьми, со своими характерами, настроениями и слабостями, с колебаниями, размышлениями, а не схемами, где первый был всегда и во всем вождем, второй портунистом, третий врагом. Так через толщу полувека верила на меня атмосфера первых лет марксистского революционного движения в России. В словах Дэйча мне стала понемногу открываться главная проблема, ставшая тогда перед русскими марксистами, проблема исторической отсталости России, невозможности для этой страны, сделавшей первые шаги капитализму, совершить прыжок в послекапиталистическое общество. — Вот ты, Миша, и твои приятели, — говорил Лев Григорьевич, — все бы, вероятно, хотели бы стать сегодня же исследователями стратосферы или заполярья, но вы при всем желании не можете этого сделать. Вы дети, вы не в состоянии по собственной воле стать взрослыми, выскочить из своего возраста. Так же и я не могу выскочить из моего возраста и стать таким, как ты, школьникам, хоть уж как хотелось бы. Не мы определяем степень нашего возрастного развития, оно определяет нас. Это верно не только для каждого из людей в отдельности, но и для всех них вместе, для всего человеческого общества. Могла ли тогда Россия или любая другая страна, находившаяся на ранней стадии развития, по собственной воле вдруг, одним скачком, оказаться впереди более развитых стран? Теория Маркса говорила, что это невозможно. О том же свидетельствовали и исторический опыт, и жизненный опыт каждого из нас. И, наконец, простая логика. Вот в чем была ставшая перед нами марксистами проблема. Рассказывают вам об этом в школе? Нет, в школе об этом не рассказывали. В школе, коротко, упоминали, что оппортунисты всех мастей, помогая буржуям, клебетали, будто Россия не созрела для пролетарской революции, но верный марксист Ленин разгромил оппортунистов, что среди последних оказался и Маркс, нам в голову не приходило. Между тем, до русского марксиста, такого, который действительно убежден в правильности теории Маркса, а не просто старается использовать его тезис в своих интересах. Проблема была и нелегкая. Ситуация в России в те годы имела немало так хорошо знакомых нам черт. Огромное государство с мощным аппаратом полиции, с установившимися традициями самодержавия и забитым народом. Как могли революционеры перевернуть такую махину? Где было найти точку опоры? Земля и воля рассчитывала на крестьянство, самый многочисленный класс тогдашней России. Эти надежды не оправдались. Народовольцы делали ставку на индивидуальный террор, но результатом было устранение отдельных лиц, а не системы. Было известно, что в далекой индустриальной Англии Маркс и Энгельс указали на рабочий класс, как на силу революции, но они имели в виду промышленно развитые страны, а в России рабочих было еще мало, да и те, выходцы из крестьян, кадрового пролетариата не было. Что оставалось русским марксистам? Пропагандировать идеи Маркса и Энгельса, просвещать рабочих, постепенно готовиться к отдаленным боям будущего, а пока страстно ожидать предсказанную Марксом и Энгельсом, но почему-то задерживавшуюся пролетарскую революцию в развитых странах Западной Европы. Конечно, нелегко было смириться с мыслью, что придется ожидать развертывания естественно-исторического процесса. В масштабе истории он, может быть, протекает быстро, но отдельному человеку не прожить так долго, не увидеть петербургской коммуны и бесклассового общества в России. Однако невозможно поторопить открытые Марксом законы истории. Маркс как бы специально предупреждал нетерпеливых. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Нельзя просто устроить революцию. Не заговор, не переворот, а именно социальную революцию. И здесь не поможет никакая партия и даже никакой класс. В своей известной работе «Принципы коммунизма» Энгельс подчеркивал, коммунисты очень хорошо знают, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышленно и по произволу, и что революции всегда и везде являлись необходимым средством обстоятельств, которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Не Россия или ее восточноевропейские соседи придут первыми к пролетарской революции. Энгельс в той же работе отмечал, что в России, Польше и Венгрии еще господствует крепостничество, как в средние века. Пролетарская революция произойдет, как писал Энгельс, в цивилизованных странах, то есть в Англии, США, Франции и Германии, она даже протекать будет быстрее или медленнее в строгой зависимости от уровня развития каждой из этих стран, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. И даже после того, как там победит пролетарская революция, она не перебросится на отсталая сторона, а лишь окажет также значительное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их прежний ход развития. Созданная молодыми Марксом и Энгельсом и психологически приноровленная к запросам радикальной части революционной западноевропейской молодежи кануна 1848 года идея антикапиталистической пролетарской революции в промышленно высокоразвитых странах сулила скорую победу только на Западе. Разочаровавшимся в крестьянстве и во всемогуществе индивидуального террора революционерам России она открывала лишь перспективу, хотя и неумолимо закономерного, но длительного процесса роста производительных сил капитализма и их постепенно нарастающего конфликта с производственными отношениями. В этой ситуации в кругах русских революционеров и выделился волевой, ранолысеющий молодой человек из Симбирска Владимир Ульянов. Начинал он как один из многих молодых обожателей Плеханова, но уже скоро стало заметно, что его интересует не столько марксистская теория, сколько политическая практика. Не то чтобы Ульянов отрицал истинность или важность марксистского учения, напротив, именно он с небывалым остервенением и полемической запальчивостью принялся отстаивать чистоту марксизма, как будто его оппоненты примкнули, многим рискуя к марксизму, только для того, чтобы это учение исказить, фальсифицировать и вообще подорвать. Бросалось в глаза, что в таких теоретических спорах молодой Ульянов всегда видел не путь отыскания истины, а метод борьбы с политическим противником. Скупой на слова о себе, Ленин в 1923 году, чувствуя приближение конца и окидывая взором пройденный путь, коротко напишет «для меня всегда была важна практическая цель». Эти простые, но замечательно точные слова дают ключ к пониманию роли Ленина и ленинизма. Главной практической целью жизни Ленина стало отныне добиться революции в России, независимо от того, созрели или нет там материальные условия для новых производственных отношений. Молодого человека не смущало то, что было камнем преткновения для других русских марксистов того времени. Пусть Россия отстала, считал он, пусть ее пролетариат слаб, пусть российский капитализм еще далеко не развернул всех своих производительных сил. Не в этом дело. Главное — совершить революцию. И хотя, конечно, марксистскую догму надо безоговорочно признавать. На практике неважно, что там теоретизировал на этот счет Маркс. «Мы думаем, многозначительно», — писал молодой Ульянов, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общее руководящее положение, которое применяется в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России. Почему, собственно, Ленин стал марксистом? Вопрос этот не принято задавать, как спрашивать такое о классике марксизма. Между тем вопрос не праздный. Ленин до 18 лет марксизмом вовсе не интересовался, а затем приобрел к нему очень специфический интерес, не как к научной теории, отыскивающей истину, а как к учению, которое можно сделать идеологией революции. Ленин уже на начальном этапе своего политического пути, когда считал нужным, без колебаний шел в разрез с марксистской теорией, хотя и молчал об этом. Марксизм был для Ленина не столько внутренним убеждением, сколько очень полезным и потому бережно хранимым инструментом. И все же, почему Ленин счел полезным именно этот, а не какой-либо иной идеологический инструмент? Потому что марксизм был единственной теорией, проповедовавшей пролетарскую революцию. Как уже сказано выше, опыт земли и воли показал, что надежда на крестьянство, как на главную революционную силу, себя не оправдала. Горстка революционной интеллигенции была слишком малочислена, чтобы без опоры на какой-то крупный класс перевернуть махину царскому государству. Безрезультатность террора народников продемонстрировала это со всей ясностью. Таким крупным классом России в тех условиях мог быть только пролетариат, численно быстро возраставший на рубеже XIX и XX веков. В силу его концентрации на производстве и выработанной условиями труда дисциплинированности, рабочий класс являлся тем социальным слоем, который можно было лучше всего использовать как ударную силу для свержения существующего строя. Вот почему Ленин, выдвинувший задачу во что бы то ни стало и по возможности скорее произвести революцию в России, нашел именно в марксизме наиболее подходящий идеологический инструмент. За минувшие 65 лет много миллионов людей из разных стран медленным шагом прошли в молчании через мавзолей, чтобы с любопытством поглядеть на невзрачного лысого человека с рыжей бородкой, желтую выпотрошенную мумию с черепом без мозга. А гораздо интереснее было бы посмотреть на хранящейся в стерильной чистоте в сейфе Института Академии Медицинских Наук СССР мозг Ленина в этой неопределенного цвета массе с глубокими извилинами. Зародился сто лет назад необычный план, изменивший лицо мира. Второе. Что делать? План Ленина был изложен в его действительной исторической книге «Что делать?». Заглавие демонстративно повторяло название произведения Чернышевского «Настольной книги русских демократов» 60-х годов. Ленин как бы подчеркивал, что наступило новое время, когда надо не заниматься просветительством и поисками героев-одиночек типа Рахметова, а делать совсем другое. Что именно? Основная цель, поставленная Лениным в его книге, была сформулирована как необходимость покончить с периодом разброда и шатаний в партии. Иными словами, как справедливо говорится в советской литературе, Ленин выдвинул идею создания партии нового типа. Была эта идея марксистской? Нет. Никогда Маркс и Энгельс не представляли себе коммунистическую партию в корне отличной от всех других партий. В манифесте коммунистической партии эта мысль выражена очень четко. Коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям. Они не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение. И вообще Маркс и Энгельс не были столь ярыми приверженцами партийной деятельности, как это изображается на них в коммунистической литературе. Вот что писал Энгельс Марксу 13 февраля 1851 года, через три года после выхода в свет манифеста и на основании опыта с союзом коммунистов. Разве мы в продолжении стольких лет не делали вид, будто всякий сброд – это наша партия, между тем, как у нас не было никакой партии и люди, которых мы, по крайней мере официально, считали принадлежащими к нашей партии, сохраняя за собой право называть их между нами неисправимыми болванами, не понимали даже элементарных начал наших теорий? Разве могут подходить для какой-либо партии такие люди, как мы, которые как чумы избегают официальных постов? Какое значение имеет партия, то есть банда ослов, слепо верящих нам, потому что они нас считают равными себя, для нас, плюющих на популярность, для нас, перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популярными. Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать истинным и адекватным выражением тех жалких глупцов, с которыми нас свели вместе последние годы. Как видите, нельзя сказать, чтобы Маркс и Энгельс были апологетами партии и партийности. К тому же партия, о которой они писали, должна была быть, по их мнению, рабочей партией. Была ли рабочей та партия, о которой говорил Ленин, созданная в 1898 году РСДРП? Вот что сообщают на эту тему советская официальная многотомная история КПСС. На первом съезде партии, который ее основал, часть делегатов выступила против наименования партии «рабочей». Мотивировалось это тем, что фактически в социал-демократические организации входит пока немного рабочих. Мнения разделились. Большинством пяти голосов «против» четвертый съезд утвердил название «Российская социал-демократическая партия». Слово «рабочее» было включено в него уже после съезда, при составлении манифеста «Согласие двух членов ЦК». А было это согласие действительным? Нет. Принятое первым съездом партией решение, заменявшее партийный устав, устанавливало своим пунктом 4 восстановление В особо важных случаях ЦК руководствуется следующими принципами. А. В вопросах, допускающих отсрочку, ЦК обязан обращаться за указаниями к съезду партии. Б. В вопросах, не допускающих отсрочки, ЦК по единогласному решению поступает самостоятельно. Это факт, что словечко «рабочее» появилось в названии партии, вопреки даже ее собственному решению и уставу. Нужно ли говорить, что с составом партии оно не имело вообще ничего общего? Была это группа интеллигентов, многие из которых были действительно вдохновлены благородными целями борьбы против деспотизма, но отнюдь не за создание нового деспотизма. Вот в этой-то партии и хотел Ленин навести порядок, как принято стало потом говорить «большевистский порядок». Каждый пункт ленинского плана был открытием, не умещавшимся в рамках политического мышления XIX века, в том числе и марксистского. Первым из этих открытий был тезис о необходимости превратить марксизм в догму и отказаться от свободы критики положений теории Маркса. Со времен рационализма и французских просветителей догмы отождествлялись с реакцией «свобода критики с прогрессом». Великая французская революция и революции последовавшего столетия прочно закрепили эту оценку как аксиому, и в конце либерального XIX века она была признана во всех сколько-нибудь левых кругах. Нетрудно себе представить, как яростно Маркс и Энгельс разоблачали бы и клеймили реакционность каждого, кто выступил бы против этой аксиомы. Выступил против нее Ленин. Главу догматизма «Свобода критики» он посвятил нелегкой задаче обосновать марксистскими словами идею, в корне противоречившую принципам марксистской диалектики. Диалектика рассматривает все как нетерпящий застоя процесс, в котором устаревающее заменяется новым, а оно, в свою очередь, постепенно, устареет и будет заменено более совершенным. Ленин потребовал прекратить попытки развивать теорию марксизма, а признать ее незыблемой догмой, не подлежащей обсуждению. В чем была внутренняя логика такой постановки вопроса? В том, что марксизм интересовал Ленина не как научная теория, где главная поиск истины, он интересовал Ленина как «идеология», провозглашавшая, вполне устраивавший его, лозунг пролетарской революции в качестве панацеи от всех бед. Заниматься критическим анализом марксизма было опасно. Кто знает, каким выводом приведет такой анализ, не повлечет ли он за собой отказ именно от этого, главного для Ленина в марксизме, тезиса. От взгляда Ленина, разумеется, не ускользнуло то, что более полувека, прошедшее после выхода манифеста, отнюдь не подтвердили положение о неизбежности пролетарской революции, и от него стали молчаливо отходить марксистские партии на Западе. Ленин выступил с неожиданным требованием догматизации марксистской теории, не потому, что сам был пугодумом и догматиком он им не был, а потому, что с его точки зрения надо было немедленно прекратить интеллигентские слова «прения» и «действовать», готовить пролетарскую революцию в России. Этот подход и запечатлен в известной ленинской формулировке «марксизм не догма, а руководство к действию». Иными словами, догматизация марксизма была для Ленина не самоцелью, а предпосылкой использования этой теории для нужных Ленину действий. Своё собственное политическое мышление Ленин отнюдь не намеревался ограничивать высказываниями Маркса. Наглядным свидетельством этого был второй пункт ленинского пла. Третье. Привнесение нужного сознания Основополагающий принцип исторического материализма четко сформулирован Марксом. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Этот принцип – ничто иное, как выражение сущности материалистического взгляда на историю, применения к сферам общественного развития главного положения материализма – материальное первично, духовное вторично. Явно вразрез с этим основным принципом марксистского мировоззрения в истории. Ленин выдвинул требование привнесения в рабочий класс социалистического сознания извне. Ленин достаточно откровенно пояснял свою мысль. Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание трек-юнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и тому подобное. Иными словами, рабочий класс без влияния извне не выступает за революцию. Но Ленину-то нужна революция. Поэтому он твердит, что необходимо привносить в рабочий класс научный социализм, под которым подразумевался догматизированный по высказанному рецепту марксизм. Мысль о привнесении была для Ленина чрезвычайно важной и уже давно им вынашивалась. За несколько лет до появления «Что делать» еще в 1899 году Ленин писал о партии. Ее задача – внести в стихийное рабочее движение определенные социалистические идеалы, одним словом, слить это стихийное движение в одно неразрывное целое с деятельностью революционной партии. В таком превращении рабочего движения в придаток партии и состояла цель привнесения. С точки зрения исторического материализма идея привнесения сознания не выдерживала критики. Вопросом о преобразовании сознания рабочего класса занимался и Энгельс, но не по-ленински, а действительно с позиции исторического материализма. Вот что он писал в конце своей жизни в 1891 году. А для того, чтобы отстранить имущие классы от власти, нам прежде всего нужен переворот сознания рабочих масс. Для того же, чтобы этот переворот совершился, нужен еще более быстрый темп, переворота в методах производства, больше машин, вытеснение большего числа рабочих, разорение большего числа крестьян и мелкой буржуазии, большая осязательность и более массовый характер неизбежных результатов современной крупной промышленности. Мероприятия, действительно ведущие к освобождению, станут возможны лишь тогда, когда экономический переворот приведет широкая масса рабочих к осознанию своего положения и тем самым откроет им путь к политическому господству. С несколько деланной простотой Ленин аргументировал, нельзя ли ожидать от каждого рабочего, что он самостоятельно создат теорию научного социализма? Это не дело рабочих. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенции. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Аргумент звучал фальшиво. Речь шла не просто о научной теории, где всегда есть, разумеется, индивидуальный автор. Речь шла о классовой идеологии, творцом и носителем которой является класс. А отдельные авторы могут быть лишь выразителями этой идеологии. Разве можно с марксистской точки зрения представить себе, например, чтобы классовая идеология буржуазии была создана рабочим классом лишь привнесена в буржуазию извне? Конечно, нет, это очевидная нелепость. Значит, Ленин выступил с нелепым требованием. Что-то не верится. Великий политик Ленин после долгих размышлений пишет нелепость, а мы с вами, читатели, сразу это заметили и снисходительно над ним посмеиваемся. Давайте лучше не успокоимся на этой лестной для нас картине, а задумаемся, попробуем представить себе ситуацию. Вот вы высказываете свою точку зрения, и если нет оснований предполагать, что вас заставили произносить чужие тезисы, никто не сомневается, что точка зрения ваше. Как лицо, принадлежащее к определенному классу или социальному слою, вы смотрите глазами этого класса или слоя. Во всяком случае, именно для марксистов это аксиом. И вдруг к рабочему являются интеллигенты, только что провозгласившие марксизм неприкосновенной догмы и заявляют, твоя точка зрения вовсе не твоего класса. Мы, интеллигенты, научим тебя твоему классовому интересу. Не странно ли? Не только странно, но подозрительно. И чем дальше слушаешься в рассуждения шустрых интеллигентов, тем подозрительнее становится. В самом деле, какая точка зрения у рабочего? Он хочет повысить свой заработок и улучшить условия труда. За это он готов вести борьбу, объединившись с другими рабочими. Так чем это не классовый интерес рабочего? Это трэд-юнионизм, стращают непонятным, но, видимо, ругательным словом интеллигенты. Это предательство интересов рабочего класса. В чем же эти интересы, по словам явившихся интеллигентов? Оказывается, в том, чтобы к власти в государстве пришла руководимая ими интеллигентами партия. Позвольте, чей же классовый или групповой интерес эти интеллигенты стараются привнести в сознание рабочего – его или свой собственный? Конечно, интеллигенты партийцы обещают рабочим, что с их приходом к власти сами они будут прозябать на гроши и работать денно и ночно во имя его интересов. Для него же польются молочные реки в кисельных берегах. Но будь рабочий умен он сообразит, что реки, если и польются, то не для него, и работать вряд ли станут ретивые интеллигентики на него, а как бы не он на них. Значит, интеллигенты его обманывают? Безусловно. Значит, для них действительно польются молочные реки. Несчастные они еще не подозревают, что после их победы польются реки, их крови. Но об этом в заключительной части главы, а пока вернемся к вопросу о том, нелепо ли придуманная Лениным идея привнесения. Видите, мы правильно поступили, что не стали высокомерно хихикать по адресу ленинского требования привносить марксизм рабочий класс? Нелепость не требования Ленина, а его аргументация, потому что она неискренна. Если бы Ленин мог себе позволить откровенно высказать свою цель, все было бы понятно и разумно. Цель была не в том, чтобы привнести извне в рабочий класс его революционную классовую идеологию. Цель была в том, чтобы заглушить в рабочем классе его классовую идеологию борьбы за всемирное улучшение условий труда, пресловутый трек-юнионизм. Ленин, подменив ее, привнесенной извне идеологии пролетарской революции, внушить рабочему классу идею пролетарской революции в качестве его якобы классового интереса. Вот к чему сводилась ленинская идея о привнесении марксизма в рабочее движение. Да, что делать, Ленин и прямо пишет об использовании рабочего класса в качестве ударной силы для завоевания власти другим социальным слоем. Ленин констатирует, вся западноевропейская буржуазия при абсолютизме толкала, сознательно толкала рабочих на революционный путь, чтобы они забоевали для нее власть. Так почему же не сделать этого ленинцам? Ленин видел, что в России были факторы, благоприятствовавшие осуществлению такой идеи. Российский капитализм переживал ранний этап своего развития, а потому подвергал пролетариев зверской, неприкрытой эксплуатации, как было и на Западе, на зале развития капиталистических отношений. Ленин многократно подчеркивал эту особенность капитализма в тогдашней России. Ясно было, что в таких условиях рабочий класс России должен был оказаться восприимчивым к призыву совершить революцию, чтобы избавиться от бедственного положения. Хорошо сознавал Ленин и другое. Российский пролетая только что вышел из полукрепостной деревни, был дик и некультурен. Ленин писал, такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены, в смысле образования, света и знания, такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. Это писалось тогда, когда Ленин пришел к выводу о возможности победы пролетарской революции в одной стране, имея в виду как раз Россию. Видимо, с точки зрения Ленина и в противоположность взглядам Маркса, гикости без культурья масс не были помехой для пролетарской революции, скорее наоборот, поскольку так совпадали ограбленность России в смысле образования народа и избранность ее для победы пролетарской революции. Видимо, в темный рабочий класс тогдашней России, у которого в условиях жизни еще не выработали тред юнионистской идеологии, было легче привнести уверенность в том, что в его интересах перебить заводчиков и купцов, а тогда все мастеровые окажутся у власти, и для них наступит рай, почему-то именуемый непонятным словом «коммунизм». Но не только доверчивые мастеровые, даже более искушенные читатели не догадывались в то время о главном, призвав привносить в рабочий класс эту заманчивую перспективу, на соседних страницах книги Ленин выдвинул план создания слоя, который действительно должен был оказаться у власти, в итоге пролетарской революции. Четвертое. Профессиональные революционеры и партия Ленин любил говорить, что в политике всегда важно найти основное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь. Таким звеном в его плане было создание организации профессиональных революционеров. Это был для Ленина рычаг Архимеда. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Что же столь важное, принципиально новое содержалось в этой идее? Организации революционеров бывали и до того в разных странах, в том числе в России. В чем было изобретение Ленина? В том, что речь шла об организации не вообще революционеров, а профессиональных революционеров, именно здесь была опорная точка Ленинского рычага. Это важнейший вопрос. Постараемся внимательно в нем разобраться. Конечно, в конце XIX века в России бывало, что кто-либо из террористов, народной воли, находясь на нелегальном положении, не работал и не учился, а жил на средства, предоставлявшиеся ему товарищами по партии. Однако подавляющее большинство революционеров состояло из людей, для которых революция была их убеждением, а не профессией. Такое положение Ленин заклеймил словом «кустарничество». На смену революционерам-любителям должен был, по его плану, возникнуть слой революционеров-профессионалов. Именно этот слой должен был взять в свои руки. Все дело систематической подготовки революции. Ленин явно не верил убеждениям и самоотверженным порывам, а считал возможным строить подготовку революции только на повседневной полной зависимости штатных революционеров от руководства организации. Уверен в этом, Ленин был до самого конца своей жизни. На 11 съезде партии в 1922 году он говорил «История знает превращение всяких сортов. Полагаться на убежденность, преданность и прочее превосходное душевное качество – это вещь политики совсем несерьезная». Эти штатные и подначальные революционеры должны были, по мысли Ленина, в свою очередь быть начальниками для актива. Любители, сторонники и сочувствующие должны были помогать, быть статистами и во всем слушаться знающих свое дело профессионалов. На этих профессионалов и возлагалась задача привнести догматизированный марксизм в российский рабочий класс, организовать и повести массы на пролетарскую революцию. Какие же люди должны были составить когорту такой организации? Рабочие самородки, подобные Степану Халтурину, те, кто нашел в себе силу и способность преодолеть отупляющие условия жизни российского пролетария, поднял голову над монотонной работой, бескультурьем, водкой и матерщиной, самостоятельно изучил и принял, хотя бы как догму, марксистские идеи? Нет, несмотря на все словословия по адресу пролетариата, не на них рассчитывал Ленин. Хотя речь шла о пролетарской революции и о диктатуре пролетариата, Ленин совершенно не стремился к тому, чтобы организация профессиональных революционеров состояла из рабочих. Что делать? Ленин подчеркнуто противопоставлял организацию рабочих, организации революционеров. В рабочей организации члены, естественно, рабочие. Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности. Пред этим общим признаком членов такой организации должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других. Больше того, рабочий, вступавший в эту организацию, не должен был оставаться рабочим. Ленин прямо писал «Сколько-нибудь талантливый и подающий надежды агитата из рабочих не должен работать на фабрике по 11 часов, мы должны позаботиться о том, чтобы он жил на средства партии». Итак, создававшаяся для борьбы за дело рабочего класса организация не должна была быть рабочей. Та же парадоксальность проявилась и в вопросе о структуре организации. Создававшаяся для борьбы за самую широкую демократию она, оказывается, совсем не должна была быть демократической. Ленин подчеркивал, единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должно быть строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть на лицо эти качества, обеспеченные нечто большее, чем демократизм, именно полное товарищеское доверие между революционерами, им некогда думать об игрушечных формах демократизма, демократизма внутри тесного ядра пользующихся полным взаимным доверием товарищей, но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная при том по опыту, что для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни пред какими средствами. Не о классовой демократической организации пролетариата шла таким образом речь о создании своего рода революционной мафии, где демократизм считался ненужной игрой, а все было основано на конспирации и круговой поруке тому из членов мафии, кого организация, то есть при отсутствии демократизма ее руководства, сочла бы негодным, грозила смерть. «Нам нужна военная организация агентов», – отчетливо сформулировал Ленин. Члены этой мафии чувствовали себя связанными круговой порукой, – «мы идем тесной кучкой по обрыбистому и трудному пути, крепко взявшись за руки». «Неожиданно лирически», – писал Ленин, – «мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагами». Лирика лирикой, а откуда должны были все-таки поступать деньги на содержание профессиональных революционеров? Ленин ничего не пишет на эту тему, замалчивается она и поныне в советской историко-партийной литературе. Между тем проблема была нелегкой, ведь еще не было социалистических государств, которые ныне финансируют революционные организации в капиталистических странах. Откуда брались деньги? Частично в результате экспроприации, то есть вооруженных ограблений банков, будущий советский нарком иностранных дел Литвинов был арестован при попытке обменять за границей, добытые таким путем деньги, после чего будущий посол в Лондоне Красин стал подделывать номера на банкнотах. Однако это был не единственный источник финансирования. В 1910 году от экспроприации сочли возможным отказаться. Крупные суммы поступали из другого источника, из пожертвований. Партия была малочисленной, от ее членов много получить было нельзя. Жертвовали на пролетарскую революцию капиталисты. Допускаемое в советской литературе упоминание о пожертвованиях миллионера Саввы Морозова и о том, что Максим Горький усердно собирал деньги на революцию у капиталистов в России и в других странах, лишь отдельные отрывочные сведения. На каждом номере «Правды» имеются надписи о том, что она основана Лениным и издается с 5 мая, день рождения Маркса 1912 года, но нет надписи о том, что деньги на издание «Правды» были даны тогда русским миллионерам. Даже на подготовку партийного съезда большевики получали деньги от лидеров буржуазной партии прогрессистов, в частности от Коновалова. Был ли объезд и обход богачей для сбора денег? Пишите об этом. В кассе пустота полнейшая. Деловито пишет Ленин в бюро ЦК в России. Как недавно выяснилось, деньги ленинцам давали и американские нефтяные компании в надежде устранить конкуренцию со стороны бакинских нефтяников. О финансировании гитлеровской партии немецкими капиталистами опубликовано немало, и сведения эти широко используются для подкрепления тезиса о том, что НСДАП была партией монополистического капитала. Не меньше материалов можно было бы, очевидно, найти, а финансирование капиталистами партии большевиков, всегда именовавшей себя партией, пролетариат. Таков был ленинский план создания организации профессиональных революционеров. Значит, эта организация и должна была стать партией? Нет. Для формирования партии у Ленина был совсем другой, так называемый «искровский» план. Ленин выдвинул его статье «С чего начать» в мае 1901 года. Начать надо было по Ленину с создания общерусской политической газеты «Искра». Эта нелегальная революционная газета, доставляемая из-за границы в Россию, должна была стать по очень умной формулировке Ленина не только коллективным пропагандистом и агитатором, но также коллективным организатором. Она должна была организовать тайные группы своих читателей в группы членов партии, рассеянных по стране помощников организации профессиональных революционеров. Расчет был психологически совершенно правильным. Уже самый факт регулярного получения нелегальной, строго запрещенной газеты ставил читателей «Искры» в положение нелегальной оппозиции по отношению к царизму и сплачивал их в единую группу, причем пропагандировавшиеся «Искры» идеи автоматически становились платформой этой группы. Однако только распространением «Искровских» идей дело не должно было ограничиваться. Неверие Ленина в то, что революционер будет по-настоящему заниматься революционной работой, не будучи оплачиваемым профессионалом, перекликалась с его уверенностью в том, что член партии станет вести работу только если будет находиться под неусыпным контролем парторганизации. То, что человек будет работать руководствуясь своими убеждениями, казалось Ленину сомнительным. В этом и был смысл исторического спора между Лениным и Мартовым на втором съезде партии, приведшего к ее расколу на большевиков и меньшевиков. При формулировке параграфа первого устава о членстве в партии Мартов и его сторонники исходили из добровольности и сознательности члена российской социал-демократической партии, а Ленин и его приверженцы из необходимости признавать членом только того, кто входит в состав организации и работает под ее контролем. Хотя речь шла о нелегальной преследуемой партии, работа в которой была актом героизма, Ленин и большевики ориентировались на принцип, удачно выраженный Евтушенко. Основа героизма – надсмотр-надсмотр. Такой надсмотр над завербованными коллективным организатором «Искрой» членами партии призваны были осуществлять профессиональные революционеры. Таким образом, по планам Ленина должны были возникнуть две различные, хотя и дополняющие друг друга, организации – организация профессиональных революционеров и подчиненная ей, собственно, партия. Хотя обе вместе носили название «партия», в действительности принимала схема, описанная впоследствии Оруэллом 1984 – внутренняя и внешняя партии, первая как кадровая элита руководителей, вторая как поголовья подчиненных. Именно таково было изобретение Ленина. Парт-ячейки читателей «Искры» были эмбрионом массовой партии нового типа «Организация профессиональных революционеров» эмбрионом, диктаторски руководящего ею партийного аппарата. Пятое. Зародыш нового класса. Разумен был ленинский план создания профессиональной организации для подготовки революции? Безусловно, да, если просто ставить задачу переворота, свержения существующего правительства и захват власти. Безусловно, нет, если с полной убежденностью исходить из марксистского учения об исторически закономерной пролетарской революции как о диалектическом скачке общества в новое качество, как о взрыве производительными силами, превратившихся боково для их развития производственных отношений, как о необходимом порождении истории борьбы классов. Деклассированная мафия профессиональных организаторов переворота явно не вписывалась в эту историко-философскую картину, тем более в качестве центральной фигуры основного звена. Надо отдать должное Ленину, он не пресендовал на то, что его план родился из марксистской теории, он прямо пресендовал, что образцон для него служила конспиративная организация земли и воли, перенятая затем народниками, та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна была бы служить образцом. Тут же Ленин сделал многозначительное замечание. Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества. Любопытная оценка. То, что тайная организация народников носила не классово определенный характер – хорошо. Плохо то, что она не сумела подобрать себе подходящую теорию, которая обосновала бы революцию и не использовала для цели организации классовую борьбу в капиталистическом обществе. Ленин, разумеется, осознавал, что у читателя его книги может возникнуть вопрос, чем же, собственно, определяется пролетарский характер организации профессиональных революционеров и их действий. Он пытается дать ответ, если мы должны взять на себя организацию действительно всенародных обличений правительства, то в чем же выразится тогда классовый характер нашего движения? Да вот именно в том, что организуем эти всенародные обличения мы – социал-демократы, в том, что освещение всех поднимаемых агитацией вопросов будет даваться в неуклонно в социал-демократическом духе, без всяких потачек умышленным и неумышленным искажением марксизма. В том, что вести эту всестороннюю политическую агитацию будет партия, соединяющая в одно неразрывное целое и натиск на правительство от имени всего народа и революционное воспитание пролетариата наряду с охраной его политической самостоятельности и руководство экономической борьбой рабочего класса, утилизацию тех стихийных столкновений его с его эксплуататорами, которые поднимают и привлекают наш лагерь новые и новые слои пролетариата. Патетическое многословие не придает ответу убедительности только два пункта соприкосновения между рабочим классом и организацией профессиональных революционеров, названных вполне конкретно революционное воспитание пролетариата и использование его столкновений с эксплуататорами. Все остальное – тавтология, которой Ленин и в дальнейшем будет неизменно отвечать на вопрос о пролетарском характере большевизма. Большевизм представляет интересы пролетариата потому, что он представляет интересы пролетариата. Итак, профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса. В чем состоят эти интересы? Не в том, поясняет Ленин, чтобы повысить заработок, улучшить условия труда и быта рабочих, это трет-юнионизм, а в том, чтобы победила пролетарская революция. Что же принесет эта революция? Главное в революции, поучает Ленин, это вопрос о власть. После пролетарской революции власть перейдет в руки пролетариата в лице ее авангарда. А кто этот авангард? Авангард, сообщает Ленин, это партия, ядро которой составляет организация профессиональных революционеров. Подведем итоги ленинских оценок. Профессиональные революционеры представляют интересы рабочего класса, состоящие оказывается лишь в одном, в том, чтобы эти профессиональные революционеры пришли к власти. Иными словами, ленинцы представляют интересы рабочего класса потому, что стремятся прийти к власти. Что верно, то верно. К власти ленинцы действительно рвутся, тут сомнений нет, но ведь это в их, ленинцев, интересах. А при чем тут рабочий класс? Почему рабочий класс должен, вместо борьбы за улучшение своего положения, бороться за улучшение положения ленинцев? Обратимся за ответом к Ильичу. Рабочий класс, скромно констатирует Ленин, это по характеру своей работы наиболее организованный и дисциплинированный класс общества. Именно он способен стать политической армией революции. Этот тезис Ленин повторяет неоднократно, он вошел и во все учебники истории КПСС. Вот теперь все ясно. Без рабочего класса профессиональным революционерам действительно не обойтись, только не потому, что они выражают его интересы. Этого нет, а потому, что без него они, горстка интеллигентов, при всей своей шумливой энергии власть в стране захватить не могут. Попытка народников опереться на большинство населения крестьянства провалилась, поэтому ленинцы ориентируются на меньшинство, но зато организованное и дисциплинированное на рабочий класс, чтобы его руками захватить себе власть. В этом и только в этом состоит в любой стране связь между ленинской партией и рабочим классом. Можно, как это и делает коммунистическая пропаганда, на все лады до одурения повторять ленинские формулы с целью вбить их в голову людей, как аксиому, партия рабочего класса, партия авангард рабочего класса, партия борется за дело рабочего класса, в действительности эти формулы не становятся ни аксиомой, ни даже теоремой остаются ложью. Ни ленинская партия в целом, ни ее ядро, организация профессиональных революционеров, никогда не были не только авангардом, но вообще какой-либо частью рабочего класса. К какому же из существовавших классов тогдашнего русского общества относилась в таком случае ленинская организация профессиональных революционеров? Ни к какому организация профессиональных революционеров с самого начала ставилась Лениным вне тогдашнего общества и должна была представлять собой самостоятельный социальный организм, руководствовавшийся своими правилами. Неминуемым объективным результатом осуществления такого плана было следующее – с созданием организации профессиональных революционеров в обществе возникла деклассированная замкнутая группа. Ее роль в системе общественного производства и в обществе в целом состояла в том, чтобы взорвать существующую систему производства и структуру общества. Никакой иной роли в производстве и обществе возникшая группа не играла, и никакого места для нее в данной системе производства и общественной структуре не было. Зато у этой группы было четко определенное будущее. В случае победы революции, которую группа готовила, она с неизбежностью должна была превратиться из организации профессиональных революционеров в организацию профессиональных правителей страны. Итак, что же возникло с созданием, изобретенной Лениным, организации? Зародыш нового правящего класса. Большевики любили потом повторять, что Россия была беременна революцией. Точнее было бы сказать иначе. Россия оказалась беременной новым правящим классом, который мог прийти к власти только путем революции. 6. Гегемония пролетариата и перерастание Впрочем, не будем отказываться и от образа России беременной революции. Но какой революции? Сталин в работе об основах ленинизма, написав, что в начале XX века Россия была беременна революцией, поясняет, Россия в этот период находилась накануне буржуазной революции. Феодально-абсолютистская Россия шла навстречу такой революции, которая произошла в Германии в 1848 году, во Франции в 1789-1792 годах, в Англии в 1643 году. В итоге этих революций, как показал опыт, устанавливалось, да и то не сразу, а после периодов кромбелевско-бонапартийских диктатур, реставраций и новых революций буржуазная демократия. Но ведь Ленин и его организация профессиональных революционеров не могли прийти к власти ни при установлении правления буржуазии, ни в случае реставрации Романовых. Видимо, не удалось бы ни в буржуазию, ни в феодальную аристократию привнести сознание того, что именно ленинцы должны вместо них править Россией. Выходило так, что и предстоявшая революция не обещала прихода к власти созданному Лениным зародушу нового правящего класса. Вопрос приобретал для Ленина огромную важность, так как идея революции в России четко сливалась для него с установлением в стране власти организации профессиональных революционеров. В этом и был смысл неустанно повторявшегося им тезиса, что главное в революции – вопрос о власти. Ленину нужна была не всякая революция против царизма, а такая, которая привела бы к власти его и его соратника в качестве авангарда рабочего класса. Как же можно было добиться, чтобы Россия родила не тот плод, которым была беременна, не антифеодальную, а пролетарскую революцию? Идеологическое обоснование столь замысловатой операции было дано Ленину в виде двух теорий. Первое – о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. И второе – о перерастании буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Впрочем, слово «теории» очень громкое применительно к этим весьма кратко формулируемым положениям. Первое из них состоит в том, что в противоположности историческому опту других стран гегемоном в русской буржуазно-демократической революции будет не буржуазия, а пролетариат. Буржуазия же будет контрреволюционной силой. Почему? Потому что она будет бояться пролетариата и дальнейшего развития революции. Таким образом, русской буржуазии приписывается сверхъестественная дальновидность. Она будет, оказывается, руководствоваться в своих действиях еще не сформулированной Лениным теорией перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Второе ленинское положение, высказанное позже первого, только весной 1917 года как раз и состоит в том, что буржуазно-демократическая революция в России опять-таки вопреки историческому опту других стран не приведет к эпохе господства капитализма, а сразу же начнет перерастать в социалистическую революцию. Объяснение обоих исторических парадоксов дается невнятное, но по-ленински категорическое. Сейчас наступил этап империализма, а при империализме все должно быть именно так. Это Ленину доподлинно известно. Полемизировать против такой аргументации трудно, но с точки зрения марксистской теории исторического процесса обе идеи были совершенно нелепыми. То, что пролетариат участвует в буржуазной революции, было естественно. Все революции всегда совершались народными массами. Если бы Ленин выдвинул тезис о том, что пролетариат будет активным участником буржуазной революции, он сказал бы банальность, но вполне правильную. Однако Ленин выступил с другим тезисом, что буржуазной революцией в России буржуазией будет контрреволюционной силой, союзницей царизма, так что этой революцией будет руководить пролетариат. Странная буржуазная революция, совершаемая пролетариатом против буржуазии. Почему она, собственно, именуется буржуазной, и что общего она имеет с буржуазной революцией в марксовом понимании? Возникают не только эти вопросы, не сходятся концы с концами и в ленинской теории революции, ведь главный признак революции по Ленину – переход власти от одного класса к другому. Если революция пролетарская, то власть переходит в руки пролетариата, а если буржуазная, то, очевидно, в руки буржуазии. Нет, говорит Ленин, все равно в руки пролетариата, правда, в союзе с крестьянством. В этом случае устанавливается революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Допустим, а в чем же итог пролетарской революции? После пролетарской революции, сообщают нам, возникает диктатура пролетариата. Но тогда выходит, что пролетарская революция направлена не против власти буржуазии, она, теория Ленина, вообще не предусмотрена, а против крестьянства, так как именно оно оттесняется, таким образом, от власти. Словом, ленинская теория гегемонии пролетариата буржуазно-демократической революции создает явную путаницу. Не менее путана выглядит и теория перерастания. Начнем с того, что она в своей основной посылке расходится с теорией гегемонии пролетариата. Получается, что после свержения царизма у власти оказывается все-таки буржуазное правительство, а не революционно-демократическая диктатура, и его предстоит свергать пролетариату. Поразительная забывчивость, но еще более поразительно с марксистской точки зрения другое – игнорирование азов исторического материализма. Что представляет собой буржуазная революция, если оценивать ее с позиции истмата. Выросшие в недрах феодального общества производительные силы рвут окову феодальных производственных отношений. В итоге революции возникает простор для дальнейшего роста производительных сил капитализма, а, как мы уже цитировали в начале главы, ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разобьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Это слова из Марксова предисловия к критике политической экономии, которую сам же Ленин охарактеризовал как «цельную формулировку основных положений материализма, распространенного на человеческое общество и его историю». А вот из предисловия Маркса к нему общепризнанно классическому труду капиталу. Страна, промышленно более развитая, показывает в менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего. Общество не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последнее декретами. Какое же может быть прямое перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую? Их разделяет колоссальный по объему процесс наращивания и развития производительных сил. Переходить сразу от одной революции к другой не легче, чем при постройке дома заложить фундамент и тут же, без возведения стен или каркаса, по воздуху крыть крышу. Выходит, что Ленин написал чепуху? Еще раз, не надо поддаваться соблазну мелочного торжества, что вот, мол, Ленин был глуп, а мы с вами, читатели, умны. Великий политик Ленин часто провозглашал нелогичные тезисы, и это его нисколько не тревожило. Именно потому, что Ленин был политиком, а не ученым, он знал, как отдельный человек, так и группа людей мыслят не логически, а психологически. Если речь идет о социальных группах, то социально-психологически. С этим ключом надо подходить к лозунгам и идеям, которые выдвигал Ленин, тогда они, при всей их нелепости, приобретают глубокий практический смысл. Так и в данном случае Ленину надо было решить непростую задачу – облечь в марксистские формулы, стоявшую перед ним, главную практическую цель – приход к власти организации профессиональных революционеров на волне надвигавшейся антифеодальной революции. Ведь не настоящий же пролетариат обозначает Ленин словом «рабочий класс». Это уже выработанный эвфемизм для наименования организации профессиональных революционеров, дана и прямо упомянута в данном Ленином определении гегемонии пролетариата, гегемония рабочего класса, есть его и его представителей политическое воздействие на другие элементы населения. Как видим, здесь не забыты представители, явно не входящие в рабочий класс, иначе незачем было бы их упоминать. Вот эти-то представители и должны, по мысли Ленина, осуществлять гегемонию. Как он это делал и в других случаях, Ленин выдвинул программу «максимум» и программу «минимум». Первое предусматривало, что ленинцам удастся взять в свои руки руководство революции, гегемония пролетариата. После этого они же, конечно, и усядутся у власти, правда, вместе с представителями крестьянского движения, обойтись без которого в антифеодальной революции было просто невозможно. Революционно-демократическая диктатура, пролетариата и крестьянства. Программа «минимум» исходила из другого, худшего варианта, откуда и возникла несогласованность между обеими теориями. Брался тот случай, при котором большевикам не удалось проскочить к власти прямо на гребне революционной волны, опрокидывающей царизм. В этом случае надо было тотчас же начинать борьбу против возникшего после свержения царизма революционного правительства, пока оно не укрепилось, и забирать у него власть, перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Так что же тут глупого, напротив, придумано было умно и со свойственным Лениным стремлением добиваться своего в любом положении. Такое стремление Ленина под какими угодно теоретическими предлогами привести свою партию к власти встретило полное понимание у властолюбивых профессиональных революционеров. Другой вопрос, что все это не совпадало с пониманием пролетарской революции Марксом и Энгельсом, но Ленина это мало беспокоило. О своей программе «Максимум» гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции Ленин писал и говорил много и охотно. Посмотрим, в какой мере эти теоретические положения были осуществлены на практике. Седьмое. Революция без партии Итак, Ленин узнал о февральской революции в России из швейцарских газет. Позвольте возмутиться читатель, из каких там швейцарских газет узнает вождь узкой революции о ее победе? Ни из каких газет? Из Цюрхерпост и Ноя Цюрхерцайтунг за 15 марта 2017 года. И сообщает нам это сам Ленин. Вот дословно первое упоминание Ильича о февральской революции из письма Энессе Арманд. Мы сегодня в Цюрхе, в ажитации. От 15 марта есть телеграмма в Цюрхерпост и Ноя Цюрхерцайтунг, что в России 14 марта победила революция в Питере после трехдневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры все арестованы. Недоверчиво вождь революции добавил «Коли не врут немцы, так правда». И тут же поспешил с короговоркой застраховаться, что Россия была последние дни накануне революции, это несомненно. Тут Ильич покривил душой. Последние дни у него вообще не было никакой информации о положении в России. За два дня до этого, 13 марта 2017 года, он писал той же «Энессе, из России нет ничего, даже писем». Да и в предыдущие дни и целые месяцы информации о России у Ленина не было никакой. Речь идет не о неких особых сообщениях, Ильич не читал в это время даже русских газет. В сентябре 16 года Ленин просительно пишет мужу сестры Елизарову в России. Если можно, посылайте раз в неделю прочитанные русские газеты, а то я не имею никаких. В ноябре 16 года Ленин повторяет просьбу на этот раз письме своей сестре Марии Ильинишне в Петроград. Если не затруднит, посылай раза три-четыре в месяц прочитанную тобой русскую газету, крепко завязывая бечевкой, а то пропадает. «Я сижу без русских газет». Несколько кустарный способ информирования вождя российского пролетариата о положении в стране. То ли бечевка не помогла, то ли газеты вообще не посылались, но сведения о России у Ленина в предфевральские месяцы так и не было. В конце января 17 года в письме все той же Инесси Ленин с восторгом сообщал о том, что ему довелось поговорить с двумя бежавшими русскими пленными, которые, правда, уже просидели год в плену у немцев, но которых он все же воспринял как свежих людей, могущих рассказать об обстановке в России. Впрочем, когда надо было не щеголять уверенной фразой в письме Инесси, а ответить на деловой запрос Александра Калантай о директивах, Ленин сам признавал свою полную неосведомленность. 17 марта 17 года он писал Калантай «Дорогая А.М., сейчас получили вашу телеграмму, формулированную так, что почти звучит иронией. Извольте-ка думать о директивах отсюда, когда известия архи скудны. А в Питере, вероятно, есть не только фактически руководящие товарищи нашей партии, но и формально уполномоченные представители Центрального комитета». В действительности и этого в Питере не было. Первым, никем ни на что не уполномоченным членом ЦК большевистской партии в Петрограде оказался Сталин, приехавший туда только через восемь дней после этого ленинского письма. Но главное было даже не вне информированности Ленина и его окружения. Главное было в том, что вождь профессиональных революционеров вообще не ожидал февральской революции. Как свидетельствует полное собрание его сочинений, он в это время активно занимался делами швейцарской социал-демократии, дописал почти каждый день, а иногда по два раза в день деловито нежные письма дорогому другу Инессе Арманд. Что же, изменило Ленину его, ставшее легендарным, ощущение решительности момент? Нет, не изменило. Вот он 5 марта 1917 года, за неделю до февральской революции, пишет из Цюриха «Калантай» в Швецию и ей-ей, нам надо, всем нам, левым Швеции и могущим снестись с ними, сплотиться, напрячься усилия, помочь, ибо момент в жизни шведской партии, шведского и скандинавского рабочего движения решительный. Оторвался эмигрант Ленин от своей родины, даже чуть повышенная напряженность пульса в мирной Скандинавии звучит в его ушах громче, чем грохот вплотную надвинувшегося на Россию революционного катаклизма, и не чувствует речь этой революции. За шесть недель до нее, выступая перед швейцарскими молодыми социалистами, Ленин завершает свой доклад, казавшейся ему тогда патетической, а в действительности анекдотической концовкой. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу, думается, мне высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции. Эти, да и многие другие факты свидетельствуют. Февральская революция 1917 года не только не была организована Ленинской партией, но застала ее, включая самого Ленина. Врасплох пустыми словесными конструкциями оказались продолжавшиеся ряд лет рассуждения о гегемонии пролетариата, буржуазно-демократической революции и о руководящей роли авангарда этого класса гегемона большевистской партии. Гегемонии не получилось. Не подтвердился и основной тезис ленинской теории об этой гегемонии, что буржуазия при свержении царизма будет контрреволюционной силой, а потому, где пролетариат и должен взять на себя руководство. Ленин сам признавал потом, что в февральской революции участвовали не только пролетариаты и деревенская масса, но и буржуазии. Отсюда легкость победы над царизмом, чего не удалось нам достигнуть в 1905 году. Отсюда, а не благодаря несостоявшейся гегемонии организации профессиональных революционеров. Значит ли сказано, что эта ленинская организация не оправдала себя? Да, как орудие совершения антифеодальной революции в России она себя совершенно не оправдала. Пусть вывод такой звучит непривычно, но историк не может игнорировать факты. А факты таковы. Ни революции 1905 года, ни февральской революции 1917 года не были подняты организацией профессиональных революционеров. В 1905 году эта организация приложила руку лишь к декабрьскому восстанию на Пресне в Москве, как известно быстро подавленному, а в февральской революции организация вообще не участвовала. Опыт показал, что для взрыва антифеодальной революции в России, для свержения царизма вообще не было нужды в организации профессиональных революционеров. В Советском Союзе без конца повторяется тезис, будто для революции необходимо руководство революционной партии. К этому тезису постепенно привыкаешь и начинаешь даже ему верить, а ведь это ложь. И, кстати, сказать ложь – антимарксистская. Энгельс писал через три года после революции 1848 года. Революция – это чистое явление природы, совершающееся больше, под влиянием физических законов, нежели на основании правил, определяющих развитие общества в обычное время. Или, вернее, эти правила во время революции приобретают гораздо более физический характер, сильнее обнаруживается материальная сила необходимости, и лишь только выступаешь в качестве представителя какой-либо партии, втягиваешься в этот водоворот непреодолимой естественной необходимости. Энгельс делал вывод – только будучи независимым, можно по крайней мере, хоть некоторое время сохранить свою самостоятельность по отношению к этому водовороту. В самом деле, какая партия руководила Великой Французской Революцией или Английскими Революциями XVII века? Революцией 1830 года во Франции? Революциями 1848 года в разных странах Европы, революциями 1918 года в Германии и Австро-Венгрии, Венгерской революцией 1956 года, наконец, революциями 1989 года в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Не было такой партии, а революции были. И февральская революция 1917 года показала, что никакой партии нового типа или организации профессиональных революционеров исторически не требуется для социальной революции против самодержави. Хотя в России в это время действовала большевистская партия, революция состоялась без нее, а рассказывают нам чепуху, чтобы нас убедить, создание революционной партии в СССР никоим образом не допускается. Так что такой партии нет, а значит и никакой революции быть не может. И мы верим. Так что же, протянет разочарованный читатель, выходит, что, изложенный Лениным, в что делать? План ни к чему не привел. Напротив. План увенчался. Полным успехом. Не надо только давать себя заворожить словом «революционеры». Организация профессиональных революционеров была задумана и создана Лениным не как центр подготовки антифеодальной революции в стране, а как организация для захвата власти в волнах этой революции. И власть была захвачена в 1917 году, хотя не в феврале, а в октябре. Тем самым цель была достигнута, организация профессиональных революционеров полностью себя оправдала. Верно, программу «Максимум» Ленину осуществить не удалось. Гегемония ленинцев в буржуазно-демократической революции не состоялась, но с тем большей настойчивостью бросился Ленин во главе своей организации реализовывать программу «Минимум». Именно в тревожной неделе марта 1917 года сначала метавшийся, как лев, в клетке в Тюрихе, а затем ехавший в пресловутом пломбированном вагоне в Россию Ленин и придумал идею перерастания, теоретическую оболочку плана свержения организации профессиональных революционеров, уже не самодержавного, а революционного правительства России. Снова отдадим должное политическому гению Ленина. Почти экспромт, теория перерастания при всей ее направленности против исторического материализма была обличена в марксистские формулировки и постной абстракцией умело отвлекла внимание от сугубо практической ее цели. Тщательно продумавшие формулировки Ленин 3 апреля 1917 года на финляндском вокзале, взобравшись на исторический броневик, уверенно выкрикнул лозунг социалистической революции. Меньше чем через восемь месяцев, как ее принято официально именовать, название дал Сталин в 1934 году, Великая Октябрьская социалистическая революция состоялась. Вот о ней Ленин узнал уже не из тюрикских газет, он сам определил время ее начала. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, решать дело сегодня непременно вечером или ночью, распорядился он в письме членам ЦК партии большевиков вечером 24 октября 6 ноября 1917 года. Противоположность революциям 1905 и февральской 1917 года Октябрьский переворот действительно от начала и до конца организовали и обеспечили ленинские профессиональные революционеры. В этом вопросе сомнений нет. Сомнение вызывает другой вопрос. Восьмое. Пролетарская революция. В Смольном дворце в Ленинграде, где находится теперь ленинградский обком и горком КПСС, посетители ведут по высоким коридорам большой зал с белыми колоннами и просторной сценой. В ряде кинофильмов и на бесчисленных казенных полотнах запечатлена историческая минута этого зала. Ленин со знакомой бородкой и усиками, выкинув руку вперед в так называемом «ленинском жесте», начинает свою речь перед Вторым Всероссийским съездом Советов историческими словами. «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». За Лениным на сцене в застывшем порыве его соратники, состав которых меняется от картины к картине в зависимости от их судьбы к моменту ее изготовления. В действительности 7 ноября 1917 года сцены в зале не было. Ленин был бритым и исторические слова произнес не там, а в Пезроградском совете в 14 часов 35 минут, когда революция еще не совершилась. А главное, была ли эта революция рабочей и крестьянской? Странным образом вопрос этот не решен до сих пор. 55 лет спустя, в 1972 году, в Институте истории СССР, а затем и в отделении Исторических наук Академии наук СССР все еще проводились обсуждения этой проблемы. В самом деле, революция должна была быть пролетарской, следовательно, рабочей, и именно о ее необходимости все время говорили большевики. С другой стороны, со времен Сталина прочно вошло в обиход положение, что в Октябрьской революции рабочий класс выступал в союзе с беднейшим крестьянством. Но Ленин подчеркивал, в октябре 1917 года мы брали власть вместе с крестьянством в целом. Когда мы брали власть, мы опирались на все крестьянство целиком. А по горячим следам событий через две недели после Октябрьской революции он писал, крестьянству России предстоит теперь взять судьбы страны в свои руки. Это как-то плохо вяжется с представлением о пролетарской революции, установившей диктатуру пролетариат. Видимо, нельзя игнорировать ленинскую оценку Октябрьского переворота как рабочей и крестьянской революции. Такому характеру революции соответствовал, казалось бы, и состав сформированного Лениным правительства. В него вошли не только большевики, но к ним вскоре присоединились и левые эсеры, а партия эсеров считается в советской литературе кулацкой. Тогда выходит, что в результате Октябрьской революции была создана революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, плод теоретических изысканий Ленина в 1905 году. Но такая диктатура возникает по тем же изысканиям, в итоге доведенной до конца буржуазно-демократической революции, однако буржуазно-демократической была февральская революция, а потом, опять-таки, в соответствии с теорией Ленина, она переросла в пролетарскую революцию, в Октябрьскую. Следовательно, Октябрьская революция пролетарская, то есть рабочая. Мы оказались снова у исходного пункта, и можно начинать рассуждение сначала. Русская народная мудрость называет рассуждение подобного рода сказкой про белого бычка. Почему же такой сказкой оказался важнейший вопрос о классовом характере Великой Октябрьской социалистической революции? Если она вполне реально произошла, а действовавшие вне классы налицо, что мешает нести полную ясность в этот вопрос? Ленинский критерий революции сформулирован четко. Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго научном, так и в практически политическом значении этого понятия. И далее. Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть это решает все? Подойдем к вопросу с этой позиции. То, что штурмовали зимние в Петрограде и Кремль в Москве рабочие и крестьяне в солдатских шинелях и матросских бушлатах – факт. Как и рассчитывал Ленин, они явились ударной силой для свержения не большевистского правительства. В этом смысле революция была рабочей и крестьянской. А кто пришел к власти – рабочие или крестьяне? Вот они расположились вокруг стола и смотрят на нас со старой фотографией. Первый совет народных комиссаров. Есть среди них дворяне, луначарский, да и сам Ленин. Есть выходцы из буржуазии, из разночинной интеллигенции. Рабочих и крестьян нет. За исключением Шляпникова, давно уже ставшего профессиональным революционером, и всех большевистских наркомов объединяет, независимо от их происхождения или общественного положения, то, что они – руководящие члены Ленинской организации профессиональных революционеров. К власти в государстве пришла эта организация. Какой класс она представляет? Давайте рассуждать. Допустим даже, что организация профессиональных революционеров, независимо от ее собственного социального состава, вопреки историческому материализму, является представительницей и даже авангардом класса, совершившего революцию. А революция – рабочая или рабочая и крестьянская. И опять начинается сказка про белого бычка. Но теперь мы нашли точку, где начинает вертеться карусель этой сказки. Ясно, какие классы шли в бой революции. Неясно, какой класс уселся в результате у власти. Девятое. Диктатура, которой не было. Диктатура пролетариата – одна из важнейших идей марксизма. Маркс рассматривал идею диктатуры пролетариата как свою особую теоретическую заслугу. Всю свою жизнь Маркс продолжал придавать этой идее первостепенное значение. В 1875 году в критике Готтской программы он записал известное положение. Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Маркс и Энгельс считали, что Франция 1871 года уже явила миру образчик такой диктатуры. Двадцать лет спустя Энгельс написал во введении к работе Маркса «Гражданская война во Франции» столь часто цитируемые строки. Хотите ли знать, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата. Нет нужды напоминать, что в сочинениях Ленина говорится чуть ли не на каждой странице о пролетарской диктатуре. Недаром Сталин, формулируя определение ленинизма, охарактеризовал его как теорию и тактику пролетарской революции вообще, теорию и тактику диктатуры пролетариата в особенности. Между тем, в наши дни компартии ряда западных стран одна за другой отказались от идеи диктатуры пролетариата, и почему-то не раздалось поражающее отступников грозное проклятие из Москвы. И обескураженный наблюдатель не может понять, как же эти марксисты и даже ленинцы с такой непринужденной легкостью отказываются от того, что Маркс и Ленин считали главным. Как же эти коммунисты намерены строить коммунизм без необходимого переходного периода, который, ведь сказано, может быть только диктатурой пролетариата, и почему невинно смотрит в сторону ЦК КПСС, который за гораздо меньшие ревизионистские прегрешения покарал вооруженной рукой чехословацких реформаторов? Тут зарождается у наблюдателя смутное подозрение, что как-то это все неспроста. И верно, неспроста. Как обстояло дело с диктатурой пролетариата после Октябрьской революции в России? Начнем с определения. Диктатура пролетариата, писал Ленин, если перевести это латинское научное историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Постановка вопроса ясна. Революции и затем государством руководят промышленные рабочие. Это и есть диктатура пролетариата. А как на практике? Ведь на деле и революции, и возникшим после нее советским государством руководили не промышленные рабочие, а профессиональные революционеры, большинство которых вообще никогда рабочими не были. Где же доказательства того, что это диктатура пролетариата? Возьмем аргументацию, так сказать, итоговую, данную в 1955 году, накануне смены диктатуры пролетариата общенародным государством. Приводится она в учебнике политэкономии, написанном по указанию и под присмотром Сталина. Вот эта аргументация полностью. Рабочий класс в СССР базирует свое существование на государственной, всенародной собственности и на социалистическом труде. Он является передовым классом общества, ведущей силой его развития. Поэтому в СССР государственное руководство обществом, диктатура, принадлежит рабочему классу. Видите, как ясно. При капитализме же все наоборот. Рабочий класс базирует свое существование на государственной или частной собственности и на капиталистическом труде. Социалистического там нет. Он является, впрочем, он и там является, с точки зрения марксизма, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Так что же выходит по этой логике, что и при капитализме государственное руководство обществом, диктатура, принадлежит рабочему классу? Но ведь это не так значит. Мы имеем дело с псевдодоказательством, со словами, которые только на первый взгляд представляются глубокомысленным аргументом, а на деле в них полная бессмыслица. При рабовладельческом строе рабы по необходимости базировали свое существование на рабовладельческой государственной или частной собственности и были революционным, следовательно, передовым классом общества, ведущей силой его развития. Но диктатура-то была рабовладельцев, а не рабов. Не будем, однако, спешить. Неубедительная аргументация в сталинском учебнике. Возьмем учебник 70-х годов. И. В. Борхин. История СССР 1917-1970 годов. Апробирован до такой степени, что издан даже на иностранных языках для заграницы. Какие доказательства приводит эта официозная книга в поддержку того, что в Советской России была установлена диктатура пролетариата? Доказательств два. Первое. Власть в стране перешла в руки Советов, а в них рабочий класс играл решающую роль. Но почему же тогда большевики в период двоевласти в 17-м году снимали лозунг «Вся власть Советам»? Да потому что дело было не в классовом составе депутатов Советов, а в их партийной принадлежности. Решающая роль рабочего класса была признана за Советами не тогда, когда туда были избраны рабочие, а когда были избраны большевики. Так называемая большевизация Советов. Значит, первое доказательство уже разобранное выше тавтология. Большевистская партия представляет рабочий класс потому, что она представляет рабочий класс. Та же самая тавтология открыто преподносится в качестве второго доказательства превращения пролетариата в господствующий класс. Оно выражается, оказывается, в том, что руководство Советским государством находится в руках партии пролетариата большевиков. Таким образом, доказуемое опять подсовывается в качестве доказанного. Откуда берут начало в советской политической литературе эти шулерские приемы доказательства того исключительно важного в коммунистической идеологии положения, что после Октябрьской революции в России была установлена диктатура пролетариата? Нет, ведь должна была быть первоначальная, по свежим следам высказанная, ленинская аргументация. Была ленинская. Вот она. Господство рабочего класса в конституции, собственности и в том, что именно мы двигаем дело. Мы – это организация профессиональных революционеров. Ее идентичность с пролетариатом как раз и есть недоказуемая ленинская тавтология. Собственность после национализации государственная, а государство в руках той же организации. Следовательно, это та же тавтология. Остается конституция. Верно. В ней написано, что существует диктатура пролетариата. Но ведь под доказательствами мы подразумеваем не написанное на бумаге, а существующее в реальной жизни. Получается, что ни ленинская, ни сталинская, ни современные аргументации не убеждают в факте установления пролетарской диктатуры в России. Да и правда, какие аргументы можно привести? Ведь их нет. Мы сказали, в Сомнаркоме рабочих нет. Но, может быть, правящая коммунистическая партия состоит из рабочих? Нет. При Ленине рабочие составляют в партии значительно меньше 50%. Может быть, они составляют большинство в ЦК партии? Нет. При Ленине состав ЦК немногочислен и там, как и в правительстве, профессиональные революционеры. Так никогда и не включались рабочие в ЦК? Ну, почему же, бывало. Существует и до ныне практика включать нескольких рабочих на показ состав ЦК. Мне приходилось иметь дело с некоторыми из них, например, с Валентиной Гагановой. Они типичные представители рабочей аристократии, которых избирают в президиумы и посылают в составе делегаций. Но никакого влияния в ЦК эти, профессиональные подставные лица, не имеют. Отлично это понимают и знают свое место. Да, Ленин сам признавал в 1921 году, что всего, по неполным данным, около 900 рабочих участвовали в управлении производством. Увеличьте это число, если хотите, хотя бы даже в 10, хотя бы даже в 100 раз. Все же таки мы получаем ничтожную долю непосредственно управляющих по сравнению с 6 миллионной общей массой членов профсоюзов. Партия – это непосредственно правящий авангард пролетариата. Это руководитель. О подлинном социальном составе этой партии мы уже говорили. Впрочем, Ленин и не считает, что рабочие действительно должны управлять государством. Не доверяет он им. В 1922 году Ленин объявляет, что «действительные силы рабочего класса состоят сейчас из могучего авангарда этого класса». Российская коммунистическая партия, которая не сразу, а в течение 25 лет завоевала себе делами роль, звание, силу авангарда единственно революционного класса, плюс элементы, наиболее ослабленные деклассированием, наиболее податливое меньшевистским и анархистским шатанием. Таким образом, партия носит имя и играет роль авангарда, а настоящие рабочие симпатизируют меньшевикам и анархистам. Вот вам и диктатура пролетариат. Означает это, что пролетариату не было сделано совсем никаких поблажек после того, как его руками была захвачена власть для организации профессиональных революционеров. Нет, поблажки были. Торжественно пророческие слова Маркса «бьет час капиталистической частной собственности», «экспроприаторов экспроприируют» были переведены на общедоступный русский язык в форме доходчивого лозунга «грабь награбленная». Периодически устраивались организованные экспроприации буржуазии, во время которых вооруженные чекисты водили рабочих в квартиры бывших и позволяли тащить приглянувшиеся вещи. Некоторое количество рабочих семей было переселено из подвалов в квартиры буржуазии. Судьба прежних обитателей оставалась неизвестной, но о ней можно было догадаться. В газетах, речах и лозунгах восхвалялся пролетариат. Наконец, в качестве вершины его возвеличения был введен рабочий контроль на предприятиях и в учреждениях. Именно в связи с рабочим контролем можно хорошо проследить тактику Ленина в отношении пролетариата сразу же после октября. Казненный затем при Сталине руководитель профинтерна С.А. Лазовский сообщает следующее. Написанный Лениным проект декрета о рабочем контроле звучал столь радикально, что Лазовский запротестовал. «Если оставить декрет в таком виде, как вы его предлагаете, — писал он Ильичу, — тогда каждая группа рабочих будет рассматривать его как разрешение делать все, что угодно». Ленин разъяснил, сейчас главное заключается в том, чтобы контроль пустить в ход. Никаких преград не нужно ставить инициативе масс. Через определенный период можно будет на основании опыта увидеть, в какие формы отлить рабочий контроль в общегосударственном масштабе. Через определенный период форма была найдена довольно простая. Рабочий контроль был вообще отменен, как, по словам того же Ленина, шаг противоречивый, шаг неполный. Рабочий контроль был отменен, экспроприированные у буржуев шубы сносились, а квартиры были в результате введенной жилищной нормы разгорожены на такие критушки, что стало в них теснее, чем в подвалах. Поблажки, сделанные после Октябрьской революции пролетариату, очень напоминают то, что происходило в конце Второй мировой войны при взятии советскими войсками немецких городов. В течение нескольких дней солдатам разрешалось все. Русские люди в массе своей не злобивы и чужды садистским наклонностям, поэтому особенных зверств не было. Солдаты беспроводно пили, отбирали у жителей часы и прочие вещи и насиловали всех немок подходящего возраста. Потом командование железной рукой восстанавливало дисциплину, солдат гнали на новый штурм, а отбирать вещи, расстреливать и заниматься немками могли уже только начальство, да подходившие в безопасном втором эшелоне войска НКГБ. И так вырисовывается следующая картина. Хотя диктатура пролетариата фигурирует в работах Маркса и составляет сущность ленинского вклада в марксизм, обнаружить ее реальные следы в советской действительности после Октябрьской революции, не удается. Не видно не только ее установления, но и ее окончания. В самом деле, когда она кончилась? Кто из нас это заметил? Почему-то конец диктатуры класса феодалов или буржуазии всегда бывал грандиозным событием для страны, не говоря уже о конце диктатуры целого класса. Даже уход со сцены отдельного диктатора никогда не проходил незамеченным не только Гитлера, но даже Приму де Ривера, Дольфуса, Хорти, Антонеску. Смерть товарища Сталина мы тоже не обошли вниманием. А вот о том, что кончилась диктатура пролетариата, мы узнали задним числом из теоретических статей. И до сих пор никто, включая авторов статей, толком не может сказать, когда это произошло – до принятия Конституции 1936 года или на 20 лет позднее, когда было объявлено, что советское государство – общенародное. Это отсутствие фактов и доказательств, сбивчивость даже в теоретической постановке вопроса – безошибочный симптом того, что речь идет о политической фикции. Поэтому с такой легкостью отказываются от диктатуры пролетариата. Коммунистические партии – это отказ не от реальности, а от терминологии. Если им удастся установить свой режим, они будут именовать его общенародным государством, подобно тому, как и установленные после Второй мировой войны коммунистические режимы были названы не диктатурой пролетариата, а народной демократией. Сущность же останется той же – диктатура нового класса управляющих, его и только его. Не было диктатуры пролетариата в Советской России, не было ее и ни в какой иной социалистической стране, вообще ее не было. И рассуждать они столь же осмысленное занятие, как восторгаться покроем наряда голого короля. 10. Диктатура над пролетариатом Понимали ли Ленин и его соратники, что в действительности в результате Октябрьской революции пролетариат не только не получил государственную власть, но остался подчиненным и эксплуатируемым классам общества, что по удачному более позднему выражению Троцкого установлена была «Диктатура над пролетариатом». Не могли не понимать. Свидетельство о сознании ими этого факта – то, что в работах Ленина мы находим его обоснование. Уже накануне октября в книге «Государство и революции» Ленин впервые заговорил об обществе после революции несколько по-иному, чем принято было прежде в среде марксистов. Вместо живописавшегося ранее безоблачного благоденствия рабочих и крестьян, освободившихся, наконец, от надсмотра эксплуататоров, Ленин неожиданно выдвинул вопрос о необходимости учета и контроля. Трудящихся победителей в предстоявшей революции, оказывается, надо было учитывать, контролировать и дисциплинировать. После Октябрьской революции Ленин уже в полный голос стал настаивать на воспитании новой дисциплины у трудящихся, называя это новой формой классовой борьбы. Наименование было зловещим. В классовой борьбе большевики расправлялись с врагом сурово. Кто рассматривался в качестве потенциального классового врага? Речь шла уже не о капиталистах и помещиках, а о пролетариях. Ленин отвечал на этот вопрос недвусмысленно. Разве классовая борьба в эпоху перехода от капитализма к социализму не состоит в том, чтобы охранять интересы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций, привычек капитализма и продолжают смотреть на советское государство по-прежнему дать ему работы поменьше и похуже содрать с него денег побольше. Ну, слова об интересах рабочего класса здесь привычный эвфемизм для обозначения интересов авангарда и его советского государства. А остальное все правильно. Классовый враг для Ленина – те рабочие, которые не хотят, чтобы их это государство эксплуатировало. Как видим, Ленин не только сознает реальную обстановку в обществе, но и делает из нее бескомпромиссные выводы. Кто же должен, по мнению Ленина, осуществлять учет и контроль над трудящимися и бороться против классового врага в столь своеобразном для марксиста истолковании? Ленин заявляет, что после Октябрьской революции рабочие не знают над собой никакого иго и никакой власти, кроме власти их собственного объединения, их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного авангарда. Обилие хвалебных прилагательных не меняет того факта, что иго и власть над рабочими оказывается все-таки есть, а осуществляет ее авангард. То есть, по ставшему к тому времени уже стандартным обозначению, организация профессиональных революционеров. Реальность отражена четко. Ленин сознает, однако, необходимость пополнения рядов этого авангарда. «Чем глубже переворот, тем больше требуется активных работников для свершения работы замены капитализма аппаратом социализма», констатирует он, менее чем через полтора месяца после Октябрьской революции, и ставит задачу «сейчас не должно думать об улучшении вот в этот момент своего положения, а думать о том, чтобы стать классом господствующим». Призыв этот обращен, разумеется, к народным массам, но фактически к ним относится лишь первая его часть – не думать об улучшении своего положения. Господствующие же позиции предназначены не для самой массы, а для активных работников, для тех, кто отличится в деле подавления противника и выполнения поставленных ленинцами, задач. Вот на какой работе, писал Ленин в январе 1918 года, должны практически выделяться и выдвигаться наверх в дело общегосударственного управления организаторские таланты. Им надо помочь развернуться. Они и только они при поддержке масс смогут спасти Россию и спасти дело социализма». Сознание господствующего в стране авангарда Ленин не рассматривает как временное явление, связанное с революцией, гражданской войной и переходным периодом. Речь идет для Ленина о различной роли и месте различных социальных групп в обществе. Продолжим читать ленинские слова, которые мы уже начинали цитировать в предыдущем параграфе. Вот как поучает Ленин, несостоявшегося диктатора, пролетариат. Господство рабочего класса в конституции, собственности и в том, что именно мы двигаем дело, а управление – это другое дело. Это дело умения, дело сноровки. Чтобы управлять, надо иметь людей, умеющих управлять. Умение управлять с неба не валится, и святым духом не приходит. И от того, что данный класс является передовым классом, он не делается сразу способным к управлению. Для управления, для государственного устройства, мы должны иметь людей, которые обладают техникой управления, которые имеют государственный и хозяйственный опыт. Вот вам и диктатура, пролетариат. Сыграл уже, сполна сыграл рабочий класс, отведенный ему Ильичом, роль армии революции. Теперь его дело не диктаторствовать, а работать, учитываться и контролироваться. Не на диктатуру пролетариата ориентируется творец ленинизма, а на создание слоя управляющих, который, как мы теперь знаем, и будет затем создан. Ленин сам предлагает к этому руку в одной из своих последних статей «Как нам реорганизовать рабкрин». Он выступает с плана, в котором и следа не остается от рабочего контроля. Шага противоречивого, шага неполного. Шагом непротиворечивым и полным должно быть в области контроля, по мнению Ленина, сформирование привилегированного бюрократического аппарата. Служащие этого аппарата, рабочекрестьянская инспекция, пишет Ильич, по моему плану, будут, с одной стороны, исполнять чисто секретарские обязанности при других членах рабкрина, а с другой стороны, должны быть высоко квалифицированы, особо проверены, особо надежны, с высоким жалованием. В качестве управляющих Ленин представлял себе давно знакомых, испытанных, членов своей организации, профессиональных революционеров. Даже головокружительно возвысившись над ними и созерцая их с раздраженным чувством полного превосходства, он все же продолжал их ценить и им верить. Именно поэтому Ленин с растущей тревогой всматривался в неудержимый новый процесс, развернувшийся в советском обществе. 11. Новая дружина Процесс состоял в бурном росте партийного и государственного аппарата власти и в его возраставших претензиях на то, чтобы управлять страной. Он был вызван объективно теми преобразованиями в общественной структуре, которые проводил не по прихоти, а по необходимости сам Ленин, декретируя и осуществляя о государствовании и централизации, создавая монополию одной правящей партии. Перед лицом этого процесса Ленинская гвардия, состоявшая из людей уже немолодых, подорванных годами испытаний и нечеловечески напряженной работы, вдруг оказалась хрупким платом на гребне вздымавшейся волны. Это была волна рвавшихся к власти и выгодным постам нахрапистых карьеристов и мещан, наскоро перекрасившихся в коммунистов. Их напористая масса жаждала, вопреки представлениям Ленина, стать слоем управляющих. Каждого из них и в отдельности, и дюжинами, и пачками Ленин мог выгнать, арестовать, расстрелять. Но в целом они были неодолимы. Характер и глубина социальных перемен, бурный рост партии и государства, а к тому же огромные размеры страны, делали невозможным для немногочисленной группы профессиональных революционеров занять все ответственные посты и держать все управление в собственных руках. Ни Маркс с Энгельсом, ни сам Ленин не предусмотрели такого хода событий. Когда читаешь последние работы Ленина, помещенные в 45-м томе полного собрания его сочинений, явственно видишь, как находящийся на краю могилы вождь мечется перед этой неожиданной проблемой. Порой он пытается выдать ее за наследие царизма, говоря об угрозе российского аппарата, заимствованного от царизма, и только чуть-чуть помазанного советским миром. Но никакие отговорки не спасают от очевидного для Ленина грозящего нашествия того истинно русского человека, великорусского шовиниста, в сущности подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Масштабы этого нашествия пугают Ленина. Нет сомнения, пишет тот, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море в шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Нужда в честных отчаянная уныло констатирует Ленин. К тому же Ленин сам сознает, что отговорки его фальшивы, к власти рвется не царская и не буржуазная, а новая коммунистическая бюрократия. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ, пишет Ленин в 1922 году – это коммунист, который сидит на ответственном, а затем и на неответственном советском посту, и который пользуется всеобщим уважением, как человек добросовестный. Значит, напирают не по изящному выражению времен гражданской войны недорезанные буржуи, а уважаемые добросовестные коммунисты на государственных постах. Больше того, бюрократия растет и в партийных органах. В своей последней статье Ленин с тревогой пишет «Обо всей нашей бюрократии, как советской, так и партийной». В скобках, будь сказано, поясняет он, бюрократия у нас бывает не только в советских учреждениях, но и в партийных. Или еще более выразительно. Понятное дело, что возродившийся в советских учреждениях бюрократизм не мог не оказать летворного влияния и среди партийных организаций, так как верхушки партии являются верхушками советского аппарата. Это одно и то же. Ленин пишет о гнете общих условий советского бюрократизма. Рождающаяся всевластная коммунистическая бюрократия, вызванная к жизни революции, которую организовали Ленин и его гвардия профессиональных революционеров, уже начинает создавать угрозу для этой гвардии. Прущая снизу на все посты карьеристы, сила, способная оказать давление на вершимую в Кремле политику, на каком курсе будет настаивать эта орда карабкающихся к власти выскочек? На том ли, который, по мнению Ленина, проводится в интересах пролетариата и сформировался из сложного сочетания догматизированной марксистской теории долголетних споров в эмиграции и импровизации в реальной обстановке России? Или на другом, своем, брутальном, беспортонном, лишь на словах марксистском революционном, а на деле курсе реакционного, диктаторского властвования над всеми оказавшимися внизу социальной пирамидой? 26 марта 1922 года на бумагу ложатся следующие поразительные слова Ленина. «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией, достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет, если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него». От кого же? Видимо, от сил, находящихся под тонким слоем Ленинской гвардии, а решение, о котором идет речь, о чем оно? Как явствует из текста о том, будет ли политика пролетарской, иными словами, проводимой Лениным и его гвардией, по их мнению в интересах пролетариата, или она будет другой? Какой? Ленин не решается даже произнести. Произнесет это белоэмигрант-монархист Шульгин, антикоммунистические книги которого «Дни» и 1920 год были изданы в Советской России по приказу Ленина. В своей третьей книге «Три столицы. Путешествие в Красную Россию» Шульгин, не без удовольствия, уже после смерти Ленина, подведет итоги его правления в стране. Вернулось неравенство, мертвящий коммунизм ушел в теоретическую область, в глупые слова, в идиотские речи, а жизнь восторжествовала. И как в природе нет двух травинок одинаковых, так и здесь бесконечная цепь от бедных до богатых. Появилась социальная лестница, а с ней появилась надежда, надежда каждому взобраться повыше. И далее власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогоняют. Так было и с нами, классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз из жидов. Их, конечно, скоро ликвидируют, но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать, иначе ее тоже избацают. Коммунизм же был эпизодом. Коммунизм, грабь награбленная и все прочее такое, был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей, музей революции, а жизнь входит в старое русло при новых властителях. Вот и все. В этой интересной оценке есть пророческая мысль о двух слоях правителей советской России. Тот слой, который антисемин Шульгин именует из жидов, это пришедшая к власти в итоге Октябрьской революции организация профессиональных революционеров. В ней действительно было немало евреев, которых всячески притесняли компаньоны Шульгина, слишком много пившие и певшие прежние властители России. То, что заметил и высказал Шульгин, очевидно, начал сознавать и Ленин, но боялся себе признаться. Этот слой не мог долго удержаться у власти, он был совершенно чужд массе народа. Если даже в кругу находившихся в России подпольных комитетчиков вызывали отчужденности мигранты с их, по выражению Сталина, бурями в стакане воды, то что же сказать о восприятии народом этого космополитического интеллигентского слоя? Конечно, с мнением народа можно было не считаться, к этому русский народ приучен, однако здесь стояла слабость в предстоявшей борьбе с дружиной, образовывавшейся под слоем профессиональных революционеров у власти. Сама история зло смеялась над этими гетовскими учениками чародея. На протяжении ряда лет Ленин и его соратники при всех попытках и невинность соблюсти, и капитал приобрести, в итоге всегда предпочитали капитал невинности. Обманув рабочих обещаниями установить диктатуру пролетариата, они стали быстро превращаться в новый господствующий класс. Но процесс рождения такого класса оказался неудержимым, вырвавшимся из-под их контроля. Ленинская гвардия с сохранившимися у нее элементами идеализма, с иллюзиями, будто она действительно руководствуется интересами пролетариата, оказывалась беспомощной по сравнению с новыми силами, неотягощенными самообманом и стремительно заполнявшими русло этого процесса. Горькой иронией истории было и то, что через три недели после цитированной записи Ленина по его инициативе генеральным секретарем ЦК партии был избран Сталин. Ленин боялся даже небольшой внутренней борьбы в рядах своих гвардейцев, которая привела бы к падению их авторитета. Сталин, тихомолку, строил планы борьбы не на жизнь, а на смерть против своих соперников в Ленинской гвардии и стремился растоптать ее авторитет. Ленин понял это уже тогда, когда подошли последние дни его сознательного существования. 12. Создание номенклатуры Вождь революции Ленин изобрел организацию профессиональных революционеров. Глава аппарата Сталин изобрел номенклатуру. Изобретение Ленина было рычагом, которым он перевернул Россию. Оно, как писал Шульгин, сдано в музей революции. Изобретение Сталина было аппаратом, при помощи которого он стал управлять Россией, и оно оказалось гораздо более живучим. Латинское слово «номенклатура» обозначает буквально перечень имен или наименований. Этимологический смысл термина в общем соответствует его содержанию в странах реального социализма. Первоначально этим термином обозначили распределение функций между различными руководящими органами, но постепенно этот смысл утрачивался и вытеснялся другим. Поскольку при распределении функций были расписаны между руководящими органами и те высоко поставленные должности, на которые эти органы должны были производить назначение, именно этот кадровый аспект, оказавшийся исключительно важным, и вместил в себя все содержание термина «номенклатура». Номенклатура – это первое – перечень руководящих должностей, замещение которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган. Второе – перечень лиц, которые такие должности замещают или же находятся в резерве для их замещения. Почему, кем и как была создана номенклатура? Как уже говорилось, ленинская организация профессиональных революционеров была слишком малочисленной, чтобы в условиях огосударствления всей жизни и монопольного положения правящей партии в огромной стране обеспечить занятие всех ответственных должностей в стремительно разраставшемся партийном и государственном аппарате. В образовавшийся вакуум в различных звеньях власти рвалась лавина карьеристов. Для того, чтобы получить шансы на успех требовалось, в сущности, немного – быть не дворянского и не буржуазного происхождения и вступить в уже победившую и прочно усевшуюся у власти правящую партию, а для молодежи – комсомол. В качестве революционных заслуг засчитывалось пребывание в годы гражданской войны в рядах Красной Армии, куда были мобилизованы миллионы людей. Но даже если этого не было существовавшей нерасперихи, заслуги можно было легко придумать. Одним словом, путь наверх был открыт. Необходимость отбора людей была неиспорима. Вставал вопрос о критериях в системе отбора. Казалось бы, поскольку речь шла не о синекуре, а о работе, естественным критерием были максимальная пригодность и способность к выполнению данного дела. По советской кадровой терминологии – деловые признаки. Однако вместо них были безоговорочно сделаны главным критерием политические признаки. Это означало примерно то, что если бы на пост директора физического института претендовали беспартийный буржуазный спец Альберт Эйнштейн и братишка с болтфлота партиец Ваня Хрюшкин, отдавать предпочтение надо было Ване. Очевидная глупость такого подхода вовсе не свидетельствует о недомыслии тех, кто его декретировал. Когда ленинскому правительству действительно важно было иметь на руководящих постах подлинных специалистов, оно это делало. В гражданскую войну красными войсками командовали военспецы, бывшие царские генералы и офицеры. Но в целом политические признаки стали твердой и неизменной основой назначений на все ответственные посты в СССР. Так остается и поныне. На 27 съезде партии в 1986 году второй секретарь ЦК КПСС Егор Легачев отметил, «В ряду важнейших критериев подбора кадров мы на первое место ставим политические качества работника». Торжество политических признаков объяснялось следующей закономерностью, малопонятной в условиях капиталистической конкуренции, при реальном социализме считается целесообразным, хотя об этом не принято прямо говорить, назначать на посты людей, которые для работы на этих постах не очень подходят, а в ряде случаев совсем не подходят. Это, на первый взгляд, нелогичное явление, с которым, однако, сталкиваешься на каждом шагу в любой социалистической стране, имеет вполне рациональное объяснение. Каждый должен чувствовать, что он занимает место не по какому-то праву, а по милости, руководству, и если эта милость прекратится, он легко может быть заменен другим. На этом основывается известный сталинский тезис, охотно повторяемый и поныне «У нас незаменимых людей нет». Поскольку этот руководящий тезис применим к Эйнштейну в меньшей степени, чем к Хрюшкину назначать надо Хрюшкина. Как видите, логика здесь есть. За многие годы в Советском Союзе мне лишь в редких случаях доводилось встречать людей, действительно подходивших к своим постам, и обычно у них всегда бывали неприятности. Так как общий признак подбора кадров был иным, объективно получалось, будто именно они занимали не свои места. Этот принцип кадровой политики порождал у счастливых назначенцев не просто покорность воле начальства, но бурное стремление выслужиться, чтобы хоть таким путем стать незаменимыми. При этом выслужиться не значит хорошо работать, а значит хорошо делать то, чего желает назначающее и, соответственно, могущее сместить с поста начальство. Такой результат, ощутимый даже если речь идет о мелких слушащих, сулил неоценимые политические возможности на уровне руководящих чинов партийного и государственного аппарата, произвольно назначенные по политическим признакам и весьма легко заменимые, эти чины готовы были всячески выслуживаться перед назначавшими их, чтобы удержаться и получить еще более высокие посты. Кто был этим назначавшим и, следовательно, потенциальным хозяином быстро разраставшейся номенклатуры? Все дело назначения руководящих кадров в стране Сталин сосредоточил в руках своих и своего аппарата. Так, под прикрытием примата политических признаков при отборе кадров Сталин создал ситуацию, в которой автоматически вся новая номенклатура оказывалась преданной лично ему. Западные биографы Сталина не раз делали превратившееся постепенно в общее место противопоставления Троцкий, Бухарин, Зиновьев и другие с их позерством и любованием собственным красноречием и неуклюжий плебей Сталин, молчаливо и упорно работающий в партийном секретариате. Ситуация, может быть, и выглядела так, но главное было не в этой внешней коллизии, главным было существо той работы, которую делал Сталин. Недалекие острословы называли его тогда «товарищ картотеков». Он и вправду вместе со своими сотрудниками постоянно возился с карточками, заведенными на руководящих работников. «Кадры решают все», — сформулирует он впоследствии свою установку. Эти кадры он старательно изучал, просеивал через сито своих интересов и расчетов, размещал их на различных уровнях номенклатуры, как «композитор», ноты на нотной линейке, чтобы возникала нужная ему симфония. Как мне рассказывали картотеку на наиболее интересовавших его по тем или иным соображениям людей, Сталин с первой половины двадцатых годов вел сам, не допуская к ней даже своего секретаря. Однако было бы наивно представлять себе работу по формированию номенклатуры в образе Сталина с парой помощников, роющихся в картотеке. Сталин создал систему подбора руководящих кадров партии и государств, она привела его к власти и осталась его главным свершением. Некоторые общие соображения об этой системе Сталин впервые изложил на двенадцатом съезде партии, в 1923 году, представляя делегатам организационный отчет ЦК. «Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные и умеющие их проводить в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в махание руками», — говорил Сталин. «Основная идея состояла таким образом в том, чтобы на ответственные политические посты в стране посадить ретибых исполнителей директив. Для этого, — пояснял Сталин, — необходимо каждого работника изучить по косточкам, необходимо знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки». Вот как функционировала на практике сталинская система создания номенклатуры. В 1920 году были образованы в ЦК и губкомах РКПБ учетно-распределительные отделы. Они стали первыми органами, специально занимавшимися выдвижением и перемещением ответственных партийных работников, а также учетом кадров. Отделы не только выдвигали, но и задвигали людей, ведя учет лиц, подлежащих переводу к станку и плугу. В апреле 1922 года Сталин стал генеральным секретарем ЦК. В августе того же года на 12-й партконференции было впервые сообщено количество партийных работников в аппарате, который был фактически подчинен секретариату ЦК. В Москве было 325 человек, в губерниях – 2000, в уездах – 6000, кроме того в властях и на крупных предприятиях – 5000 освобожденных, секретарей парткомов – всего 15325 человек. Такова была уже к этому моменту численность сталинского партийного аппарата. В уже цитированном докладе на 12-м съезде партии Сталин объявил «Доселе дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учетом и распределением товарищей по укомам, губкомам и обкомам. Теперь учраспред не может замыкаться в рамках укомов, губкомов, обкомов. Необходимо охватить все без исключения отрасли управления». И действительно, после 12-го съезда партии, когда стало ясно, что Ленин к власти больше не вернется, в учетно-распределительных отделах были немедленно сконцентрированы учет и распределение ответственных работников во всех, без исключения областях, управления и хозяйства. Особенно активно действовал подчиненный непосредственно секретариату ЦК РКПБ, учетно-распределительный отдел ЦК, о котором Сталин говорил, что он приобретает громадные значения. В 1922 году учраспред ЦК произвел более 10 тысяч назначений. В 1923 году он расширил работу. В отделе было создано семь комиссий по пересмотру состава работников основных государственных и хозяйственных органах, промышленности, кооперации, торговли, на транспорте и в связи, финансово-земельных органах, в органах просвещения, в административно-советских органах, в наркоматах иностранных дел и внешней торговли. Руководящие должности в партийных комитетах по уставу партии выборные. Путь к обходу этого пункта устава был без труда найден. Руководящие партийные органы рекомендуют нижестоящим лиц, подлежащих избранию. Например, кандидатуру секретарей властных комитетов партии рекомендовал Губком, кандидатуру секретарей Губкома – секретариат ЦК. Секретариат вел напряженную работу по подбору и перестановке этих новых губернаторов. В 1922 году были перемещены 37 секретарей Губкомов и 42 новых рекомендованы. Показательно, что тот же секретариат ЦК рекомендовал кандидатов не только нижестоящим, но и вышестоящим органу – Оргбюро ЦК, которое принимало решение о замещении высших постов в партии и государстве. Так секретариат во главе со Сталином централизовал в своих руках дело назначения на наиболее ответственные руководящие должности в стране. Бурная деятельность сталинского секретариата и его учраспреда расчистила путь к закономерному созданию новой обстановки в партийном аппарате. Ее обрисовал Троцкий в письме в ЦК от 8 октября 1923 года и в опубликованной в декабре 1923 года работе «Новый курс». Отметив, что даже в годы военного коммунизма система назначений в партии не составляла и десятой доли достигнутого ее размера, Троцкий подчеркивал, что эта система сделала секретарей назначенцев независимыми от местных партийных организаций. Работники партийного аппарата не имеют больше или, во всяком случае, не высказывают собственного мнения, а заранее соглашаются с мнением секретарской иерархии. Масси же рядовых членов партии решения этой иерархии вообще спускаются в виде приказов. Что это за процесс? Троцкий называет его «бюрократизацией партии». Но это беззубое определение, да другим оно и быть не могло, так как Троцкий сам в 1923 году находился еще в политбюро. Происходит другое. Раздвигаются общественные слои. Один слой – секретари парткомитетов, и их аппарат идет вверх и начинает безапелляционно изрекать приказы. Другой идет вниз и вместе с беспартийными вынужден беспрекословно эти приказы исполнять. Троцкий сам констатирует, партия живет на два этажа, в верхнем решают, в нижнем только узнают о решениях. Письмо Троцкого – как бы моментальная фотография процесса класса образования в советском обществе. Между тем был открыт шлюз для носителей этого процесса, лезших к власти карьеристов. После смерти Ленина был объявлен ленинский призыв в партию. В итоге к маю 1924 года, 13-й съезд партии, число ее членов возросло почти вдвое по сравнению с апрелем 1922 года, 12-й съезд, с 386 тысяч до 736 тысяч. Половину партии составляли теперь новобранцы, только не ленинского, а сталинского призыва. Им чужда была посидевшая в ссылках и эмиграция ленинская гвардия, как бы она ни переродилась к тому времени. Новобранцы шли в ряды не тех, кого ссылают. А тех, кто ссылает, шли не совершать революцию, а занимать хорошие места после совершенной революции. Они были потенциально людьми Сталина. На книге об основах ленинизма, своей претензии на роль систематизатора и толкователя теоретических взглядов Ленина, Сталин демонстративно написал «Ленинскому призыву посвящаю». Секретарь ЦК продолжал развертывать работу по формированию номенклатуры. Для 1924 года есть цифровые данные. В этом году числилось около 3500 должностей, замещение которых должно было осуществляться через ЦК, и около 1500 должностей, на которые назначали ведомство с уведомлением учраспреда ЦК. Еще более обширной была номенклатура губернских, властных и прочих партийных комитетов. В 1925 году платный партийный аппарат ВКПБ составлял 25 тысяч человек, по одному на каждые 40 коммунистов, в одном только аппарате ЦК насчитывалось 767 человек. Тем временем в 1924 году учраспред слился с оргинструкторским отделом ЦК, в результате был образован орг-распредотдел, ставший фактически главным отделом в аппарате ЦК. Орг-распред, во главе которого Сталин поставил Лазаря Моисеевича Кагановича, формировал как партийную, так и государственную номенклатуру, причем число назначений на руководящей должности в государственном аппарате перевешивало. В период с конца 1925 года, 14-й съезд ВКПБ, до 1927 года, 15-й съезд, орг-распред произвел 8761 назначения, в том числе только 1222 в партийные органы. В 1930 году орг-распред был снова разделен на два отдела – оргинструкторский, занимавшийся назначениями и перемещениями в партийном аппарате, и отдел назначений с рядом секторов – тяжелой промышленности, легкой промышленности, транспорта, сельского хозяйства, советских учреждений, загранкадров и других, ведавший вопросами формирования номенклатуры в аппарате государства. Сталин так по-военному характеризовал командный состав партии. В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около трех-четырех тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Дальше идут около 100-150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство. Будущий генералисимус включил, очевидно, в первую группу всех членов ЦК ВКПБ, ЦК нацкомпартии, обкомов и крайкомов, во вторую – членов районных и городских комитетов партии, в третью – секретарей первичных парторганизаций, членов их комитетов и бюро. Таким образом, речь шла только частично в первых двух группах о номенклатуре, причем значительная часть партийного аппарата вовсе не была учтена. Как нередко бывало, приведенные Сталином цифры ни о чем не говорили, но иерархическое мышление, пронизывавшее процесс создания номенклатуры, отразилось в этих словах очень ясно. Каковы были взаимоотношения между созданной таким образом номенклатурной иерархией и ее творцом Сталином? Эти отношения не исчерпывались преданностью аппаратчиков своему вождю, они были не лирическими, а вполне реалистическими, как всегда бывает в социальных явлениях. Сталинские назначенцы были людьми Сталина, но и он был их человеком, они составляли социальную опору его диктатуры, но не из трогательной любви к диктатору-грузину, они рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они деловито исходили из того, что эти приказы отдаются в их интересах. Конечно, он мог любого из них в отдельности выгнать и ликвидировать, но пойти против слоя номенклатуры в целом, Сталин никак не мог, безжалостно уничтожая целые общественные группы нэпманов, кулаков, духовенства, Сталин старательно заботился об интересах своих назначенцев, об укреплении их власти, авторитета, привилегий. Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю. Волей Сталинской гвардии было обеспечить свое безраздельное и прочное господство в стране. Уже однажды обманувшие надежды на мировую революцию и пытавшиеся их гальванизировать троцкистские рассуждения о перманентной революции не устраивали усаживавшихся у власти сталинцев, они не хотели быть временщиками и ставить свое будущее в зависимости от новых событий, слабо поддающихся их контролю. Сталин поспешил облечь эту волю своих назначенцев в солидно звучавшую формулу «построение социализма в одной стране». С точки зрения теории Маркса и Энгельса формула была совершенно бессмысленной. Для основоположников марксизма было очевидно, что бесклассовое общество не может быть создано как остров в море капитализма. Но сталинские назначенцы с восторгом приветствовали новую формулу, освещавшую их власть словом «социализм». Их не смущало то, что, по словам Сталина, победа социализма в одной стране могла быть полной, но не окончательной. Цель тезиса о неокончательности победы социализма в СССР была не в том, чтобы возбуждать нездоровые надежды у советского населения. Целью было использовать угрозу реставрации капитализма как обоснование сталинской внутренней, военной и внешней политики, а утверждение, что победа социализма в СССР может быть полной, как раз и означало признание стабильности и окончательного характера режима. Формула о построении социализма в одной стране действительно оказалась исторической. Она стала теоретическим обоснованием создания не нереального марксистского, а реального советского социализма. О том, что этот социализм в основном построен, Сталин объявил в связи с принятием Конституции 1936 года в промежуток между первым и вторым московскими процессами. Затем развернулась ежовщина. 13. Гибель Ленинской гвардии В разгар этого безумия, страшной весной 1938 года, когда газеты выли о троцкистах и бухаренцах, фашистских шпионах и диверсантах, а на каждом комсомольском собрании в школе покаянно выступали наши соседи по парте, у которых родители оказались врагами народа, я впервые услышал оценку происходившего, прозвучавшую диссонансом в визгливой истерии. Высказал ее бывший мой одноклассник Равка Ванников, сын заместителя наркома оборонной промышленности СССР Бориса Львовича Ванникова, в дальнейшем руководителя первого главного управления гигантской сверхсекретной организации, создавшей советское атомное оружие. Мы выходили с Равкой из актового зала со школьного первомайского вечера, как вдруг он солидно произнес «Ты заметил, что за последние полтора года произошла почти полная смена руководящих кадров в стране?» Равка был неплохим парнем, но уж никак не мастером политического анализа. Произнесенные слова были явно не его, а отца, шли сверху из кремлевских сфер. Вот, значит, как в этих сферах цинично и деловито рассматривали то, что подавалось всему миру как разоблачение фашистских шпионов и меры по ликвидации троцкистских и иных двурушников. Ежовщина, уничтожившая и обездолившая миллионы людей, была сложным социальным и политическим явлением, но в истории создания в СССР господствующего класса она сыграла прежде всего именно такую роль – осуществила смену руководящих кадров в стране. В 1937 году, через 20 лет, после Октябрьской революции, Ленинская гвардия профессиональных революционеров была весьма немолода, но до естественного ухода ей оставалось еще примерно полтора десятка лет, если не больше. Этих-то лет жизни ей и не хотели давать. Обосновавшиеся в разных звеньях номенклатуры карьеристы, метившие на занятые постаревшими революционерами высшие посты, помните пророчество Шульгина, их, конечно, скоро ликвидируют, как только под ними образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать. Номенклатурная дружина образовалась, прошла суровую школу и научилась властвовать. Осталось ликвидировать двушников Ленинскую гвардию. Читатель вправе спросить, разве эта задача не решалась постепенно, ведь секретаря ЦК рекомендовал новых секретарей и губкомов, впоследствии обкомов и крайкомов массами производились и другие назначения. Зачем же Ежовщина? Затем, что в ВКПБ к этому времени оказалось как бы две гвардии, сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, отобранных по политическим признакам, а ленинская из занимавших свои посты по праву членов организации профессиональных революционеров. Сместить ленинцев не несколько отдельных лиц, а весь слой обычным путем было невозможно. Вот почему, несмотря на все назначения и перемещения, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацком партии 69% больше двух третей все еще были с дореволюционным партстажем. Из делегатов 17 съезда партии 1934 год 80% вступили в партию до 1920 года, то есть до победы в гражданской войне. На чем держалась неуязвимость постаревших ленинских соратников? Ленин справедливо видел силу своей гвардии в ее огромном, долгими годами культивировавшемся авторитете в партии. Только потом мы привыкли к тому, что любой партийный руководитель мог быть весьма просто арестован и затем ликвидирован как фашистский шпион и транскистский выродок при стандартном всеобщем одобрении. Но тогда к этому благословенному состоянию надо было еще прийти. Вспомним, что в 1929 году даже ненавистного Троцкого Сталин вынужден был выслать за границу и не мог даже запретить ему взять с собой личный архив. Участие в различных оппозициях тогда еще не воспринималось как основание удалять членов Ленинской гвардии с руководящих постов. Чтобы уничтожить стариков, было только одно средство – полностью растоптать их авторитет, превратить длительность их пребывания в партии и участие в ее деятельности на многих этапах из заслуги в потенциальное преступление. Здесь и пригодилась характерная сталинская мысль о том, что высокопоставленный революционер вполне может на дереве вести двойную игру, оказаться шпионом и предателем. Сталин отлично видел, как взращенные им номенклатурщики со злобной завистью поглядывают на чуждых и антипатичных им дряхлеющих ленинцев, у которых еще остались следы каких-то убеждений, помимо понятной сталинцам жажды, занять пост повыше, насладиться властью, хорошей жизнью. Сталин сознавал, что нужен только сигнал, и его выкормыши бросятся в волчьи стаи и перегрызут глотки этим слабоватым, а потому незаконно занимающим руководящие посты старым чудакам. Сигналом было убийство Кирова. То, что убийство было совершено по приказу Сталина, очевидно. В западной литературе хорошо проанализированы причины, по которым Сталину нужно было устранить Кирова, и даже некоторые предварительные меры Сталина, направленные против энергичного ленинградского секретаря. Хрущев на 20-м и 22-м съездах сообщил ряд фактов, связанных с убийством, и хотя твердил о необходимости расследовать дело, явно был уверен, что виновник Сталин. Уверенность вполне естественная. Сталин еще в молодости не раз организовывал убийство. Впоследствии по его приказу было совершено убийство безобидного человека, руководителя еврейского театра Михоэлса. И Светлана Аллилуева красочно описывает, как ее отец по телефону давал соответствующее указание. Не новая манера сваливать вину за убийство на своих противников. Убийство Бандеры, агентом КГБ, будут сваливать впоследствии на западно-германскую федеральную службу разведки, Сталин пытался скрывать свою вину даже в столь несомненном случае, как убийство Троцкого. Короче говоря, вопрос об убийстве Кирова сам по себе не заслуживал бы даже рассмотрения, но особенность этой мрачной истории в том, что речь идет не о единичном преступлении, а о сигнале к массовому уничтожению людей, в первую очередь Ленинской Гвардии. Управляющие в СССР отлично знали об этом. Знали и сделали выводы. В результате, несмотря на все обещания Хрущева, так и не удалось завершить расследование истории убийства Кирова. Старые большевики, члены созданной при ЦК комиссии по расследованию, в частных разговорах рассказывали, на какое упорное сопротивление со стороны партийного аппарата и органов госбезопасности наталкивался их каждый шаг, как объявлялись утерянными документы, которые требовали члены комиссии, как не могли найти никаких свидетелей. Посредством такого саботажа люди, выведенные Сталином из грязи в князи, скрывали не преступления Сталина, а нить, потянув за которую можно было распутать их собственную роль в событиях 1934-38 годов. Именно эта роль была определяющей, неверно видеть в Ежовщине только действия Сталина или тем более Ежова. Сталин выполнил волю своих назначенцев, поведя их на разгром Ленинской гвардии. Ничего героического в походе не было, можно по-разному относиться к членам, созданной Лениным организацией профессиональных революционеров, но расправа с ними была омерзительна. Был применен продуманный метод, обеспечивавший одновременно физическое и моральное уничтожение ленинцев. С этой целью были проведены известные московские процессы. Первый – Троцкистско-Зиновьевского террористического центра Август 1936 года. Второй – Антисоветского Право-Троцкистского центра, январь 1937 года. Третий – Антисоветского Право-Троцкистского блока, март 1938 года. Подсудимые Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, Пятаков, Радек и другие соратники Ленина усердно признавались в том, что они были агентами Гитлера и Троцкого, шпионами, диверсантами и террористами, стремившимися реставрировать капитализм. После признаний старых большевиков, государственный обвинитель, старый меньшевик Вышинский, вопил, что взвесившихся собак надо расстрелять. Суд выполнил его пожелания, хотя из 54 подсудимых несколько человек и были, приговорены к многолетнему заключению, не выжил ни один. Подобные процессы с тем же итогом были проведены в 1937-38 годах в разных республиках СССР. Левая интеллигенция Запада, неизменно относящаяся с трогательным доверием ко всему, что идет из Москвы, терялась в глубокомысленных догадках о причинах столь низкого морального падения Ленинской гвардии. Буржуазные журналисты, отметившие ряд фактических несообразностей в показаниях, высказывали предположение, что ветераны-леницы оклеветали себя, убежденные, что так нужно для партии. Правые газеты строили гипотезы о сложной психологической обработке подсудимых с целью сконструировать у них новое «я» с комплексом вины перед партией. А между тем, как рассказывает Светлана, Сталин, ужинная по ночам с членами политбюро, с удовольствием повторял один и тот же анекдот. Профессор пристыдил невежду чекиста, что тот не знает, кто автор Евгения Онегина, а чекист арестовал профессора и сказал потом своим приятелям, он у меня признался, он и есть автор. Члены политбюро понимали и по достоинству оценивали так веселившую хозяина шутку, ибо отлично известная им действительность сталинских процессов была проще и циничнее, чем могли представить себе люди на Западе. Скрываемая методика подготовки процессов стала доподлинно известна через Чехословакию, куда, как и в другие страны народной демократии, советниками из МГБ СССР был перенесен советский опыт. Подсудимого подвергали конвейеру, продолжавшемуся ряд суток, непрерывному допросу. Следователи работали в три смены по восемь часов, допрашиваемым же не давали спать и в нужных случаях били и морили жаждой. Метод был безотказный. На какие-то по счету сутки подследственный подписывал любой протокол. Но следователи знали, что это первый тур, и спокойно ожидали дальнейшего. Отоспавшись, узник, как и ожидалось, отказывался от самоубийственных показаний. Тогда он вновь и вновь подвергался конвейеру, пока не начинал сознательно стремиться к любому приговору, даже к смертной казни. Именно такое устойчивое состояние и требовалось для выступления на процессе. Изготовлялся сценарий процесса, и подсудимый, как актер, заучивал наизусть свою роль. Во время судебного заседания председатель трибунала армвоенюрист Улерих и прокурор Вышинский имели перед глазами экземпляр сценария. Подсудимый разыгрывал свою партию и получал за это бесценное вознаграждение, вплоть до самого расстрела ему позволяли спать и не били. Таков был нехитрый механизм всех поражавших западный мир своей загадочностью процессов в соцстранах с 1936 по 1953 год. Разумеется, когда нужно было, по профессиональному выражению НКВД, добыть лишь письменное признание арестованного, а показывать допрашиваемого публике не требовалось, поступали проще. Следователь один или с бригадой молодых палачей, обычно слушатели школы НКВД, избивали подследственного на ночных допросах, гасили в него папиросы и вообще всячески проявляли свою изобретательность. Так были добыты подписи старых большевиков под самыми фантастическими показаниями. В этих показаниях фигурировали новые имена и, соответственно, производились новые аресты. Рассказывают, что Лазарь Каганович дал тогда весьма точную формулировку метода ликвидации Ленинской гвардии «мы снимаем людей слоями». Такой метод приводил к широко известному явлению, что те, кто в начале Ежовщины арестовывал других, к концу операции сами, оказались арестованы. Падение Егоды не просто иллюстрация, к словам Кагановича, оно бросает свет на механизм чистки 1936-1938 годов. Вместо Егоды, члены партии с 1907 года, профессионального чекиста, сотрудника Дзержинского, наркомом внутренних дел СССР был назначен Н.И. Ежов, секретарь ЦК ВКПБ, предусмотрительно вступивший в партию только после победы революции в 1917 году. Вскоре после своего назначения Ежов арестовал Егоду и сместил почти всех старых чекистов. На их место в НКВД пришли партаппаратчики. Заместителем Ежова стал Шкирятов, председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ. Именно эти партаппаратчики в формах комиссаров государственной безопасности и вершили трагедию Ежовщин. Газеты льстиво именовали Ежова сталинским наркомом, редакционные остряки казенно шутили о Ежовых рукавицах, а услужливый народный Акын Сулейман Стальский воспевал орла и батыра Ежова. В действительности в этом тщедушном карлике с худощавым лицом не было ничего не только богатырского, но драматического или демонического. Один из моих знакомых, знавший Ежова лично, рассказывал мне, что Ежов любил стихи Есенина, да и сам сочинял лирические стихи. Надежда Мандельштам познакомилась с Ежовым еще до его исторической карьеры в 1930 году на правительственной даче в Сухуми. Был он тогда скромным и довольно приятным человеком. Подвозил Мандельштамов на своей персональной машине в город, ухаживал за молодой литературоведкой и дарил ей розы, с удовольствием плясал русскую. Жена Ежова целыми днями в шезлонге читала «Капитал» Маркса и сама себе тихонько его повторяла. Люди, работавшие до 1936 года под начальством Ежова в ЦК ВКПБ, где он заведовал промышленным отделом, с недоумением рассказывали за тем, что Ежов вовсе не производил впечатления злодея или садиста. Он был обычным высокопоставленным партбюрократом и выделялся лишь тем, что особенно старательно выполнял любые указания руководства. В ЦК было указание организовать строительство заводов – он организовал. В НКВД было указание пытать и убивать – он пытал и убивал. Не Магбет и не Мефистофель, а выслуживавшийся номенклатурный чин стал одним из гнуснейших массовых убийц современности. А указания поступали конкретные. Вот, например, резолюция на очередном, выбитом бригадой признании. Т. Ежову, лиц, отмеченных мною, в тексте буквами «АР» следует арестовать, если они уже не арестованы, и Сталин. Или той же рукой на поданном Ежовом списке лиц, которые проверяются для ареста. Не проверять, а арестовать нужно. О том, что делать после ареста тоже давались указания. Вот резолюция почтенного главы советского правительства Молотова на неудовлетворивших его показаниях заключенного Ленинца. Бить, 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 на допросах пытать. И это указание выполнялось. Получались указания и для логического завершения процедуры. На 22 съезде КПСС цитировались рутинные догладные записки Ежова Сталину с просьбой дать разрешение приговорить перечисленных лиц по первой категории, то есть к расстрелу. Разрешение давалось, и перечисленных тащили в подвал Лефортовской тюрьмы. Ежов был исполнителем. Любой сталинский номенклатурный чин делал бы на его месте то же самое. Это не значит, что Ежова незаслуженно считают в СССР самым кровавым палачом в истории России. Это значит только, что любой сталинский назначенец потенциально являлся таким палачом. Ежов был не исчадием ада, он был исчадием номенклатуры. 14. После победы Ленинская гвардия была разгромлена и уничтожена. Победа сталинцев была полной. После того, как цели Ежовщины были достигнуты, Ежов был деликатно удален. Сначала его заместителем был назначен Берия, известный своей близостью к Сталину. Сам Ежов вдруг по совместительству стал наркомом водного транспорта. Ему и здесь было позволено еще пошуметь в связи с разрекламированным им методом стахановца Блиндемана. В декабре 1938 года Ежов был освобожден от обязанности наркома внутренних дел, а потом, разумеется, и от поста наркома водного транспорта, после чего исчез бесследно. Из кругов НКВД был распущен слух, что он сошел с ума и сидит на цепи в сумасшедшем доме. Любопытная самооценка организаторов Ежовщины. О судьбе Ежова хранилось молчание, только в вышедшем при Хрущеве учебнике по истории СССР неопределенно сказано, что Ежов где понес заслуженное наказание. Лишь в 1990 году стало известно, что он был расстрелян 4 февраля 1940 года. Сделавшего свое дело Мавра действительно ликвидировали за ненадобностью, но не подлежит сомнению, что ликвидация Ежова была осуществлена с непривычной мягкостью, можно сказать, нежностью. Не было ни проклятий в газетах, ни процесса с признаниями, ни обвинений в стремлении к реставрации капитализма, необычного сообщения о том, что приговор приведен в исполнение. Не было элементарных репрессий в отношении родственников, что неизменно сопутствовало аресту любого советского гражданина, не говоря уже о столь важной персоне. Родственники Ежова продолжали жить в Москве, они никогда не лишались московской прописки. Больше того, помню, как весной 1944 года я был глубоко поражен, когда впервые придя в наркомат просвещения РСФСР увидел на двери табличку А.И. Ежов и узнал, что заводелом наркомата родной брат бывшего сталинского наркома, он даже не был вычеркнут из номенклатуры. Если сам Ежов был устранен так деликатно, то его приспешники вообще не пострадали, а некоторые быстро пошли в гору. Заместитель Ежова-Шкирятов был избран в члены ЦК ВКПБ и вернулся на важный пост председателя комиссии партийного контроля при ЦК. Вышинский был осыпан почестями, он стал членом ЦК, заместителем председателя Совнаркома СССР, министром иностранных дел СССР, академиком. Хрущеву пришлось преодолеть упорное молчаливое сопротивление партапарата, чтобы исключить из партии Молотова, чья гнусная роль в Ежовщине хорошо известна. Но беспартийный Молотов продолжал спокойно пользоваться всеми привилегиями, жил в огромной квартире в доме правительства на улице Грановского и отдыхал в санатории Совета министров СССР лесные дали. Сколько раз я встречал его в Ленинской библиотеке, в научном читальном зале номер один для академиков, профессоров и иностранных ученых, хотя кровавый старец не был ни ученым, ни иностранцем. В 1984 году Молотова восстановили в партии. Любовная мягкость аппарата к руководителям операции по истреблению Ленинской гвардии сочеталась с непреклонной суровостью к погибшим. Излишне говорить, что никто не вспомнил о провозглашенном Хрущевом на 22 съезде партии намерении воздвигнуть в Москве памятник жертвам сталинских репрессий. Какой там памятник? По предложению Брежнева 25-й съезд КПСС решил соорудить в Москве другой монумент. Не тем, уничтоженным в СССР коммунистам, а героям международного коммунистического и рабочего движения, павшим от рук классового врага. В течение 50 лет заведомо фальшивые процессы 36-38 годов так и не были пересмотрены. Советские историки находились поистине в трудном положении. Были осужденные и их мнимые компаньоны фашистскими шпионами или нет, в СССР вообще не полагалось писать об этих процессах и о ежовщине. Что писать? В то же время вышли и книги, и статьи о борьбе партии против троцкизма, левого и правого уклонов. Перед смертью Всеволод Кочетов опубликовал очередной косноязычный роман «Угол падения», живописующий предательство Троцкого и Зиновьева в годы Гражданской войны. По указанию отдела науки ЦК КПСС в советских исторических журналах были помещены разгромные рецензии на сборник со статьей дочери Бухарина Светланы Гурвич, в которой она робко пыталась несколько обелить память отца. Смысл позиции ясен. Народу хотели сказать, что, даже если процессы и были фальшивкой, все равно двурушники были уничтожены по заслугам. Только после провозглашения гласности, спустя полвека, насквозь фальшивые процессы наконец-то пересмотрены, но даже этот скудный минимум запоздалой справедливости был осуществлен весьма неторопливо. Зачем-то делали вид, что материалы процессов надо серьезно рассматривать, как будто не было давно всем ясно, что речь шла о грубо сработанной кровавой фальшивке. Почему, несмотря на все разоблачения культа личности и скороговоркой произносимые слова о необоснованных репрессиях, управляющие в СССР столь демонстративно солидаризировались с тем, что было проделано в 34-39 годах. Потому что, не произнося этого вслух, они превосходно знали, именно тогда ими был совершен прыжок к вершинам власти. Вот некоторые его результаты в статистическом выражении. Помните, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК, нацком партии 69% были с дореволюционным партстажем, а всего через 9 лет, в 1939 году, среди лиц, занимавших эти посты, 80,5% вступили в партию позднее 1924 года, то есть после смерти Ленина. Да и остальные 19,5% отнюдь не члены организации профессиональных революционеров, 91% в этой группе моложе 40 лет, то есть во время революции были несовершеннолетними. Так же выглядела исследовавшая за ними группа секретарей райкомов и горкомов партии. 93,5% со стажем после 1924 года, 92% моложе 40 лет. Весьма показательно сравнение данных о 17 съезде партии 1934 год, официально именуемом съездом победителей, и о 18 съезде 1939 год. Помните, на 17 съезде 80% делегатов вступили в партию до 1920 года, а через 5 лет на 18 съезде половина делегатов оказалась моложе 55 лет, в 1920 году они еще были школьниками. На 17 съезде из 71 члена ЦК всего 10 человек впервые избраны в этот орган, причем и они были по преимуществу с дореволюционным стажем. На 18 съезде из 71 члена ЦК впервые избранных оказалось почти две трети, 46 человек из них с дореволюционным стажем всего четверо, в том числе заместитель Ежова-Шкирятов. Из избранных на 17 съезде кандидатов в член ЦК было меньше половины впервые вошедших в этот орган, а на 18 съезде оказалось 64 человека из 67, в том числе с дореволюционным стажем двое. Удивительного в этом нет, вот что сообщил Хрущев в своем докладе на закрытом заседании 20 съезда КПСС. Из 1956 делегатов 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях, 56,6%. В том числе были по официально принятому термину незаконно репрессированы 97 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранного на 17 съезде из общего числа 139 человек. Кроме того, пять покончили жизнь самоубийством и один Киров был убит в результате покушения. Из этих 97 уничтоженных почти 70% состава ЦК, 93 были ликвидированы в 1937-39 годах, убивали их зачастую целыми группами, более половины из них были расстреляны за 8 дней. 17 съезд был на деле не съездом победителей, а съездом обреченных. Съездом победителей стал 18 съезд. Не только состав ЦК и съездов партии, но и статистические данные о составе КПСС в целом свидетельствуют о свирепости процесса класса образования в СССР. В 1973 году в КПСС было всего 702 члена с партстажем до 1917 года, а ведь в начале 1917 года их было 80 тысяч. Только с марта по октябрь 1917 года в партию большевиков вступили 270 тысяч человек, а в ноябре-декабре 1917 года после прихода большевиков к власти, несомненно, еще очень много людей. Сколько же иступивших в 1917 году дожило до 1973 года? 3340 человек. Таким образом, за эти годы исчезло более 90% тех коммунистов, которые под руководством Ленина боролись и победили. Что с ними случилось? Умерли неестественной смертью? Но ведь средняя, средняя, а не предельная, продолжительность жизни в СССР – 67 лет. Нормальным образом должны были бы из этих коммунистов, большинство которых были в 1917 году молодыми людьми, дожить до 1973 года 25-30%, а не 1%. Коммунистическую партию Франции назвали после войны «les parties des fuselés» – «партии расстрелянных», но уж особенно подходит это название к Ленинской партии большевиков. Мы говорили здесь о Ежовщине только в той мере, в какой она связана с происхождением номенклатуры, поэтому мы остановились лишь на вопросе об истреблении Ленинской гвардии, но, конечно, подлинный масштаб Ежовщины был значительно больше. Параллельно с ликвидацией ленинцев была проведена грандиозная операция по запугиванию всего населения страны массовыми арестами и отправкой миллионов рядовых граждан страшные, по меткому выражению Солженицына, истребительно-трудовые лагеря. Какого объема была эта операция, видно из сравнения итогов всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 годов. За 13 лет число жителей советского Дальнего Востока выросло на 329%, в Восточной Сибири на 384%, а североевропейской части страны на 558%. Что произошло? Население бессовестно расплодилось? Нет, восторжествовавшая номенклатура создавала гигантскую армию даровой рабочей силы, государственных рабов, ЗК, и одновременно сковывала всех рядовых граждан леденящим страхом оказаться в числе этих несчастных. Конечно, приведенная цифра лишь частичка статистики неудержимого возвышения сталинской номенклатуры, другая часть этой статистики погребена пока, в архивах КГБ и МВД СССР. Это цифры десятков миллионов лет заключения из вынесенных приговоров, цифры умерших в тюрьмах и лагерях, погибших в ходе следствия, расстрелянных и замученных. Сегодня эта статистика заперта к сейфы и охраняется караулами автоматчиков, но мир знает, что она есть. Когда-нибудь и она будет опубликована. 15. Исторический смысл процесса Итак, процесс рождения нового господствующего класса в СССР осуществился в три этапа. Первым этапом было создание в недрах старого русского общества, деклассированной организации профессиональных революционеров, зародыша нового класса. Вторым этапом был приход этой организации к власти в результате Октябрьской революции и возникновение двух правящих слоев – высшего, ленинского, состоявшего из профессиональных революционеров и находившейся под ним сталинской номенклатуры. Третьим этапом была ликвидация ленинской гвардии сталинской номенклатуры. Был ли исторический смысл у этого трехступенчатого процесса? Да, был. Как всегда в истории, где линия развития проходит по равнодействующей стремлении и усилий множеству людей, каждый из этапов процесса имел свои социально-психологические основы. Большевики-ленинцы не были донкихотствующими идеалистами, шедшими, подобно народовольцам, на гибель во имя неопределенной светлой цели. Они шли на риск борьбы и лишения потому, что строй, против которого они выступали, не давал им никаких перспектив. Они не испытывали народовольческой романтической любви к простому люду, и симпатия их к пролетариату была эгоистической, диктовалась тем, что в нем они усматривали единственную силу, способную свергнуть этот строй. Ленинскую гвардию не останавливало то, что она обманывала рабочих, обещая им диктатуру пролетариата, хотя в действительности планировала собственную диктатуру. Ленинцы были уверены, что их диктатура будет в интересах пролетариата и всех трудящихся страны. В борьбе за свою власть они были безжалостны к другим, неразборчивы в средствах уничтожения противника, легко шли на сделки с совестью, но были убеждены в справедливости марксизма и искренне хотели создания, предсказанного Марксом, коммунистического общества. Ленин был не просто их вождем, он как личность был их воплощением. Вождем и воплощением своей номенклатуры явился Сталин. Подобно тому, как он был не противоположностью Ленина, а доведением до логического конца ряда его черт, сталинская гвардия была в ряде пунктов продолжением ленинской. В борьбе за власть она тоже была безжалостна, но уже ко всем, в том числе и товарищам по партии. Она была готова применить любые средства для уничтожения всякого ей мешавшего, в том числе ленинских гвардейцев. Сделки с совестью она просто заменила отсутствием совести. Она спокойно обманывала пролетариат, крестьянство, всех остальных, но в противоположность ленинцам не обманывала себя. Она не питала иллюзий, что стремится к благу трудящихся и, довольствуясь словами об этом, сознательно рвалась только к собственному благу. Ее создатель Сталин, делая ставку наверняка, рассчитывал через продвижение в революционной партии сделать карьеру при любом варианте, случае и победы, и поражения революции. Его назначенцы тоже лезли к власти независимо от ее цели, Евтушенко удачно сформулировал эту позицию сталинцев. Им не важно, что власть советская, важно, что она власть. Соответственно, вопрос о правоте марксизма для сталинских аппаратчиков был вообще неинтересен, а уверенность такой правоте они заменили марксистской фразеологией и цитатами. В действительности, несмотря на громогласное повторение, что коммунизм, светлое будущее всего человечества, вскарабкавшиеся на высокие посты ставленники Сталина, меньше всего хотели бы создание общества, где не на словах, а на деле все работали бы по способностям и получали по потребностям. Если бы угроза возникновения такого общества стала реальной, мир оказался бы свидетелем неподражаемого зрелища, руководящие коммунисты пошли бы на баррикады, чтобы не допустить коммунизма. В чем заключается исторический смысл того, что в период Ежовщины сталинские назначенцы перегрызли горло Ленинской гвардии? В том, что в правящем слое общества коммунисты по убеждению сменились коммунистами по названию. Это историческое явление имело свою объективную основу и свой механизм. Основа состоит в том элементарном факте, что создание нового господствующего класса есть процесс, идущий в направлении прямо противоположным процессу создания бесклассового коммунистического общества. Механизм же состоял в следующем. Пойдя по этому пути, ленинцы, естественно, удалялись от коммунизма, но делали они это неуверенно, непоследовательно, так как их действия расходились с их убеждениями. У сталинской номенклатуры, напротив, действия по созданию и укреплению нового классового господства никогда не расходились с убеждениями, они расходились только с ее словами. Было бы неверно считать различие незначительным именно по этой грани, а не по возрасту или партийному стажу, пролег в конечном счете рубеж между уничтожавшими и уничтожаемыми при ликвидации ленинской гвардии. Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Шкирятов, Поспелов и другие были членами партии с дореволюционным стажем, но они оказались в лагере пожиравших, а не пожираемых, так как заблаговременно отрешились от марксистских убеждений и сохранили лишь марксистскую фразеологию для прикрытия единственного своего креда забраться возможно выше в новой системе классового господства. Разумеется, и в дальнейшем продолжалась работа по совершенствованию процедуры пополнения номенклатуры и перемещения в ней. За это взялись сразу же после окончания войны. В 1946 году была разработана и утверждена номенклатура должностей ЦК ВКПБ. Лаконично сообщает об этой деятельности многотомная история КПСС. В работу с руководящими кадрами вносились плановость, систематическое изучение и проверка их политических и деловых качеств, обеспечивалось создание резерва для выдвижения и строгий порядок назначения и освобождения номенклатурных работников. Расширялась номенклатура должностей ЦК КПСС, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов. После 19-го съезда КПСС последнего, проходившего при Сталине, была уточнена номенклатура должностей утверждаемых ЦК КПСС, ЦК КПСС, ЦК КПСС, крайкомами и обкомами. Но все это были уже уточнения и дополнения. В целом же процесс рождения нового господствующего класса завершился. Номенклатура прочно взяла в свои руки власть в обществе. Подведем итоги. Механизм процесса рождения нового господствующего класса легко объясним и в сущности очевиден. В борьбе за открывшиеся места под социальным солнцем могли утвердиться в качестве членов этого класса только те, кто наиболее последовательно, без колебаний и сомнений, кратчайшим путем шел к цели – установлению своего господства. С неизбежностью отбрасывались с пути, и в жестокой борьбе погибали те, кто еще верил в правоту марксизма и в построение коммунистического общества. Такая вера была роковой слабостью в схватке за места в новом классе. Это понятно. Успешно строить классовое господство, думая, что строишь бесклассовое общество, так же невозможно, как успешно заниматься планированием семьи, думая, что детей приносит аист. Трехчленная схема рождения господствующего класса характерна не только для СССР. Всюду, где был установлен реальный социализм, развитие шло этим путем. Аппарат подпольный, или находившийся в явной изоляции коммунистической партии, выступал в качестве зародыша нового господствующего класса, превращался после прихода к власти в организацию профессиональных правителей, быстро развивавшуюся в новый класс. И в результате чистки подпольщики сменялись примкнувшими к победившей партии карьеристами. Повсеместное повторение этих стадий свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с исторически закономерным процессом. Над этой закономерностью надо серьезно задуматься с коммунистом в капиталистических странах. Те из них, кто наивно воображает, что после революции их ждут власть и величие, жестоко ошибаются. Многих из них ожидают лагерь, трибунал и расстрел, благополучном случае исключение из партии и прозябание на жалких должностях. Только для немногих – те, кто быстро выбросит из головы все марксистские убеждения и заменит их одним до конца последовательным стремлением любой ценой пролезть наверх, откроется малопочетная перспектива стать палачами своих сегодняшних товарищей. К власти и славе придут не нынешние коммунисты, а те, кого они сегодня пренебрежительно рассматривают как мелкобуржуазный элемент. Так выглядело в реальной жизни рождение господствующего класса, не в отдаленную эпоху разложения родового строя, а на глазах у нынешнего поколения советских людей, которая, как обещает программа КПСС, будет жить при коммунизме. Поставленная в качестве эпиграфа к этой главе строфа государственного гимна СССР была в 1977 году отредактирована. Имя Сталина было опущено, и все приписано Ленину напрасно. В строфе в общем все правильно, если не считать слов о верности народу и понимать специфический характер тех подвигов, на которые Сталин вдохновил своих назначенцев. Только петь строфу надо на два голоса. Первую половину старческим фальцетом ветерана Ленинской гвардии, вторую начальственным баском нынешнего номенклатурщика. Глава третья Номенклатура правящий класс советского общества Современный коммунизм – это не просто партия особого типа и не просто бюрократия, обязанная своим происхождением чрезмерному вмешательству государства в хозяйственную жизнь. Основная черта современного коммунизма – это именно новый класс собственников и эксплуататоров. Милован Джиллес, новый класс, анализ коммунистической системы. Нью-Йорк, 1957, страница 78. Во второй половине дня, 15 октября 1964 года, я ехал из ЦК КПСС по центру Москвы. Городской партактив только что закончился, аппарату ЦК сказали о состоявшемся пленуме и отставке Хрущева, руководство социалистических государств было поставлено в известность о происшедшем. Короткое информационное сообщение должно было быть передано по радио поздно вечером. Виктору Луи было разрешено продиктовать своей газете в Англии текст, подготовивший западную прессу к официальному известию, а заодно поднимавший акции этого в ряде отношений полезного журналиста. Меня попросили сообщить о случившемся западным дипломатам в Москве через моего знакомого пресс-атташе посольства ФРГ Альфреда Рейнольда. Люди на улице еще ни о чем не подозревали, жизнь шла своим чередом, скоро предстояло развлечение, встреча космонавтов, каждый принял бы за сумасшедшего того, кто сказал бы, что Хрущев два дня назад ушел на пенсию. Сталин умер сам, думал я. Лаврентия Берия ликвидировал Маленков, Маленкова выгнал Хрущев. Кто прогнал Хрущева? Это не Брежнев и Косыгин, которые просто, по формальным данным, как первые заместители, заняли освобожденные Хрущевым посты. Большинство в президиуме ЦК? Нет, этого недостаточно. В июне 1957 года это большинство пыталось свернуть Хрущева, а оказалось само разогнанным. Так кто же? На следующее утро в метро меня поразил вид людей, еще вчера они были спокойными, а тут стали испуганными и подавленными, на лицах всех печать неуверенности и озабоченности, как при Сталине. Кого они боятся? Ведь не Брежнева с Косыгиным, которых никто не знает. Было ясно людей, еще вчера мало боявшихся говорливого толстяка с его прихотями и клоунадами, пугала сегодня мрачная анонимная сила, легко с ним разделавшаяся, силы, от которой они не ожидают ничего хорошего. Эти памятные сутки заставили серьезно задуматься над вопросом, кто составляет эту силу, кто такие управляющие в Советском Союзе. 1. Управляющая номенклатура Ответить на этот вопрос – задача более сложная, чем можно подумать. Управляющие постарались тщательно замаскироваться. Опыт истории показывает, что господство каждого класса всегда было властью незначительного меньшинства над огромным большинством. Обеспечение устойчивости такой системы требует многообразия, тщательно продуманных мер. Ее делегировал. Новый класс идет в своей маскировке еще дальше. Он скрывает самое свое существование. В области теории выдвигается с этой целью сталинская схема структуры советского общества. В области практики класс управляющих употребляет все свое искусство мимикрии, чтобы представить себя частью нормального, хотя при реальном социализме всегда патологически раздутого государственного аппарата армии обычных служащих, которые есть во всех странах мира. Они также являются на работу, к девяти часам утра, сидят за письменными столами, звонят по телефонам, проводят часы на совещаниях, не носят формы или значков различия, как их выделить, где границы нового класса. Джиллос несколько раз ставит этот вопрос, но так и не дает ответа. Да и нелегко его дать. Мы имеем дело не с социологической схемой, а с реальной общественной жизнью. В реальной же жизни границы между слоями общества всегда несколько размыты огромным многообразием отдельных случаев. В этих условиях сознательное стремление класса управляющих спрятаться в массе служащих делает границы этого класса вообще едва обнаруживаемыми. Помогает одно решающее обстоятельство – у нового класса есть потребность психологическая, а главное практическая – самому очертить свою границу. Класс управляющих и его руководители должны сами точно знать, кто в него входит. В этом объективный смысл номенклатурной системы. Она оформляет реально сложившееся классовое государство, отражая его в бюрократических категориях. Поэтому-то она технически и началась с составления списков, которые были для солидности названы замысловатым латинским термином «номенклатура». «Номенклатура» и есть пресловутый один из отрядов интеллигенции, профессионально занимающийся управлением и поставленный в несколько особое положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Ей и принадлежит особое место в общественной организации труда при социализме, зачисленное в номенклатуру и есть лица, которые от имени общества выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества. Номенклатура – та, организованная Сталином и его аппаратом дружина, которая научилась властвовать, а в годы Ежовщины перегрызла горло Ленинской гвардии. Номенклатура и есть господствующий класс советского общества. Управляющая – это номенклатура. Она знает это и окружает себя завесой секретности. Все данные о номенклатурных должностях хранятся в строгой тайне. Списки номенклатуры считаются совершенно секретными документами. Только крайне ограниченному кругу лиц рассылаются отпечатанные типографским способом в виде книжки с заменяющимися листами списки руководящих работников. Хотя, казалось бы, что в них секретного? Второе. Главное в номенклатуре – власть. Живя в условиях капитализма, Маркс объявил основой классов собственность. Но является ли обладание собственностью важнейшим признаком номенклатуры? Мы видели, что номенклатура возникла как историческое продолжение организации профессиональных революционеров, сделавшихся после победы революции профессиональными правителями страны. Номенклатура – это управляющий. Функция управления стержень номенклатуры с точки зрения исторического материализма речь идет об управлении общественным производством. Во всех формациях господствующий класс осуществляет такую функцию. Но было бы неверно игнорировать существенную разницу в этом отношении между классом номенклатуры и классом буржуазии, управляющим общественным производством при капитализме. Буржуазия руководит в первую очередь именно экономикой, непосредственно материальным производством, а уже на этой основе играет роль и в политике. Так пролег исторический путь буржуазии от ремесла и торговли, от бесправия третьего сословия к власти. Иначе проходит исторический путь номенклатуры. Он ведет от захвата государственной власти к господству и в сфере производства. Номенклатура осуществляет в первую очередь именно политическое руководство обществом, а руководство материальным производством является для нее уже второй задачей. Политическое управление – наиболее существенная функция номенклатуры. В своей совокупности номенклатура обеспечивает всю полноту власти в обществе. Все действительно подлежащие выполнению решения в стране реального социализма принимаются номенклатурой. Эта особенность делает необходимым четкое разделение политико-управленческого труда в номенклатуре. Такое разделение существует, и правила его неукоснительно соблюдаются. Это ведь лишь посторонние наблюдатели полагают, что вся власть в СССР принадлежит президенту, политбюро ЦК, или, что еще наивнее всему, ЦК КПСС. В действительности же, хотя власть этих инстанций огромна, она введена в определенные функциональные рамки. Функциональные, потому что такое ограничение власти не имеет никакой связи с демократией или либерализмом, а целиком определяется разделением труда в классе номенклатуры. Так Политбюро, разумеется, может назначить, или, как принято говорить, рекомендовать председателя колхоза. Но это было бы вопиющим нарушением установленных правил и было бы встречено молчаливым недоумением номенклатуры, если, конечно, речь не шла бы о разжаловании в председателе колхоза кого-либо из высокопоставленных лиц, входящих в номенклатуру Политбюро. При повторении нарушения, недоумение правящего класса быстро переросло бы в столь же молчаливое, но интенсивное неодобрение. Поэтому, казалось бы, всемогущее Политбюро таких экспериментов не проводит, и председатели колхозов уверенно назначают бюро райкомов партии. Ясное осознание номенклатурой принципа разделения в ее рамках политико-управленческого труда нашло отражение и в номенклатурном жаргоне. На этом косноязычном, но всегда точно выражающем понятие «волопюке» принято говорить, что вышестоящие в номенклатуре не должны подменять ниже стоящих. Каждый номенклатурщик имеет свой отведенный ему участок властвования. Здесь заметно сходство режима номенклатуры с феодальным строем. Вся номенклатура является своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетом, сюзереном его, вассалом, членом номенклатуры этого комитета. Известно, что на заре Средневековья эти лены состояли необязательно из земельных наделов, но, например, и из права собирать дань с населения определенных территорий. Никто иной, как Маркс, писал о вассалитете без ленов или ленах, состоящих из дани. Номенклатурный лен состоит из власти. Даже термин, применяемый в парджаргоне к номенклатуре, соответствует средневековому русскому термину, применявшемуся по отношению к вассалам – посадить. О князе говорили в феодальной Руси, что сам он сел на княжение, своих же ленников посадил в различные города и области. Отсюда и термин «посадник» – княжеский уполномоченный. В сегодняшней советской номенклатуре вы тоже то и дело слышите, что товарища такого-то посадили на министерство, посадили на область, посадили на кадры. Главное в номенклатуре – власть. Не собственность, а власть. Буржуазия – класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура – класс господствующий, а потому имущий. Капиталистические магнаты ни с кем не поделятся своими богатствами, но повседневное осуществление власти, они охотно уступают профессиональным политикам. Номенклатурные чины – сами профессиональные политики, и даже когда это тактически нужно, боятся отдать крупицу власти своим же подставным лицам. Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа. Составленная диссидентами в 1970 году так называемой «Ленинградской» программе, хорошо сказано, что в номенклатурных сферах особый воздух, воздух власти. Не знаю, много ли доводилось авторам программы бывать в этих сферах, но ощущения они передали очень точно. Вы идете по чистому, словно вылизанному, коридору здания ЦК КПСС. Новый светлый паркет, светло-розовая солидная дорожка, такие только в ЦК и в Кремле. Маленькие тонконогие столики с сифонами газированной воды. На светлом дереве дверей стандартные таблички под стеклом, напечатанные крупным шрифтом, типографии ЦК, фамилии с инициалами, без указания должностей. Для членов Политбюро и для младшего референта таблички одинаковые «Внутри партийная демократия». Вы входите в кабинет, письменный стол, слева от него квадратный столик для телефонов, неподалеку сейф, застегленные книжные полки, диван, у заведующего сектором маленький столик с двумя креслами для посетителей, впритык к его письменному столу, у заместителя заведующего отделом длинный стол для заседаний в стороне от письменного стола. В небольшой приемной сидит секретарша, у секретаря ЦК большая приемная, где царит новенклатурный чин под названием «Секретарь секретаря ЦК». Рядом кабинет помощника, за просторным кабинетом самого «Комната отдыха». На стенах портреты «Ленин», «Генсек», мебель стандартная, сделанная по заказу в конце 60-х годов, когда вывезли мрачную мебель сталинского времени, но особенно модернизировать не рискнули и создали своеобразный стиль бюрократический полумодерн. Вот он сидит за письменным столом в добротном, но без претензий на моду костюме, выбрит и пострижен старательно, но не модно, ни анархической неряшливости, ни буржуазного лоска, тоже бюрократический полумодерн. Когда-то он или его предшественник изображал из себя представителя пролетариата, был революционен, груб и размашист, потом он был молчалив и суров, сгусток стальной боли. Теперь он обходителен, справляется о здоровье, и вместо грубого «ты давай сделай так» или сурового «сделать так» любезно говорит, как ваше мнение, Иван Иванович, может быть, лучше будет сделать так? Но смысл не изменен. Это приказ. И вот этим он упивается, он отдает приказ, и все должны их выполнять. Пусть кто-нибудь попробует ослушаться, у него мертвая хватка бульдога, и он сумеет так проучить непокорного, чтобы и другим неповадно было. Он фанатик власти, это не значит, что ему чуждо все остальное. По природе он отнюдь не аскет, он охотно и много пьет, главным образом дорогой армянский коньяк, с удовольствием и хорошо ест, икру, севрюгу, белужий бок, то, что получено в столовой или буфете ЦК. Если нет угрозы скандала, он быстренько заведет весьма неплатонический роман. У него есть принятое в его кругу стандартное хобби. Сначала это были футбол и хоккей, потом рыбная ловля. Теперь охота. Он заботится о том, чтобы достать для своей новой квартиры финскую мебель и купить через книжную экспедицию ЦК дефицитные книги, конечно, вполне благонамеренные. Но не в этом радость его жизни. Его радость, его единственная страсть в том, чтобы сидеть у стола с правительственной вертушкой, визировать проекты решений, которые через пару дней станут законами, неторопливо решать чужие судьбы, любезным тоном произносить по телефону «Вы, конечно, подумайте, но мне казалось бы, что лучше поступить так». И потом, откинувшись в своем жестком, чтобы не было геморроя, кресле, знать, что он отдал приказ, и этот приказ будет выполнен. Или приехать на заседание своих подопечных, маститых ученых или видных общественных деятелей с громкими именами, сесть скромно в сторонки и спокойно, с глубоко скрытым удовольствием наблюдать, как побегут к нему из презизиума маститые и видные просить указаний. Ради этого главного наслаждения своей жизни он готов расстаться со всем остальным и с финской мебелью, и даже с армянским коньяком. После своего падения Хрущев говорил, что вот всем присыщаешься, едой, женщинами, даже водкой. Только власть такая штука, что чем ее больше имеешь, тем больше ее хочется. Побывавший сам на вершинах номенклатуры Джилас назвал власть наслаждением из наслаждений. Это наслаждение сладостное для номенклатуры в масштабе городка, района, области, огромно в масштабе страны, раскинувшейся от Швеции до Японии. Но еще острия оно, когда можно вот так же, по телефону, вежливо отдавать приказы другим странам, запомнившимся по школьной географии, как дальняя заграница Варшава, Будапешт, Берлин, София, Прага, сказочно далекие Гавана, Ханой, Аддис-Абеба. Во время интервью в своем кремлевском кабинете Брежнев не удержался и показал корреспондентам Штерна телефон с красными кнопками прямой связи с первыми секретарями ЦК партии социалистических стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь привет семье и дашь совет, а потом откинешься на спинку жестковатого кожаного кресла и с сытым удовольствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начинают торопливо приводить совет в исполнение. После революции 1989 года в ряде сот стран эти возможности сократились, боссы номенклатуры глубоко огорчены, но надеются вернуть потерянное. Они ездят по разным столицам и произносят гладкие обкатанные речи, о мирном сосуществовании, о незыблемости границ, о том, что не может быть экспорта революции, а перед их глазами встают заманчивые богатые страны, с детства знакомые по названиям великолепные города, которыми так чудесно было бы распоряжаться. И новые кнопки, и новые кнопки. 3. Система принятия решений в СССР Политика Советского Союза, как и любого государства, представляет собой выполнение массы решений, принимаемых политическим руководством. Кто принимает политические решения в Советском Союзе? Конституция СССР, казалось бы, дает исчерпывающий ответ. В ней перечислены органы государственной власти, общесоюзные, республиканские и местные. Зафиксированная в Конституции СССР государственная структура Советского Союза довольно замысловато. Избиратели, а также общественные организации избирают 2250 народных депутатов СССР. Депутаты заседают на съездах народных депутатов и на основе ротации являются депутатами Верховного Совета СССР, собственно, законодательного органа. Главой исполнительной власти является президент СССР с весьма широкими полномочиями. Президент должен избираться. На пять лет он издает указы, при нем состоят вице-президент, кабинет министров и другие органы. В их числе короткое время существовал президентский совет, который был распущен так же внезапно, как и создан. Верховный Совет избирает президиум в составе председателя, его заместителей, председателя Верховных Советов Союзных Республик и членов президиума. В промежутках между сессиями Верховного Совета СССР президиум издает постановление, утверждаемое затем на очередной сессии Верховного Совета. Верховный Совет СССР избирает также состав Верховного Суда СССР и Генерального прокурора СССР. Пленумы Верховного Суда дают указания о применении законов СССР, являющиеся толкованием, а в ряде случаев фактически дополнением законов. Как мы видим, законы и приравниваемые к ним акты издаются в СССР несколькими органами. Это бурлящая своим плюрализмом демократия должна представиться читателю Конституции СССР особенно грандиозной, если он учтет, что в каждой из союзных республик и в каждой автономной республике СССР повторена в миниатюре Та же структура, Верховный Совет Однопалатный, его президиум, Совет Министров, Верховный Суд, прокурор республики, там тоже издают законы, указы, постановления, распоряжения, указания, а на муниципальном уровне в краях, областях, районах, городах, поселках и селах издают обязательное постановление местных советов, народных депутатов. Значит, вот кто и принимает все решения в СССР. Народ через избранные им советы разных степеней. Не правда ли? Нет, не правда. До самого недавнего времени народ в СССР не принимал ровно никаких политических решений, как, впрочем, и советы. Все дело принятия решений в стране монополизировал класс номенклатуры, и эту свою монополию он оберегал с той же мрачной подозрительностью, с какой преследовал ослушников своих решений. Однако за последнее время советы разных степеней осмелели и стали принимать порой решения, неугодные номенклатуре. Трудно сказать, победят ли такие тенденции, не вернется ли все к полному господству устоявшейся системы. А она такова. Хоть и отменена статья 6 Конституция СССР, провозглашавшая КПСС, руководящей и направляющей силой советского общества, реально мало что изменилась. Центрами принятия решений класса номенклатуры являются не советы, столь щедро перечисленные в Конституции СССР, а органы, которые в ней не названы, это партийные комитеты разных уровней, от ЦК до райкома КПСС. Они и только они принимали все до единого политические решения любого масштаба в СССР. Официальные же органы власти лишь безжизненные луны, светящиеся отраженным светом этих звезд в системе класса номенклатур. Верховным органом партийных комитетов КПСС, как и других коммунистических партий, являются в полном соответствии с партийным уставом пленумы этих комитетов, то есть собрания всех их членов. Но фактически не пленумы решают вопрос, их решают бюро, в ЦК КПСС политбюро и секретариаты партийных комитетов. Здесь принимаются окончательные решения. На рассмотрение пленумов выносятся лишь немногие из них, причем только для проформы. Как происходит выработка решения, инициатива его подготовки и принятия может исходить как снизу, то есть от какого-либо ведомства, находящегося в сфере власти данного партийного комитета, так и сверху, то есть от самого бюро, секретариата или от вышестоящего органа. В первом случае ходатайствующее о решении ведомства должно направить в партийный комитет письмо с изложением своего ходатайства и обоснованием необходимости принятия решения. Должен быть приложен проект решения, это не значит, что он и будет принят, но номенклатурный орган должен быть осведомлен, о каком конкретно тексте решения просит ведомство. Прилагаются также справки и необходимые материалы, их размер ограничен жесткими нормами. Во втором случае ничего этого не надо, достаточно словесного указания свыше и, конечно, решение будет принято значительно быстрее. Но этапы принятия решения будут в обоих случаях одни и те же. Секретарь комитета даст указание заведующему отделам подготовить проект решения, сообщив при этом, в каком духе он должен быть составлен. Заведующий отделом сам, конечно, ничего писать не будет, это ниже его достоинства. Он должен только подписывать, визировать или писать резолюции на бумагах. Он поручит заведующему соответствующим сектором или руководителю группы представить ему к определенному сроку подготовленный проект. Заведующий сектором тоже сам писать не будет. Он, правда, больше визирует, чем подписывает, и больше разъясняет устно, чем пишет резолюции, но сочинять текст решения тоже ниже его достоинства. Немаловажным соображением является также то, что если он просто одобрил, то в случае неудачи всегда можно отговориться спешкой или самокритично признать недосмотр, а если бы он писал, то ответственный только он. Поэтому заведующий сектором вызовет того из своих сотрудников к компетенции, которого относятся подлежащие решению вопрос, и уже подробно изложит ему свои соображения насчет проекта решения. Сотрудник, вернувшись в свою комнату, не сразу возьмется за перо. Он знает, что он есть ответственный. Поэтому чем щекотливее дело, тем тщательнее он постарается разложить ответственность. Он поговорит с коллегами из тех отделов, компетенцию которых вопрос в какой-либо мере затрагивает, а также с руководителями заинтересованных ведомств. Ему, однако, даже в голову не придет поговорить с юристом. В партийных органах, в противоположность другим ведомствам, нет юрист-консультов. Номенклатура стоит над законом. Затем он сядет писать проект. Если имеется проект, представленный ведомством, то опираясь на его текст. Решение бывает в большинстве случаев коротким. Если же речь пойдет о длинной резолюции, то готовить ее будет целая группа людей. Впрочем, такие резолюции пишут лишь для пленумов, конференций и съездов, то есть для постановки на сцене. Бюро и секретариаты ограничиваются краткими в пару строк решениями. Проект составлен и двинется наверх. Он будет показан заведующему сектору. Согласованный с ним вариант будет с визой заведующего сектором. Направлен заведующему отделу или его заместителю после того, как и на этом уровне текст полностью согласован, он будет в нужном количестве экземпляров. Подписанный заведующим или заместителем заведующего отделом и заведующим сектором представлен секретарю комитета. Когда наконец проект решения, как принято говорить, доведен до кондиции, он будет поставлен на рассмотрение голосования бюро или секретариата комитета. Тут используются два метода. Если вопрос сложный и считается нужным его обсуждение, он будет вынесен на заседание бюро или секретариата. На обсуждение этого вопроса вызывают обычно руководители заинтересованных ведомств. Приглашаются они к определенному часу и допускаются в зал заседаний только на обсуждение данного вопроса. Если руководитель ведомства вызван, например, на рассмотрение вопросов 19 и 21 повестки дня, то на время обсуждения 20 вопроса он должен выйти и ждать приемной. Многолетняя практика приучила к довольно точному соблюдению графика проведения заседаний, так что ждать приходится обычно недолго. В тех случаях, когда обсуждение не ожидается, проекты решений рассылаются членам бюро или секретариата на так называемое голосование опросом. Значительное число решений принимается таким путем. После принятия решения оно включается под порядковым номером в протокол заседания бюро или секретариата парткомитета и фельдъегерской связью КГБ направляется с грифом «секретно» или «строго секретно» в заинтересованное ведомство. Все члены и кандидаты в члены партийного комитета будут ознакомлены с протоколом, но не могут оставить его у себя. Таков был порядок принятия политических решений в СССР на любом уровне, от района райкома КПСС до всей страны в целом ЦК КПСС. Эти решения были обязательны для исполнения любым ведомством, и колхозом, и советом министров, и президиумом Верховного Совета СССР. Ни один закон, ни одно постановление государственных органов, не выходили в СССР без решения соответствующих партийных инстанций. Такими решениями регулируются не только вопросы большой политики. Класс номенклатуры установил свою безраздельную монополию на решение не только всех сколько-нибудь существенных, но даже многих несущественных вопросов в стране. Приведем пример. Допустим, некоему академику исполнилось 60 лет. По этому случаю принято награждать юбиляра орденом, обычно трудового красного знамени. Громоздкая машина Академии наук СССР тщательно изучит этот рутинный и, в общем, пустяковый вопрос, напишет мотивированное представление к награде, снабдит его всеми документами и вообще всячески продемонстрирует, что юбиляр не какой-нибудь либерал, а честный советский академик, пусть даже обогативший больше себя, нежели науку, но соответственно благодарный за эту возможность и потому без лести преданный партии и правительству. И все же президиум Верховного Совета СССР не издаст указа о награждении этого достойного человека, пока не получит трехстрочной выписки из протокола секретариата ЦК КПСС примерно таким текстом 1.001. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР наградить академика Неучева Митрофана Митрофановича за заслуги в развитии советской науки и в связи с 60-летием Орденом Трудового Красного Знамени. В таком же положении находилось и советское правительство, Совет Министров СССР. Он тоже не мог при всех положительных аттестациях произвести даже самого талантливого генерала в следующий чин, пока не получал примерно такой выписки из протокола заседания секретариата ЦК. 666. Рекомендовать Совету Министров СССР присвоить генерал-майору Македонскому Александру Филипповичу воинское звание генерал-лейтенанта. Руководящие органы номенклатуры ЦЭПКО держатся за свою монополию на принятие решений. В результате приходится несметное множество подлежащих решению вопросов проталкивать через узкое горлышко бюро и секретариатов. Эти органы превращаются в машины для принятия решений, точнее сказать, для их штамповки, ибо ясно, что если на каждое заседание выносится по 30-40, а то и больше вопросов, то разобраться в них нельзя. Так, прямым следствием монополии бюро и секретариатов, руководящих партийных комитетов, на принятие решений оказалось то, что решения в большинстве случаев принимаются по существу не ими, а аппаратами этих комитетов, разделившими со своим начальством сладкое бремя власти. Как выглядит такое разделение на практике? Разумеется, не так, что секретарь обкома партии рассматривает инструктора или даже заведующего делом обкома как равного и участвующего вместе с ним принятия решений. Дистанция между секретарем и его сотрудниками велика. Секретарь устраивает им начальственные разносы и дает безапелляционные указания. Но он сам понимает, не может быть вся работа построена на его самодурстве, поэтому решение большинства вопросов дается на подготовку аппарату. Наименование аппарат очень подходит для этой части правящего класса. Каждый вопрос, попадающий туда, обкатывается как валиками машины, утрясается, согласовывается, и в результате машина выдает текст решения. Не делайте брезгливую мину, читая это обычно до уродливости косноязычное произведение. Вдумайтесь в него, и вы убедитесь, что оно строго следует проводимой в данный момент линии, сформулировано с крайней осторожностью, позволяющей избегнуть критики с любой стороны, и вместе с тем обладает всей необходимой для практического решения четкостью. Этот своеобразный безликий сплав скудоумия и мудрости в подавляющем большинстве случаев имеет все шансы быть принятым членами бюро или секретариата. Конечно, первый секретарь, который старался показать себя при Сталине руководителем суровым и волевым, при Маленкове деловым, при Хрущеве инициативным, а ныне волевым, но вдумчивым и прогрессивным, хотя и без перехлестов, для демонстрации этих своих качеств изменит какой-то процент решений, но подавляющее большинство проектов пройдет. Как и в ряде других случаев, эта ситуация нашла отражение в номенклатурном жаргоне «вопрос не решен, но предрешен», говорится обычно. Это значит, что аппарат уже выдал свой текст и ожидается лишь его штамповка на бюро или секретариат. Участие портаппарата в принятии решений идет дальше подготовки проектов. Есть немало частных вопросов, которые считаются слишком мелкими, чтобы загружать ими бюро или секретариат. Часть из них решают единолично, секретари прежде всего первый секретарь. Однако ряд таких вопросов решают работники аппарата, причем отнюдь не только заведующие отделами или их заместители, но и рядовые инструкторы. В ЦК они называются инспекторами и референтами. Круг работников портаппарата, которым делегированы полномочия решать единоличные вопросы ограниченного масштаба, обозначается термином «ответственные работники». Это значит, что библиотекарша, машинистка или буфетчица ЦК КПСС не может ничего решать. Но уже младший референт в аппарате ЦК, хотя его функции весьма скромны и в основном сводится к работе технического секретаря или переводчика, уже может давать руководящие указания. Разумеется, приученные к крайней осторожности, работники партаппарата принимают единоличные решения лишь в сугубо рутинном направлении, когда практически исключена возможность быть дезавуированными руководством. Номенклатурщики, не входящие в состав бюро, секретариата и в партаппарат тоже осуществляют власть, но в пределах очерченных политическими решениями руководящих органов класса номенклатуры и указаниями аппарата. Есть все основания считать эти органы и их аппарат особой частью класса номенклатуры, его сердцевиной, формирующей всю политику. Четвертое. Путь наверх или как формируется номенклатура. Давая в предыдущей главе определения номенклатуры, мы говорили, что это перечни руководящих должностей, замещение которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган и, соответственно, перечень лиц, которые такие должности замещают или находятся в резерве для их замещения. Что же, принцип довольно ясен логичен, нечто подобное есть и в несоциалистических государствах. Давайте все же проверим, насколько мы хорошо его поняли. Значит, так. В соответствии с Конституцией, министры СССР избираются Верховным Советом СССР или назначаются его президиумом с последующим утверждением ближайшей сессии Верховного Совета. Посол Советского Союза назначается непосредственно президиумом Верховного Совета СССР, а ныне президентом СССР. Заместитель министра назначается Советом Министров СССР. Директор Института Академии Наук СССР на основании Устава Академии избирается ее общим собранием. Следовательно, министр – это номенклатура Верховного Совета СССР. Заместитель министра Совета Министров СССР, посол Президиума Верховного Совета СССР, директор Института Общего Собрания Академии Наук СССР. Правильно? Нет, неправильно. Министр и посол – номенклатура Политбюро ЦК КПСС, заместитель министра и директор Института, номенклатура Секретариата ЦК КПСС. Без их соответствующего решения не будет ни голосования Верховном Совете, ни указа его Президиума, ни постановления Совета Министров, ни выборов в почтенном общем собрании Академии Наук. Номенклатура в СССР, как и в других социалистических странах, это номенклатура не формально назначающих государственных или общественных органов, а фактически назначающих бюро и секретариатов, руководящих партийных комитетов. Таково абсолютное правило, его надо твердо осознать для того, чтобы не делать ошибки и понимать, избираемый Собором Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси состоит в номенклатуре ЦК КПСС. Как сложилась система, приводящая к столь оригинальному результату. Исторически она берет свое начало, как и сам класс номенклатуры, от Ленинской организации профессиональных революционеров. В эту организацию принимали, или, поскольку речь идет о профессионалах, точнее будет сказать, что в ее штат зачисляли по решениям ее руководящих органов. Изобретатель номенклатуры в ее ныне существующем виде Сталин формализовал этот порядок, превратив его из импровизированного действия подпольной организации в бюрократическую рутину правящего аппарата. На смену устному поручительству товарищей, принимавших в свою среду человека, с которым им предстояло делить тяготы и опасности нелегальной работы, появились пухлые номенклатурные дела, заполненные анкетами, автобиографиями и фотокарточками, характеристиками с подписью треугольника и справками КГБ. Подверглись характерной трансформации и мысли, высказанные Лениным о подборе руководящих кадров. Ленин предвосхитил сталинскую идею создания номенклатуры, заявив, «Теперь хозяином является рабоче-крестьянское государство, и оно должно поставить широко, планомерно, систематично и открыто дело подбора наилучших работников по хозяйственному строительству, администраторов и организаторов специального и общего, местного и общегосударственного масштаба». Дело подбора руководителей разных масштабов Сталин действительно поставил широко, планомерно, систематично, только проводится оно не открыто, а совершенно секретно, и не государством, а руководящими органами номенклатуры, так как именно она, а не рабоче-крестьянское государство, является хозяином стране. Укоренился и введенный Сталином принцип подбора людей прежде всего по политическим признакам. Ленин в свое время писал, что руководящие кадры следует подбирать А. С точки зрения добросовестности, Б. С политической позиции, В. Знания дела, Г. Администраторских способностей. Как видим, и он считал знание дела второстепенным моментом по сравнению с политической благонадежностью. Однако на самый первый план Ленин выдвинул добросовестность назначаемого руководителя. Сталину этот критерий явно показался излишним и уже не выдвигался при утверждении номенклатурных работников. После Сталина возврата к ленинским нормам в этом вопросе не произошло. 24-й съезд КПСС записал в своей резолюции «Партия придает первостепенное значение тому, чтобы все участки партийной, государственной, хозяйственной, культурно-воспитательной и общественной работы возглавляли политически зрелые, знающие свое дело, способные организаторы добросовестности от номенклатуры по-прежнему не требуется. Зато требуется другое – стремление занять руководящий пост и готовность делать все, чтобы заслужить дальнейшее продвижение по иерархической лестнице. В прежних уставах КПСС традиционно красовали слова «Партия очищает себя от карьеристов». В Горбачевском уставе формула исчезла. Ограничились фразы в части четвертой программы КПСС «Попытки проникновения в партию по карьеристским соображениям должны решительно пресекаться». А как доказать, что именно данный товарищ вступил в КПСС по карьеристским соображениям? Ведь все вступают именно так. Это в партию, а уж в номенклатуру тем более. Всем хорошо известно, что карьеризм – главная психологическая черта всех номенклатурщиков. Оказавшись таким образом признаком номенклатуры, карьеризм твердо стал негласным критерием подбора номенклатурных кадров. Такая установка начала проникать даже в советскую печать. Например, в следующей формулировке «Для обеспечения нормального функционирования системы управления немаловажное значение имеет своевременное выдвижение работников на руководящие должности, а также продвижение перспективных руководителей на более высокие посты, своевременно заметить интерес специалиста к руководящей работе, его организаторские способности, вовремя поддержать его стремление – важнейшая задача руководителя». Автор цитируемой статьи с похвалой отзывается о практике создания в различных организациях группы резерва из способных для работы на более высокой должности и заслуживающих дальнейшего продвижения. В данном случае в номенклатурном жаргоне употребляется слово «обойма». Об удачливом карьеристе, включаемом начальством группу для продвижения, говорят «вошел в обойму». В каждом значительном советском учреждении можно встретить такие обоймы людей, объединяемых, по выражению одного моего московского знакомого, пристальным отношением к своей биографии и благоволением начальства. Именно из такой обоймы и совершается прыжок в номенклатуру. Как технически он происходит, каким образом жаждущие повышения, скажем, и и Иванов проникают в номенклатуру. В глубине души товарищ Иванов будет руководствоваться теми же моральными принципами, что и бальзаковский растиньяк или мопассановский Жорж Дюруа пролезть наверх всеми путями. Если представится возможность, он охотно пойдет и по стопам милого друга, так совершил свою карьеру от жубей, зять Хрущева, так попал в номенклатуру доцент Никонов, бросивший семью и презревший угрозы парторганизации для того лишь, чтобы жениться на дочери Молотова, отнюдь не блящащей красотой. Так стал академиком и заместителем председателя госкомитета по науке и технике Джермен Гавишиани, муж дочери Косыгина. Можно было бы назвать ни одного видного товарища из советской номенклатуры, совершившего свой путь наверх именно таким способом. Но и Иванов знает, что женитьба на начальственной дочке или успешной романсно-номенклатурной дамой – дело счастливого случая, и что, следовательно, не здесь пролегает столбовая дорога в номенклатуру. Нет нужды говорить, что товарищ Иванов вступил в партию, как только представилась такая возможность. Членство в партии – необходимая предпосылка карьеры, и несколько редкостных исключений лишь утверждают всеобщность этого правила. Советская народная мудрость отлила его в четкую формулу – хочешь жить – плати по разносу. Товарищ Иванов начнет с малого, он будет агитатором на избирательном участке, потом бригадиром агитатором, парторгом группы, наконец членом и затем заместителем секретаря парткома. Во время всего этого восхождения по партийной лестнице Иванов будет прост и скромен, исполнителен и трудолюбив. Он постарается создать себе среди товарищей по партийной организации репутацию человека, хотя и принципиального, но доброжелательного. Своё заискивание перед начальством он будет старательно скрывать от коллег. В то же время, притворяясь перед всеми этким свойским парнем, он будет расчетливо подбирать круг своих приятелей, в которые входили бы только «перспективные» и полезные люди, в идеальном случае вся обойма, потому что Иванов знает, чтобы сделать партийную карьеру, надо быть не одиночкой, а членом клики, где все поддержат друг друга и суметь стать ее вожаком, ибо именно ему достается наивысший, завоеванный кликой пост. Короче говоря, Иванову придется немало потрудиться и проявить большую расчетливость, упорство и актерский дар, чтобы выбраться на подступы к номенклатурным постам. Наилучший подступ – место секретаря парткома. Это уже, собственно, наполовину номенклатурный чин. Секретаря парткома утверждает бюро райкома партии, так что он уже входит в номенклатуру райкома. С той, однако, разницы, что должность у него нештатная, и каждый год происходят перевыборы парткома. Это своего рода испытательный срок для кандидатов в номенклатуру. Если он пробудет секретарем только год и не будет переизбран, ясно, что он провалился. Нормальное время пребывания на посту секретаря – два года, лучше три года. Поэтому товарищ Иванов, сделавшись секретарем, будет первый год заниматься тем, чтобы обеспечить свое переизбрание на второй, а во второй и третий годы постарается получить, возможно, более высокую должность – номенклатурную или, в крайнем случае, предноменклатурную. На жаргоне советских отделов кадров он будет стремиться обеспечить себе хороший выход. Успех зависит целиком от высшего начальства, а не от коллег Иванова по работе, так что он уже на этом этапе начнет постепенно меняться в отношении своих сослуживцев, будет с ними все более официален и прочно войдет в стоящую высоко над простыми смертными группу руководства. В этой же группе Иванов будет показывать себя человеком надежным, на которого можно положиться в любом деле, требовательным к подчиненным и трогательно-дружественным к членам группы. Особую поистине собачью преданность будет проявлять товарищ Иванов к главе этой группы, скажем, Петру Петровичу Петрову, номенклатурному чину, который по своему положению имеет так называемое «право найма и увольнения», а фактически право представления к зачислению номенклатурных работников низшей категории, привыкшей к власти и уже успевшей заметно от нее поглупеть П.П. Петров, оценит Иванова, смотрящего на него влюбленными глазами, говорящего о нем с тихим восхищением и готового сделать по его кивку любую подлость. Дрогнет суровое сердце под партбилетом и пропуском в кремлевскую столовую, и когда откроется подходящая вакансия, товарищ Петров прикажет своему начальнику отдела кадров готовить для засылки наверх личное дело Иванова. Предварительно П.П. Петров будет говорить с ответственным чином в аппарате, назначающего порт органа, скажем, С.С. Сидоровым. Рассказав чину о том, как он в субботу и воскресенье охотился или был на рыбалке, П.П. Петров скажет «Знаешь, Сидор Сидорович, у меня к тебе дело. Тут я на должность начальника управления подобрал хорошего мужика, он, правда, еще не в номенклатуре, но парень растущий, три года был у меня секретарем порткома, надежный человек, не пьет, по женской части скандалов нет, как специалист разбирается в деле, я думаю его представлять. Просьба к тебе, Сидор Сидорович, посмотри его, и если сочтешь возможным, поддержи». Сидоров с непроницаемым выражением толстой физиономии коротко обронит «Присылай дело, посмотрим». Дальше все пойдет как частный случай подготовки и принятия решения парт-органа. Дело будет оформлено и направлено в партийный орган, подчиненный Сидорова, получив дело, осторожно прозондирует, как относится его шеф к перспективе назначения Иванова. «Сидор Сидорович, тут пришло дело от Петрова на Иванова». И, убедившись, что вопрос согласован, «Да, Петров мне говорил, подготовить запрос в КГБ, нет ли возражений против назначения товарища Иванова и И на такую-то должность?» Через месяц-полтора придет ответ. Тем временем референт будет наводить справки о кандидате, вызовет к себе секретаря парткома управления и расспросит, какого мнения об Иванове в парт-организации, не было ли у него каких-либо неприятностей по партийной линии, поговорить с секретарем парткома министерства и с заведующим соответствующим отделом райкома, секретарем райкома, посоветоваться с теми из своих коллег, кто имел дело с Ивановым. Смысл всех этих бесед прежде всего в том, чтобы разделить ответственность на случай, если Иванов впоследствии чем-нибудь себя опорочит. Тот же смысл имеют и представляемые на кандидата письменные материалы, все характеристики пишутся по единому стандарту, отличить их одно от другой невозможно, да и не нужно, при редактировании характеристики из нее сознательно вытравляют всякую индивидуальность. Важно другое, что характеристика положительная, подписана треугольником руководитель ведомства, секретарь парт-организации, председатель правкома и утверждена порткомом, райкомом, обкомом. В характеристике должно быть написано, на какой предмет она дана, если бы обольщенный перечисленными в характеристике добродетелями товарища Иванова С.С. Сидоров подумал утвердить его не начальником управления, а сразу начальником главка, понадобилась бы новая характеристика, ибо считается возможным, что Иванов, исполненный доблестью в качестве кандидата на первый пост, явится отпетым мерзавцем в качестве кандидата на второй. Короче говоря, вся так называемая подготовка кандидатуры проводится по принципу работы страховых компаний путем перестраховки распределяющих между собой риск. Характерно, что сами термины «перестраховка», «перестраховщик» прочно вошли в жаргон советской номенклатуры, и хотя употребляются в уничижительном смысле, ясно показывают направленность мышления. Когда вся эта перестраховочная процедура будет закончена, референт подготовит проект решения, поставит на нем свою визу, и проект будет пущен в ход. Сначала он будет дан на визирование ответственным работникам аппарата, потом на голосование на решающем уровне. Голосуют члены того партийного аппарата, в номенклатуру которого зачисляется товарищ Иванов, на низшем уровне бюро райкома или горкома партии, на среднем бюро обкома или крайкома, секретариат или бюро ЦК компартии Союзной Республики, на высшем секретариат или политбюро ЦК КПСС. Если на низшем уровне решения о назначениях принимаются на заседаниях бюро, то в более высоких органах они обычно принимаются путем опроса. Подготовленный проект решения, как принято говорить, пускается на голосование, то есть дается на подпись членам соответствующего парт-органа. Поскольку и здесь, разумеется, действует принцип перестраховки, на подложенном втором экземпляре проекта должны быть визы руководящих работников аппарата, ответственных за подготовку проекта. Первым подписывает секретарь комитета, ведающий той отраслью номенклатуры, куда должен войти товарищ Иванов. Когда решение, как принято говорить, на номенклатурном жаргоне вышло или состоялось, оно изготовляется начисто и выглядит так. На бланке с черной надписью сверху «Коммунистическая партия Советского Союза», «Центральный комитет» или «Московский городской комитет» или «Такой-то районный комитет» ставится дата, пометка «Строго секретно» и отступя номер решения и его подчеркнутое заглавие «1984-й» об утверждении товарища Иванова И.И начальником управления, а затем традиционно лаконичный текст, повторяющий заглавие «Утвердить товарища Иванова Ивана Ивановича начальником управления». Ниже ставится подпись «Секретарь ЦК, ГК, РК и его фоксимиле» на подписи «Аккуратный отиск круглой печати» по кругу «Коммунистическая партия Советского Союза» в центре вытянутым фигурным шрифтом «ЦК» или другой комитет. Оформленная таким образом бумага направляется в то ведомство, которое формально назначают на данную должность. Офицер фельдъегерской связи КГБ привозит эту бумагу в светло-зеленом конверте с надписью «Секретарь ЦК КПСС» или другой, принявший решение комитет. Передать бумагу полагается начальнику лично, и он сам должен расписаться на квитанции, приклеенной к конверту. Если товарища Петрова, нет, фельдъегер должен звонить своему начальству и только с его разрешения может оставить бумагу под расписку «Секретарша Петрова». Начальник сам скрывает пакет и по прочтении сдает бумагу в секретную часть, где она будет храниться в сейфе в папке «Решение директивных органов». На основании этой бумаги, однако без ссылки на нее, Петров издает свой приказ о назначении «Товарищ Иванов И.И. включен в номенклатуру. Вкусивший от сладкого плода власти еще на посту секретаря Порткова, он может наслаждаться теперь ею неограниченное время». Пятое. Номенклатура неотчуждаема. Неограниченная ли? Можно ли исключить из номенклатуры? Этот на первый взгляд наивный вопрос имеет серьезный социальный смысл. Формально, конечно, можно. Юридически включение в номенклатуру всего лишь назначение на должность, внесенную в список номенклатурных должностей. Значит, казалось бы, переход на другую должность, не находящуюся в этом списке, означает автоматически исключение из номенклатуры. Но это только формально так. В действительности, вошедший в номенклатуру товарищ с полным основанием может считать, что находится в ней прочно, если не будет никаких потрясений и массовых чисток, если он не навлечет на себя гнев высшего начальства, если он будет в дружеских отношениях с влиятельными коллегами по номенклатуре и будет соблюдать все ее писанные и, главное, не писанные порядки, то он должен попасть в очень уж скандальную историю, чтобы быть выброшенным из номенклатуры. Может быть, тут и рассуждать не о чем. Просто номенклатурщик будет продвигаться вверх, а потому все последующие должности тоже, естественно, окажутся номенклатурными. Таково, как известно, положение в офицерском корпусе всех армий и в чиновничестве. Хорошо, номенклатура не армия, но, может быть, она чиновничество? Хотя официально в социалистических странах чиновничества нет, номенклатура охотно разрешила бы посторонним наблюдателям считать ее чиновничеством. Она старательно маскируется под обычный административный аппарат и готова молчаливо согласиться с тем, чтобы ее принимали за любую категорию этого аппарата, только бы не было раскрыто то, что она класс. К сожалению, исследователь не может удовлетворить это страстное желание номенклатуры. Чиновничество в демократических странах сила подчиненная, исполнительская, она обслуживает государство. Несменяемость чиновников, гарантированное им постепенное продвижение и повышенная пенсия – это компенсация, которую государство дает своим слугам, получающим значительно меньшее жалования, чем служащие частного сектора. Такая компенсация лишь внешне имеет некоторые черты сходства с привилегиями господствующего при реальном социализме класса номенклатуры. По существу же между чиновничеством и номенклатурой ничего общего нет. В этом легко убедиться, поставив вопрос, кто является определяющей силой для чиновничества и для номенклатуры, чью волю они выполняют. Тут и выяснится, что чиновники выполняют приказы государственных органов, тогда как номенклатура сама диктует свою волю этим органом через решение, мнение и указания руководящих партийных инстанций. Чиновники – привилегированные слуги, номенклатурщики – самовластные господа. Неудивительно, что при ближайшем рассмотрении оказываются различными и те черты положения чиновников и номенклатурщиков, которые сначала показались общими. В номенклатуре нет характерной для любого чиновничества жесткой иерархии рангов, обеспечивающей сравнимость чиновничьих постов в различных сферах государственной структуры, а главное в номенклатуре нет – составляющего суть чиновничества планомерного перемещения всех чиновников вверх по ступенькам этой иерархической лестницы. Конечно, бывает такой вариант номенклатурного пути директор завода, начальник управления, начальник главка, заместитель министра, министр. Но есть немало удачливых номенклатурщиков, которые движутся по другой траектории – директор текстильного комбината, директор приборостроительного завода, директор мукомольного комбината, а то и так – редактор областной газеты, заместитель министра местной промышленности республики, заведующий сельскохозяйственным отделом обкома партии. Легко меняются специальности, кабинеты и персональные машины, незыблемой остается принадлежность к номенклатуре. Эта незыблемость гарантируется самим порядком формирования номенклатуры, освобождает от номенклатурной должности тот орган, который на нее утверждал, но правило таково, что освобождают от одной должности, назначая тут же на другую, или в связи с уходом на пенсию. Значит, освобожденного номенклатурного работника назначает на новую должность тот же орган, а назначать он может только на номенклатурные должности. Так, самой структурой власти обеспечена незыблемость, пребывание в номенклатуре. Мы упомянули уход на пенсию. Казалось бы уж тут-то, поскольку никакой должности человек больше не занимает, принадлежность к номенклатуре автоматически прекращается. Ничего подобного. Просто меняется обозначение. Вместо номенклатурного работника товарищ именуется отныне персональным пенсионером, местного, республиканского или союзного значения. Смысл этого нелепого названия в том, что персональная пенсия утверждена ему в первом случае бюро горкома, райкома или обкома партии, во втором случае бюро ЦК компартии Союзной Республики, в третьем секретариатом или даже политбюро ЦК КПСС. Это уже известная читателю схема классификации номенклатуры. Пенсия оказывается не персональной, а номенклатурной. Бывают случаи удаления провинившегося из номенклатуры? Они нередки были при Сталине. В таких случаях обычно происходило физическое уничтожение изгоняемого. Этот порядок доходил до самых верхов номенклатуры. Достаточно напомнить о члене политбюро Вознесенском и секретаре ЦК ВКПБ Кузнецове, ликвидированных по так называемому ленинградскому делу в 1950 году, или о том, что Молотов числился ближайшим другом и соратником Сталина, а жена Молотова Полина Семеновна Жемчужина сидела в это время в лагере. Хрущев вспоминал на двадцатом съезде партии, с каким страхом он с Булганиным, члены политбюро, ездили к Сталину, каждый раз не зная, вернуться ли назад. Впрочем, случалось и тогда, что изгнанного оставляли жить. Я знал секретаря ЦК Компартии Казахстана Мохаммеджана Абдакалыкова, который после своего падения в конце сороковых годов работал рядовым редактором в казахском государственном издательстве. После смерти Сталина нравы изменились именно в этом направлении. Хотя Берия и его ближайшие компаньоны были расстреляны, менее близкие его сообщники уцелели. Анатолий Марченко сообщает, что в начале шестидесятых годов во Владимирской тюрьме в хорошо обставленной камере сидели сытые бериевцы, явно находившиеся в привилегированном положении. Отец очаровательной девочки, с которой у меня был сентиментальный школьный роман, генерал Афанасий Петрович Вавилов, бывший в последние годы Сталина заместителем генерального прокурора СССР по особо важным делам и тем самым высшим прокурором по делам Министерства государственной безопасности СССР, был за свои, несомненно, гнусные преступления, просто разжалован и послан работать в районную прокуратуру в Сибирь. Появилась новая, неизвестная в сталинские времена черта, даже падшие ангелы номенклатуры сохраняли отблеск своего благородного происхождения. Я хорошо знал симпатичного и умного Лаврищева. Любимец Сталина, бывший в годы войны на трудном посту посла СССР в союзной с Гитлером Болгарии, член советской делегации в Потсдаме, Лаврищев, в 1956 году был снят с должности советского посла в Демократической Республики Вьетнам, выгнан из Министерства иностранных дел СССР и послан на научную работу, которой никогда прежде не занимался. Но вот назначен он был не рядовым научным сотрудником, а сразу получил персональный оклад и стал заведующим сектором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Вскоре он был сделан секретарем партбюро этого института. Заведующим сектором того же института стал и выгнанный вместе с Лаврищевым советский посол в Югославии Вальков, занимавшийся делами испанской компартии референт международного отдела ЦК КПСС Коломийцев в пьяном виде попал в милицию и буянил там тычем нос милиционерам свое служебное удостоверение. Работающие в милиции садисты, привыкшие по ночам избивать беззащитных пьяниц, не решились, конечно, прикоснуться к номенклатурной персоне Аробко, позвонили о случившемся в ЦК. Из ЦК Коломийцев был удален тоже на научную работу и очень скоро был назначен заместителем директора Института Латинской Америки Академии наук СССР. Положение номенклатурщика настолько устойчиво, что ему сходят с рук даже политические погрешности, разумеется, в определенных рамках. Занимавшийся в международном отделе ЦК КПСС германскими делами Павел Васильевич Поляков сопровождал однажды Ульбрихта и, изрядно напившись армянского коньяка, стал в машине делиться с высоким гостем своими мыслями о том, что все немцы, в том числе в Германской Демократической Республике, фашисты. Творец теории социалистического человеческого сообщества, перелицованного гитлеровского народного сообщества, почувствов себя уязвленным, тут же высадил Полякова из машины и немедленно пожаловался в ЦК КПСС. Но Поляков не был исключен из партии, а был направлен в ту же Многострадальную Академию Наук в качестве ученого-секретаря Института Всеобщей Истории. Он так и остался в Институте Всеобщей Истории, насчитывающем более двухсот научных сотрудников, единственным обладателем персонального оклада, по-прежнему преисполненным важности в связи со своим номенклатурным прошлым. Даже такой тяжкий при реальном социализме политический грех как принадлежность группировки, проигравшей в борьбе за руководящие посты, не ликвидирует у побежденных ореола номенклатуры. Председатель Комитета молодежных организаций СССР Павел Решетов, принадлежавший к группе Шелепина, при создании в ЦК КПСС отдела информации занял высокий пост заместителя заведующего этим отделом. Важность поста навлекла на Решетова удар в операции по разгону шелепинцев. После ликвидации отдела могущественный замзав получил смехотворную должность главного редактора тогда никем не читаемого журнальчика «Век двадцатый и мир». Но хотя Решетов имел там всего трех подчиненных, он, как главный редактор, продолжал оставаться в номенклатуре секретариата ЦК КПСС. Позже он снова возвысился, став заместителем председателя Гостелерадио. Я привел только несколько примеров. Почитайте советские газеты, вы нередко встретите там сетывание по поводу того, что даже заведомо провалившиеся работники просто перемещаются на новую номенклатурную должность. Но сетывание продолжается уже много лет, а порядок не меняется – верный признак того, что газетные вздохи предназначены лишь для успокоения рядовых читателей. Даже в тех редких случаях, когда человек формально выбывает из номенклатуры, он остается привилегированным по сравнению с обычными гражданами и до конца дней своих сохраняет отблеск номенклатурного величия. «Номенклатура неотчуждаема так же, как и капитал в буржуазном обществе», – говорится в ленинградской программе участников демократического движения в СССР. Она служит правовой основой нашего строя, аналогично праву частной собственности при капитализме. Это то явление, о котором писал Маркс, капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием, наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Номенклатура именно потому неотчуждаема, что она не должность, а класс. Как мы видели, эта неотчуждаемость возникла не сразу. Сталин явно не был склонен предоставлять своему детищу такую привилегию. Истребив в соответствии с волей номенклатуры ленинскую гвардию, Сталин упорно оставлял за собой право и в дальнейшем уничтожать любого, независимо от его принадлежности к номенклатуре. Мне запомнилась точная формулировка ситуации, данная Дмитрием Петровичем Шевлягиным, впоследствии заведующим упомянутым выше отделом информации ЦК КПСС. Как-то в 1952 году, поздним вечером, я был у Шевлягина в ЦК, где он занимал тогда пост заведующего итальянским сектором во внешнеполитической комиссии в нынешнем международном отделе ЦК. Нашу беседу прервал звонок по вертушке. Руководящий работник МИД спрашивал о перспективах дела некой пары, где он был итальянцем, а она русской. — Какие же перспективы? — как всегда неторопливо произнес трубку Шевлягин. — Органы занимаются этим делом серьезно. Итальянцы, возможно, вышлют, а она советская гражданка, так что ее судьба целиком в руках органов. Четко осознанный факт, что судьба не только обычного советского гражданина, но и номенклатурного работника целиком в руках свирепых бериевских органов, вызывал молчаливое, но глубокое недовольство номенклатуры. После смерти Сталина оно отлилось в формулу, что Сталин и Берия поставили органы безопасности над партией и государством. Нежелание Сталина обеспечить неотчуждаемость номенклатуры являлась фактически единственным кардинальным пунктом ее расхождения со старым диктатором. Это проявилось уже на 20-м съезде КПСС. Внимательно прочитайте, наконец-то, опубликованный текст доклада Хрущева на закрытом заседании съезда. Вы убедитесь, что речь там шла только о репрессиях Сталина в отношении номенклатуры. Судьба миллионов рядовых советских людей, истребленных и заключенных при Сталине, явно не интересовала делегатов съезда. Со свойственной ей определенностью политического мышления номенклатура породила формулу того, что она инкриминирует Сталин. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а необоснованные репрессии. Если не считать заведомо запоздалых, а потому неискренних вздохов о Ленинской гвардии под категорию необоснованных подводится репрессии только против членов класса номенклатуры. Остальные были, видимо, обоснованными, и во всяком случае репрессированных не жалко, это были обычные советские граждане, судьба которых, естественно, не была полностью в руках органов. Можно не сомневаться, что один день Ивана Денисовича был бы встречен номенклатурой гораздо приветливее, если бы Солженицын сделал своего Шухова не безвинно пострадавшим колхозникам, а безвинно пострадавшим секретарем обкома. Партийное руководство после Сталина в несколько приемов провело перетряхивание органов госбезопасности. В 1953 году в связи с прекращением дела врачей, в 1953-54 годах в связи с делом Белия, в 1955 году после падения Маленкова, в 1956-м году после 20-го съезда партии. Парт-аппарат подмял под себя разворошенные органы госбезопасности и решительно пресек их вольности в отношении номенклатуры. Из таинственного страшилища, перед которым дрожали даже руководящие работники ЦК, эти органы стали тем, чем они являются теперь, тесно связанной с парт-аппаратом и подчиненной ему тайной политической полиции. Соотношение примерно таково. Старшее звено в аппарате КГБ докладывает среднему звену инспекторы, инструкторы, референты соответствующего партийного органа. Контроль над КГБ был поручен отделу административных органов ЦК КПСС. В нем имелся сектор органов КГБ, единственный сектор, фамилию заведующего которым не печатали даже в служебном списке телефонов ЦК. Просто было написано «Зав сектором», как в известном рассказе Юрия Тынянова, подпоручик Ки-Ж. «Зав персона секретная, фигуры не имеет». Но, конечно, не загадочный «Зав сектором», а сам заведующий отделом фактически осуществлял наблюдение за влиятельными органами. Наблюдение было пристальным и, вероятно, не всегда приятным. Во всяком случае, именно с этим связывали в Москве авиационную катастрофу, происшедшую около Белграда через несколько дней после падения Хрущева. Там, по неясным причинам, сойдя с обычной трассы, разбился о гору Абала, самолет советской правительственной делегации, в составе которой был назначенный Хрущевым заведующий отделом административных органов ЦК «Миронов». Говорили, что он уж очень мешал Шелепину в бытности его председателем КГБ, а затем его преемнику семичастному, обоим наиболее ретивым организатором свержения Хрущева. О том, насколько непростой этот пост заведующего отделом административных органов ЦК, свидетельствовало и то, что после хрущевское коллективное руководство еще пару лет не могло договориться о кандидатуре нового заведующего. Утвержден был новый заведующий Савинкин уже тогда, когда с возрастанием роли КГБ поднялся и уровень контроля над ним. Этим делом занялся секретарь ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов, имевший давний опыт партийной работы с органами. Более сорока лет назад, когда я имел случай познакомиться с Капитоновым, этот суровый круглорицый человек, по-военному подтянутый, был секретарем по кадрам Краснопресненского райкома партии Москвы. Хотя включение председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова в число членов Политбюро, а затем его избрание генеральным секретарем ЦК, сделало еще менее значительной роль безымянного завсектором, верхушка класса номенклатуры продолжает ревниво следить за тем, чтобы органы не вышли из-под ее контроля. Важной вехой на этом пути стало решение апрельского 1973 года пленума ЦК КПСС о том, что председатель КГБ СССР должен, наряду с министром обороны и министром иностранных дел, входить в состав Политбюро. В октябре 1988 года отдел административных органов получил благообразное название «Государственно-правовой отдел», но суть его функции не изменилась. Укращение КГБ явилось наиболее важным шагом к неотчуждаемости номенклатуры, остальное легко улаживается на основе культивируемых в номенклатуре круговой поруки и кастового духа. Неотчуждаемость номенклатуры – важная гарантия для нового класса. В советской пропаганде неизменно подчеркивается значение таких социалистических завоеваний, как бесплатное обучение, низкая квартплата, о социалистическом завоевании нового класса, неотчуждаемости номенклатуры. Пропаганда молчит. Между тем, из всех социалистических завоеваний именно это имеет наибольшее значение для формирования всего уклада жизни в условиях реального социализма. Шестое. Класс деклассированных. В нацистском рейхе всегда ценилось арийское, в Советском Союзе – пролетарское происхождение. Советские пропагандисты немало подрудились, чтобы найти доказательства неарийского происхождения нацистских главарей. Труды не увенчались успехом. Несмотря на явно неэнергическую внешность, евреями они не оказались. Те же пропагандисты еще более усердно трудились, чтобы найти доказательства пролетарского происхождения советских вождей. И эти труды не увенчались успехом. Несмотря на все попытки вождей изображать из себя потомственных пролетариев, рабочими они никогда не были. Ничего удивительного в этом нет. Как мы видели, и Ленин, создавая зародыш класса номенклатура Организацию профессиональных революционеров, отнюдь не стремился формировать ее из рабочих. Набившиеся в сталинскую номенклатуру карьеристы тоже не обязательно были выходцами из рабочего класса. Но открыто признать это было неимоверно трудно. Партия выдавалась за передовой отряд рабочего класса, организованный отряд рабочего класса, высшую форму классовой организации пролетариата. Одна легенда порождала другую. Было провозглашено, что руководство и аппарат партии целиком относятся к рабочему классу. И вот, оплывшие нежным жирком партработники, ни часу в жизни не пробывшие в цехе, выводили холеной рукой в анкете в графе «социальное происхождение» рабочий. Смехотворность процедуры была явной. Сдох облегчения пронесся по номенклатурным кабинетам, когда партия была наконец объявлена общенародной. Но и до сих пор нет-нет допомянут, что какой-либо руководящий номенклатурщик начинал де своего трудовую жизнь рабочим. Это мыслится как иллюстрация тезиса о том, что в СССР стоят у власти представители рабочего класса, осуществляющего таким образом свою руководящую роль в советском обществе. Между тем, то, что многолетний секретарь обкома 40 лет назад был в течение одного года рабочим, отнюдь не доказывает, что он сейчас представитель рабочего класса. Во время войны мы, студенты Московского университета, были направлены на сельскохозяйственные работы, так что я начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза. Не называюсь же я теперь по этому поводу пролетарием. Пребывание такого, с позволения сказать, бывшего рабочего на посту секретаря обкома отнюдь не свидетельствует, что страной управляет рабочий класс. Немало американских миллионеров старшего поколения начинали, как известно, чистильщиками сапог, но это не значит, что господствующим классом США являются чистильщики сапог. О роли классов в обществе свидетельствует положение не тех, кто этот класс покинул, а тех, кто в нем остается. Рекламой якобы рабочего происхождения отдельных номенклатурщиков советская пропаганда доказывает, не желая того, что руководителем в СССР можно стать, только покинув рабочий класс. Вот класс номенклатуры советские руководящие чины не покинули, а все благополучно в нем пребывают. Впрочем, неверно полагать, что большинство обкомовских секретарей и вообще номенклатурщиков хоть когда-нибудь, хоть одну недельку числились рабочими. Из каких социальных групп рекрутируется номенклатура? Попробуем поискать ответ скудных статистических данных, проникших в печать только благодаря понятному желанию партийной пропаганды показать народный характер. Журнал ЦК КПСС «Коммунист» как всегда с законной гордостью сообщил, что 80% секретарей ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов КПСС, а также около 70% министров и председателей госкомитетов СССР – выходцы из рабочих и крестьян. Гордиться нечем. 70-80% ниже, чем процент рабочих и крестьян в партии, даже в те годы, когда эти ведущие номенклатурщики начинали свою карьеру. Так, в год Великого Перелома в 1929 году доля последних составляла 87,7% членов ВКПБ. Зато названные 70-80% в полной мере совпадают с долей рабочих и крестьян в населении страны в целом. В чем же тогда специфика социального состава этого авангарда в передовом отряде рабочего класса? Присмотримся к статистике повнимательнее. Почему цифра дана для рабочих и крестьян вместе? Речь идет о кадрах партии рабочего класса в условиях диктатуры пролетариата. Крестьяне здесь, казалось бы, не нужны. Нет, нужны. Почитайте появляющиеся то и дело в советской печати однотипные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения. Вы увидите, подавляющее большинство из них – выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре видно из такого примера. В 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709, то есть почти 80%, а из рабочих всего 58 человек. Тезис о пролетарском происхождении номенклатурщиков подтверждения в этом не находит. Но определенная социальная закономерность за такими цифрами видна. Она не в том, будто бы КПСС авангард рабочего класса. Она в том, что когда минские номенклатурщики начинали свою карьеру, крестьянство действительно составляло около 80% населения страны, а рабочих действительно было незначительное меньшинство. Мы снова наталкиваемся на упрямый факт, что социальное происхождение номенклатуры просто соответствует социальному составу всего населения. Специфики нет. Точнее сказать, именно в этом и состоит специфика. На словах якобы пролетарская номенклатура рекрутируется на деле в равной степени из всех слоев населения. Ну что же, нет пролетарского характера, так по крайней мере, есть демократический представительный характер номенклатуры. Кстати, по мере роста удельного веса рабочего класса в населении СССР окажется таким образом обеспеченным при обладании рабочих в номенклатуре. Не так ли? Нет. Не так. Нет и никакого представительного характера в номенклатуре. Пролезая в номенклатуру, и и Ивановы идут туда не как представители, а как сознательные ранегаты класса, из которого происходит. Вы побеседуйте с ними. О своем бывшем классе они будут говорить словами передовиц правды. А если разговор станет совсем задушевным, вы обнаружите, что они с антипатией и насмешливым презрением относятся к классу, прах которого отряхнули со своих обутых в импортную обувь ног. Вот только один пример. По виду и говору типичный выходец из русских крестьян Михаил Иванович Котов, более тридцати лет занимавший номенклатурный пост ответственного секретаря Советского Комитета Защиты Мира, при всей своей человеческой порядочности всегда поражал нас глубоким презрением к деревне, все прямое или косвенно относящееся к которой он пренебрежительно называл словом «чухлома». Но не только презрительное фырканье выражают враждебность номенклатурщиков к прежней социальной среде, ведь именно приконченные затем сталинцами выходцы из интеллигенции – ленинцы, находясь у власти, всеми способами давили интеллигенцию, ведь именно отживающие на не свой век номенклатурщики из крестьян составляли большинство в сталинской номенклатуре и на протяжении десятилетий всячески притесняли крестьян. О том, как номенклатура, не на словах, а на деле, относится к рабочим, мы скажем несколько позже. Враждебная отрешенность от своей прежней социальной среды – характерная психологическая черта номенклатурных чинов, никакие они не представители. Вскарабкавшись на номенклатурную лестницу, они представляют только самих себя. И Солженицын, и Гусак были заключенными. Но первый все силы приложил к тому, чтобы показать миру судьбу заключенных в тюрьмах и лагерях номенклатурного государства, а второй вылез на верхушку номенклатуры и сам начал посылать людей в тюрьмы и лагеря. Номенклатура относится не к роду Солженицыных, а к породе Гусаков. Номенклатура сознательно и с полным основанием рассматривает себя как новую социальную общность. Эта общность воспринимается номенклатурщиками не просто как отличное от других классов общество, но как противостоящее им и имеющее право взирать на них сверху вниз. Такое восприятие вполне обосновано, только не добродетелями номенклатуры, а тем, что она как господствующий класс действительно противостоит всем прочим классам советского общества и действительно находится над ними. В номенклатуре объединены не представители других классов, а выскочки из них. Номенклатура – класс деклассированных. Возьмем пару примеров. По соображениям дипломатического такта не из числа тех, кто сейчас находится на вершине власти в Советском Союзе. Вот бывшая председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Я.С. Насрединова. Каков ее жизненный путь? Рано лишившись родителей, она воспитывалась в детском доме, потом пошла учиться в ФЗУ – фабрично-заводское училище. Что же, Насрединова стала работницей? Нет. Зато была послана на РАПФАК и окончила Ташкентский транспортный институт. Значит, Насрединова стала инженером транспорта. Только на один год, а затем секретарем ЦК Комсомола Узбекистана, позже министром промышленности стройматериалов Узбекской ССР. Следовательно, Насрединова переквалифицировалась на специалиста по стройматериалам. Нет. В 1955 году она сделалась заместителем председателя Совета Министров Узбекской ССР. В 1956 году членом ЦК КПСС. В 1959 году председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Затем председателем Совета Национальности в Верховном Совете СССР. Потом заместителем министра СССР. Стремление любым путем пройти наверх, а отнюдь не желание представлять интересы трудящихся, привело с детства деклассированную детдомовку на Срединову высшие слои номенклатуры. А какой класс представляет ее еще более высокопоставленный СОБРАТ, бывший секретарь ЦК КПСС, потом заместитель председателя Совета Министров СССР Катушев, теперь министр по внешнеэкономическим связям. Он сын Непмана, его поэтому долгое время не принимали в ВУЗ, он ни по какой уж шкале не пролетарий, и Катушев из деклассированных. Не думайте, читатель, что номенклатурщики – выродки, моральные уроды. Это люди, которым ничто человеческое не чуждо, и даже очень не чуждо. На Западе их представляют себе или аскетическими революционерами, или демоническими злодеями, или и тем и другим вместе. А они – ни то и ни другое. Они совсем не революционеры и отнюдь не аскеты. За редкими исключениями, сконцентрированными главным образом в КГБ, нет в них ничего демонического. Это деклассированное, которых жажда господства и умение ее удовлетворить, объединяют в слой, ставший правящим классом общества. Соответственно, и социальная психология номенклатуры не пролетарская, а по преимуществу крестьянско-мещанская, точнее, кулацкая. Неудивительно, ведь именно тот человеческий тип, который в прежних условиях в русской деревне, охватывавший тогда 80% населения страны, выбивался в кулаки и лобазники, выходит сейчас номенклатуру. Речь идет не об идеализированном типе кулака, как спорова на работу крестьянина, а о прижимистом кулаке-мироеде с мертвой хваткой, со стремлением взноздать батраков и самому любой ценой выбиться блюде. Выбившись же, он не знает и удержу. Вот для примера один экземпляр цитирую из «Правды». В Дагестане первый секретарь Табасаранского райкома КПСС Османа дошел до того, что ему не нравилось, когда называли его по имени отчеству, и требовал, чтобы обращались к нему «Ахюр», что в переводе означает «Ваше Величество». Что же с ним случилось? Пошел на повышение, стал первым заместителем министра лесного хозяйства Дагестанской АССР. Номенклатура-то не отчуждаема. Социальный тип номенклатурщика настолько определился, что вошел в советскую художественную литературу сразу же после смерти Сталина. Уже в оттепеле Ильи Эренбурга появляется еще с большой осторожностью и с понятными только советскому читателю намеками обрисованный директор завода Журавлев, за ним следует сочно описанный Граниным инструктор обкома Локтев, рассказ «Собственное мнение» и номенклатурщик из нашумевшего романа Дудинцева «Не хлебом единым» Дроздов. Вместо предписываемого канонами социалистического реализма умилительного изображения мудрого и чуткого партийного руководителя в литературу шагнул на храпистый тип из жизни. Талантливый писатель Константин Паустовский, уже употребляя имя Дроздова как нарицательное обозначение номенклатурщика, говорил на обсуждении книги Дудинцева, вспоминая о своей поездке на теплоходе вокруг Европы. Во втором и третьем классе ехали рабочие, инженеры, артисты, музыканты, писатели, а в первом классе ехали Дроздовы. Нечего говорить, что никакого общения со вторым и третьим классом у них не было и не могло быть. Они проявляли враждебность ко всему, кроме своего положения. Они поражали своим невежеством. У них и у нас оказались совершенно разные понятия о том, что представляет престиж и достоинство нашей страны. Один из Дроздовых, стоя перед страшным судом, спросил «Это суд над Муссолини?» Другой, глядя на Акрополь, сказал «А как пролетариат допустил постройку Акрополя?» Третий, услыхав замечание об изумительном цвете воды Средиземного моря, строго спросил «А наша вода разве хуже?» Эти хищники, собственники, циники и бракобесы, откровенно, не боясь и не стесняясь, вели антисемитские речи, как истые гитлеровцы. Откуда взялись эти низкопоклонники и предатели, считавшие себя в праве говорить от имени народа? Обстановка приучила их смотреть на народ, как на навоз, удобряющий их карьеру. Лишь срочными мерами, созданного при Хрущеве огромного идеологического отдела ЦК КПСС во главе с тогдашним секретарем ЦК, позже заместителем министра иностранных дел СССР Ильичевым, удалось предотвратить грозившее превращение номенклатурщика в осознанной советской литературой и тем самым ее читателями образ. Члены класса номенклатуры – неопереточные злодеи, они волевые мещане-организаторы, фанатики власти и любители сладкой жизни, но приползают они на социальную вершину советского общества в номенклатуру, такими же деклассированными, как описанные Максимом Горьким, босики, стекавшие на дно жизни. Седьмое. Категории номенклатуры. Номенклатура различается по трем главным критериям. Первый. По партийному органу, включившему данное лицо в номенклатуру. Второй. По вышестоящему партийному органу, санкционировавшему это включение. Третий. По характеру номенклатурной должности, предоставленной данному лицу, является ли она штатной или выборной. Поясним, что партийные органы в данном случае не бюро и комитеты первичных парторганизаций, а органы профессионального партийного аппарата, от райкома до ЦК КПСС, включительно. Соответственно, этим трем критериям номенклатура подразделяется на первое – основную и учетно-контрольную, для краткости ее именуют учетной, второе – штатную и выборную. Основная номенклатура – это номенклатура того партийного органа, который принял решение о назначении, утверждении, рекомендации, скажем, нашего товарища Иванова ИИ на номенклатурный пост. Соответственно, товарищ Иванов входит в основную номенклатуру этого органа. Учетно-контрольная номенклатура – это номенклатура вышестоящего органа, который согласился с решением о назначении. Соответственно, товарищ Иванов входит в учетно-контрольную номенклатуру этого органа. Приведем для пояснения пример. Заместитель министра СССР, кроме первого зама, относится к основной номенклатуре секретариата и к учетной номенклатуре Политбюро ЦК КПСС. Формальное назначение следует в виде постановления Совета Министров СССР. А как с министром и его первым замом они входят в основную номенклатуру Политбюро, то есть утверждаются непосредственно им. Поскольку органа стоящего над Политбюро фактически нет, теоретически это пленум ЦК КПСС, то ни в какую учетную номенклатуру они не входят. Формально министр назначает Президиум Верховного Совета СССР, первого зама Совет Министров СССР. Как видит читатель, учетно-контрольная номенклатура – это бюрократическая выдумка сталинских лет, когда считалось необходимым никому не доверять, а все и всех проверять. В октябре 1989 года руководители номенклатуры отказались от этого бессмысленного реликта. Учетно-контрольная номенклатура была упразднена. Сделано это было, видимо, не только ввиду ее ненужности, но и в надежде создать впечатление, что номенклатура вообще распущена. Иначе трудно объяснить, зачем ТАСС широко оповестил об упразднении. Никогда раньше это агентство не сообщало о внутренних делах номенклатуры, да и вообще ее не упоминало. Поскольку на протяжении ряда десятилетий учетно-контрольная номенклатура существовала, мы будем и в дальнейшем о ней говорить. Перейдем теперь ко второй паре, к штатной и выборной номенклатурам. Штатная номенклатура – это номенклатура основная и учетная, в которую входят лица, назначенные на штатные номенклатурные посты, то есть на аппаратные должности. Именно на такой пост и рвется наш товарищ Иванов. Выборная номенклатура – это номенклатура основная и учетная, в которую входят лица, утвержденные или рекомендованные на выборные номенклатурные посты. Товарищ Иванов не прочь войти и в эту престижную номенклатуру, но рвется в нее меньше. Почему мы увидим? А пока приведем опять пример. В штатную номенклатуру включаются все ответственные, то есть нетехнические работники парторганов, руководящие работники государственных органов, а также лица, занимающие ключевые административные посты в колхозах, кооперативах, научных организациях, творческих союзах и тому подобное. В выборную номенклатуру входят члены и кандидаты ЦК и Центральной ревизионной комиссии, депутаты Верховных и Местных Советов, секретари парторганизаций, члены разных комитетов, защиты мира, советских женщин, антисионистского и тому подобное. Настоящих выборов в СССР до самого недавнего времени вообще не было. Редкостные случаи неподчинения рекомендациям парторганов, имевшие место в Академии наук или в отдельных колхозах, только подтверждали эту истину. Поэтому выборная номенклатура характеризуется прежде всего тем, что она временная. Эта ее разочаровывающая особенность используется для проверки на работе секретарей парторганизаций с целью отобрать из них подходящих людей в штатную номенклатуру. Эта особенность позволяла также выбирать некоторое количество рабочих и колхозников в Верховные Советы и даже в ЦК партии, избранный туда для показа демократичности советского строя рабочий или колхозник, не остановился от этого членом господствующего класса и, несмотря на свой громкий ранг, подобострастно слушался указаний любого сотрудника аппарата ЦК. Номенклатурщик может находиться одновременно в нескольких номенклатурных списках. Например, уже упоминавшийся нами заместитель министра будет не только в основной штатной номенклатуре секретариата и учетной номенклатуре политбюро ЦК, но если он депутат Верховного Совета СССР или кандидат в члены ЦК, в выборной номенклатуре тех же органов. Существование учетной и выборной номенклатуры осложняет изучение этого класса, особенно для исследователей, живущего в условиях другой социальной и политической системы. Чтобы избежать путаницы, полезно иметь в виду следующее. Учетная номенклатура райкомов КПСС весьма обширна, но она не является частью номенклатуры как господствующего класса. Парт-орган в этом случае уже не назначает на номенклатурную должность, а лишь принимает к сведению назначение, произведенное не партийной, а государственной организацией на должность, ответственную в масштабах района, но не связанную с осуществлением власти. Так начальник жилищно-эксплуатационного управления домов входит в учетную номенклатуру в почему-то отдела пропаганды райкома партии. Не входят в господствующий класс и те лица, зачисленные в выбранную, то есть временную, номенклатуру, которые не находятся в штатной номенклатуре, даже если это их временная деятельность и связана с осуществлением власти, а также весьма престижно. Понятие класс предполагает стабильность в принадлежности к нему. С целью замаскировать классовое существо номенклатуры этот термин стали переносить и на другие уровни. Так в Академии наук СССР иногда говорят о должности старшего научного сотрудника как о номенклатуре Президиума Академии. Порою членов агитколлектива именуют номенклатуры Портбюро первичной организации, однако в действительности никто не назовет их номенклатурными работниками. Перечитаем еще раз уже приведенное в введении официальное определение номенклатуры. Номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатура, на которой предварительно рассматриваются, рекомендуется и утверждаются данным партийным комитетом, райкомом, горкомом, обкомом партии и т.д. Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласием. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах. Так что речь идет не об агитаторах на избирательном участке и не об ученых Академии наук, а о людях, назначаемых партапаратом на наиболее важные, на ключевые посты в стране. Таким образом, в господствующий класс реально входят только те, кто состоит в штатной номенклатуре порторганов, от номенклатуры Политбюро ЦК, основной и учетной, до основной номенклатуры райкомов КПСС, включительно. Принадлежность к выборной номенклатуре, сама по себе приятная и полезная для гарьеры, но не подкрепленная принадлежностью к штатной номенклатуре, означает включение в элиту, а не в правящий класс. Восьмое. Численность номенклатуры. Сколько их? Так как в СССР официально ничего не сообщается о номенклатуре, а списки ее считаются совершенно секретными, назвать точную цифру невозможно, но можно, основываясь на опубликованных статистических данных, установить какого порядка эта цифра. В качестве источника здесь служат материалы всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 годов, а также цифры, включенные в пропагандистские издания о партии. Эти публикации составлены так, чтобы слить данные о номенклатуре и о ее подчиненных, поэтому нужно анализировать категории, по которым распределены цифры. Прежде всего, надо взять справедливо поставленную во главе всего перечня категорию руководителей партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций и их структурных подразделений. Кто это такие? Первое и все остальные – секретари, заведующие отделами и секторами партийных и комсомольских органов, а также председатели, заместители председателей и секретари профсоюзных органов. Все они принадлежат к номенклатуре, за исключением руководителей. Не включена важная часть класса номенклатуры – основная масса партийного аппарата, тех его сотрудников, которые не являются руководителями отделов и секторов. Цифры же названы такие. В общесоюзном масштабе, то есть ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦК профсоюзов и Центральной общественной организации, Республиканском, ЦК Нацком партии, Республиканские, ЦК Комсомола, Советы и ЦК профсоюзов. В масштабе краев, областей и округов, крайкомы, обкомы и окружкомы, КПСС, ВЛКСМ и профсоюзов, лиц, занимающих названные номенклатурные посты, было в 1959 году 25912, в 1970 году 24571. В масштабе районов и городов, райкомы и горкомы, их было соответственно в 1959 году 61728, в 1970 году 74934. Вторую категорию составляют по схеме переписи руководители органов государственного управления и их структурных подразделений. Кто это такие? Номенклатура, восседающая не в партийном, а в государственном аппарате. Главы правительств СССР и Республик, министры, председатели госкомитетов, начальники главков управлений и отделов советов министров, министерств и госкомитетов, председатели исполкомов, краев, областей, округов, районов и городов, а также заместители всех этих чинов. Можно предположить, что сюда же отнесена номенклатура Верховных Советов СССР и Республик, хотя по Конституции СССР они именуются органами государственной власти, а не государственного управления. Видимо, здесь же находится номенклатура суда и прокуратуры. Как и в первом случае, не включены номенклатурные аппараты КГБ и дипломатическая служба. Не ясно, включена ли в перепись номенклатура вооруженных сил, генеральские должности. Цифры для второй категории даются такие. В общесоюзном, республиканском, краевом, областном и окружном масштабе в 1959 году 246 534, в 1970 году 210 824, в районном и городском масштабе в 1959 году 90 890, в 1970 году 70 314. Это все, что сообщают данные переписи о численном составе того слоя класса номенклатуры, который фактически вершит политическими делами в государстве. Как мы отметили, в данных есть существенные пробелы. Численное расчленение номенклатуры на две категории, как это проделано в переписи, имело бы смысл, если бы одной из них была сердцевина класса номенклатуры, часть его находящиеся в парторганизациях, их руководство и аппарат. Однако об аппарате данные вообще не сообщаются, а руководство парторганов хитроумно присчитано к руководству органов комсомола, профсоюзов, кооперативов и прочих общественных организаций, и выделить его из этой массы невозможно. Значит, даваемое переписью деление на две названные категории не имеет существенного значения для характеристики класса номенклатуры. Интересно, имеющееся в переписях подразделение на два масштаба. Действительно, районные и городские в городах, где нет районов, комитеты представляют собой несколько особое низовое звено, рассматриваемое части класса номенклатуры. Если вышестоящее звено управляет главным образом через номенклатуру «Ж», то это звено соприкасается непосредственно с управляемым населением, хотя по преимуществу в лице членов партии. Начнем оценку численности класса номенклатуры с этих двух звеньев. В высшие войдут руководители партийных, общественных, государственных органов, масштабе страны, союзных и автономных республик, краев, областей, округов и больших городов, свыше полумиллиона жителей, в нише – руководители подобных органов в масштабе районов и городов с населением до полумиллиона жителей. На высшем звене было в 1959 году 25912 плюс 51151 равняется 77063, и в 1970 году 24571 плюс 52276 – 76847 человек. Как видим, за 11 лет число членов этой группы не только не возросло, но даже несколько сократилось. Ничего удивительного в этом нет, такая тенденция характерна для любого развившегося господствующего класса. Пресловутый закон Паркинсона здесь не действует именно потому, что он сформулирован для чиновников, а номенклатура – не чиновничество, а класс. Эту цифру порядка 77 тысяч человек следует, с одной стороны, несколько сократить, так как не все включенные в нее руководители низших подразделений органов государственного управления, а тем более кооперативов и некоторых других общественных организаций входят в номенклатуру. Такое сокращение вряд ли должно быть значительным, поскольку речь идет в целом о наиболее ответственных постах. С другой стороны, цифру эту надо заметно увеличить путем включения номенклатурщиков партапарата, органов госбезопасности, дипломатической службы, а также, видимо, вооруженных сил. Численность партапарата не очень велика. В 1988 году аппарат ЦК КПСС насчитывал 1940 ответственных и 1275 технических работников. После проведенного укропнения отделов ЦК их стало 10 вместо 20. Для информации читателя приводим в конце книги и как приложение, так в оригинале редактор. Перечень прежних и нынешних отделов ЦК. Приложение Отделы аппарата ЦК КПСС До реорганизации в октябре 1988 года в аппарате ЦК КПСС имелось 20 отделов Организационно-партийной работы Пропаганды Науки и учебных заведений Культуры Тяжелой промышленности и энергетики Машиностроения Химической промышленности Оборонной промышленности Легкой промышленности и товаров народного потребления Строительства Транспорта и связи Сельского хозяйства и пищевой промышленности Торговли и бытового обслуживания Экономический Административных органов По работе с заграничными кадрами и выездом за границу По связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран Международный общий управление делами С октября 1989 года в аппарате ЦК КПСС 10 отделов 1. Отдел партийного строительства и кадровой работы 2. Идеологический отдел 3. Социально-экономический отдел 4. Аграрный отдел 5. Оборонный отдел 6. Государственно-правовой отдел 7. Международный отдел 8. Общий отдел 9. Отдел управления делами 10. Отдел госсвязей с общественно-политическими организациями Отдел ЦК КПСС насчитывает примерно 100-150 человек Отделы ниже стоящих комитетов значительно меньше Аппарат городского райкома партии составляет 40 человек Сельского райкома 20 человек Аппарат МИД СССР тоже не такой многочисленный, как представляют себе на Западе Высотный дом на Смоленской площади в Москве, занимаемый совместно Министерством внешней торговли СССР, нижние шесть этажей и пристройки И МИД СССР выстроен очень нерационально Немалая часть его объема используется под просторные коридоры и шахты лифтов Правда в рабочих комнатах тесно А кабинеты даже у заместителей министра маленькие Но все же рабочих мест там явно меньше, чем можно предположить Но в общем, несомненно, суммировав всю номенклатуру партийного, кагбистского и дипломатического аппарата Мы получили бы цифру, намного перекрывающую число неноменклатурных должностей в рассматриваемых нами категориях Наша задача состоит не в том, чтобы назвать точную цифру номенклатуры Для этого нет материала Задача в том, чтобы установить, какого порядка эта цифра Первую часть ответа можно уже сформулировать После названных поправок численность высшего звена номенклатурщиков В СССР составит цифру порядка 100 тысяч человек Теперь надо добавить низшее звено По переписи насчитывалось в 59 году 61 728 плюс 90 890 равно 152 618 И в 70 году 74 934 плюс 70 314 равно 145 248 человек Здесь мы замечаем ту же тенденцию к сокращению численности номенклатур И в данном случае надо будет внести те же коррективы с той, однако, разницей, что доля неноменклатурных работников Среди руководителей низовых подразделений государственных и общественных организаций окажется большей, чем в предыдущем случае Но она и здесь будет, вероятно, перевешиваться добавляемым числом аппаратных номенклатурщиков Следовательно, мы ненамного ошибемся, если примем численность низшего звена номенклатурщиков за 150 тысяч человек Итак, политическое господство класса номенклатуры осуществляет в СССР группа примерно в 250 тысяч человек Однотысячная доля населения страны Это неизбираемая и не могущее быть смененной жителями Советского Союза группа Распоряжается их судьбами и дает им политические директивы Но вопрос о численности класса номенклатуры в целом еще не исчерпан Свыше 300 тысяч человек составляют руководители предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства Свыше 150 тысяч руководители научных учреждений и учебных заведений Это доводит число номенклатурных работников до цифры порядка 750 тысяч Когда говорят о классе, то имеют в виду не только те, кто сам выступает в процессе производства, но и членов их семей К дворянскому классу относятся не только граф, но и его жена, графиня и их дети Не забудем и мы номенклатурных дам и номенклатурных геток Возьмем за основу прочно вошедшее в обиход понятие статистической семьи из четырех человек Муж, жена и двое детей Конечно, в реальной жизни в одной номенклатурной семье будет еще теща и тесть Зато в другой семье жена сама будет тоже номенклатурным чином А в третьей не будет детей Так что, в общем, взяв за основу статистическую семью, мы не очень ошибемся Помножим 750 тысяч на 4 Получаем 3 миллиона Это и есть высчитанная на основе статистических материалов приближенная численность правящего класса номенклатуры в СССР Класс этот, включая чат и домочадцев, составляет менее полутора процента населения страны Вот эти-то полтора процента и объявили себя руководящей и направляющей силой советского общества Умом, честью, совестью нашей эпохи, творцом и организатором всех побед советского народа Эти полтора процента и шумят на авансцене, выступая от имени 290-миллионного народа и даже всего прогрессивного человечества Девятая номенклатура и партия Передержка, радостно воскликнет советский пропагандист Фальсификация Нигде не сказано, что руководящая и направляющая сила – это только номенклатура Руководящая и направляющая сила, ум, честь и совесть, организатор и вдохновитель – это партия, а в ней не полтора процента, как вы тут рассуждаете, а 10 процентов взрослого населения страны – 18 миллионов человек Что ж, рассмотрим вопрос о партии и ее соотношении с классом номенклатуры Численность КПСС действительно велика В партии состоит каждый одиннадцатый из числа совершеннолетних граждан СССР В стране около 400 тысяч первичных партийных организаций Это больше, чем во время Октябрьской революции было членов партии 350 тысяч человек При Ленине численность партии была ограничена, несмотря на гражданскую войну и военный коммунизм, заставлявшие, казалось бы, охотно принимать людей в партию При Сталине КПСС быстро выросла В 1941 году партия насчитывала около двух с половиной миллиона членов и полтора миллиона кандидатов За годы войны, когда на фронте записывали в КПСС без особого разбора, эти цифры поднялись, соответственно, до 4,1,8 миллиона Но оказалось, что и в послевоенное время КПСС продолжала раздуваться, дойдя в своем зените до 19 миллионов человек Таким образом, со времени Октябрьской революции партия выросла более чем в 54 раза Тогда как численность населения страны увеличилась 0,5 раза За этим развитием явно скрывается какой-то процесс Посмотрим, в чем его смысл Ленин сформировал партию не массовую, а элитарную Однако, она стояла в тени другой, главной для Ленина элиты, организации профессиональных революционеров Задача партии состояла в том, чтобы этой организации всемирно помогать и быть резервом ее пополнения Когда после захвата власти профессиональные революционеры превратились в профессиональных правителей Партия расширилась, но осталась вспомогательной элитой, обеспечивающей на фронтах гражданской войны и в ТУ выполнение приказов рождавшегося нового класса Сохранилась и функция пополнения рядов управляющих Эта функция была широко использована Сталином при создании номенклатуры При Сталине партия продолжала численно увеличиваться, хотя все еще оставалась элитарной Она по-прежнему была помощницей и резервом пополнения правящего класса Но по мере укрепления власти номенклатуры и ее обособление от общества связь между нею и партией заметно слабела После Сталина с дальнейшим раздуванием численности партии и с прогрессирующим окостенением господствующего класса Разница между главной и вспомогательной элитами еще больше возросла Массовая, многомиллионная теперь партия все больше стала играть роль не помощницы, а служанки, номенклатуры Конечно, грань это зыбкая, как и прежде партия находится на стороне класса номенклатуры, а не подчиненного ему народа Однако, если взять категории нацистского концлагеря, роль эта все больше напоминает роль капо, а не нижних эсэсовских чинов Хотя, в надежде на подачки и на благоволение начальства, лагерное капо послушно выполняли любые приказы хозяев Они все-таки сами оставались заключенными, между ними и эсэсовцами пролегала пропасть Итак, процесс, проявляющийся в непомерном численном росте КПСС Это продолжение длящегося уже десятилетиями социального раздвижения слоев советского общества Господствующий класс номенклатуры все больше обособляется, разрыв между ним и партией растет, и партия оказывается частью народа Хотя она и выполняет приказы номенклатуры с большей готовностью и менее угрюма, чем весь народ Неверно было бы игнорировать сдвиг в ее сознании Партийцы конца 20-х, начала 30-х годов были еще почти такими же убежденными, как коммунисты в капиталистических странах Теперешние же члены КПСС, если в чем-нибудь и убеждены, то только в том, что они вынуждены официально произносить заведомую ложь Настроение отчужденности от номенклатуры перешло в партийные массы через отшлифованную ежовщиной грань цинизма И перерастает в постоянную, хотя и подспудную, неприязнь к номенклатурным хозяевам Любая неудача номенклатуры вызывает ныне среди членов партии ощутимое чувство удовлетворения Это неосознанное настроение пораженчества – важная черта современного состояния КПСС Такое настроение не случайность, а прямое следствие процесса раздвижения слоев советского общества Непосредственно оно вызвано характером отношений между номенклатурой и партийной массой Поставим вопрос, зачем, собственно, нужна партия номенклатура? Барт реальностей современной советской эпохи Галич отвечал прозрачным иносказанием Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры, и им по этой причине нельзя без номенклатуры В действительности дело обстоит не так просто Готовность миллионов людей просить о приеме их в партию для того только чтобы отдавать еще больше сил на благо номенклатуры Имеет разумные основания Официально таким основанием провозглашается стремление бороться за построение коммунистического общества Именно подобную цель принято называть в заявлении о приеме в партию На стандартный вопрос, зачем идешь в партию, который неизменно ставит на собрании партгруппы, заседании партбюро и парткома и, наконец, в райкоме КПСС Принято отвечать, прошу принять меня в партию, так как хочу активно участвовать в строительстве коммунизма Ответ придуман неудачно Как хорошо известно, из документов КПСС весь советский народ, от мала до велика, активно участвует в строительстве коммунизма Значит, для этого советскому человеку нет необходимости вступать в партию Так для чего же все-таки? Поскольку, кроме приведенного выше другого официального ответа, не спущено Прислушаемся к голосу народа, что говорят люди в Советском Союзе, не на собраниях, а между собой, о мотивах вступления в партию Говорят всегда одно, в партию вступают исключительно ради карьеры Речь идет не обязательно о головокружительной карьере Просто если вы хотите быть уверенным, что начальство на работе не будет к вам придираться Что вы нормально будете продвигаться по службе и будете относиться к числу поощряемых, а не преследуемых Ступайте в партию Что же касается карьеры в обычном понимании этого слова То существовало ясное правило Парт-билет не гарантия карьеры, но его отсутствие было гарантией того, что вы никакой карьеры не сделаете Исключения лишь подтверждали это правило Впрочем, встречались они только в творческой области Было некоторое количество беспартийных академиков и видных деятелей искусства Беспартийным оставался, например, знаменитый авиаконструктор-академик Туполев Своенравный старик, отсидевший свое в сталинской тюрьме в шарашке Беспартийным был Илья Эренбург Бывали случаи, когда по тактическим соображениям предпочитали не делать партийным Кого-либо из известных лиц Вполне благонамеренный поэт Тихонов был оставлен беспартийным Так как бессменно занимал пост председателя Советского комитета защиты мира И поскольку этот придаток международного отдела ЦК КПСС Объявлен беспартийной организацией Руководство сочло лучшим не давать Тихонову парт-билета Анекдотическим курьезом было то, что разгромивший биологическую науку в СССР Мракобес Лысенко был беспартийным Хотя по духу своему он вполне подходил даже в члены сталинского ЦК Но если в творческой области исключения еще бывали То одна закономерность фактически не знала исключений Беспартийный не мог занимать даже скромный административный пост Если же по каким-либо соображениям его формально назначали на такой пост Что тоже мыслимо только в области науки и культуры Никто этого всерьез не принимал И все дела вел специально представленный партиец Так физик с мировым именем Нобелевский лауреат академик Петр Леонидович Капица Занимал пост директора Института физических проблем Академии наук СССР Но все административные дела вел его партийный заместитель В Академии наук СССР вообще была до начала 50-х годов традиция Что президентом был беспартийный Но всегда назначался из числа членов партии фактически руководитель Академии Так при Комарове таким был первый вице-президент Отто Юльевич Шмидт, полярник и герой Советского Союза А при Вавилове главный ученый секретарь президиума А затем первый вице-президент Топчиев Отличавшийся решительностью в действиях и невежеством в науке То, что руководитель любого советского учреждения Непременно член партии Прочно вошло в установившийся порядок В каждом парткоме есть гарантированное руководителю место И показателем влияния руководителя считается Количество голосов поданных за него на выборах в партком Итак, вступление в КПСС вопрос не убеждений А продвижение по работе для большинства И карьеры для меньшинства А как же с убеждениями? Недоумевающе спрашивает западный читатель Что же, так вот и нет в Советском Союзе людей, которые идут в КПСС по убеждению Так, как идут в коммунисты в странах Запада Что-то не верится? Знаю, что не верится Если бы я родился и вырос на Западе, то и мне бы не верилось Но хоть и не верится, а все же правда такова, что вступление в КПСС ни с какими идейными убеждениями не связано А чтобы не верующие на Западе немного призадумались Спросим их, каких, собственно, убеждений вы ожидаете от вступающих в КПСС? Убеждения в том, что советский строй самый демократический в мире В том, что он, советский гражданин, пользуется всеми свободами Что в СССР живется лучше, чем на Западе, куда его, однако, предусмотрительно не выпускают Что на протяжении всех лет советской власти неуклонно растет материальное благосостояние советского народа И доросло до того, что по жизненному уровню СССР оказался среди промышленно слабо развитых стран В чем он должен быть убежден из того, что его годами заставляли повторять Что Сталин и Берия справедливо репрессировали изменников родины Или что по преступным приказам Сталина, изменник родины, Берия необоснованно репрессировал невинных людей Или же, наконец, что Солженицын, написав об этом, стал изменником родин Десятое. Читая программу Очень красноречиво следующая процедура При вступлении в партию требуется знание ее программы И вот, вступавший до 1985 года в КПСС Зубрил Записанное в принятой в 1961 году программе партии Почитаем с ним вместе и мы В ближайшее десятилетие 1961-1970 годы Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма Превзойдет по производству продукции на душу населения Наиболее мощную и богатую страну капитализма – США Уже к концу первого десятилетия в стране не останется Низкооплачиваемых групп рабочих и служащих В ближайшее время в народном потреблении Значительно возрастет доля продуктов Животноводства, мяса, жиров, молочных продуктов, Фруктов и высокосортных овощей В достатке будут удовлетворяться потребности Всех слоев населения В высококачественных товарах широкого потребления Добротные и красивые одежды, обуви В вещах, улучшающих и украшающих быт советских людей Удобные современные мебели Усовершенствованных предметах домашнего обихода Разнообразных товарах культурного назначения и тому подобное За второе десятилетие будет достигнуто изобилие материальных и культурных благ Для всего населения К 1970 году в стране будет покончено с недостатком жилища Те семьи, которые проживают еще в переуплотненных и плохих жилищах Получат новые квартиры К 1980 году каждая семья, включая семьи молодоженов Будет иметь благоустроенную квартиру Пользование жилищем постепенно станет бесплатным для всех граждан Пользование коммунальным транспортом Трамвай, автобус, троллейбус, метро Во втором десятилетии станет бесплатным А в конце его также станут бесплатными Коммунальные услуги, пользование водой, газом, отоплением Уже к 1970 году осуществится переход на шестичасовой рабочий день При одном выходном дне в неделю Или на тридцати пяти часовую рабочую неделю При двух выходных днях А на подземных работах и производствах с вредными условиями труда На пятичасовой рабочий день Или на тридцати часовую пятидневную рабочую неделю Во втором десятилетии начнется переход к еще более сокращенной рабочей неделе Таким образом Советский Союз станет страной Самого короткого в мире И в то же время самого производительного И наиболее высоко оплачиваемого рабочего дня Наряду с существующим бесплатным медицинским обслуживанием Бесплатными станут пользования санаториями для больных А также отпуск медикаментов В 1970-х годах начнется переход к осуществлению бесплатного общественного питания Обедов на предприятиях и учреждениях И для занятых в производстве колхозников В городе и деревне будет обеспечено Полное и бесплатное удовлетворение потребностей населения В яслях, детских садах и площадках В школах с продленным днем В пионерских лагерях Массовое развертывание сети школ-интернатов С бесплатным содержанием детей Введение во всех школах бесплатных горячих завтраков Продленного школьного дня с предоставлением учащимся бесплатных обедов Бесплатное снабжение школьной одежды и учебными пособиями Государственные органы, профсоюзы, колхозы По мере роста национального дохода в течение 20-летия Постепенно возьмут на себя материальное обеспечение всех граждан Потерявших трудоспособность по возрасту Или вследствие инвалидности Пособия по болезни и потере трудоспособности Пенсии по старости Распространятся на колхозников Размеры пенсии по старости и инвалидности Будут повышаться К 1980 году будет таким образом введено Бесплатное содержание детей в детских учреждениях И школах-интернатах По желанию родителей Материальное обеспечение нетрудоспособных Бесплатное образование во всех учебных заведениях Бесплатное медицинское обслуживание всех граждан Включая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных Бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами Бесплатное пользование коммунальным транспортом Бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания Постепенный переход к бесплатному общественному питанию, обеды, на предприятиях, учреждениях и для занятых производств и колхозников. Таким образом, перед лицом всего мира советское государство явит пример действительно полного и всеобъемлющего удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей человека. И все эти сказки «Тысяча одной ночи» были записаны в программе правящей партии СССР вплоть до 1986 года. Так что же должен был думать вступавший в КПСС, безропотно заучивая этот бред? То же самое, что думает сейчас, заучивая вот такие положения новой программы КПСС – превращение экономики СССР в самую совершенную и мощную в мире. Достижение высшего мирового уровня производительности общественного труда, качества продукции и эффективности производства. Уже к 2000 году должно быть достигнуто удвоение производственного потенциала страны при его коренном качественном обновлении. Уже в ближайшее 15-летие намечается удвоить объем ресурсов, направляемых на удовлетворение потребностей народа, чтобы к 2000 году практически каждая советская семья имела отдельное жилье, квартиру или индивидуальный дом. В отличие от недоумевающего западного читателя, советский человек знает, при вступлении в партию от него никто не ожидает убеждений, требуется лишь готовность покорно повторять то, что прикажет номенклатура, и ничего другого не говорить. 11. Номенклатура становится наследственной Не противоречит ли процесс отдаления номенклатуры от партийной массы тому, что класс номенклатуры рекрутируется из этой массы? Противоречие, несомненно, есть, но его практическое значение заглушается, пока еще мало обратившим на себя внимание, другим процессам, развертывающимся с возрастающей силой. Это процесс самовоспроизводства класса номенклатуры. Мы уже говорили, противники определения социального слоя управляющих в СССР как класса своим, пожалуй, важнейшим аргументом считают то, что номенклатурные должности не передаются по наследству. Сказали мы и о том, что этот аргумент несостоятелен, так как наследование не является обязательным признаком классов и, соответственно, не фигурирует в определении класса. Верно другое, всякий упрочившийся господствующий класс стремится передавать свое господство и привилегии по наследству, то есть сам себя воспроизводить, всемерно ограничивая приток пришельцев со стороны. Именно это и происходит сейчас в советской номенклатуре. Пришедшие в массе своей на номенклатурные посты в годы Сталинщины и Брежневщины, нынешний состав господствующего в СССР класса как раз успел вырастить своих детей до того возраста, когда им можно делаться номенклатурными сановниками. Подросшие детки не заполняют сейчас во все возрастающем количестве номенклатурные посты. Приведем лишь несколько примеров. Сын Леонида Ильича Брежнева, Юрий, несмотря на свою молодость, стал первым заместителем министра внешней торговли СССР. Но впечатление на прессу произвела только одна из его внешнеторговых операций, когда он, разомлев от вида действительно очаровательных танцовщиц в дорогом парижском стриптизе Crazy Horse, дал на чай официанту 100 долларов, по установившемуся тогда в СССР неофициальному курсу 400 рублей. Совсем иного рода интересы у серьезной и способной дочери Косыгина Людмилы Алексеевны Гавишиани, но эти интересы никогда не относились к библиотечному делу, что не помешало ее назначению на номенклатурный пост директора Государственной библиотеки иностранной литературы. Сын Микояна, милый Серго Микоян, проделал на моих глазах, право же, не перенапрягаясь, быстрый взлет от аспиранта до главного редактора журнала «Латинская Америка», что означало вхождение в номенклатуру секретариата ЦК КПСС. Сын Громыко Анатолий, пробыв некоторое время в Институте США и Канады Академии Наук СССР, оказался вдруг на номенклатурном посту советника-посланника в Вашингтоне, потом в ГДР, а затем его назначили директором Института Африки Академии Наук СССР. Хотя об Африке он знал к этому времени только то, что она существует. Зато пост директора Института в номенклатуре секретариата ЦК КПСС. Бывало так, впрочем, и в до-брежневские времена. Вспомним Василия Сталина, юного пропойцу, который еще не дожив до 30 лет был произведен генерал-лейсенанты и назначен командующим авиацией Московского военного округа. Вспомним Голубцову, жену Маленкова, которую назначили директором одного из важнейших вузов страны Московского энергетического института. Вспомним малообразованного Михаила Кагановича, брата Лазаря Кагановича, который был сделан наркомом, и в номенклатурном кругу появился самый младший брат в этой достойной семье Юлий Каганович. Вспомним Алексея Аджубея, зятя Хрущева, который был назначен главным редактором второй по величине в СССР газеты «Известия» и стал членом ЦК КПСС. А как после Брежнева? Сын Андропова, Игорь, был назначен сначала заместителем главы советской делегации на стокгольмских переговорах о мерах по укреплению доверия между государствами, затем сделался послом в Греции, а после ряда неудач на посту был повышен и стал послом по особым поручениям. На международной арене стали появляться сыновья и менее крупных номенклатурщиков, членов ЦК, я мог бы назвать примеры, но лучше приведу стихотворение из «Правды». Оно свидетельствует, что речь идет не об отдельных случаях, а об известном всем в СССР явлении. Наследный принц, он и бездельник, и балбес, и был таким всегда, но вхож везде и всюду без малейшего труда. Ему не нужно пробивать к успеху колею, ему достаточно назвать фамилию свою. Она возносит к небесам, лелеет и хранит, хоть ноль без палочки он сам, но папа знаменит. В заключении поэт, убоявшийся собственной смелости, робко напомнил номенклатурным папашам. У нас наследных принцев нет. Не тот, простите, строй. Именно тот строй, тот, при котором во всех странах реального социализма на ответственных постах расселись аристократические номенклатурные семейства, а на Кубе, в Северной Корее и в Румынии образовались царствующие семьи. Примеров можно привести много, но делать этого нет нужды, так как описываемые явления не исключение, а правило. Это только в романах социалистических реалистов. Дети секретарей обкомов идут в рабочие, в действительности идут они в партийный и дипломатический аппарат. Сомневающемуся нелегко будет отыскать пример, когда бы дети из номенклатурной семьи оказались на неноменклатурном посту или не замужем за номенклатурщиком. А что случится с номенклатурными детьми после смерти или выхода на пенсию их родителей? Ничего особенного. Конечно, их больше не будут тащить за уши на все более высокие посты, но и не будут выгонять из номенклатуры. И дело даже не в том, что останутся живо влиятельные друзья их родителей. Дружба в классе номенклатуры весьма корыстна, так что друзья совсем не обязательно стали бы им погравительствовать. Главное в том, что класс номенклатуры уже прошел ту стадию, когда в рвавшейся вперед толпе деклассированных выскочек все расталкивали друг друга острыми локтями и в годы ежовщины с наслаждением скидывали в бездну. С тех пор в номенклатуре выросло классовое сознание. Она живет уже не по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», но чувствует свою общность и мыслит в масштабе поколений. Дети должны быть хорошо устроены, дети должны быть в номенклатуре. Это неписанное правило обеспечивает будущность номенклатурных сынков и дочек. Правящий класс номенклатуры в СССР все явственнее начинает переходить к самовоспроизводству. Да, номенклатурная должность не наследуется, но принадлежность к классу номенклатуры становится на наших глазах фактически наследственной. Мы описали путь наверх в номенклатуру на примере рядового парткарьериста, взбирающегося по проторенной дорожке через партийную организацию. Можно не сомневаться, что перспективы такого продвижения в номенклатуру будут все больше сужаться, и в нее все больше будут идти столбовой дорогой рожденные аристократы, отпрыски благородных номенклатурных семейств. Значит, номенклатура развивается. А не может быть, что она уже отмирает. Мы уже говорили, что упразднена учетно-контрольная номенклатура, пусть не важный, но все-таки элемент этого класса. В конце августа 1990 года секретариат ЦК КПСС принял решение упразднить номенклатуру должностей ЦК КПСС. Отныне в ЦК будут утверждаться кадры только партийных работников, а также руководителей органов печати, научных учреждений и учебных заведений подведомственных ЦК КПСС. Так что же, наступил конец номенклатуры? Нет, это шаг к концу, но еще не конец. Во-первых, остается неясным, сохраняется ли высшая ступень номенклатуры номенклатура Политбюро. Секретариат ЦК не вправе ее упразднить. Во-вторых, ничего не сказано о номенклатуре других партийных комитетов. ЦК КПСС, крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов. Во всяком случае, этим решением она не упраздняется. А главное, ну, не будут утверждать на номенклатурные должности, будут рекомендовать, как делается сейчас, с выборной номенклатуры, много ли от этого изменится. Они уже начали так действовать. Под оптимистическим заголовком «Прощание с номенклатурой» в прессе было сообщено, бюро майкопского горкома КПСС упразднило свою номенклатуру, в которой насчитывалось 526 человек. Но тут же первый секретарь горкома заявил, горком не самоустраняется от формирования кадрового потенциала города. При выдвижении руководителей народными депутатами активное участие примут и горком, и первичная парт организации. Они будут добиваться политическими методами выдвижения своих кандидатов на руководящие посты. Так что рано еще прощаться с номенклатурой. Номенклатура – не чиновничество, а класс, причем класс господствующий. Упразднить ее можно не рескриптом номенклатурного же органа, а изменением структуры общества. 12. Модель номенклатуры Современная наука широко применяет метод моделирования. От модели технических изобретений она пришла к моделям пространства, а теперь к моделям общественных явлений, правда не стереометрическим, а описательным. Можно ли хотя бы в основных чертах смоделировать ту социальную конструкцию, какой является класс номенклатуры? При всей условности подобной модели предпринять такую попытку не бесполезно, потому что она позволит нагляднее отразить существенные черты этого класса. Если попробовать дать стереометрическую модель номенклатуры, то получится конус с конической же сердцевиной. На поверхности параллельными основаниями окружностями будут отмечены границы от номенклатуры райкомов внизу до номенклатуры ЦК наверху внешнего конуса и от райкомов внизу до ЦК КПСС наверху сердцевины. Самая ее верхушка обозначает политбюро, а вершина конуса – генерального секретаря ЦК. Однако монолитными частями модели являлись бы не параллельные срезы, комитет плюс его номенклатура, а сами два разнимающихся конуса. Классотворная сердцевина номенклатуры сделана как бы из особого материала, отличного от сравнительно рыхлого тела внешнего конуса. Это тело не только создано сердцевиной, различными ее отрезками, но и держится как на стержне, на сердцевине в целом. Вернемся теперь от тригонометрии к политике. Было бы ошибкой думать, что находящаяся наверху конуса номенклатуры ЦК гордо взирает сверху вниз на райкомы. Нет, так она взирает только на их номенклатуру, а на руководителей райкомов партии смотрит с любезной предупредительностью, видя в них пусть не непосредственных, но все же своих сюзеренов. Есть ли для этого объективное основание? В самом деле, почему, скажем, министр, член правительства СССР, входящий в номенклатуру политбюро ЦК, должен считаться секретарем периферийного обкома и даже райкома партии, которые в эту номенклатуру не входят? Казалось бы, учинить им, как принято по-министерски, грозный разгон, привычно наорать на них из Москвы по правительственной телефонной линии ВАЧ, так, как он орет на своих начальников-главков, и дело с концом. Ни за что не сделает этого министр, а будет говорить с товарищами, потому же ВАЧ любезным, чуть ли не вкратчивым голосом, который работники его министерства слышат только во время приемов иностранных гостей, заискивающего ли питание министра, когда он по вертушке докладывает высшему начальству, не слышит в министерстве вообще никто, в таких случаях принято выгонять всех сотрудников из кабинета, а в приемной загорается соединенная с вертушкой красная лампочка, входить запрещено. Министр знает, без санкции обкома он не сможет ни назначить, ни сместить директора, находящегося в данной области предприятия, без согласия секретаря райкома не сможет послать его даже в самую краткую командировку, в социалистическую страну, не говоря уже о капиталистической. А если эти секретари разозлятся на министра, то они смогут сделать жизнь всех его ставленников в области или районе совершенно невыносимой. Он же им ничем не сможет отплатить, потому что высшие органы не станут подменять секретарей. При профессиональной злопамятности секретарей и их мастерстве в интригах любые трения министра с ними могут нанести ему ощутимый ущерб ЦК. Было бы ошибкой умиляться этому как проявлению хотя бы и своеобразному внутрипартийной демократии. Речь идет не о демократии, а наоборот, о поощрении диктаторских замашек номерклатурных хозяев страны. Конус сердцевины оказывается двухслойным, внутри слой решающих органов, бюро и секретариаты, снаружи слой предрешающего партапарата. Но слои эти связаны неразрывно и отделить один от другого невозможно. В западной литературе распространено мнение, что в Советском Союзе имеются три руководящие силы – партия, полиция и армия. Такое мнение возникло явно по аналогии со сложившимся на Западе взглядом на структуру власти в нацистском рейхе. Как обстоит дело в действительности? То, что на Западе подразумевает в данном случае под словом «партия», это, конечно, не вся многомиллионная масса КПСС, а партийные комитеты и партийный аппарат, то есть внутренний стержень нашей модели класса номенклатуры. Эта социальная группа, как мы видели, не только относится к господствующему классу, но составляет его сердцевину и, безусловно, осуществляет власть. Несколько иначе обстоит дело с полицией. Полиция в СССР, как и в гитлеровской Германии, неоднородна. Есть тайная политическая полиция, КГБ, и есть органы МВД, к которым относятся и охрана лагерей, и милиция с уголовным розыском, и государственные автомобильные инспекции ГАИ, и известные за границей ОВИР, отдел висорегистрации, выдающие или невыдающие паспорта советским гражданам для так называемых частных выездов за границу, эмиграции, а также поездки по приглашению родственников и знакомых. Аппарат КГБ входит в партийную номенклатуру, подобно аппарату дипломатической службы, и таким образом составляет часть господствующего класса. Что касается МВД, то там, как и в других министерствах, имеются и номенклатурные чины, и обычные служащие. В целом органы МВД находятся под присмотром КГБ, а по линии партийной иерархии – введение отделов административных органов ЦК и нижестоящих комитетов КПСС. А как с армией, вооруженные силы во главе с Министерством обороны СССР являются таким же ведомством, как и Министерство внутренних дел и другие министерства. В вооруженных силах точно также есть номенклатурное начальство, маршалы, генералы и адмиралы, и другие чины, занимающие номенклатурные генеральские должности, и есть служащие и рабочие, включая рядовых солдат. Конечно, военное ведомство в СССР огромно, оно обладает колоссальным персоналом и бюджетом, главное же оно действительно может представлять собой опасность для власти номенклатуры, следовательно, для самого существования этого, основанного не на собственности, а на власти класса. Такую потенциальную угрозу номенклатура учла и приняла необходимые меры предосторожности. Первая категория этих мер была чисто военной. Были сформированы дивизии внутренних и пограничных войск, полностью отделенных от частей советской армии, и находящихся в ведении КГБ и МВД СССР. Отлично вооруженные и обученные, они представляют собой серьезную силу, способную подавить не только верхушечный путь, но и восстание в армейских частях. А чтобы сделать такое восстание бесперспективным, в СССР установлен невиданный в других армиях порядок. Все склады оружия и боеприпасов находятся под охраной не обычных воинских частей, а внутренних войск. Столкновение этих двух сил можно было хорошо проследить на примере румынской революции 1989 года. Вторая категория мер была, пожалуй, еще более важной. Меры социальные, преследующие цель обеспечить полную благонадежность военного руководства. Номенклатура в вооруженных силах была поставлена в особо привилегированное условие, чтобы военные номенклатурщики не завидовали партийным чинам. И, в самом деле, свою страсть к властвованию и сановному чванству маршалы и генералы могут сполна удовлетворять в армии, и материально они обеспечены отлично. Пускаться же в смертельно опасную авантюру государственного переворота для того лишь, чтобы в случае успеха сесть самим в освободившееся аппаратное кресло и заниматься нудным делом руководства, скажем, текстильной промышленностью, они не захотят. Военные номенклатурщики твердо усвоили, что путь продвижения в иерархии господствующего класса – выслуживание перед начальством и интриги против конкурентов, а не путчи. Для страховки в вооруженных силах заведен такой порядок, что в номенклатуру отбираются люди политикой, не интересующиеся. Исключение составляет номенклатура, работающая в политорганах, но она-то и является надзирающим глазом партаппарат. Это был до начала 1991 года, и ее официальный статус – главное политическое управление советской армии и военно-морского флота числилось одновременно военным отделом ЦК КПСС, который просто был пересажен со старой площади на Гоголевский бульвар в Москве. Сидели там псковские номенклатурщики, которым присвоены высокие воинские звания, чтобы в войсках их не воспринимали как шпаков – уничижительное армейское прозвище штатских. Такими же аппаратными номенклатурщиками являются находящиеся в войсках политработники, причем не только генералы, но и офицеры. Политорганы вооруженных сил СССР – это переодетая в военные формы часть партаппарата и, следовательно, часть класса номенклатуры. Есть в вооруженных силах и другое представительство класса номенклатуры – особые отделы. Но и в этом отношении военное ведомство не отличается от всех остальных. Во всех советских учреждениях обязательно есть спецчасть или первый отдел представительства КГБ. За последние 20 лет во всех ведомствах, имеющих контакты с заграницей, открыты также иностранные отделы, а в министерствах – управление внешних сношений. Это представительство разведки и контрразведки КГБ в некоторых учреждениях, также Главного разведывательного управления вооруженных сил СССР – ГРУ. Подчиненное положение армии и органов МВД по отношению к аппарату партии и КГБ совершенно закономерно. Это подчинение господствующему классу номенклатуры. Не иначе было вероятно и в нацистской Германии. Там тоже хозяйничали партийные бонзы и тайная полиция. Генералитет же находился в подчиненном положении и был свирепо разгромлен, когда попытался совершить пуч 20 июля 1944 года. И все же КГБ и номенклатура вооруженных сил действительно занимают несколько особое положение в классе номенклатуры – положение опоры власти этого класса. Такое явление следует отразить в модели номенклатурного класса. При этом к военной надо причислить и номенклатуру оборонной промышленности подчиненной военно-промышленной комиссии ВПК при Президиуме Совета Министров СССР. В номенклатурной среде оборонную промышленность часто называют «девяткой» по числу девяти важнейших министерств, на режимных предприятиях которых производится вооружение и технические средства для армии. Например, Министерство общего машиностроения создано специально для производства ракет, а за мало вразумительным названием Министерство среднего машиностроения скрывался огромный промышленный комплекс по производству ядерного оружия. В 1989 году это министерство было слито с другим ядерным комплексом – Министерством атомной энергетики СССР и теперь называется Министерством атомной энергетики и промышленности СССР. Не нужно, однако, думать, будто оборонная промышленность – оборонка – сводится лишь девяти главным министерствам. Военные заказы размещаются в любой отрасли, и им отдается приоритет. Например, даже безобидный с виду Государственный комитет по стандартам, Госстандарт, вроде бы призванный следить за качеством продукции, содержит в своей структуре несколько секретных предприятий, работающих по заказам военных. На предприятиях Министерства угольной промышленности производится графит для ракетных сопел и так далее. Разделение промышленности на оборонное и необоронное в СССР в значительной степени условно. Государство принадлежит номенклатуре, а она рассматривает все хозяйство страны как единый комплекс своей собственности. В модели, правильнее всего видимо, представить кгбистскую военную номенклатуру в виде гребней у основания конуса, непосредственно отходящих от центрального стержня партапарата. Третьим таким гребнем меньшим по значению и, следовательно, по размеру в модели, будет номенклатура органов пропаганды – печать, радио, телевидение, так называемые творческие союзы, общество, знания и так далее. Четвертый гребень примерно такого же размера – номенклатура внешнеполитической службы. Сюда относятся аппарат Министерства иностранных дел СССР и номенклатура Союза обществ дружбы, комитетов, защиты мира, за безопасность и сотрудничество в Европе, советских женщин, молодежных организаций, ветеранов войны, солидарности с народами Азии и Африки и другие, а также внешнеполитических институтов. Главная опора класса номенклатуры – полицейский террор и военная сила, но пропаганда и внешнеполитическая служба тоже призваны оказывать поддержку. Дополненный таким образом в нашей модели конус номенклатуры приобретает очертания ракеты с четырьмя стабилизаторами, двумя большими и двумя поменьше, но находится эта ракета не в безвоздушном космическом пространстве. Наоборот, тело номенклатурного организма окружено питательной средой, многомиллионной массой членов КПСС. Эта масса – часть управляемого номенклатурой народа, интеллигенции, рабочих, служащих и колхозников. Именно в таком качестве она и нужна классу номенклатуры. Но, как мы уже говорили, эта партийная масса стремится хоть немного подняться над народом и тихо мечтает попасть в номенклатуру. В партийной массе все время происходит движение. Отдельные частички, индивидуумы и целые группы пытаются подобраться поближе к кажущемуся им столь привлекательным телу номенклатурного конуса. Другие выталкиваются прочь из партийной массы. Третьи, боясь быть вытолкнутыми, довольствуются своим местом. Наиболее удачливые плотно облепили тело номенклатуры и ищут возможности просочиться в него. Это секретари парторганизации и члены их бюро и комитетов, замы и помы номенклатурных чинов. Все вместе они составляют в партийной массе верхний слой, который можно назвать предноменклатурой. Именно из этого слоя и совершается тот путь наверх, который мы проследили на примере товарища Иванова. Сконструированная выше коническая модель номенклатуры, конечно, условна. Социальные тела не имеют четких очертаний геометрических тел. Если бы на основании точных статистических данных о составе и количестве номенклатуры вычертить соответствующие кривые и вылепить по ним пространственную модель, получилось бы уродливое бугристое тело с неравномерным многоступенчатым заостренным стержнем. Однако, в принципе, и само тело, и его стержень были бы конусообразными. Описанный выше конус лишь модель второй степени, геометрическая модель пространственной модели номенклатуры. Но для понимания структуры этого класса она дает больше, чем дало бы созерцание углублений и вздутий более точной пространственной модели, ибо, не отвлекая внимания на частное и случайное, она дает представление об общем и закономерном структуре номенклатурного класса. Номенклатура, правящий класс, класс ракета. На какой курс легла она в своем полете во времени? Может быть, несмотря на карьеризм, на интриганство, на старание сделаться наследственным, класс ракеты следует курсу, провозглашенному Марксом и записанному в программах, речах, статьях? Может быть, летит она к бесклассовому коммунистическому обществу, к отмиранию государства, к равенству всех без исключения, к светлому будущему всего человечества? Последующие главы должны дать ответ на этот вопрос. Глава четвертая Номенклатура «Эксплуататорский класс советского общества» Нас спрашивают, при капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме? Отвечаем. При социализме наоборот. Армянское радио История свидетельствует. Всякий господствующий класс всегда был одновременно эксплуататорским классом. Энгель справедливо писал, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применение насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов, и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс. Относится ли это правило к господствующему классу реального социализма номенклатуре? Чтобы рассмотреть поставленный вопрос, нам надо вступить в сферу политэкономии и социализма, а это нелегкая задача. Маркс писал как-то Эл Кугельману, «Безусловный интерес господствующих классов требует увековечения бессмысленной путаницы, да и за что же, как не за это, платят сикофантам-болтунам, которые не могут выставить никакого другого научного козыря, кроме того, что в политической экономии вообще не разрешается мыслить?» На такой основе и возникла существующая ныне в соцстранах политэкономия социализма, ожидать помощи от этой номенклатурной науки не приходится. Хотя по Ленину политэкономия является одной из трех составных частей марксизма, тем не менее победа марксизма на одной шестой части планеты не ознаменовала собой торжества марксистской политэкономии. Наоборот, среди всех общественных наук именно она стала камнем преткновения. Казалось бы, долженствующая быть кристально ясной политэкономия социализма никак не давалась, несмотря на то, что были привлечены для ее разработки лучшие теоретические силы партии, и писали они свое произведение на уютной государственной даче. И даже лично товарищ Сталин давал им указания и сочинил свой очередной гениальный труд «Экономические проблемы социализма» в СССР. Только после 11-летних стараний удалось, наконец, в 1954 году родить книгу по политэкономии социализма, основу уникальной научной дисциплины, в которой каждое утверждение – фантазия. В нашу задачу не входит анализировать эти фантазии. Такая работа с западными учеными в определенной степени проделана. Известна и критика этой книги с другого идеологического полюса – замечание Мао Цзэдуна по ее тексту. Мы постараемся изложить здесь некоторые вопросы подлинной, а не фантастической политэкономии реального социализма. Первое. Социалистическая собственность-коллективная собственность номенклатуры Номенклатура в полной мере подходит под данное Лениным определение «класс». Однако, с точки зрения марксизма, определение «господствующего класса» содержит одно уточнение. Такой класс является собственником средств производства. Право собственности – это неограниченное право владельца распоряжаться объектом собственности по своему усмотрению, включая передачу его другому владельцу или уничтожение. Обладает ли номенклатура как класс собственностью не на импортные товары, купленные в спецсекции ГУМа, а именно на орудия и средства производства в стране? Здесь мы попадаем в Альдорадо советской пропаганды. Всякие джилосы вещает эта пропаганда, всякие прочие шавки из подворотни мирового империализма, пытаясь навести тень на ясный день, твердят о новом классе, о новой буржуазии в СССР. Пусть же они укажут, где в СССР частные владельцы фабрик, заводов и сельскохозяйственных предприятий. Нет таких владельцев. Средства производства в СССР – это социалистическая собственность. И то, что высшей формой ее является государственная собственность, предсказано классиками. Маркс и Энгельс писали в манифесте Коммунистической партии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс. Так обстоят дела, господа ребезионисты всех мастей. Тщетно ваши потуги выдать белое за черное и опорочить реальный социализм. Не только официальные коммунистические пропагандисты прибегают к этому аргументу. Неотразимым кажется он даже тем марксистам за рубежом, которые критически относятся к отнюдь не предусмотренной классиками марксизма и иерархической структуре реального социализма. Ведь нет же в СССР частных владельцев фабриков и заводов, твердят они. И так выдается за марксистское и упорно выдвигается утверждение, раз производительные силы принадлежат в СССР не частным владельцам, а государству, значит в советском обществе нет эксплуататорского класса. А что собственно в этом утверждении марксистского? Ровно ничего. Считали ли Маркс и Энгельс, что о собственности можно говорить лишь тогда, когда владелец официально признан таковым в праве? Нет, они считали как раз обратное, собственность фактическая, а не юридическая категория, вещи становятся действительной собственностью только в процессе общения и независимо от права. Следовательно, тот факт, что собственность не записана, прямо за номенклатуры с марксистской точки зрения еще ничего не означает. Верно, Маркс пишет о противоречии между общественным характером производства и частным характером присвоения, как об основном противоречии капитализма, но разве под частным присвоением Маркс понимает лишь присвоение продуктов труда отдельным капиталистам? Если бы так, то для ликвидации противоречия достаточно было бы заменить разрозненных капиталистов их обществами, например, акционерными, и ни о какой революции не стоило бы и речи вести. Нет, под капиталистической собственностью на орудия и средства производства и на продукт труда Маркс понимает собственность совокупного капиталиста, то есть всего класса капиталистов в целом. Может, с марксистской точки зрения, капиталистическая собственность принимать форму групповой собственности? Безусловно. Все капиталистические компании, концерны, синдикаты, тресты олицетворяют именно такую форму. Существо производственного отношения не меняется. Речь идет лишь о форме управления собственностью класса капиталистов. Может, с марксистской точки зрения, форма управления капиталистической собственностью быть не просто групповой, а становиться государственной? Безусловно. В экономике многих капиталистических стран имеется значительный государственный сектор, но по марксистской оценке наличие такого сектора нисколько не меняет существа отношения собственности в этих странах. Факта принадлежности орудий и средств производства классу капиталистов. Почему не меняет? Да потому что, как уже говорилось в главе первой, государство с точки зрения марксизма не является надклассовым. Государство – аппарат подавления и управления, принадлежащий определенному, господствующему, классу. Ему и только ему то, что этот класс управляет своей собственностью посредством такого аппарата, абсолютно ничем не нарушает классового характера собственности. Сами же идеологи КПСС охотно и многословно рассуждают о государственно-монополистическом капитализме. Кстати, государственная форма управления имуществом правящего класса существовала и в докапиталистических формациях. Она занимала немалое место в экономике рабовладельческих древневосточных деспотий, в частности Египта. На ней было построено все хозяйство Спарты. При феодализме многочисленное владение короны представляли собой в разных странах государственно-управляемую собственность класса феодалов. Все сказанное не откровение, а азбука марксистской экономической теории. Только на недостаточном знании этой теории в несоциалистических странах или на нежелании задуматься над ней в социалистических странах может паразитировать пропаганда КПСС со своим аргументом о государственной собственности при социализме. Аргумент же о том, что номенклатура не класс, так как номенклатурные посты не передаются прямо по наследству, вызывает просто недоумение. Вот уж именно в точном марксистском понимании понятие «класс» не содержится в качестве обязательного условия наследования принадлежности к данному классу. Нет, например, такого наследования у рабочих. Так что же, и рабочего класса не существует. Так что не надо принимать всерьез все эти псевдоаргументы. Ничего марксистского в них нет и ни в чем они не убеждают. Конечно, в предреволюционной России были, наряду с синдикатами, частные владельцы предприятий, всякие титы-титычи и силы-силычи, а при социализме только и видишь, если не номерной завод, то завод имени Ленина, завод имени Ульянова, завод имени Ильича, завод имени Владимира Ильича. Но ведь переименование фабрики «Сукин и сын» в фабрику имени И.В. Сталина от них не было свидетельством того, что она стала всенародным достоянием. Это было лишь показателем того, что переменились хозяева, а кто новые владельцы оставалось, неизвестно. Однако найти владельцев можно. Государственная форма управления фабрикой, вправду, красноречива. То, что новые хозяева управляют своим предприятием не как-либо иначе, а именно через государство, аппарат господствующего класса, позволяет безошибочно идентифицировать счастливых обладателей. Это и есть господствующий класс советского общества «Номенклатура», поручивший управление своей собственностью своему аппарату. Таким образом, то, что в СССР заводы и фабрики принадлежат государству, с марксистской точки зрения действительно ведет к обнаружению их подлинного собственника. Только вот собственником этим оказывается не весь народ и не пролетариат, а «Номенклатура». «Номенклатура» собственник коллективный, в этом нет ровно ничего удивительного. Если форма коллективного владения восторжествовала даже в насквозь индивидуалистическом, буржуазном обществе, то «Номенклатура» с ее проповедью «Спайки и коллективизма» естественно должна была прийти именно к такой форме. Это отнюдь не свидетельство ее прогрессивности по сравнению с капиталистами, частновладельцами, еще «Спартанты» были коллективными собственниками илотов, а в Седом Средневековье церковь, в разных странах, была коллективной владелицей огромных богатств, угодий и крепостных крестьян, однако претензии на то, что это преддверие коммунизма, ни жители «Спарты», ни средневековые церковники не выдвигали и правильно делали. Разумеется, есть отличия в характере обладания социалистической и корпоративной собственностью. В социалистической собственности доли не покупаются и не продаются, они достаются с включением в класс «Номенклатуры», увеличиваются или уменьшаются в зависимости от положения в иерархической структуре, а изгнание из «Номенклатуры» знаменует собой лишение изгнанного его доли. Ни в каком случае номенклатурщик не может получить на руки приходящуюся на него долю капитала, но он регулярно получает поддающуюся в каждом случае довольно точному подсчету сумму материальных благ, которую можно сопоставить с выплатой дивидендов в капиталистическом мире. В статье 10 Конституции СССР провозглашается, что социалистическая собственность существует в двух формах – государственной и колхозно-кооперативной. При этом, если государственная собственность принадлежит якобы всему народу, то колхозно-кооперативная принадлежит колхозам и кооперативам. Та же статья сообщает, что социалистической собственностью в СССР является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций. Вопрос о том, кто в действительности владеет государственной собственностью, при реальном социализме, мы уже разобрали. Посмотрим теперь, кто же является обладателем колхозно-кооперативной собственности. Обратим внимание на следующее. Казалось бы, поскольку государственная собственность принадлежит государству, а колхозно-кооперативная ему не принадлежит, коренное различие между этими двумя формами собственности очевидно. Однако, обе формы по какой-то причине охватываются общим понятием «социалистическая собственность». Что их объединяет? Ничего членораздельного на эту тему в СССР не произнесено. Между тем, наличие общности несомненно. Свидетельствую этому легкость перехода из одной формы в другую. Были МТС, потом при Хрущеве техника была передана колхозам, то есть средства производства перешли из государственной в колхозно-кооперативную собственность. С другой стороны, при том же Хрущеве ряд колхозов был превращен в совхозы, то есть произошли изменения формы собственности в противоположном направлении. Ни с какими трудностями все это связано не было и несопоставимо с теми проблемами, которые при капитализме возникают в случае национализации или реприватизации. Словом, общность налицо. Только вот основа этой общности неудобо произносима в рамках официальной идеологии реального социализма. Начнем с того, что на протяжении ряда лет в СССР усматривались только две формы социалистической собственности на средства производства – государственная и колхозно-кооперативная. Только потом спохватились газета «Правда», орган ЦК КПСС. Партия – это не государство. Значит, «Правда» – колхозно-кооперативная собственность? Об этом сначала не подумали, громогласно провозгласив теорию о двух формах социалистической собственности. Было до предела ясно, что «Правда» принадлежит правящему классу, точно так же, как орган Верховного Совета СССР «Известия», орган профсоюзов «Труд», числившаяся за «Союзом писателей СССР», «Литературная газета» и «Журнал Московской Патриархии». Тут сообразили, что вообще все имущество профсоюзов, так называемых творческих союзов, общество знания и добровольных спортивных обществ, церквей и религиозных организаций и многое другое, формально не могут быть включены ни в одну из обеих провозглашенных форм социалистической собственности. Нос похватили с запозданием, когда тезис о двух формах уже превратился в такую же азбучную истину, как диктатура пролетариата или общенародное государство. Менять заученную всеми цифру «2» было невозможно. Пришлось принять Соломоново решение, форм «2», но есть и третье. Эта новооткрытая форма социалистической собственности, собственность общественных организаций, упоминается даже в Конституции торопливой скороговоркой, не от того, что в ней само есть что-то порочащее социалистический строй, а именно потому, что ее слишком поздно изобрели. За этим анекдотическим запозданием кроется то, что вся теория о формах социалистической собственности надуманна от начала и до конца. Была бы под этой теорией какая-либо реальность, можно не сомневаться, что забывчивость не была бы проявлена. Действительность такова, что не только государственная, но и две другие формы социалистической собственности принадлежат единому хозяину – классу номенклатуры. В самом деле, отношение именно номенклатуры к средствам производства полностью соответствует понятию «владение». Только номенклатура может по своей воле уничтожать средства производства. Именно по ее решениям во время войны была взорвана плотина Днепрогэс, легендарного Днепростроя 30-х годов. Были взорваны промышленные предприятия при отступлении советских войск. В ряде случаев, вопреки отчаянным протестам, обрекавшихся таким образом на безработицу и голод рабочих, мнимых хозяев социалистического производства. Номенклатуре довольно открыто принадлежит пресловутая «собственность общественных организаций». Что это за организации? Во-первых, партийные органы, то есть части номенклатуры. Во-вторых, организации, управляемые парторганами, в ряде случаев непосредственно, в некоторых случаях через государственное ведомство, например, церковь, через совет по делам религий. А как обстоит дело с колхозно-кооперативной деятельностью? Ведь у нее, казалось бы, есть владелец, члены данного колхоза. Только действительно ли это владелец? Принадлежит ли колхоз колхозникам? Приложим определение собственности к данному отношению и убедимся, является ли оно отношением собственности. Могут колхозники даже единогласным решением ликвидировать свой колхоз, продать или уничтожить колхозное имущество, средства производства и созданные ими продукты? Нет, не могут. Даже предложение подобного рода являлось бы в СССР наказуемым деянием. Колхозники строго регламентированы в праве пользования якобы своей собственностью. Даже если они будут голодать, забить колхозный скот они не могут. Вся земля, передана колхозу государством, бесплатное и бессрочное пользование, но произвести внутри этого массива прирезку земли в пользу приусадебных участков колхозное собрание не может. Так какая же это собственность? Впрочем, даже не предаваясь теоретическим изысканиям, советский гражданин на практике исходит из того, что колхоз, конечно же, колхозникам не принадлежит. Регулярно отправляемые осенью на спасение гибнущего колхозного урожая горожане отлично сознают, что едут они работать не на членов данного колхоза, а вместе с ними на подлинного хозяина. Ибо всем ясно, что колхозное имущество не бесхозное, кому-то оно принадлежит, но ни государство, ни общественные организации своим его не признают. Кто же владелец? Представителя этого владельца укажет каждый, кто бывал в советской деревне. Райком партии. Уполномоченный райкома в колхозе председатель выбирает председателя общее собрание колхозников, а направляет его в колхоз райком. Председатели колхозов. Номенклатура райкома в партии. Вот райком действительно может распоряжаться колхозно-кооперативной собственностью, противоположной самим кооператорам-колхозникам. Во время войны по решениям райкомов уничтожался или угонялся колхозный скот, и сжигались колхозные амбары перед наступавшими немцами. По решениям райкомов перекраивали, укрупняли и разукрупняли колхозы. Однако и райком не владелец, а лишь полномочный представитель владельца колхозно-кооперативной собственности, и действует он под контролем обкома партии. Весьма характерно, что Хрущев, разделив обкомы на промышленное и сельскохозяйственное, несколько приоткрыл таким образом подлинные отношения собственности в советском обществе, и у государственной промышленности, и у колхозного сельскохозяйственного производства собственник один – класс номенклатуры. Так что не надо поддаваться иллюзии, будто есть у колхозно-кооперативной собственности некий реальный владелец, отличный от обладателя государственной собственности и собственности общественных организаций. Колхозно-кооперативная собственность тоже принадлежит номенклатуре. Социалистическая собственность – это собственность класса номенклатуры. Это и есть то общее, что объединяет государственную, колхозно-кооперативную собственность и собственность общественных организаций, и позволяет легкие переходы из одной формы в другую, простые, как перекладывание из кармана в карман в одном пиджаке. Сами же эти так называемые формы социалистической собственности – всего лишь формы управления ее со стороны класса владельца. Зачем нужны эти формы? Поскольку владелец один, не проще ли было ему установить единую форму управления своей собственностью? Такой вопрос только внешне логичен, он игнорирует путь возникновения социалистической собственности. Социалистическая собственность возникла в результате экспроприации новым классам всех, кого можно было экспроприировать. В результате вся собственность ликвидированных после революции классов, дворян и буржуазии была объявлена государственной. По тактическим соображениям, помещичья земля была сначала в соответствии с эсеровской программой, передана в пользование крестьянам. Проведенная в 1929-1932 годах сплошная коллективизация была ничем иным, как экспроприацией, номенклатурой, крестьян. Но крестьянство невозможно было ликвидировать, поэтому экспроприации была придана такая форма, как будто никакого перехода собственности от одного класса крестьянства к другому классу, номенклатуре вообще не произошло. А просто крестьяне стали вдруг кооператорами. Так сложились две формы социалистической собственности. Хотя, выражая настроение номенклатуры Сталин, а затем Хрущев, и поговаривали о том, что пора поднять кооперативно-колхозную собственность до уровня общенародной, острой необходимости в таком акте не было, так что это до сих пор не сделано. С собственностью общественных организаций дело обстоит иначе. Мы видели, что эту форму вообще придумали с запозданием. Неожиданный политический смысл она стала приобретать в связи с попыткой Хрущева вдохнуть жизнь в лозунг построения коммунизма. Было объявлено, что государство при коммунизме все-таки отомрет, а вот партия останется, и функции государственных органов перейдут к общественным организациям. В этих условиях собственность общественных организаций стала приобретать черты той формы управления собственностью, к которой номенклатуре предстояло бы перейти, если бы действительно пришлось объявить, что государство отмерло, и партийные органы стали осуществлять власть непосредственно и через псевдообщественные организации. Падение Хрущева положило конец разговорам о таком развитии, и собственность общественных организаций так и не успели объявить прогрессивной формой социалистической собственности – ростком коммунизма. Итак, оказалось, что ликвидация частной собственности и превращение ее в социалистическую – это всего лишь перевод всего имущества стране в собственность господствующего класса номенклатуры. Исключение делается только для четко очерченного, разрешаемого максимуму личной собственности граждан. Как и подобает господствующему классу, номенклатура обладает собственностью на средства производства в обществе. Второе. Первоначальное ограбление. Как получилось, что профессиональные революционеры вдруг стали собственниками? Возникла ли экономическая система реального социализма этаким неудержимым потоком объективно назревших перемен или иначе? Приход ее с точки зрения Маркса назрел до предела, и старая насквозь прогнившая система частной собственности должна была рухнуть под бурным напором рвущихся наружу прогрессивных сил. Вот какими бьющими, как набат словами, описывал Маркс проводимый им скачок. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Экспроприация прежних собственников действительно произошла, но почему-то выглядела она не как прорыв назревшей исторической необходимости, а как торопливый разбойный набег. Посмотрим, как проходила после октября 1917 года национализация. Пользоваться мы намеренно будем не красочными описаниями потерпевших, а советским изданием экономической истории СССР. 20 ноября 1917 года Государственный банк в Петрограде был внезапно занят вооруженным отрядом красных солдат и матросов. Возглавил отряд не какой-либо лихой командир, а замнаркома финансов. У кого отвоевывал находившийся уже две недели у власти замнаркома Государственный банк своей страны? Если не считать невнятных слов о саботаже, ответа на этот вопрос советской литературе не дается, да его и трудно дать. Речь-то шла не о капиталистической частной, а о советской государственной собственности. И кого в данном случае замнаркома экспроприировал, он сам бы не смог сказать. Драматическая вооруженная акция объяснима только с точки зрения психологии рождавшегося класса номенклатуры. Надежно распоряжаешься только там, где установил военную оккупацию. Эта идея не покидает номенклатуру и в наши дни. Следующая неделя ушла на подготовку новой операции. Не кто-нибудь, сам Ленин, был назначен руководителем специальной правительственной комиссии по овладению банками. Орган с таким своеобразным названием был создан не главарями мафии или трестоорганизованной преступности, а временным правительством страны, оно тогда еще так называлось, только что проведшим выборы в учредительное собрание. Выборы, как скоро выяснилось, были для ленинцев только маскировкой. У власти они собирались оставаться невременно, а до скончания мира, соответственно, и была произведена подготовленная акция по овладению частными банками. В гангстерском стиле ночью, в ночь на 27 ноября 1917 года, все эти банки были, по приказу Ленина, заняты вооруженными отрядами, а на следующий день опубликован декрет, банковское дело в стране объявлялось государственной монополией, и все частные банки, как было деликатно сказано, сливались с Госбанком. После этой грандиозной экспроприации денежных средств перед ленинским правительством стал вопрос, как быть с ценными бумагами, находившимися у населения. Они поступили просто, в январе 1918 года аннулировали все акции, а в феврале все государственные займы и царского, и временного правительства. Так рождавшаяся номенклатура поспешила наложить свою уже тяжелевшую ручонку на сбережения граждан. Был, впрочем, сделан демократический жест в сторону мелких держателей займов. Все, кто имел облигации на сумму не свыше 10 тысяч рублей, получали, нет, конечно, не деньги, а на ту же сумму облигации займа РСФСР. Скромный дар, так как последовавшая катастрофическая инфляция, привела к полному обесценению облигаций. Таким радикальным приемом, ликвидировав внутреннюю задолженность государства, советское правительство разделалось по той же схеме и с задолженностью внешней. Оно просто отказалось выплачивать по российским займам за границей, мотивируя это гордыми принципиальным соображениями. Займы де были взяты царским режимом, и вдобавок для империалистических целей скоро выяснилось, что дело не в принципах, а в деньгах. На Генуэзской конференции 1922 года советское правительство согласилось признать царские займы, но при условии, что ему будет выплачена Западом еще большая сумма под видом возмещения ущерба, причиненного России интервенцией. Поскольку предоставлять советскому государству замаскированную таким образом помощь, Запад не собирался, дело ограничивалось экспроприацией иностранных держателей русских займов. А как было произведено у государствления промышленности? Все государственные предприятия перешли в руки советского государства автоматически, так что проблему составляла лишь национализация частных предприятий. И тут вначале был использован жупел саботажа. Под предлогом опасности саботажа уже в ноябре-декабре 1917 года ленинское правительство конфисковало ряд крупных частных предприятий Путиловский, Невский, Сестроверский заводы, группу заводов Донбасса и Урала. В январе 1918 года был издан декрет о национализации торгового флота. Попытки владельцев продать свои предприятия иностранцам были пресечены в корне, всякая продажа предприятия была запрещена. Теперь можно было наносить завершающий удар. 28 июня 1918 года вышел ленинский декрет о безвозмездном переходе всей крупной промышленности и частных железных дорог в руки советского государства. Операция эта была проведена почти столь же стремительно, как овладение банками и сбережениями населения и была завершена к октябрю 1918 года. И все же у частных владельцев остались еще мелкие и часть средних предприятий. Терпеть такое было невозможно. Декретом от 20 ноября 1920 года советское государство отобрало у владельцев все предприятия с числом более десяти, а там, где имелся механизированный двигатель, более пяти работников. Не национализированными остались фактически лишь кустарные мастерские. Может быть, быстрый темп национализации и свидетельствовал о прорыве, распиравшей общество исторической необходимости? Не похоже. Едва успела эта необходимость так полно проявиться к концу 1920 года, как с весны 1921 года пришлось ее заталкивать назад. В связи с переходом к НЭПу мелкие предприятия были реприватизированы, и вскоре в некоторых отраслях легкой и пищевой промышленности частные предприятия стали давать до одной трети всей продукции. Конечно, потом постепенно снова все национализировали, а НЭПманов кого расстреляли, кого уморили в лагерях, но все же НЭП – свидетельство, что ненеобходимость безудержно рвалась наружу, а ленинцы так взорвались, что пришлось отступать. В сельском хозяйстве они были вынуждены даже начинать с отступления, как иначе охарактеризовать ленинский декрет о земле, открыто осуществлявшей не большевистскую, а эсеровскую земельную программу. Разумеется, класс номенклатуры добрался потом и до крестьян, проведя коллективизацию, но и эта массовая экспроприация была проведена по заранее расписанному Политбюро календарному плану. Экономическая система реального социализма не выросла органически, она была искусственно воздвигнута, осуществлено это было посредством конспиративно спланированных и внезапно проводившихся операций в ряде случаев с применением вооруженных сил. После того, как дело было совершено, номенклатуре пришлось при помощи той же вооруженной полицейской силы, судов, прокуратур, драконовских наказаний удерживать от развала сооруженную ею экономическую систему. Еще Ленин сокрушался, что в гуще населения стихийно рождаются капиталистические отношения ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе. И хотя эту анахроническую поросль стремительно затаптывает сапогом карательных органов номенклатуры, она оказывается на редкость живучей от подпольных миллионеров-одиночек в стиле корейка из золотого теленка до создания подпольных частных предприятий. Нет, не как прорыв созревшей исторической необходимости выглядит создание экономической системы реального социализма, а как насилие над историей, как натужное старание повернуть его течение в сторону, позволившей номенклатуре стать эксплуататорским классом. Третье. Номенклатура присваивает прибавочную стоимость. По оценке Энгельса, Маркс совершил два великих открытия, разработал материалистическое понимание истории и создал теорию прибавочной стоимости. Так высоко, наравне с историческим материализмом, поставил Энгельс учение о прибавочной стоимости. Ленин назвал это учение краеугольным камнем экономической теории Маркса. Энгельс и Ленин правы. Именно учение о прибавочной стоимости является идеологической взрывчаткой в анализе Марксом капиталистического способа производства. Что же касается трудовой теории стоимости в целом, то она принадлежит не Марксу, а Адаму Смиту и Давиду Рикарду. Марксом она была лишь использована для вещей научности в качестве некоего общего обоснования учения о прибавочной стоимости. Но как раз научность Марксовой идеи от этого пострадала. Трудовая теория стоимости подвергается теперь на Западе серьезной критике. В самом деле, определяется ли стоимость товара только количеством затраченного на его производство общественно необходимого рабочего времени, как утверждает эта теория? Вряд ли. Одна и та же шуба будет иметь совершенно различную стоимость в холодной Сибири и в жаркой Африке, хотя количество вложенного в нее общественно необходимого рабочего времени не изменяется от ее транспортировки. Стоимость зависит не только от овеществленного в товаре труда, но, видимо, в еще большей степени от спроса на товар в каждый данный момент. Это отлично поняли не стремящиеся в теоретические высоты буржуазные торговцы и устраивают знакомые западному читателю летние и зимние распродажи. Маркс же, привязав свое открытие к трудовой теории стоимости, вдобавок интерпретировал его в духе этой теории, объявив, что прибавочная стоимость создается только живым трудом. По мере прогресса научно-технической революции ошибочность этого утверждения становится все более наглядной. Ведь по Марксу выходит, что чем меньше машин на предприятии, тем больше прибавочной стоимости получат его владелец-капиталист. При полной же автоматизации предприятия он вообще ее не получит. Если бы так было в действительности, то при капитализме применялся бы только ручной труд, чего, как известно, нет. Однако было бы неверно делать из этих очевидных несообразностей вывод, что прибавочной стоимости вообще не существует. Просто создается она как людьми, так и машинами в процессе любого материального производства, если ценность продукта превышает производственные издержки. Прибавочная стоимость определяется так. Это стоимость, создаваемая непосредственным производителем сверхстоимости его рабочей силы и безвозмездно присваиваемая владельцем средств производства. Иными словами, это разница между ценностью продукта, созданного в процессе материального производства, и производственными издержками на его создание, включая расход целья, амортизацию оборудования, затраты на рабочую силу и прочее. Как видим, никакой связи с трудовой теорией стоимости здесь нет. Все компоненты прибавочной стоимости реально существуют, независимо от содержания понятия стоимость. Не зависят эти компоненты и от способа производства в любом обществе, рабовладельческом, феодальном, капиталистическом. В процессе производства расходуется сырье, амортизируется орудие труда и затрачивается средство на содержание рабочей силы. При этом создаваемый продукт превосходит по своей ценности все производственные издержки, то есть содержит прибавочную стоимость. Не будем пытаться давать здесь ответ на выходящий за рамки книги вопрос, откуда возникает разница между издержками производства и стоимостью продукта. Ограничимся констатацией, что разница эта, несомненно, содержащая в качестве составного элемента и затраченное рабочее время, в конечном счете, прямо пропорционально потребности, то есть спросу на продукт. Жизнеспособно только рентабельное производство. Убыточные отрасли могут существовать лишь до тех пор, пока их дефицит возмещается за счет прибавочной стоимости, создаваемой в прибыльных отраслях. В целом, производство в каждом данном обществе непременно рентабельно, то есть в каждом обществе создается прибавочная стоимость. Маркс и Энгельс не прочь были внушить своим читателям, будто прибавочная стоимость является категорией, присущей только капиталистическому обществу. Так Энгельс писал, было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих. В действительности доказано было другое. Способный экономист Маркс отлично сознавал, что прибавочная стоимость создается при всех способах производства. Не формулируя прямо этого положения, Маркс, в написанной в 1865 году работе «Заработная плата, цена и прибыль» доказал, что в извлечении прибавочной стоимости нет принципиальной разницы между капитализмом, феодализмом и рабовладельческим обществом. Позднее в первом томе «Капитала» Маркс коротко, но четко оговаривает «Капитал не изобрел прибавочного труда». Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жизненное средство для собственника средств производства. Итак, необходимо твердо себе уяснить. 1. Прибавочный продукт прибавочная стоимость не выдумка Маркса, а необходимый элемент рентабельного материального производства. 2. Прибавочная стоимость не является категорией только капитализма, а возникает в любом способе производства в условиях общественного разделения труда. Да иначе и быть не может. В самом деле, что означало бы отсутствие прибавочного продукта при любой форме производства, вышедшей за рамки робинзоновского натурального хозяйства, обслуживающего исключительно собственное потребление? Оно означало бы, что непосредственный производитель материальных благ будет потреблять в полном объеме произведенный им продукт или его материальный эквивалент. Но тогда существовать сможет только он, а не общество, ведь в обществе по необходимости есть много людей, которые непосредственно своими руками материальных благ не производят, но их потребляют. Прибавочная стоимость создается в любом обществе, без этого общество просто не может существовать. Значит, создается прибавочная стоимость и при социализме? Да, разумеется, и при социализме. С различными оговорками писал об этом и Маркс в «Капитале». Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом, объявляет он в первом томе «Капитала» и тут же оговаривается, однако необходимый труд при прочих равных условиях должен все же расширить свои рамки, с одной стороны потому, что условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти, с другой стороны пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и общественного фонда накопления. Видимо, у Маркса и Энгельса возникало невысказанное ими прямо опасение, что и при социализме производство прибавочной стоимости может создать соблазн злоупотреблений. Поэтому в третьем томе капитала особо подчеркивается прибавочный труд и прибавочный продукт должны при социализме использоваться только с одной стороны для образования страхового и резервного фонда, с другой стороны для непрерывного расширения воспроизводства в степени определяемой общественной потребностью. Если даже проповедники идеального социализма Маркс и Энгельс признавали, что прибавочный труд непосредственных производителей будет необходим и в этом светлом будущем, то архитекторы реального социализма Ленин и Сталин при всем желании не могли замолчать производство прибавочной стоимости созданной ими системе. Однако признали они этот факт очень нехотя. Ленин по свойственной ему манере сразу поставил вопрос полемический. При социализме прибавочный продукт идет не к классу собственников, а всем трудящимся и только им. Сталин на протяжении многих лет твердил, что все в СССР принадлежит трудящимся, а прибавочным же продукте предпочитал помалкивать. Лишь после долгих колебаний в 1943 году он объявил советским экономистам, что в советском обществе трудящиеся создают прибавочный продукт. Так фантастическую науку политэкономии и социализма чуть было не включили, пожалуй, единственное в ней правдивое утверждение. Но не включили. Номенклатуре очень не хочется обнаруживать у себя заклейменную марксистским учением категорию прибавочной стоимости, синоним эксплуатации трудящихся. Поэтому после смерти Сталина марксов необходимый труд переименовали применительно к социалистическому обществу в работу на себя, а прибавочный труд, создающий прибавочную стоимость, в работу на общество. Но незатейливый словесный маскарад не меняет сути дела, остается факт, трудящиеся при реальном социализме производят прибавочную стоимость. Итак, реальный социализм не отличается в этом отношении от всех других обществ. Его экономика также основана на прибавочном труде непосредственных производителей. Кто же получает создаваемый при реальном социализме прибавочный продукт? Государство, торопливо подскажет нам советская пропаганда, общенародное социалистическое государство, кто же еще? А это государство самих трудящихся, значит, ни о какой эксплуатации и разговора быть не может. Не может, а вот Энгельс был другого мнения. В конце своей жизни, в 1891 году, он писал Максу Оппенхайму, ведь в том то и беда, что пока у власти остаются имущие классы, любое огосударствление будет не уничтожением эксплуатации, а только изменением ее формы, номенклатуры же, которой принадлежит вся советская экономика, весьма и весьма имущий класс, и стоит он, несомненно, у руля советского государства. Однако верно, получает, или лучше сказать, изымает, у непосредственного производителя прибавочный продукт, социалистическое государство и никто другой. Роль государства в организации труда ясно сформулировал Ленин в своей лекции о государстве. Принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата принуждения. Эту функцию социалистическое государство исправно исполняет. Только, как мы уже видели, государство это не общенародное, а принадлежит господствующему при реальном социализме классу номенклатуры является его аппаратом, в том числе аппаратом для извлечения прибавочной стоимости. И конечный получатель прибавочной стоимости сам класс номенклатуры. Он, а не какой-либо другой класс советского общества присваивает прибавочную стоимость, подобно тому, как присваивали ее класс рабовладельцев, класс феодалов, как присваивает ее класс капиталистов. Да почему же номенклатура заволнуется научный коммунист? Ну, верно, по Марксу сами рабочие крестьяне, производящие прибавочный продукт, получают не его, а необходимый продукт. Ну, правильно, товарищи из номенклатуры лично не стоят у станка и оплачиваются они, как положено, по их ответственному труду, причем действительно за счет прибавочного продукта. Но не только же они, вся советская интеллигенция, всеслужащие, вооруженные силы не стоят у станка и тоже живут за счет прибавочного продукта. За этот же счет производится капиталовложение, осуществляется развитие науки, техники и культуры, советские люди завоевывают космос. А вас, послушав, так выходит, что номенклатурные товарищи, как, извините, саранча, сжирают весь прибавочный продукт, результат работы на обществе? Нет, мы этого не сказали. Не надо подменять один вопрос другим. Вопрос, какой класс получает при реальном социализме свое полное распоряжение прибавочную стоимость, вопросом, на что он ее расходует. Вторым вопросом мы еще займемся. Займемся и тем, как живут номенклатурщики. Но, несомненно, они, кстати, подобно рабовладельцам, феодалам и капиталистам, проедают не всю, получаемую прибавочную стоимость. Однако, получает ее класс номенклатуры всю, безраздельно. Это гарантируется тем, что при реальном социализме вся прибавочная стоимость поступает государству, а оно целиком принадлежит классу номенклатуры. Получив же полностью всю прибавочную стоимость, номенклатура исключительно по собственному усмотрению распределяет, что истратить на свои прихоти, а что на оплату служащих и интеллигенции, что на мирный космос, а что на ядерные ракеты, что на учебники для детишек, а что на слежку за их родителями. Получатель и бесконтрольный обладатель прибавочной стоимости при реальном социализме класс номенклатуры и только он один. Мы говорили пока о прибавочной стоимости, а научный марксист уже заикнулся об эксплуатации. Это он неспроста. Марксистская теория изъятия прибавочной стоимости у непосредственного производителя и есть эксплуатация, при этом марксизм не различает, для какой цели используется изъятая прибавочная стоимость, на прихоти капиталиста или на развертывание производства. Так пусть уж не обессудят научные коммунисты за то, что мы последуем их примеру. Изъятие прибавочной стоимости у производителей эксплуатация, а изымающий эксплуататор изымает прибавочный продукт в условиях реального социализма. Номенклатура значит при реальном социализме класс номенклатуры и является эксплуататором трудящихся. Номенклатура эксплуататорский класс советского общества. От этой истины никуда нельзя уйти, ее нельзя скрыть никакой пропагандистской болтовней. Отсюда следует эксплуататором является не только весь класс номенклатуры в целом, но и каждый его член в отдельности. Известно бесконечно повторяющиеся советской пропагандой утверждение, что в Советском Союзе ликвидирована эксплуатация человека-человеком. Еще Ленин подчеркнул этот тезис в своем с подкупающей объективностью сформулированном высказывании о социализме как первой фазе коммунизма. Справедливости и равенства первая фаза коммунизма дать еще не может. Различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможно будет эксплуатация человека-человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность. Как видим, вопрос об эксплуатации человека-человеком пускается здесь в ход как козырная карта, чтобы покрыть несправедливость общества реального социализма. Да, несправедливость есть. Есть богатые и бедные, но вот ни один человек, другого человека, уже не эксплуатирует. Верно ли это? Конечно, поскольку народное хозяйство СССР является коллективной собственностью класса номенклатуры, а не индивидуальной собственностью его членов, эксплуатация трудящихся в СССР имеет форму эксплуатации не человек человеком, а человека номенклатурным государством. Но номенклатурщики не смогут скрыть, каждый из них получает лично свою долю изымаемой прибавочной стоимость. Вслед за коллективным изъятием прибавочной стоимости происходит ее индивидуальное присвоение. Откуда иначе берется высокая зарплата номенклатурщика, на какие деньги построены и содержатся предоставляемые ему дача и квартира, на какие средства приобретены его путевки в цыковский санаторий и служебная автомашина, из какого рога изобилия льется его кремлевский паек. Так как прибавочная стоимость поступает сначала в общий котел номенклатурного государства и черпается потом оттуда, невозможно установить, каких именно трудящихся эксплуатирует какой номенклатурщик, но невозможность назвать их поименно нисколько не меняет того факта, что номенклатурщик их эксплуатирует, присваивая производимую ими прибавочную стоимость. Он эксплуатирует их точно так же, как рабовладелец рабов или как феодал крепостных. Разница состоит в форме эксплуатации, а не в ее факте. В обществе реального социализма есть эксплуатация человека человеком. Она есть, и люди начинают это понимать. Недаром в Советском Союзе так популярен анекдот, поставленный в качестве эпиграфа к этой главе. Анекдот анекдотом, но может быть есть у советской политэкономии и социализма какие-либо аргументы, опровергающие этот тезис? Есть аргументы, прямо процитируемых из теоретической книги советского автора, посвященной проблеме собственности при социализме и коммунизме. Государственная собственность в социалистических странах означает, что средства производства находятся в руках всего народа. Разве можно говорить о том, что в этих условиях государственной собственностью владеет и распоряжается какой-то новый класс собственников? Нет, нельзя. Трудящиеся в социалистическом обществе являются совладельцами всех средств производства, не продают и не могут продавать свою рабочую силу, так как это означало бы продавать ее самим себе. В этих условиях было бы абсурдно говорить об отношениях эксплуатации. Эксплуатация человека человеком существует лишь тогда, когда одна часть общества, имея в своих руках средства производства, присваивает труд другой части общества, которая лишена этих средств производства и в силу этого вынуждена работать на собственников средств производства. Но такого положения нет и не может быть в социалистическом обществе. Видите, как убедительно, при социализме эксплуатации нет, потому что при социализме эксплуатации быть не может. Думаете, сам автор цитаты не сознает пустоту своей аргументации? Сознает, но ведь сказать больше нечего. И правда нечего. Если применить к реальному социализму категории марксовой политэкономии, то найти аргументы против эксплуататорского характера этого общества невозможно. При реальном социализме есть прибавочная стоимость. При реальном социализме есть эксплуатация человека человеком. Это основа основ экономической системы реального социализма. Система эта сколочена именно так, чтобы в ее рамках класс номенклатуры мог с наибольшим успехом осуществлять эксплуатацию трудящихся. Четвертое. Основной экономический закон реального социализма. Самым фантастическим утверждением в официальной политэкономии социализма может по праву считаться сформулированный Сталином основной экономический закон социализма. Он состоит якобы в обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и усовершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Тут не подойдет снисходительная оценка если и неверно то хорошо придумано и придумано то плохо несмотря на старательное ограничение номенклатуры контактов между странами от людей не удалось скрыть именно там где победил реальный социализм удовлетворение потребности населения зримо падает и чем радикальнее победа тем глубже падение что что но уж никак не удовлетворение потребностей членов общества является основой экономики реального социализма что же в таком случае попробуем оттолкнуться от основного экономического закона современного капитализма он формулируется в сталинской политэкономии как обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации разорения и обнищания большинства населения данной страны путем закабаления и систематического ограбления народов других стран особенно отсталых стран наконец путем войн и милитаризации народного хозяйства используемых для обеспечения наивысших прибыли дело западного читателя определить в какой мере подходят эти суровые слова к положению в его стране происходит ли обнищание большинства населения в ФРГ закабаляет ли Австрия народы других стран и ведет ли Швейцария войны для обеспечения наивысших прибыли определение вызывает ассоциации не с современными капиталистическими а с государствами реального социализма может быть получение максимальной прибыли является главной задачей класса номенклатуры нет не является в противном случае результат хозяйственной политики был бы иным не подлежащее сомнению крайнее пристрастие капиталистов к прибыли ведет к тому что они в изобилии производят потребительские товары не потому что заботятся о населении а потому что прибыль они могут получить только продав свои товары это и заставляет капиталистов живо интересоваться запросами потребителей в результате при развитом капитализме возникает то что принято именовать обществом потребления рынок перенасыщается потребительскими товарами и проблемой капиталистической экономики становятся кризисы перепроизводства ничего даже отдаленно похожего на все это при реальном социализме нет значит в условиях реального социализма не действует основной экономический закон советского капиталистического общества погоня за максимальной прибылью больше того производство при реальном социализме весьма наглядно отличается от капиталистического, в частности, тем, что спокойно допускает не только нерентабельность, но и прямую убыточность цехов, предприятий и даже целых отраслей, явление невозможное при капитализме. В каких случаях так бывает? Иными словами, что важнее в экономической деятельности класса номенклатуры, чем максимальная прибыль? Бывает так в тех случаях, когда это нужно для укрепления мощи режима номенклатуры. В жертву этому хладнокровно приносится рентабельность производства. Здесь мы, очевидно, и подходим к подлинному основному экономическому закону реального социализма. В самом деле, какова главная экономическая цель номенклатуры? Джиллес утверждает, будто новый класс – фанатик индустриализации, и нужно это ему или нет, всеми средствами ее осуществляют. Мнению о мистическом преклонении нового класса перед индустриальным производством вторят Куронь и Мадзелевский, приписывая центральной политической бюрократии цель – производство ради производства. Все это неубедительно, ведь номенклатура отнюдь не рвется производить товары народного потребления или строить без разбора промышленные предприятия. Номенклатурщики – фанатики власти, а не индустриализации, даже не прибыли. Поэтому и в экономике свою главную задачу они видят во всемирном упрочении и расширении своей власти. Соответственно, они стремятся производить то, что нужно для этой цели. Производство вооружений, военной и полицейской техники, строительство правительственных и военных объектов – все это не случайно, а вполне закономерно, поднято при реальном социализме на особую высоту и резко отделено от остального производства, рассматриваемого как второстепенное. Существование военно-промышленного комплекса в странах реального социализма и особенно в СССР намного ощутимее, чем на Западе, где оно, с точки зрения советского человека, находится в зачаточной стадии. Как можно сформулировать основной экономический закон реального социализма? Сделаем это с оговоркой. Уверенность Сталина в том, что у каждой формации есть свой основной экономический закон, порождена типичным для Сталина и его последователей иерархическим мышлением. Раз есть формация, значит, среди ее закономерности должен быть главный закон, задающий тон всем остальным. Подобное мышление имеет мало общего с наукой. Но сформулировать цель, которую преследует господствующий класс данной формации в своей экономической политике, вполне научная задача, и с иерархическим мышлением номенклатурной бюрократии она не связана. В этом смысле основной экономический закон реального социализма состоит в стремлении господствующего класса номенклатуры обеспечить экономическими средствами максимальное укрепление и расширение своей власти. Не некий неразборчивый фанатизм и уж, конечно, неблагородное стремление удовлетворить потребности трудящихся, а это и только это составляет цель и основу всей экономической деятельности класса номенклатуры. У населения же Советского Союза цель совсем другая, простая и понятная – производство для потребления, причем не для потребления класса номенклатуры, а для потребления самих трудящихся. Люди хотят изобилия товаров для всех, а не для закрытых распределителей и для начальства, они хотят жилищ, а не казарм и не госдач, автомашин для рядового человека, а не танков и чаек, масла, а не пушек. Люди действительно хотели бы, чтобы процесс производства служил удовлетворению их потребностей, эту-то цель рядовых тружеников и выдал Сталин за основной экономический закон социализма. Но в действительности между такой целью и экономической целью номенклатуры основным экономическим законам реального социализма – непримиримое противоречие. Оно ярко отражает антагонизм общества реального социализма. Хорошо сказал о таком противоречии сам Сталин в одном из своих последних произведений об ошибках товарища Ярошенко Л.Д. Сталин писал «Товарищ Ярошенко забывает, что люди производят не для производства, а для удовлетворения своих потребностей. Он забывает, что производство, оторванное от удовлетворения потребностей, общество хелеет и гивнет». Верно, так оно и поступает. ПЯТОЕ ПЛАНОВОСТЬ ЭКОНОМИКИ И СВЕРХ МОНОПОЛИЯ Мои первые школьные годы совпали с годами первого советского пятилетнего плана. Мы изучали его по книжке Ильина «Рассказ о великом плане». Автор начинал с описания анархии капиталистического производства. Некий предприниматель в США вдруг приходит к выводу, что большим спросом будут пользоваться мужские шляпы и начинает в безудержном темпе их производить. Его примеру следуют другие капиталисты, все капиталы вложены в шляпное производство, шляпы переполняют полки магазинов, заваливают витрины и склады. Но столько шляп не нужно, они не находят сбыта. И вот разоряются фирмы, лопаются банки, безработные изнывают на бирже труда, свирепствует экономический кризис. Тем временем некий другой капиталист приходит к мысли развернуть производство зажигалок. Все капиталы тотчас вкладываются в зажигалочный бизнес, и опять переполняются полки, а затем лопаются банки. Иное дело при плановом хозяйстве. Все заранее мудро рассчитано, и товаров производится ровно столько, сколько нужно для удовлетворения неуклонно растущих потребностей советских людей. Книжка Ильина нам нравилась, она была отпечатана на хорошей бумаге, какой мы больше нигде не видели, и в ней были фотографии добротных шляп и изящных зажигалок, которых плановая экономика СССР не изготовляла. Значительно позднее в Вене я впервые в жизни разговаривался с западным предпринимателем, рядовым швейцарским фабрикантом. Он поднял меня на смех за почерпнутую у Ильина информацию и разъяснил, что каждый капиталист очень тщательно планирует свое производство, хотя бы уже потому, что деньги в него вкладывает свои, а не казенные, в противоположность составителям великого плана. Между тем, даваемый в Советском Союзе теоретический анализ плановости народного хозяйства все еще находится на уровне аргументации Ильина. Она обогащена, собственно, только одним сталинским тезисом. Плановость хозяйства является закономерностью социалистической экономики. С этим тезисом нельзя не согласиться. Действительно, план развития народного хозяйства не случайно, а закономерная черта реального социализма. Только закономерность эта не таит в себе. Ничего мистического объясняется просто. Вся экономика Советского Союза представляет собой, подобно фабрике моего венского совеседника, одно предприятие и принадлежит одному владельцу – классу номенклатуры. Этот класс полностью распоряжается своим предприятием, а точнее гигантским синдикатом, каким является советская экономика. Того читателя, который шокирован капиталистическим термином в применении к социалистическому хозяйству, можно легко успокоить. Термин принадлежит Ленину. В книге «Государство и революция» он писал о пути к созданию экономики социализма. Экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного синдиката, именно всего государства и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству. Шокируем еще раз читателя и охарактеризуем этот синдикат как сверхмонополию. Читатели же опять успокоим. Цитаты. На этот раз, правда, не из Ленина, а из коллективного труда советских авторов, выпущенного в Москве издательством Академии наук СССР. Как бы ни крупные были капиталистические монополии, как бы ни сильна была концентрация собственности в руках государственно-монополистического капитализма в отдельных странах до 40%, социализм достигает общей национальной концентрации всех основных средств производства, самой высокой концентрации собственности. Итак, сверхмонополия. Сказано в коллективном труде и о государстве. В этих условиях государство выступает как экономический орган, с одной стороны, как организатор производства, с другой, как регулятор общественных отношений между классами и вместе с тем оно выступает как политический орган. Номенклатурное государство выступает как руководитель экономики, как менеджер сверхмонополий. Владелец же его класс номенклатуры. Через свое государство он должен, естественно, спланировать работу своей сверхмонополии, как делает это на своем скромном уровне и швейцарский фабрикант. Следовательно, удивляться приходится не тому, что в советской экономике есть план, его просто не может не быть, а тому, что он не в пример швейцарскому плану, видимо, всегда составляется неудачно, ибо никогда не выполняется в том виде, в каком он был первоначально принят. Удивляться приходится и тому, что план при реальном социализме не выполняет на деле функцию обеспечения нужных пропорций производства, так, как твердит политэкономия социализма и, как полагают некоторые люди на Западе. Показатель того, что никто об этих пропорциях всерьез не думает – всемирное поощрение ничем не ограничиваемого перевыполнения плана. Какая-либо отрасль, завод или цех могут произвести сколько угодно лишних, с точки зрения плана деталей или единиц продукции, за это будут только хвалить. Почему? Потому что стремление заставить трудящихся производить за ту же заработную плату, возможно, больше, полностью доминирует в экономическом мышлении класса номенклатуры, хотя изготовление продукции в ряде случаев, не находящее применение, бывает убыточно и фактически уменьшает размер получаемой прибыли. Номенклатура сама поощряет внесение диспропорции в свое, якобы именно для соблюдения оптимальной пропорции планируемое, хозяйство. Класс номенклатуры безраздельно владеет экономикой СССР как единым гигантским синдикатом – вот подлинный главный фактор в организации экономики Советского Союза. Он-то и проявляется для внешнего мира в форме плановости хозяйства. Неудивительно, что номенклатура с презрительным фырканием встречает сообщения о рубких попытках западных стран тоже ввести элементы плана в свою экономику. Действительно, имеющая силу закон о планировании экономики возможно только после превращения всего народного хозяйства страны в единый синдикат, принадлежащий господствующему классу. Пока этого нет, любой план будет лишь рекомендацией вроде консультации со стороны конъюнктурных институтов. Реальный социализм сделал полезное дело, подавив идею введения плана в экономику. Это значительный его вклад в развитие мирового хозяйства, только не следует смешивать с этой положительной стороной вопрос о фактических результатах номенклатурно-концернового планирования. С легкой руки Маркса принято клеймить как анархический и стихийный, регулирующий механизм рынка. В такой оценке есть правда, но далеко не вся правда. Да, капиталистический рынок анархичен в том смысле, что нет над ним некоего командующего руководства. Да, он стихийен в том смысле, что каждое его движение возникает не как результат осмысления всей ситуации на рынке и логический вывод из нее. Но в обоих этих пунктах отразилась не слабость, а сила рыночного механизма. Помните детскую сказочку о тысяче ножке, которая не смогла сойти с места, как только попыталась осознанно передвигать каждую ногу? Сказочка умная, и основоположникам марксизма следовало бы над ней задуматься. Впрочем, что говорить о гадкой тысяче ножке? В нашем с вами организме, читатель, миллионы клеток, и каждая из них функционирует. Представьте себе, что вы взяли бы на себя, неизвестно зачем, задачу сознательно направлять деятельность каждой из них. Действовать они все в таком случае явно не смогли бы, а вы давно уже сидели бы в сумасшедшем доме завязанной, смирительную рубашку. Формируя в процессе эволюции от одноклеточных к высоко развитым существам нервную систему, природа оградила сознание защитными механизмами, освобождающими его от работы, которая может быть произведена без его участия, тоже можно сказать об обществе и общественном сознании. И только воспринятыми Марксом веяниями рационализма 17 века можно объяснить, что поклонник Дарвина об этом не подумал. Рынок является защитным автоматически регулирующимся механизмом общества в экономической сфере. Он неизмеримо более эластичен, подвижен, способен к быстрой реакции, чем приказы даже самой дельной бюрократии, не говоря уж об отобранной по политическим признакам. Когда же вдобавок эти приказы даются наряд ли вперед, окаменевая в форме очередного пятилетнего плана заказа, всякая эластичность экономического реагирования полностью исключается. Можно сколько угодно раздувать планирующие органы и плодить плановые показатели, результат даже в отдаленной степени не заменит саморегулирующего механизма рынка. Значит, рынок идеально? Нет. Хотя его саморегулирование экономически эффективно, оно в ряде случаев оказывается несоциальным и негуманным. Такие элементы попросту не заложены в рыночный механизм, поэтому возникают кризисы, перепроизводство, безработица, банкротство. Механизм рынка дает много, но нельзя требовать от него всего на свете. Возьмем для сравнения простой пример. В нашем организме чрезвычайно важен защитный механизм сна. Однако бывает, что он приводит к гибели человека, если, например, тот заснет за рулем машины. Механизм засыпания к такому случаю не приспособлен. Правильно ли было бы в качестве вывода изобрести средство от сна, в результате чего мы могли бы водить автомобиль в любое время дня и ночи, но, разумеется, стали бы идиотами? Очевидно, нет. Просто надо или не ездить ночью или предварительно выспаться. Иными словами, надо учитывать действие защитного механизма, не бросать ему вызов и, таким образом, не попадать под его удар. Мы уже сказали, что идея плана в экономике полезна. Полезно внести в стихию рынка элемент осознанности ситуации и перспектив его развития. Полезно создавать не начальствующие, а хорошо информированные консультативные органы. Полезен составленный экспертами план «Рекомендация». Составленный же номенклатурными бюрократами план «Закон», сопровождаемый разрушением умного механизма рынка, экономическая бессмыслица. Она, разумеется, не прекращает процессы производства, это означало бы ликвидацию человеческого общества, но жестоко мстит за свое торжество, за подавление рынка сверх монополий. Только вот месть эта ударяет не по номенклатуре, а по ее подданным. Шестое. Тенденция к сдерживанию развития производительных сил. В книге «Империализм как высшая стадия капитализма» Ленин пишет. «Как мы видели, самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это монополия капиталистическая, то есть выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию, поскольку устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу движению вперед, постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс». И далее Ленин продолжает. «Конечно, монополия при капитализме никогда не может полностью и на очень долгое время устранить конкуренции всемирного рынка. В этом, между прочим, одна из причин вздорности теории ультраимпериализма. Конечно, возможность понизить издержки производства и повысить прибыль посредством ведения технических улучшений действует в пользу изменений, но тенденция к застою и загниванию, свойственная монополии, продолжает, в свою очередь, действовать и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет вверх». Это сказано о монополии в условиях капитализма, но относится, как подчеркивает Ленин, к любой монополии. При капитализме, отмечает Ленин, монополия находится в постоянном и неразрешимом противоречии со всей капиталистической средой, с господством рыночных отношений и конкуренции. В этих условиях монополии действительно не могут развиваться до логического конца, до того, что Каутский называл сверхимпериализмом, ультраимпериализмус. Соответственно, крупные западные концерны, которые в марксистской пропаганде именуются монополиями, в действительности именно в экономическом смысле слова ими не являются. Ни один из них не сумел полностью монополизировать производство и рынок своей отрасли. Однако, в такой мере, в какой на основе соглашений между концернами им удается устанавливать монопольно высокие цены на свой продукт и подавлять конкуренцию, названная Лениным тенденция возникает, как он правильно указывает, на некоторое время и в некоторых странах. Ленин приводит даже пример. В Америке некий Оуэнс изобрел бутылочную машину, производящую революцию выделки бутылок. Немецкий картель бутылочных фабрикантов скупает патенты Оуэнса и кладет их под сукно, задерживает их применение. Разумеется, было бы неверно думать, что бутылки и поныне производятся по старинке, рыночные отношения и погони за максимальной прибылью допустить такого не могли. Но это при капитализме, сама среда которого враждебна монополии и ее ограничивает. А как при реальном социализме, где капиталистическая среда выжжена каленым железом и в экономике установлена ничем не ограниченная сверхмонополия господствующего класса номенклатуры. Представьте себе, читатель, что вы рабочий. В нудных речах, статьях, радиопередачах и лозунгах вам монотонно стараются внушить, что вы должны воспитывать в себе чувства хозяина и работать, не переводя дыхание, чтобы богатело родное советское государство. Но вы-то живете не первый год в Советском Союзе и уже с детства поняли, что хозяин не вы, и что автор призывов в свои слова не верит, напишет халтуру за гонорар и в надежде сделать карьеру. У него есть свои интересы, а у вас свои. Какие же? Вы их видите в том, чтобы, делая вид, будто вы рветесь потрудиться для советского государства, на деле ухитриться работать поменьше, а получить побольше. Конечно, ваше желание работать поменьше ограничено заданной вам нормой. Но что произойдет, если вы ее не выполните? Ничего ужасного. Работяги везде нужны, так что вас заводы не выгонят, а выгонят, вы сразу же найметесь на соседней, знает это и начальство, и не станет вам повышать норму сверх приемлемых для вас пределов. Теперь представьте себе, читатель, что вы начальник цеха, главный инженер или директор на том же предприятии. Какие у вас интересы? Ясно, на партийных собраниях вы распинаетесь в том, что болеете за дело предприятия, но сами-то вы убеждены ваши интересы в том, чтобы получить премию за перевопреждение плана, чтобы были вы на хорошем счету и смогли бы продвинуться. Конечно, рабочих вам не жалко, и вы готовы были бы драть с них три шкуры, но вы знаете, как они рассуждают, и поняли, что нажимом вызовете лишь текучесть рабсилы на предприятии и трудовые споры. В результате высшее начальство будет вами же недовольно. Как быть? Очень просто. Дело в том, что от руководителей предприятия фактически требуется не максимум прибыли, подсчитать которой крайне трудно, а легко проверяемое выполнение плана. Уже за небольшое его перевыполнение вы получите все возможные для вас премии и поощрения. Между тем, внезапное значительное перевыполнение принесет вам только неприятности. Недоброжелательство коллег-директоров и подозрение начальства, что вы до сих пор бездельничали и скрывали резервы повышения продукции, план вам будет увеличен, и все это будет только мешать вашей карьере. Поэтому вам надо добиться для своего предприятия наиболее легко выполнимого, то есть минимального плана. Всеми правдами и неправдами вы будете убеждать главк и министерство в том, что предприятие достигло пределов своих возможностей, план же составляете вы сами, так как не главкните более министерства, не говоря уже о госплане, не знают реального положения на вашем заводе, а потому могут лишь с важным видом штамповать поданный вами проект плана. Чтобы они его безропотно проштамповали, надо составить план по простой формуле, записанная в отчете о выполнении предыдущего плана цифра, произведенной продукцией плюс небольшой процент прироста. При этом надо утверждать, что выполнение такого плана потребует полного напряжения сил и мобилизации всех резервов. Послушают вас в главке и министерстве? Да, послушают. Представьте себя читателем начальником, главка или министром. Расходятся ваши интересы с интересами директора предприятия? Нисколько. Вы тоже хотите удержаться в своем начальственном кресле, а вдобавок получить орден и рассматриваться в ЦК партии как перспективный руководитель промышленности. Конечно, и вас не интересуют все эти рабочие, да и начальники цехов, которых вы видите почтительно глазеющими при ваших редких инспекционных поездках на предприятия. Ради своей карьеры вы готовы бы их всех согнуть в бараний рог, только для карьеры-то нужно другое. Да, для острастки других вы примерно накажете какого-нибудь обнаглевшего начальника цеха или не пользующегося поддержкой в обкоме директора, чтобы высшее руководство видело, что вы требовательны, но особенно важно, чтобы оно видело другое. Предприятия, главка или министерство регулярно выполняют план, являются передовиками производства, получают переходящие красные знамена, поэтому вы не станете навязывать им трудновыполнимый план, а с суровым видом подпишите те проекты, которые они вам предоставят. Не станете вы и дотошно копаться в их отчете о выполнении плана вам нужно только, чтобы он был составлен грамотно и к нему не могла придраться никакая проверочная комиссия. Конечно, на партактивах и совещаниях вы будете грохотать о необходимости напрячься силы и изыскать скрытые резервы, а в действительности в ваших интересах благополучная отчетность о выполнении и перевыполнении планов всеми предприятиями главка и министерства, а на новый период легко выполнимый, то есть, опять-таки, минимальный план. Он будет направлен министерством в Госплан СССР, и вот вы, читатель, один из руководителей Госплана, а то и сам его председатель, заместитель главы советского правительства, к вам поступают надлежащим образом оформленные, подписанные министрами, объемистые секретные папки с планами. Вы знаете, что ни один министр не подписал планов по своему министерству без согласия соответствующего отдела ЦК партии, проверяли в отделе весь этот поток цифр или просто министр на охоте с запузатой бутылкой импортного коньяка Наполеон договорился с заведующим отделом, вас не интересует. Заведующий отделом ЦК принял на себя ответственность, вам он не подчинен, он вхож в секретариат ЦК, из-за каких-то дурацких цифр вызывать неудовольствие этого влиятельного человека вы не собираетесь. К тому же ваш аппарат докладывает, что цифры в порядке, есть небольшой рост по сравнению с прошлым планом. И вы, напыжившись, подпишите объемистый том плана, заполненный морем цифр, которые ни один человек на свете и, конечно, никакой член политбюро уже не сможет обозреть. Подписывая, вы знаете, что это не конец. Скоро начнут поступать первые ходатайства о внесении поправок в план и продолжаться так будет до последнего квартала его выполнения. Усмотрите ли вы свою задачу в том, чтобы непреклонно требовать осуществления каждой строки плана и придавать любого нарушителя заслуженной каре? Нет. Судьба этих нарушителей вам, конечно, безразлична, хоть бы их на костре сжигали, но интересы ваши требуют другого, ведь если будет много невыполнения плана, пятно ляжет на вас, вы не досмотрели, вы утвердили оказавшийся нереальным план, конечно, чтобы показать свою твердость и партийную непримиримость к недостаткам, вы отдадите на растерзание нескольких нарушителей планов, но в огромном большинстве случаев вы терпеливо будете вносить поправки в план на протяжении всего периода его действия, и все они будут направлены на снижение показателей, только наивный посторонне верит грозным словам, что план – это закон, обязательный для выполнения. Хозяйственник в СССР знает, плановые показатели многократно пересматриваются и сокращаются, так что в итоге выполнением плана считается достижение значительно меньших результатов, чем было подписано в первоначально утвержденном тексте. «Наконец, читатель, представьте себе, что вы член политбюро и даже сам генеральный секретарь ЦК. Стукните вы холеным кулаком по своему полированному столу, зычно крикните на номенклатурном жаргоне, мы это дело поломаем, и действительно постарайтесь в корне изменить план. Не сделайте вы этого, хоть все рабочие, начальники цехов, директора заводов, руководители главков и члены госплана кажутся с вашей высоты копошащимися муравьями, и их вам, разумеется, не жалко, но ведь и у вас есть собственные интересы в основе своей, совпадающие с классовыми интересами номенклатуры. Они состоят в следующем. Конечно, желательно получить побольше прибыли от работы этих муравьев, но самое главное – не допустить ничего, что могло бы хоть в какой-то мере быть опасным для святая святых, неограниченной власти вашей лично и номенклатуры в целом. Все прочее отступает перед этим абсолютно. Разумеется, можно распорядиться, выгонять с заводов, не выполняющих нормы, и на другую работу этих негодяев не принимать, да и норму поднять повыше. Только что делать с безработными? Пойти по ревизионистскому пути Югославии и разрешить им ехать на работу за границей? Они насмотрятся, как там живут, и вернутся антисоветчиками, опасным элементом. Просто оставить их нищенствовать в стране – тоже опасный для власти элемент. Всех в лагеря? Времена не те. Так неужели платить им, как на Западе? Пособие по безработице? Бессмысленно. Они, работая, получают зарплату, на которую с трудом могут прожить, значит, меньше платить нельзя. Но если пособие будет равно зарплате, тогда они все захотят стать безработными. Выходит, что ввести пособие по безработице – это значит существенно повысить зарплату работающим. Где же тогда выгода? К тому же бездельники начнут по-настоящему ценить повышенную зарплату, только если смогут покупать на нее потребительские товары, то же, как на Западе. Выходит, что надо будет перестраивать всю структуру производства и уже не на словах, а на деле отказываться от примата тяжелой индустрии. Это что же, оборонную промышленность – силу нашу – свертывать, а производство подштанников – развертывать? Да ни Маленков, ни Хрущев до такого не успели договориться, как их выкинули. Думать нечего о подобном поручном курсе, если хочешь остаться у руководства. Вот и окажется, читатель, что альтернативы у вас, как у генерального секретаря ЦК, не будет. Ваши интересы продиктуют, что все надо оставить так, как есть. Требовать, взывать, давать нагоняи, провозглашать лозунги и даже некую мертворожденную экономическую реформу, но на деле ничего не изменять. Круг замкнулся. Бюрократический план в условиях сверхмонополий, установленный в экономике реального социализма, породил неизбежное явление, возникло силовое поле, идущее снизу до самого верха, от разнорабочего до кенсека ЦК, поле, которое упорно действует в сторону минимализации как самого плана, так и его перевыполнения. Это поле возникает не на основе сговора, напротив, каждому из них судьба другого абсолютно безразлична, и все твердят о своем стремлении взять максимальный план, максимально его перевыполнить и дать стране как можно больше продукции, но все это пустые слова, силовое же поле возникает на самой прочной основе, на общей заинтересованности. Поскольку такое силовое поле с абсолютным автоматизмом возникает на каждом советском предприятии, в каждом колхозе и совхозе, сила его неодолима. Создавали, укрупняли и разукрупняли министерства, их сменяли совнархозы и госкомитеты, затем снова воссоздались министерства, была рабочая крестьянская инспекция, был госконтроль, стал народный контроль, но никакие реорганизации и, конечно, никакая пропаганда не могли сломить силовые линии поля, изменить непредусмотренную Марксом собственную динамику экономической системы реального социализма. Маркс ее не предвидел, а вот Ленин подметил, так как к его времени уже появились крупные концерны. При этом Ленин справедливо подчеркнул, что речь идет о тенденции к стагнации, а не о собственно стагнации. Значит, стагнации в точном понимании слова нет, рост производства, продолжается, но объем его меньше, чем позволяют наличные возможности. Возникновение факторов, тормозящих рост производства и проявляется как тенденция к стагнации. При реальном социализме она явно сильнее, чем при капитализме даже в условиях существования крупных концернов. Дело в том, что ликвидирована противодействующая такой тенденции рыночно-конкурентная среда. Экономическая же система реального социализма выработала у участников процесса производства полную незаинтересованность в объективных результатах их труда на всех этажах социальной лестницы. Оставаясь в рамках марксистской терминологии, тенденцию к стагнации, точнее будет назвать, тенденции к сдерживанию развития производительных сил. Порождает ее собственная динамика монополии в производстве в условиях реального социализма, приводящая к возникновению противоречий между интересами производства и интересами производителей. Под трескотню казенных фраз о том, что реальный социализм открывает и безграничный простор для развития производства, разворачивается процесс, охарактеризованный Марксом. Производственные отношения превращаются в оковы для развития производительных сил. Своё очень наглядное, концентрированное выражение находит этот процесс в проблеме «внедрения». Под этим термином подразумевается внедрение новых научных достижений и открытий в производстве. Это явление того же порядка, что и ленинский пример с производством бутылок, с той разницей, что при реальном социализме проблема стоит особенно остро. О внедрении нередко упоминает советская печать. В Академии наук СССР и других научных учреждениях она вообще не сходит с повестки дня, и для её решения создан Государственный комитет по науке и технике, возглавляемый заместителем премьер-министра. Но всё же масштаб этой, больной для реального социализма проблемы, преуменьшен, ибо масштаб не бюрократический, а исторический. Речь идёт о важнейшем с точки зрения исторического материализма процессе, о развитии производительных сил общества. Оно ведь происходит не только и не столько путём количественного накапливания средств производства, сколько путём их качественного развития. Здесь явно находится одно из слабых мест экономики реального социализма. Разве не странно, что огромная страна с народом отнюдь не бедным, научными и техническими талантами, несмотря на небывалую концентрацию внимания его диктаторского руководства на развитии индустрии, десятилетиями вынуждена лишь копировать западные технические образцы, а когда дело срочное, то и выкрадывать их, например, секрет изготовления атомной бомбы или самолёта «Конкорд». Разве не удивительно, что даже в том уникальном случае, когда благодаря дальновидности советских учёных и просчётам Пентагона Советский Союз в конце пятидесятых годов вырвался было вперёд в создании ракет, американская техника без особой натуги обогнала его и в военных ракетах, и в космических экспериментах, хоть и бросила советское руководство все силы и средства на этот участок. На Западе мало кто отдал себе отчёт в том, что в немалой степени именно болезненность проблемы внедрения вызвала в 1957 году нападки хрущёвского руководства на роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». С точки зрения западного читателя сюжет романа анекдотичен. Директор завода, номенклатурщик Дроздов, пускается во все возможные интриги, чтобы не допустить внедрения машины, которая повысила бы производительность его завода. Но при реальном социализме такой конфликт не парадокс, а естественное явление, и в соцсторонах он никого не удивит. Мы ведь уже видели, от директора требуется только выполнение и небольшое, точно, на премию, перевыполнение план. В этих условиях внедрение новой машины означает для него хлопоты, срыв графика, угрозу для выполнения плана и для премий, а также перспективу повышения плана со ссылкой на полученную новую технику. Разве не ясно, что разумный директор старательно маневрирует с целью подольше не внедрить новое техническое достижение, нисколько не заинтересованы в новой машине и рабочие, ведь после ее установки им повысят не зарплату, а норму, причем постараются сжульничать и норму завысить, к машине же еще надо будет приноравливаться. Бюрократическое планирование экономики в самой своей основе враждебно техническому прогрессу, отсюда и все результаты. Что говорить о сложных машинах на производстве? Даже в канцелярской технике отставание Советского Союза настолько велико, что весьма скромный западный институт, не говоря уже о банках и концернах, технически значительно лучше оборудован, чем аппарат ЦК КПСС. Подход, не на словах, а на деле, к техническому прогрессу при капитализме и при реальном социализме противоположен. Если сделано изобретение, то при капитализме возникает проблема промышленного шпионажа, а при реальном социализме проблема внедрения. Кроме нее есть ряд других проявлений тенденции к сдерживанию развития производительных сил. Таково, например, низкое качество продукции социалистических предприятий. На Западе распространена легенда, будто советские товары хоть и не газисты на вид, но отличаются прочностью и добротным качеством. Советские люди знают. Качество советской продукции вполне соответствует ее внешнему виду. Дело в том, что планирование при реальном социализме производится количественное, будь то в единицах продукции или в деньгах. В этих категориях план должен быть выполнен или перевыполнен. Качеству продукции отводится явно второстепенная роль. Установлены государственные стандарты, ГОСТы, и предполагается, что выпускаемая продукция им соответствует. Но проверяется это весьма поверхностно. Проверкой занимается отдел технического контроля ОТК, выпускающего продукцию предприятия. Контролеры ОТК – люди зависимые. Самое большее они могут подставить ножку какому-нибудь нелюбимому бригадиру или начальнику цеха, но никогда не рискнут они поставить под вопрос, необходимое для примирования перевыполнения плана предприятия. Это настолько хорошо известно номенклатуре, что нашло даже своеобразное организационное признание с ее стороны. В тех случаях, где она кровно заинтересована в качестве продукции, а именно военной промышленности, продукцию принимают представители Министерства обороны СССР, не зависящие от руководителей военных предприятий и даже от Министерства обороны промышленности. Строжайшему контролю специалистов подвергается качеству спецтехники, изготовляемой для КГБ. Горбачев вел госприемку и на обычных предприятиях, а результат? Много продукции было забраковано, планы оказались невыполненными, рабочие были недовольны. Вот и все, потому что никакая госприемка не в состоянии компенсировать органические пороки системы. Низкое качество продукции – это форма облегчения работы по выполнению плана. Она молчаливо допускается номенклатурой. Качество продукции – важная грань производства. По этой грани сдерживание развития производства происходит, пожалуй, еще заметнее, чем по количественной. Количество производимой продукции возрастает, а вот качество в ряде случаев снижается. Менее бросающаяся в глаза, но хорошо знакомая советскому потребителю форма проявления тенденции к сдерживанию развития производительных сил при реальном социализме такова. Если план составлен не в штуках, а в денежном выражении, то предприятие старается выпускать более дорогие виды продукции. Так можно произвести меньше, а план все-таки перевыполнить. Когда в советском магазине вы видите какой-либо по обыкновению неприглядный, а ляповатый товар, продающийся за непомерную цену, естественно, никем не покупаемый, вы можете безошибочно сказать, директор предприятия ухитрился выполнить план описанным способом. Находит ли товар сбыт, директора не касается. Тенденция к сдерживанию развития производительных сил при реальном социализме не ускользнула, конечно, от взгляда номенклатуры, но класс номенклатуры не хочет признавать эту выявившуюся закономерность и на всех уровнях маскирует ее действия. Еще Сталин в одном из своих выступлений с двусмысленной насмешкой заметил, что «факты – упрямая вещь, но правда говорят, что тем хуже для фактов». Такая идея прочно укоренилась советской отчетности о выполнении плана. На низших этажах номенклатурной иерархии это именуется приписками. Приписки – прямое мошенничество, просто в отчет о выполнении плана вносятся заведомо ложные цифры якобы произведенной продукции. Метод основан на ясном понимании бюрократически бумажного характера номенклатурного планирования и отчетности. Из кабинетов Госплана и Министерства спущена составленная без знания реальности бумажная разнарядка, и в ответ подается наверх несоответствующий реальности бумажный отчет. Приписчиков иногда разоблачают, однако бросается в глаза, что практика приписок бывает у виновных обычно многолетней, значит, этот жульнический метод вполне применим в условиях планового хозяйства. Конечно, жулики бывают всюду, и с плановостью хозяйства это не связано, но именно плановость как закономерность экономики реального социализма привела к тому, что жульничают и занимаются приписками не мелкие проходимцы, а даже сами столпы советского общества. К числу таких столпов принадлежал, например, первый секретарь Рязанского обкома КПСС Ларионов. Он громогласно принял обязательство, что его область до 59-й год сдаст государству на 280% больше мяса, чем в 58-м. На декабрьском 59-го года пленуме ЦК партии Ларионов гордо доложил о выполнении обязательства, и Хрущев его хвалил, а на следующий год выяснилось, что все рапорты Ларионова были обманом. Мясо он приказал купить в продмагазинах своей и соседних областей и сдал государству. А вот столб повыше. Первый секретарь ЦК КП Таджикистана Ульджабаев. Этот глава таджикской номенклатуры сообщал на протяжении ряда лет, что его республика дает высший в мире урожай хлопка. Немало громких слов было в этой связи сказано и написано, кстати, и за границей, о том, что вот где могучая сила социализма позволила некогда отсталому Таджикистану обогнать всех на свете. А в апреле 1961 года состоялся, но уже с гораздо меньшей оглаской, пленум ЦК КП Таджикистана, на котором было сообщено, что план по сбору хлопка давно уже в республике не выполняется, а давались фальшивые сведения. Масштаб обмана был таков, что термин «приписка» уже был неприменим. Это хрущевские времена. А как потом? В 70-х годах после долгих колебаний Политбюро ЦК КПСС решилось, наконец, раскрыть грузинскую Панаму, сущность которой была, в общем, уже давно всем ясна. Началась она еще несколько десятилетий назад, при Сталине. Видимо, он считал полезным иметь в своем государстве преданную ему провинцию, куда, кстати, обычно ездил на отдых, а Берия набрала туда немало сотрудников в органы госбезопасности. Всякий, кто бывал в Грузии, видел эти непривычно большие приусадебные участки грузинских колхозников, толпу распранченных фланирующих грузин на улицах Тбилиси, удивлялся непомерным для советского гражданина суммам денег, которые люди довольно легко там тратили. Все знают, что там можно купить и место в ВУЗе, и должность, и диплом об окончании ВУЗа, и даже грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза. Продолжалось это и после Сталина, культ которого там был официально сохранен. Немало грузин рассматривали свою республику как некую особую территорию, и нередко приезжий, недоумевавший по поводу непривычных порядков слышал «Не нравится Грузия? Поезжай в Советский Союз». Если не говорить о коррупции и о сталинском культе, была в такой жизни Грузии положительная сторона, что плохого в том, что людям немножко лучше жилось. Это объяснялось в переводе на язык марксистской политэкономии тем, что в Грузии была несколько снижена норма эксплуатации, но планы-то составлялись в соответствии с общесоюзной нормой. Между тем, первый секретарь ЦК КП Грузии, кандидат в члены политбюро ЦК КП СС Мжаванадзе, гордо докладывал об их перевыполнении. Все эти рапорты были дутыми. Неразрывно связанное с закономерностью бюрократического планирования очковтирательства достигло здесь, казалось бы, своего апогея. Оно шагнуло в политбюро ЦК КП СС, то есть на самую вершину класса номенклатуры. Мжаванадзе прогнали, но метод приписок идутых рапортов о перевыполнении планов остался на номенклатурном олимпе. Дело в том, что появился он там задолго до Мжаванадзе. Только если республиканские царьки со своими фальшивыми цифрами обманывали руководство в Москве, то само это руководство, не имея над собой уже никаких начальников, пыталось ввести в заблуждение весь мир своей фальсифицированной статистикой. Вопрос о советских статистических фальсификациях подробно разобран в западной литературе, останавливаться на нем нет нужды. Американский экономист Наум Ясный проанализировал много опубликованных в СССР статистических данных и разоблачил ряд довольно грубых фальсификаций. Вот всего два примера оба из сообщения ЦСУ СССР об итогах выполнения народно-хозяйственного плана на 1948 год. В этом сообщении было объявлено, что колхозная торговля в 1948 году на 22% превзошла уровень предвоенного 1940 года. Однако, как выяснилось после 20-го съезда КПСС, ЦСУ предварительно, без всяких оснований пересчитала данные 1940 года, снизив их с опубликованной в свое время цифры 41,2 миллиарда до 29,1 миллиарда рублей. Только в результате такого маневра сравнение получилось в пользу 1948 года 35,5 миллиарда рублей в ценах 1940 года. В том же сообщении ЦСУ было сказано, что реальная заработная плата советских трудящихся в 1948 году возросла по сравнению с 1947 годом, то есть за год больше, чем вдвое. Наум Ясный подсчитал, что она в действительности не только не возросла, но даже сократилась в связи с денежной реформой 15 декабря 1947 года. 1948 год – это сталинское время. Но фальсификация статистики продолжалась и при Хрущеве. Он сам критиковал ее на январском 1961 года пленами ЦК КПСС. Продолжается она и теперь, об этом немало пишет советская печать. Еще раз, приписки не мелкое жульничество, они – прямое и неизбежное следствие плановости экономики реального социализма в тех условиях, когда хозяева социалистического общества не хотят признавать сопряженную с этой плановостью тенденцию к сдерживанию развития производительных сил. Но так как факты – упрямая вещь, приходится их фальсифицировать, сочиняя итоги выполнения планов на более низких уровнях, где фальсификация нужна лишь для карьеры местного номенклатурщика, высшее руководство класса за эти фантазии наказывает. Но оно же само постоянно прибегает к такому методу, чтобы замаскировать действия непризнаваемой им закономерности. Осталась она непризнанной и в период Горбачевской перестройки. Хоть много суровых слов было сказано об административно-командной системе в экономике страны, но при составлении 13-го пятилетнего плана, все базировалось по-прежнему на бюрократическом планировании, а не на функционировании свободного рынка. Хоть мотивировалось все, как обычно, необходимостью предварительно подготовить почву для развертывания перестройки, дело было в другом. Номенклатура не хочет отказываться от государственного управления социалистической собственностью, и не потому, что она не сознает колоссального ущерба от такого управления для хозяйства страны. Сознает, но превращение социалистической собственности номенклатуры в подлинную собственность страны означало бы экспроприацию номенклатуры. Поэтому она не хочет рыночного хозяйства. Пусть лучше нищает страна, чем потеряет свое номенклатура. Седьмое. Хронический кризис, недопроизводство и примат тяжелой индустрии. Маркс во втором томе Капитала предрекал для периода социализма и коммунизма постоянное относительное перепроизводство. Реальный социализм не оправдал этого пророчества. Перепроизводство – характерная черта отнюдь не социалистической, а свободной рыночной экономики. Больше того, эта экономика отличается столь высокой производительностью, что периодически сотрясается кризисами перепроизводства. Как мы уже упоминали, именно так действует защитный механизм рынка. Перепроизводство не абсолютное, а относительное. Оно превышает не потребности всей массы потребителей, а платежеспособный спрос. Поэтому к таким кризисам рыночный механизм ведет не сам по себе, а в сочетании с высоким уровнем цен. Коммунистическая пропаганда всегда с гордостью подчеркивает, что экономика социалистических стран не знает кризиса. Правильно, периодических кризисов перепроизводства при реальном социализме не бывает. Для его экономики характерен постоянный кризис недопроизводства. Он именно постоянный, а не периодический. Кризисная трясучка не отпускает экономику реального социализма ни на минуту. Кризис недопроизводства стал повседневностью экономической жизни соц. стран. Советский гражданин уже привык, все товары в принципе дефицитны, иногда повезет, зайдешь в магазин, а товар, как принято говорить, выбросит, поэтому и принято носить с собой всегда сетку с полным трепетной надеждой названием «Авоська». Но не только индивидуальный потребитель старается запастись, если натолкнулся на товар, так действуют и руководители предприятий, создавая у себя запасы сырья и оборудования, за что их, сделанной наемностью, критикует советская печать. Порожденные тенденции к сдерживанию развития производительных сил, постоянный кризис недопроизводства при реальном социализме определяет весь стиль экономики и быта людей в Советском Союзе. Однако, скажет скептический читатель, что-то не бросается в глаза, недопроизводство танков в СССР. Да, такого недопроизводства нет. Но было бы неверно на этом основании полагать, что закономерная при реальном социализме тенденция к сдерживанию развития производительных сил действует избирательно. Работники военных отраслей советской промышленности жалуются в основе своей на те же трудности и проблемы, которые так одолевают мирные отрасли. Да иначе и быть не может. В танковой промышленности точно так же составляется план и также директора предприятий при молчаливой поддержке вышестоящих ведомств стараются этот план занизить, чтобы его легко перевыполнить и получить премии и ордена. Точно так же никто не хочет пускаться в эксперименты и все предпочитают работать в рамках устоявшейся рутины. Точно так же всем важны не результаты работы как таковой, а зачисления в передвиги производства, связанное с повышениями и награждениями. Как же тут не действовать тенденции к сдерживанию развития производительных сил? Впрочем, мир видел проявление этой тенденции в самом центре советского военного производства, в изготовлении ракетной техники. Все были свидетелями того, как уверенно США догнали и обогнали Советский Союз в космосе, хотя, конечно, НАСА не располагает практически безграничными ресурсами, которые выделены для советского ракетостроения. У номенклатуры как господствующего класса есть одна главная классовая потребность – упрощение и распространение своей власти. Эта потребность удовлетворяется созданием новейших видов вооружения и оснащения для армии и органов госбезопасности, развитием тяжелой промышленности и техники, как базы военного потенциала государства, созданием стратегически нужной инфраструктуры, строительством и укреплением военных баз, обеспечением непроницаемости границ, деятельностью машины пропаганды и аппарата разведки, шпионской и подрывной работы за границей, финансированием компартий в капиталистических странах и просоветских режимов в третьем мире. В сфере материального производства эти классовые нужды номенклатуры удовлетворяются тяжелой промышленностью. Здесь создается военная мощь номенклатуры и оснащение ее полицейско-шпионского аппарата. Поэтому и только поэтому класс номенклатуры всюду выступает как приверженец индустриализации. Ни с каким мистическим индустриальным фанатизмом это явление ничего общего не имеет. В этой связи интересно отметить, что Ленин не выдвигал лозунга индустриализации, хотя сталинская историография приписала ему это задним числом. Вот в какой последовательности перечислял Ленин в своей предпоследней речи 13 ноября 1922 года «Потребности советской страны». Спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве, этого еще мало, и не только хорошее состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления, этого тоже еще мало, нам необходима также тяжелая индустрия. Здесь совсем не те формулировки, какие употреблялись уже через пять лет относительно роли и места тяжелой промышленности в экономике СССР. И именно у Ленина стала постепенно проглядывать мысль, что тяжелую индустрию следует рассматривать не только как придаток к сельскому хозяйству, дающий возможность по его выражению «посадить мужика на трактор». В тезисах доклада на Третьем Конгрессе Коминтерна Ленин записал «Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие». И земледелие. А какая же главная цель? Ленин ее назвал в своей известной работе «Грядущая катастрофа и как с ней бороться». Вот как он ее сформулировал. «Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически. Погибнуть или на всех парах устремиться вперед – так поставлен вопрос историей». Простым перефразированием этих ленинских слов было часто цитировавшееся рассуждение Сталина о том, что де Россию всегда били за отсталость, и поэтому надо военно-экономическую отсталость срочно ликвидировать, иначе нас сомнут. Вот в чем и есть провозглашенные обоими отцами класса номенклатуры смысл индустриализации при реальном социализме – создать военную мощь. Таков был с самого начала этот нехитрый смысл, который номенклатурная пропаганда старается теперь завуалировать. Уже Сталином была пущена в оборот формула «преимущественное развитие производства средств производства». Она не обозначала ничего иного, кроме примато-тяжелой индустрии с главной целью оснащения военно-полицейской машины номенклатурного государства. Однако эта формула открывала простор для толкования в том смысле, что для производства товаров народного потребления необходимо сначала произвести средства такого производства, а поэтому должна развиваться прежде всего группа А, как обозначают в СССР производство средств производства. Не надо смешивать введенные Марксом понятия первое и второе подразделения – тяжелая и легкая промышленность с принятыми в советской статистике понятиями группа А и группа Б – производство средств производства и производства средств потребления. Так в первом подразделении производятся, например, домашние холодильники и телевизоры, а во втором приводные ремни для машин. Группа А усиленным темпом развивается уже более 60 лет с 1927 года. Каковы результаты? Проследим пятилетку за пятилеткой, как безотказно действует принцип развития тяжелой, прежде всего военной промышленности, за счет производства товаров народного потребления. При этом воспользуемся не какими-либо сомнительными западными изданиями, а надежными советскими. Первая пятилетка 1928-1932 годы. План пятилетки готовился тоже пять лет с 1923 года, выполнен же был за четыре года три месяца. Но как? Тяжелая промышленность выполнила план на 109% и доля первого подразделения тяжелой индустрии. Промышленная продукция выросла за эти годы с 39,5% до 53,4%, а легкая промышленность вообще не выполнила план вследствие перехода в конце пятилетки ряда заводов на производство чисто военной продукции. Никому из руководства не пришло, однако, в голову, что если план выполнен только по группе А, то нечего объявлять его досрочно завершенным, а надо продолжать работу в течение оставшихся девяти месяцев и постараться улучшить результат по группе Б. Этот факт хорошо показывает отношение номенклатуры к производству товаров для населения. Вторая пятилетка 1933-1937 годы Снова план был горделиво выполнен за четыре года три месяца. Объем промышленного производства вырос более чем вдвое, но опять со знакомой присказкой. В результате угрозы войны большие расходы шли на производство вооружения. Это обстоятельство явилось причиной того, что легкая промышленность не выполнила программу. Ряд значившихся в плане предприятий легкой промышленности не был даже выстроен. Третья пятилетка 1938-1942 годы была предвоенной и военной. Естественно, план третьей пятилетки исходил из необходимости резкого повышения военно-экономического потенциала СССР, укрепления обороноспособности страны. С этой целью планом предусмотрено форсированное развитие оборонной промышленности, создание крупных государственных резервов, прежде всего по топливу и электроэнергии, по производству некоторых других, имеющих оборонное значение видов продукции. Четвертая пятилетка 1946-1950 годы была выполнена по уже установившемуся сталинскому обыкновению за 4 года 3 месяца. В 1950 году объем промышленной продукции превзошел уровень предвоенного 1940 года на 73%, но вот производство товаров широкого потребления не достигло предвоенного уровня. Пятая пятилетка 1951-1955 годы. Поскольку в самой середине пятилетки Сталин умер, выполнение несколько затянулось, но все же не отличалось радикально от сталинского. Оно продолжалось 4 года 4 месяца. К концу пятилетки удельный вес группы А составлял уже 70,5%. Шестая пятилетка 1956-1960 годы. План ее был утвержден 20-м съездом КПСС и предусматривал рост группы А на 70%, а группы Б на 60%. Однако это либеральное начинание не было доведено до конца, так как пятилетка была на ходу переделана Хрущевым в семилетку, и результат выполнения пятилетнего плана остался таким образом неясным. Семилетка 1959-1965 годы сохранила, конечно, преимущественный темп роста продукции промышленности, производящей средства производства. Но план по сельскому хозяйству не был выполнен, его годовая продукция выросла за 6 лет вместо запланированных 34 миллиардов рублей в ценах 1958 года всего на 5 миллиардов. Прирост поголовья крупного рогатого скота вдвое сократился по сравнению с предыдущим пятилетием, а поголовье свиней, овец и птицы вообще уменьшилось. Легкая и пищевая промышленность не выполнила плана, главным образом из-за нехватки сельскохозяйственного сырья. Не надо думать, читатель, что здесь произошла какая-то особая хозяйственная катастрофа. Просто после смещения Хрущева в октябре 1964 года новое руководство не имело оснований скрывать правду о реальном итоге выполнения плана, поэтому и, возможно, удивившее внимательного читателя упоминание о шести годах семилетки. Это включая 1964 год, а 1965 год уже Брежневский, и здесь все должно было пойти, конечно, хорошо. Восьмая пятилетка 1966-70 годы. Было провозглашено, что пятилетка будет характеризоваться сближением темпов роста групп А и Б. Результат сближения оказался таков. В 1970 году группа А произвела 74% всей промышленной продукции, а группа Б – 26%. Цифра была столь красноречива, что ее в последний момент вычеркнули из доклада Брежнева. В том же году из одной неосторожной статистической публикации выяснилось, что вопреки распространенному на Западе и даже в Советском Союзе мнению, доля производства средств производства, предназначенных для производства опять-таки средств производства, группа А1, со времен Сталина не сократилась, а продолжала неуклонно возрастать, по сравнению с группой А2, производства средств производства товаров народного потребления. Так если при Сталине 1950 год А1 составила 72%, то при Хрущеве 1960 год была равна 78%, а при Врежневе и Косыгине 1965-1966 годы уже 82%. Это лишь один случайно вынурнувший на страницах печати факт, в котором как в капле воды отразилось то, что давно пора понять, основные линии политики советского государства определяют не царящие там генеральные секретари, а правящие класс номенклатуры, поэтому секретари меняются, а политика остается. И все же отметим, восьмая пятилетка была пока единственной, в которой план по группе Б был наконец выполнен и даже перевыполнен. Больше того, было торжественно объявлено, что в рамках пятилетнего плана группа Б превзойдет по темпу группу А. Так повлияли на номенклатуру события в Чехословакии в 68-69 годах и в Польше в 70-м году. Но вот взволновавшие номенклатурщиков события отошли в прошлое, и жизнь вошла в свою колею. Девятая пятилетка 1971-1975 годы Когда стали подводить итоги, они оказались вполне нормальными. Никакой речи о превышении группой Б темпов роста группы А уже не было, хотя цифры по группе А постеснялись опубликовать. Это было ясное сообщение, что за девятую пятилетку объем промышленной продукции вырос на 43%, тогда как производство товаров народного потребления выросло на 37%. План же по группе Б оказался вновь невыполненным в восьмой раз из девяти возможных. Брежнев сообщил на 25-м съезде КПСС, что не удалось выйти на запланированные показатели по ряду производств в легкой и пищевой промышленности, и сделал вывод, мы пока еще не научились, обеспечивая высокие темпы развития тяжелой промышленности, ускоренно развивать также группу Б и сферу обслуживания. Ответственность за это несут многие. И правда, многие. Класс номенклатуры. Это он за 60 лет своего правления и за 50 лет своего планирования не научился давать работающему народу необходимые потребительские товары. Но может быть хоть затем, войдя в пенсионный возраст, этот класс трепенулся и намерен радикально изменить положение? Он об этом и не думает. В 10-й пятилетке 1976-80-й годы советская номенклатура запланировала следующее. Производство товаров народного потребления в 75-м году отставало на 237 миллиардов рублей от производства средств производства, а в 1980 году оно должно было отстать уже на 351 миллиард рублей. При этом само оно составляло бы 186-189 миллиардов. Значит, один лишь перевес тяжелой индустрии должен был в денежном выражении почти вдвое превышать все производство потребительских товаров для населения. Фактически результат для группы B оказался еще хуже, чем было запланировано. На 30% в денежном выражении результат производства по группе B был втрое меньше, чем по группе A. 11-я пятилетка 1981-85-й годы была еще хуже. На 26-м съезде КПСС председатель Совета Министров СССР Рыжков уныло доложил. Надо прямо сказать, что полностью выйти на задание пятилетнего плана не удалось. Многие отрасли не сумели взять намеченные рубежи. Мы не получили полной отдачи от тех больших ресурсов, которые были направлены в сельское хозяйство. Хронически не выполнялись задания по эффективности. Вяло осуществлялся научно-технический прогресс. В результате не выполнен ряд заданий по повышению благосостояния, таких как реальные доходы, розничный товарооборот осложнилось состояние финансов и денежного обращения. 12-я пятилетка 1986-1990-й годы дает не лучшие результаты, а впереди 13-е – несчастливое число. При этом надо учитывать, что советская статистика берет для продукции группы А низкие отпускные цены предприятий, мало превышающие издержки производства, ведь в действительности эту продукцию не продают, а одна государственная организация поставляет ее другой, так что цена нужна лишь для отчета. Для продукции же группы Б статистика берет высокие цены розничной торговли с наценками, доходящими в некоторых случаях, например, на легковые автомашины, до 800-900% издержек производства. Так выглядят итоги пятилеток. Рассмотрев их, мы приходим к небезынтересному выводу. Курс на преимущественное развитие производства средств производства означает не только то, что доля и темп развития группы А систематически планируется номенклатурой за счет группы Б, то есть за счет интересов населения потребителя. Этот курс означает также, что составленный с такой диспропорцией план номенклатура старается перевыполнить по группе А и регулярно не выполняет по группе Б, сводя тем самым фактическое производство товаров народного потребления до совсем уже жалкого минимума и так более 60 лет. Вот это и есть преимущественное развитие производства средств производства. За таким ханжеским эвфемизмом крылся курс, ориентированный исключительно на классовые интересы номенклатуры и преследовавший цель дальнейшего непрерывного укрепления ее власти и могущества за счет нужд подчиненного ей населения. Восьмое. Эксплуатация на марксистской основе. Мы ознакомились с основными элементами структуры и функционирования экономической системы реального социализма, этой машины для получения номенклатурой прибавочной стоимости. Обратимся теперь к механизму такого процесса. Создавая свою систему извлечения прибавочной стоимости, господствующий класс номенклатуры применил несколько неожиданный метод, который даже при величайшем нежелании произносить осуждающие слова приходится назвать циничным. Ленин советовал никогда не судить о партиях или классах, как и об отдельных людях, потому что они сами говорят о себе, а всегда анализировать реальные факты. Если, следуя этому совету, не слушать того, что величиво рассказывает номенклатура о своей приверженности к марксизму, а посмотреть на ее дела нельзя не заметить. Она не торопится осуществлять идеи Маркса о преобразовании общества после победы пролетарской революции. Об обществлении средств производства не пошло дальше начального по Марксу его этапа о государствлении. Государство не отмирает, а укрепляется. Никакого сходства с парижской коммуной оно не имеет, различия в материальном положении членов общества не ликвидированы, а напротив, растут. И бесклассовое коммунистическое общество, которое по Марксу должно было создаться после короткого переходного периода диктатуры пролетариата, не только не построено, но превращается во все более туманный миф. А вот проделанный Марксом в капитале анализ извлечения капиталистами привавочной стоимости был применен номиклатурой с ее первых же шагов. Говорят, Ленин назвал как-то Сталина Чингисханом, прочитавшим капитал Маркса. Выражение «удачно». Как не кощунственно это звучит для каждого марксиста, остается фактом. Советское руководство сознательно положило, разоблаченное Марксом черты капиталистической эксплуатации трудящихся, в основу организации социалистического производства. В самом деле, как знает каждый, изучавший марксистскую политэкономию, а советские руководители относятся к числу таких людей, есть два способа увеличить получаемую в процессе производства прибавочную стоимость. Первый. Удлинить абсолютно рабочее время или повысить интенсивность труда – абсолютная прибавочная стоимость. Второе. Сократить необходимое рабочее время – относительная прибавочная стоимость. Оба способа связаны с вопросом о заработной плате трудящихся. Класс номенклатуры в СССР использовал оба способа сразу. Рассмотрим их по порядку. Девятое. Абсолютное удлинение рабочего времени. После Октябрьской революции рабочее время было сначала сокращено. Затем оно стало удлиняться. Помню, как нас, школьников, нехотя поправляли пионервожатой, когда мы заучено отбарабанивали, что наша Родина – страна с самым коротким рабочим днем в мире, она такой уже не была. Стало прибавляться количество рабочих дней. Вместо пятидневки – четыре рабочих дня и один выходной – была введена шестидневка, а в 1940 году – семидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем – сорок восемь часов. Обещанные после революции месячные отпуска сократились до двенадцати рабочих дней, убавилось количество праздничных дней. Сначала были отменены религиозные праздники, Пасха и Рождество, потом взялись за вычеркивание революционных праздников. Рабочими днями стали 22 января – годовщина кровавого воскресенья 1905 года. Впоследствии к нему присоединилось 21 января – годовщина смерти Ленина, 18 марта – день парижской коммунной. Перестали праздновать годовщину февральской революции 1917 года, Международный юношеский день, быстро сокращенное таким образом число нерабочих дней в СССР, дополнительно урезывалось организацией субботников и воскресников дни неоплачиваемой работы. Для того, чтобы это декретированное или введенное окольным путем удлинения рабочего времени действительно давало соответствующий прирост прибавочного продукта, номенклатура ввела строгую дисциплину. И здесь начал Ленин, поднявший, как мы помним, кампанию против тех рабочих, которые хотели урвать себе побольше, а государству дать поменьше. Задача рождавшегося господствующего класса была прямо противоположной – урвать себе побольше, а трудящимся дать поменьше. Сталин постепенно ввел такое свирепое антирабочее законодательство, какого давно уже не знала Европа. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года за прогул и приравненное к нему опоздание на работу на 20 минут, виновные отдавались под суд и приговаривались к принудительным работам. Был введен строгий контроль за тем, чтобы врачи выдавали больничные листки только в случае серьезных заболеваний, как и в концлагерях. Для врачей в поликлиниках страны была установлена норма выдачи освобождений от работы по болезни. Существенное дисциплинирующее воздействие оказывается на трудящихся СССР при помощи трудовых книжек и характеристик. На всех работающих в СССР заведены трудовые книжки, в которые заносятся все перемещения по службе. Без труд книжки советского гражданина не принимают на работу, без ее предъявления не оформляют пенсию. Характеристики, подписанные треугольником, долгое время требовались для поступления на работу, потом это правило было формально отменено, так как сочли более целесообразным не официально запрашивать сведения о поступающем на месте его прежней работы. Впрочем, и поныне характеристики требуются по самым различным поводам и служат кнутом, подстегивающим работника. Газета «Известия» признает, кадровики продолжают их собирать со страстью фанатичного нумизмата. 10. Интенсификация труда С точки зрения Маркса и Энгельса, проблемы интенсификации труда после победы пролетарской революции вообще не должно было существовать, ведь все труженики и так будут работать изо всех сил, так как они станут хозяевами всего и работать будут на себя. Именно этого с победой реального социализма не произошло, а раз отпала предпосылка, отпало и следствие. Номенклатурное начальство давно уже не скрывает, что повышение производительности труда рабочих и колхозников – первостепенная задача при реальном социализме. Интересно, что впервые высказал эту идею Ленин, еще накануне Октябрьской революции, всерьез задумавшись над тем, что надо будет делать в случае прихода к власти. В своей книге «Государство и революция» он провозгласил, что советские трудящиеся без подчинения, без контроля, без надсмотрщиков и бухгалтеров не обойдутся. Ильич многозначительно замечал, что при социализме уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием, ибо вооруженные рабочие – люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят. Что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития, очень скоро станет привычкой. Под правилами человеческого общежития подразумевали здесь не культура поведения в общественных местах, а беспрекословная трудовая дисциплина, под вооруженными рабочими – карательные органы государства, настоящие рабочие – это другие, безоружные – те, кто будет подчиняться надсмотрщикам, контролироваться бухгалтерами и подвергаться серьезному наказанию за нерадивую работу. Ход мысли Ленина понятен. Надсмотром и строгими карами приучить рабочих к высокопроизводительному труду на советское государство – ничего нового в такой мысли не было. Предшествовавшее Первой мировой войне десятилетие ознаменовалось промышленности царской России большим интересом к разработанным на капиталистическом Западе системам максимальной интенсификации труда рабочих, особенно к системе Тейлора. Важнейшие произведения Тейлора были изданы в русском переводе, и русские авторы Левенштерн, Поляков, Панкин и другие популяризировали идеи тейлоризма, выступая за их внедрение на предприятиях страны. Как и следовало ожидать Ленин, до революции яростно критиковал эти идеи и ругал тейлоризм как научную систему выжимания пота. Правда, еще до революции, в 1914 году, прозорливый Ильич загадочно заметил, что теория тейлоризма, без ведома и против воли ее авторов, подготовляет то время, когда пролетариат возьмет в свои руки все общественное производство. И верно, как только после победы в гражданской войне это время наступило, Ленин открыл вдруг в мерзкой системе тейлоризма массу достоинств под названием «Научная организация труда» НОТ. Эту систему стали поспешно внедрять в советское народное хозяйство. Поспешно здесь не красное словцо. В ноябре 1920 года закончилась гражданская война в европейской части России, а уже в августе 1920 года Центральный Совет профсоюзов, кто же еще, открыл в Москве Центральный Институт Труда. Предвосхищая сталинское выражение о том, что советские трудящиеся винтики, организаторы института объявили, что они рассматривают работников как винты, как машины. В январе 1921 года в Москве состоялась первая всероссийская конференция по вопросам НОТ. Вопрос ставился по-деловому, как добиться от советского рабочего, максимальной производительности труда. Физиолог Бектеров сделал доклад о рациональном использовании человеческой рабочей силы. Между тем, Институт Труда уже достиг серьезного научного успеха, разложив все достижения рабочего на удар и нажим, после чего была разработана биомеханика удара и нажима. Советские неотейлористы свысока поглядывали на своего предтечу, заявляя, что хотя Тейлор затронул различные проблемы НОТ, но до конца их не рассмотрел и сумел лишь дать свое имя одиозному термину. Неотейлористские учреждения стали распространяться по Советскому Союзу. В 1925 году в стране насчитывалось около 60 институтов НОТ. Для координации их работ пришлось образовать Центральный Совет Научной Организации Труда – СовНОТ. Все эти достойные учреждения занимались тем, что хронометрировали производственные операции, изучали каждое движение работающего и старались до предела уплотнить его рабочее время. Советские теоретики НОТ с ученым видом поговаривали о том, что рабочие ударники сами будут выступать за удлинение рабочего дня и сокращение числа праздников, и что деконвейер наиболее полно соответствует представлениям Маркса о прогрессивной организации производства. Впрочем, для верности слово «конвейер» было в промышленности заменено выражением «поточная линия» и осталось в своем первоначальном виде лишь для обозначения круглосуточных допросов в НКВД. Повышение производительности труда еще Ленин объявил решающим условием победы социализма над капитализмом. С тех пор требование всемерной интенсификации труда остается неизменным лозунгом класса номенклатуры. Для обеспечения интенсификации труда номенклатура использует трудовую дисциплину, хотя о ней рассказывается, что она не палочная, а сознательная, в действительности вся она основана на страхе трудящегося перед наказанием, перед палкой номенклатурных надсмотрщиков. Ленин не только провозгласил идею подтягивания трудовой дисциплины, но и начал принимать меры по дисциплинированию рабочих сразу же, как только наметилась победа большевиков в гражданской войне. Уже 27 апреля 1920 года он подписал декрет Совнаркома о борьбе с прогулами, предусматривавшей обязательную отработку прогулянных часов в сверхурочное время и в праздничные дни. За этим первым шагом антирабочего законодательства советского государства последовали многие другие, о чем мы уже говорили. Но это история. А как сейчас определяет номенклатура сущность дисциплины труда при реальном социализме? Процитируем журнал ЦК КПСС «Коммунист». Социалистическая дисциплина труда включает, с одной стороны, обязанность администрации рационально организовать труд, а с другой стороны, обязанность рабочих и служащих работать с полной отдачей сил. Итак, от трудящихся требуется немало. Полная отдача сил. А что требуется от администрации, что означает ее обязанность рационально организовать труд. Умение организовать процесс трудовой деятельности, поясняет коммунист, это максимальное использование рабочего времени, создание трудовой атмосферы, учет и контроль. Весь смысл социалистической трудовой дисциплины, весь смысл организации трудового процесса при реальном социализме – извлечение прибавочной стоимости. Со своей точки зрения номенклатура совершенно справедливо видит свою задачу в максимальном повышении норм. Разглагольствуя в газетах о небывалом трудовом энтузиазме советского народа, номенклатура внутренне глубоко убеждена в том, что эти ленивые подонки работают в полсилы, упрямо не желая выдавать государству столько продукции, сколько могли бы, и надо как-то сломить такую итальянскую забастовку. В поисках штрейкбрехеров номенклатура натолкнулась на марксистский тезис о том, что буржуазия с целью расколоть рабочий класс, создает рабочую аристократию, которую подкармливает крохами от своих прибыли. В Советском Союзе начали незамедлительно приниматься меры для создания рабочей аристократии. Знаете, когда Ленин впервые поставил перед партийным руководством вопрос об организации соцсоревнования трудящихся? В декабре 1917 года, в апреле 1919 года состоялся, восславленный Лениным великий почин, первый субботник членов парк-ячейки станции Москва-Сортировочная, а там пошли субботники, и сам Ленин сфотографировался в Кремле в пиджачке, с поднятым воротником он подставил плечо под бревно, которое бережно несут молодцы из его охраны. Выглядеть же соревнование должно было, естественно, не как нечто организованное свыше, а как революционное творчество самих масс. Поэтому деловой ленинский документ «Как организовать соревнования» опубликовали только через 10 лет после великого почина. На основе идеи соцсоревнования номенклатура организовала сначала движение ударников, потом стахановцев, затем бригад коммунистического труда. Один за другим публиковались в газетах и одобрялись ЦК или обкомом КПСС всевозможные почины и методы. Смысл этой шумихи неизменно состоял и состоит в одном – навязать трудящимся более высокие нормы, которые вместе с тем выглядели бы не как плод фантазии чинов из номенклатурных кабинетов, а как реальные нормы, действительно выполняемые и даже перевыполняемые тружениками-передовиками. Какие трюки при этом применялись с номенклатурой, можно проиллюстрировать на примере стахановского движения. Как известно, зачалось оно с того, что в ночь на 31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральная Ирмина» в Донбассе Алексей Стаханов якобы вдруг выполнил за смену не одну, а сразу 14 норм. Рабочий из той же шахты рассказывал мне потом, что Стаханов прежде никакими доблестями не отличался, любил выпить, но имел покладистый характер и приятную внешность, видимо, фотогеничность Стаханова и привела к тому, что именно ему поручили стать героем. Затем шахтерские рекорды посыпались градом. Дошло до абсурда. Было объявлено, что Никита Изотов вырубил за смену – 240 тонн угля, выполнив таким образом 33 нормы. Вы верите, читатель, что без каких-либо технических усовершенствований один забойщик мог выполнить работу 33 таких же забойщиков? Ясно, что или забойщики бездельничали, или сообщение о рекорде было ложью. Однако советский учебник для вузов, ничтоже сумняшися, замечает, но и этот рекорд в дальнейшем был значительно превышен. Действительности, конечно, перевыполнения норм на тысячи процентов не было, да так высоко их и не собирались поднимать, но подняты они были существенно. Зачинатели же стахановского движения получили ордена, были избраны в Верховный Совет и ушли на руководящие чиновные посты, напутствуемые далеко не лучшими пожеланиями своих бывших товарищей. Попытки номенклатуры организовать стахановское движение среди колхозников теми же демагогическими методами не дали нужных результатов. Изверившиеся в обвещаниях партийных руководителей колхозники не хотели пускаться в рекордсменство ради неопределенной перспективы дождаться милости номенклатуры, поэтому пришлось установить для колхозников беспрецедентный в истории награждение орденами прейскурант. За определенный производственный результат выдается соответствующий орден, за более высокий, столь же определенный присваивается звание героя социалистического труда. Только такая здравая система баш на баш оказалась способной принести сколько-нибудь ощутимый результат. Номенклатура спекулировала не только на тщеславие людей, но и на неопытности молодежи. Из молодых людей создавались целью проявлять работу и выявлять недостатки группы, почему-то названная «юная кавалерия». Руководили кавалерией парткомитеты, так что самой молодежи была отведена роль лошадей, а не наездников. Были созданы молодежные бригады, организованы комсомольско-молодежные стройки. Результат не всегда соответствовал желаниям номенклатуры. Город Комсомольск-Наамуре пришлось в конце концов строить силами заключенных. Впрочем, пытались выжить энтузиазм, и из них Солженицын хорошо описал это в неподцензурном архипелаге «ГУЛАГ», и он же в подцензурном «Одном дне Ивана Денисовича» вынужден был воспеть такой псевдоэнтузиазм. Все эти разнообразные приемы сознательно и, более того, открыто преследуют одну цель – всемерное повышение интенсивности труда. 11. Низкая заработная плата Соотношение между размером заработной платы трудящихся и их эксплуатацией хозяевами давно уже вошло в азбуку политэкономии. Еще Дэвид Рикардо 1772-1823 годы сформулировал экономический закон «Чем выше заработная плата работников, тем ниже прибыль предпринимателя и наоборот. Для всех стран реального социализма характерен низкий уровень заработной платы трудящихся и тем самым высокий уровень прибыли, находящий выражение в частности в непропорционально высокой доле накопления. В СССР она составляет около 25% национального дохода. Из статистики известно понятие среднестатистическая семья – муж, жена и двое детей. Статистический прожиточный минимум в США, так называемый бюджет Геллера, исчисляется именно на такую семью минимум налицо, если глава семьи может содержать всех четверых. В советской статистике понятия прожиточный минимум отсутствует, с ним советский человек сталкивается лишь, читая в газетах, что где в такой-то капиталистической стране такой-то процент трудящихся зарабатывает меньше прожиточного минимума. И советский гражданин недоумевает, как же эти трудящиеся до сих пор не умерли с голоду. Ему невдомек, что и сам он, и все те, кто его окружает и кого он видит на улицах, за исключением чванных типов, в проносящихся мимо лимузинах. Все они получают меньше статистического прожиточного минимума, потому что какой же обычный гражданин СССР может на свою зарплату содержать семью из четырех человек? По официальным данным, средняя заработная плата рабочих и служащих в СССР равняется ныне 257 рублям в месяц до вычета налогов. Это составляет по официальному советскому курсу 100 западно-германских марок равняется 35,4 рубля, около 725 западно-германских марок. Отсюда еще будут вычтены налоги и уплачены профсоюзные взносы, останется примерно 600 марок, а в ФРГ трудящийся получает в среднем в пять раз больше. Около одной четверти населения СССР живет в сельской местности. Оплата труда колхозников составляет 187 рублей в месяц. В реальной советской жизни заработок 257 рублей в месяц не средний, а хороший. Подлинный средний заработок, видимо, составляет примерно 200 рублей в месяц. Точную цифру сказать невозможно, так как статистика зарплаты в СССР весьма сомнительна и таинственна. Причина этой таинственности читателю, видимо, уже ясна. Как обстоит дело с повышением зарплат? Номенклатура твердит, рост производительности труда должен обогнать рост заработной платы. Советская пропаганда охотно разъясняет непонятливым, что сначала надо больше произвести, а потом уже больше получать, иначе нельзя, так как взять деньги ниоткуда, как только реализовав произведенное. На первый взгляд аргумент кажется убедительным, только не ясно, почему столь элементарные вещи долго не понимали сами большевики. Так в резолюции 12 съезда партии 1923 год было зафиксировано, что именно рост заработной платы рабочих влечет за собой повышение производительности труда, а не наоборот. А в 1926 году на 15-й всесоюзной партконференции по этому вопросу произошел спор между сталинскими номенклатурщиками и оппозицией. При этом оппозиция заявляла, вопрос о зарплате должен ставиться не так, что рабочий должен сначала дать повышенную производительность труда, который затем дает повышение зарплаты, а система должна быть обратная, повышение зарплаты должно стать предпосылкой повышения производительности труда. Видимо, кажущийся очевидным аргумент номенклатуры не так уж убедителен, скажем точнее он просто фальшив. Допустим, вы рабочий на строительстве завода. Станете ли вы получать зарплату только после того, как завод будет готов, начнет производить продукцию и поступят деньги от продажи первых ее партий? Если бы так, вы скончались бы от голода до конца строительства. Вы же будете получать зарплату каждые две недели. Иными словами, вас будут авансировать. И вопрос не в том, откуда возьмутся деньги для аванса. Возьмутся они оттуда же, откуда вообще советское государство берет деньги из типографии госзнак. Вопрос в другом, почему государство может вам их выплачивать? Оно может это делать потому, что производство в стране не начинается с вашего завода. Производство идет полным ходом. Накоплено и непрерывно добывается огромная прибавочная стоимость. Речь идет не о том, что нищей номенклатуре надо сначала сбыть произведенный вами товар, чтобы с вами рассчитаться. Речь идет именно об этой прибавочной стоимости. Номенклатуре есть, за счет чего повысить зарплату трудящимся. Но она не хочет поступить со самой скромной частью добытой прибавочной стоимости. Она не хочет делать этого даже в предвидении последующего повышения производительности труда. Номенклатура сознает всю остроту конфликта между нею и трудящимися и не верит, что трудящиеся будут готовы действительно ответить повышением производительности труда на подачку в заработной плате. Номенклатура предпочитает материальному стимулированию трудящихся метод принуждения, организационный и пропагандистский кнут, а не пряник. Это отличает ее от капиталистов и ставит в один ряд с феодалами и рабовладельцами. Но в таких рамках класс номенклатура перенимает и методы эксплуатации, распространившиеся при капитализме. Марксистская политэкономия капитализма проводится четкая грань между повременной формой оплаты труда, как менее эксплуататорской, и сдельной формой, нацеленной на возможно более интенсивное выжимание прибавочной стоимости. Вот что написано в уже цитированном нами советском учебнике политэкономии. Капиталистическая сдельщина ведет к постоянному усилению интенсивности труда. Вместе с тем она облегчает предпринимателю надзор за рабочими. Степень напряженности труда контролируется здесь количеством и качеством продуктов, которые работник должен изготовить, чтобы приобрести необходимые средства существования. Рабочий вынужден увеличивать по штучную выработку, трудиться все интенсивнее. Но, как только более или менее значительная часть рабочих достигает нового, повышенного уровня интенсивности труда, капиталист снижает по штучной расценке. Рабочий пытается отстоять общую сумму своей заработной платы тем, что больше трудится, работает большее число часов или изготовляет больше в течение одного часа. Результат таков, чем больше он работает, тем меньшую плату он получает. В этом состоит важнейшая особенность сдельной заработной платы при капитализме. Но ведь при реальном социализме, конечно же, не применяется эта, разоблаченная Марксом и советскими марксистами, патагонная система. Применяется. И очень широко. По опубликованным данным Госкомстата СССР в 1985 году, 54,3% советских промышленных и строительных рабочих получали сдельную и только 45,7% по временную оплату. При этом именно сдельщина объявляется в Советском Союзе прогрессивной формой заработной платы. А как же с марксистским осуждением этой формы? Номенклатура легко отделывается от него стандартной ссылкой на то, что при социализме рабочие работают где? На самих себя. Выступая с требованием, чтобы рост производительности труда в СССР предшествовал повышению заработной платы, номенклатура, очевидно, исходит из того, что в казенной системе партийного просвещения все только числятся изучающими капитал, а на самом деле его и не раскрывают. В самом деле, переведем сказанное на язык формул Маркса. Выходит, что при социализме должно возрастать отношение, производимое рабочим стоимости, а значит и прибавочной стоимости, к получаемой им зарплате. Но ведь это по Марксу и есть, если выразить полученное число в процентах, норма прибавочной стоимости, она же норма эксплуатации. Вот эту-то норму номенклатура и требует увеличить. Мы уже говорили, что исчисленная Госкомстатом СССР средняя заработная плата рабочих и служащих почти в четыре раза меньше исчисленной Федеральным статистическим управлением зарплаты трудящихся ФРГ, однако даже эта цифра не отражает реальности. Дело в том, что в западно-германскую цифру не включены наиболее зажиточные слои населения, предприниматели и землевладельцы, зато включены безработные и ученики на производстве. Советскую цифру, напротив, включена номенклатура, министры, маршалы и тому подобное, но не включены колхозники, пенсионеры и учащиеся. Значит, реальный разрыв. 12. Женский и детский труд Урезая до предела зарплату, номенклатура применяет еще один, указанный Марксом, метод усиления эксплуатации труда. Советский учебник политэкономии констатирует, стоимость рабочей силы определяется стоимостью средств существования, необходимых для рабочего и его семьи. Поэтому, когда в производство вовлекаются жена и дети рабочего, заработная плата рабочего снижается, теперь вся семья получает примерно столько же, сколько раньше получал только глава семьи. Тем самым еще больше усиливается эксплуатация рабочего класса в целом. Известны проклятия советской пропаганды по адресу капиталистов, наживающихся на детском труде. В действительности в Советском Союзе государство организовало детский труд в довольно широком масштабе. В СССР уже в 20-х годах были открыты школы фабрично-заводского ученичества ФЗУ, их учащиеся работали на производстве. Многочисленные беспризорные, под предлогом воспитания их по методу Макаленко, использовались как дешевая рабочая сила. С той же целью при Сталине были созданы ремесленные училища с военной дисциплиной и черными формами для учеников. Училищами ведало специальное управление государственных трудовых резервов. В комплектование училищ был внесен элемент принуждения, туда фактически в принудительном порядке переводились неуспевающие и недисциплинированные дети из школ. Женский труд организован при реальном социализме не административным, а экономическим принуждением. Работа женщин была и является в Советском Союзе совершенно необходимой для существования огромного большинства семей. В этом можно убедиться даже арифметически. В условиях гласности в СССР стали говорить о границе бедности. Считается, что это граница 75-78 рублей в месяц на одного человек. Среднестатистический рабочий или служащий в СССР, отдав из своей зарплаты в 257 рублей подоходный налог 13% и заплатив членский взнос профсоюз, принесет домой 220 рублей, то есть по 55 рублей в месяц на каждого члена своей среднестатистической семьи. Это намного ниже черты бедности. Так чисто статистически мы убеждаемся, что женщины в СССР не могут не работать. И они работают. Распространенный на Западе социальный тип женщины-домохозяйки фактически не существует среди советских женщин до пенсионного возраста. Это явственно следует из советской статистики. Женщины составляли в 1987 году 53,1% населения в СССР и 51% трудящихся. Не работают по установленной при Сталине традиции жены офицеров, генералов и академиков, а также во все возрастающем количестве жены различных других номенклатурных чинов. Как и следовало ожидать, такая политика класса номенклатура имела для советского общества разнообразные последствия. Одни из них были положительными, женщины оказались материально независимыми от мужей, так как последние просто не в состоянии их содержать. Это способствовало реальной эмансипации женщин. Другие последствия вызывают тревогу советского руководства. Весьма острой стала демографическая проблема. Сокращается рождаемость, введенная Сталином по примеру наград колхозникам за разведение скота награды многодетным матерям, звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» не возымели успеха. В промышленных и культурных центрах страны многодетные семьи стали редкостью, численность населения в стране растет медленно, главным образом за счет азиатских национальных республик. Все эти последствия и проблемы имеют одну причину упорное, ни с чем не считающееся, стремление класса номенклатуры к получению прибавочной стоимости всеми указанными у Маркса способами. Тринадцатое. Стандартизированный уровень жизни. В своем стремлении к получению прибавочной стоимости номенклатура отваживается на шаги, ведущие ее за пределы описанных Марксом методов эксплуатации. Номенклатура извлекла новые практические выводы из марксистского положения о том, что сокращение необходимого рабочего времени ведет к возрастанию относительной прибавочной стоимости. Если перевести политэкономические термины на общедоступный язык, это означает, что сокращение потребления трудящихся увеличивает получаемую от их труда прибыль. Тут мы подошли к вопросу об уровне жизни трудящихся в СССР. Под уровнем жизни советская литература понимает уровень удовлетворения потребностей и соответствующий ему уровень доходов. Эти условия жизни и труда людей обусловлены господствующим строем. Уровень жизни в СССР обусловлен таким образом господствующим в стране строем реального социализма. Всему миру известно, что уровень этот весьма низок. Посмотрим, почему он таков. В процессе производства в любом эксплуататорском обществе работник создает продукт для хозяина и определенный жизненный уровень для себя и своей семьи. Необходимый продукт, создаваемый работником, и есть политэкономически выраженное содержание понятия уровень жизни этого работника. Чем больше необходимый продукт, тем выше жизненный уровень его производителя. Можно, не заглядывая в книги, предположить, что классики марксизма-ленинизма предсказывали бурный подъем жизненного уровня народа при социализме. И правда, Ленин в свое время предрекал, что только социализм даст возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность благосостояния. Ильич щедро обещал обеспечение полного благосостояния всех членов общества. Все это оказалось пустой болтовней. Напротив, за прошедшие 70 лет выявилась непреложная закономерность – жизненный уровень населения в странах реального социализма ниже, чем в странах капитализма. Поскольку это закономерность, то и подходить к ней надо по-научному, а не демагогически. Сравнивать надо не ГДР с Непалом и не США с Монголией, а сопоставимые страны, где сравнение может дать серьезный ответ на вопрос, как влияет установление строя реального социализма на жизненный уровень трудящихся. История последнего полувека сама создала лаборатории для проведения такого сравнения. Сопоставьте жизненный уровень населения в Северной и в Южной Корее, в тогдашних ГДР и ФРГ, в Восточном и Западном Берлине. Результат настолько очевиден, что его не пытаются всерьез оспаривать даже номенклатурная пропаганда. Пожилые люди в Австрии с некоторым недоумением расскажут вам о том, что и в империи Габсбургов, и в годы между двумя мировыми войнами Чехия славилась значительно более высоким, чем в Австрии, жизненным уровнем. А в 1968 году дубчиковцы, прекратив пропагандистскую болтовню о расцвете социалистической Чехословакии, открыто выдвинули перед народом оказавшуюся непосильной задачу постараться достичь пожизненному уровню Австрии. Что же случилось в Северной Корее, в Чехословакии, в ГДР в Восточном Берлине? Стихийное бедствие? Землетрясение? Мор? Нет. Просто был установлен строй реального социализма. Почему этот строй действует таким сокрушительным образом на жизненный уровень населения, вопреки прямо противоположным предсказаниям Маркса, Энгельса и Ленина? Официально в качестве объяснения такого очевидного отставания реального социализма от капитализма по жизненному уровню трудящихся, номенклатурная пропаганда не смогла придумать ничего умнее, чем ссылаться на план Маршала, словно не она сама объявляла его политикой ограбление Западной Европы американским империализмом и словно не прошло с того времени доброе третье века. В доверительной же беседе любой номенклатурщик начнет брюзжать. Работают из рук вон плохо, потому и бедность. А то и говорят открыто, как работаем, так и живем. Живет ли номенклатура так, как она работает, будет рассмотрено в последующих главах. А народ работает так, как живет. Живет плохо и работает плохо. Но почему советские люди так работают, хотя и внушают, что трудятся они на самих себя? Почему? При капитализме люди трудятся лучше, чем при реальном социализме. Да потому что класс номенклатуры, на которой трудящиеся социалистических стран в действительности работают, их так грубо эксплуатируют. Только грубость эта мало помогает. Чем больше номенклатуры стараются выжить из работников, тем ниже у них заинтересованность в результатах своего труда. Ведь все равно жадная номенклатура все заберет себе, а работников лишь похвалят в газетах за трудовой героизм и призовет еще напряженнее трудиться. И так известный каждому, побывавшему в государствах обеих систем, факт, что жизненный уровень в странах реального социализма значительно и устойчиво ниже, чем в сравнимых капиталистических странах, этот факт имеет глубокие корни. Они протягиваются к таким постоянно действующим фактам, как более низкая производительность труда и более высокий уровень прибавочной стоимости при реальном социализме по сравнению с развитым капитализмом. В условиях низкой производительности труда при реальном социализме номенклатура отыскала метод, который тем не менее обеспечивает ей высокий уровень относительной прибавочной стоимости. Дополнительное достоинство этого метода в том, что он на первый взгляд соответствует интересам трудящихся. Метод состоит в том, что на определенный круг товаров и услуг в СССР установлены, казалось бы, низкие цены. Вот и прекрасно восторгаются по этому поводу марксистствующие на Западе, совершив в качестве богатых иностранцев туристскую поездку в СССР и удостоверившись, что там хлеб, макароны и проезд метро дешевле, чем на Западе, а квартлата ниже. Только вот сам Карл Маркс не разделил бы этих восторгов. Он характеризовал дешевизну содержания рабочей силы не как благодеяние для трудящегося, а как метод усиления его эксплуатации. В самом деле, разве потребительские товары в Советском Союзе дешевы? Нет. Живущие в СССР иностранцы неизменно жалуются на дороговизну и пускаются на все ухищрения, чтобы, возможно, большую часть необходимых закупок делать на Западе. Весьма скалидные финансовые ведомства на Западе при определении сумм начисляемых командировочных денег справедливо отнесли СССР в разряд стран с наиболее высокой стоимостью жизни. Нет, в СССР дешевы не товары народного потребления, а товар – рабочая сила, потребляемый номенклатурой. Для этого, чтобы эта рабочая сила сохраняла способность к производству и собственному воспроизводству, на определенный узко очерченный круг необходимых для нее товаров и услуг, установлены с западной точки зрения низкие цены. Именно западной, ибо для массы советских трудящихся цены эти вовсе не низкие, а просто доступные. Размер таких цен приведен в соответствии с уровнем зарплаты в СССР. В результате рядовой советский трудящийся может поддерживать свою рабочую силу и воспроизводить ее в своих детях. Пенсионерам же приходится плохо, мизерные пенсии обрекают их на жалкое существование или же на зависимость от материальной поддержки других членов семьи. Номенклатура уже использовала рабочую силу пенсионеров, они ей больше не нужны. Верно, что в СССР квартплата низка, но неправильно было бы из этого делать вывод, что обычный советский гражданин имеет, как многие на Западе, квартиру размером 100 квадратных метров, только платят за нее гроши. В СССР установлен максимум в 9-12 квадратных метров на человека, жилплощадь сверх этого максимума оплачивается втройне. Специально оговорено, что жилплощадь предоставляется не в соответствии с этой нормой, а сплошь и рядом ниже нее. Верно, что в СССР дешев городской транспорт. Но зато автомашины объявлены предметом роскоши. Автомашина «Волга» стоит 16 тысяч рублей, а сопоставимый с ней «Фольксваген Гольф» – 18 тысяч немецких марок. Значит, рабочий или служащий в ФРГ, их средний заработок 3500 марок, может купить такую машину на свою зарплату менее чем за пять с половиной месяца, а советский трудящийся – более чем за пять лет работы. Одна и та же автомашина «Жигули» в экспортном исполнении «Лада» продается в СССР за 9600 рублей, а на Западе за 11 тысяч марок. Значит, на покупку этой машины должны откладывать всю свою зарплату. Советский трудящийся – 37 месяцев, а западно-германский – 3,5 месяца. Западно-германский – да, а вот советскому понадобится гораздо больше времени. Купить «Жигули», записавшись в очередь на них дело, малореальное. Значит, покупать на дно рынке по цене 40-50 тысяч рублей, соответственно, копить придется 13-16 лет. Верно, что в СССР дешевый хлеб, макароны, картофель, молоко, овощи, кукуруза и некоторые иные простейшие продукты питания. Но зато мясо, рыба, птица, фрукты, шоколад, кофе, кондитерские изделия – это все или дорого, или является дефицитным товаром, так как люди не хотят есть макароны с хлебом и заедать картошкой. Примерно 80% бюджета рядовой советской семьи уходит на продовольствие. В ФРГ человек тратит на питание 20-25% своей зарплаты. Верно, что в СССР бесплатна медицинская помощь. Однако поликлиники и больницы для рядового населения переполнены. В очереди на прием к врачу приходится ждать часами. Врачам же в поликлиниках установлена жесткая норма времени на прием больного, причем примерно половина этого времени уходит на записи в истории болезни. И вообще надо понять, для трудящегося населения при реальном социализме, как и при любой другой системе, ничего бесплатного не бывает и быть не может. Ведь ни государство, ни номенклатура сами не сеют, ни жнут, у станка не стоят. Все материальные блага в СССР производятся трудящимися, и только ими. Номенклатура через свою государственную машину эти блага лишь распределяет. И смысл распределения в том, что класс номенклатуры отваливает львиную долю на свои потребности. Вот почему в условиях реального социализма действительно есть возможность для человека иметь 100-метровую квартиру, да еще с загородной дачей, за ничтожную плату, без труда купить автомашину, а еще лучше получить ее даром, да еще с шофером, отлично и дешево питаться и кормить семью, бесплатно пользоваться хорошими поликлиниками и больницами, и бесплатно же отдыхать каждый год в санатории. Все это возможно в СССР. Только вот для этого надо стать членом класса номенклатуры. Для непосредственных же производителей номенклатура четко очертила круг их материальных возможностей, 12 квадратных метров жилплощади на человека, простенькая пища, дешевый проезд на городском транспорте на работу и назад, дешевые газеты и прочая пропагандистская литература, а для интеллигенции дешевые дозволенные книги, чтобы в свободное время читала поучительное и не задумывалось. Если заболел, медпомощь, чтобы скорее шел снова на работу. Маленькая пенсия по старости и инвалидности, предел для большинства 120 рублей, пособие 20 рублей на похороны. Вот и все. Говорим мы здесь об этом не для того, чтобы выставить описанное в неприглядном свете. Наоборот, заслуживает признание то, что режим способный, как показал опыт Сталина, загонять целые народы и классы в концлагеря этого не делает. Есть в третьем мире страны, где описанное, вероятно, представляется заманчивым, но провозглашать все это грандиозными социалистическими завоеваниями оснований нет. Ибо весь смысл принудительно установленных номенклатурой для масс-средовых трудящихся СССР характера и масштабов потребления состоит в одном – в том, чтобы удерживать на минимальном уровне продолжительность необходимого рабочего времени. Заклейменный Марксом такой метод увеличения относительной прибавочной стоимости, неприменимый ныне в странах Запада, с успехом используется советской номенклатурой. 14. Номенклатурная новинка в эксплуатации – фактическая заработная плата Пытливая марксистско-ленинская мысль номенклатуры привела к открытию нового, непредвиденного Марксом, способа увеличения прибавочной стоимости. Номенклатура скромно молчит об этом обогащении марксистской политэкономии, но здесь нужно о нем сказать. Дело в том, что анализируя эксплуатацию при капитализме, Маркс не сталкивался с отсутствующей при этом строя проблемой кризиса недопроизводства, поэтому он не мог обнаружить ту дополнительную возможность эксплуатации, которую такой кризис предоставляет хозяевам. Для социализма же Маркс, как мы видели, предсказывал перепроизводство и не предсказывал эксплуатацию. Маркс начинает свой анализ капиталистической эксплуатации с того, что устанавливает в процессе производства, создаются товары. Вопрос о том, для кого они предназначены, Маркс не считает нужным рассматривать. Писавшему свой труд в капиталистической Англии автору капитала и без того ясно, что они изготавляются, для массы потребителей ему столь же ясно, что и производство, средств производства, преследует в конечном счете ту же цель – удовлетворение платежеспособного спроса потребителей, ведь только сбыв произведенный товар, капиталист получит деньги, реализует тем самым прибавочную стоимость и сможет вложить новые средства в расширение производства. Соответственно, Маркс вывел свою знаменитую общую формулу капитала «деньги-товар-деньги» ДТД1, где Д1 обозначает сумму денег, возросшую за счет реализованной прибавочной стоимости. Маркс не подумал о том, что формула годна не для всякого, а только для капиталистического производства, неразрывно связанного с гневно обреченным буржуазным торгашеством. В обществе же, где такое торгашество, выжжено каленым железом, дело обстоит иначе. Номенклатуре нет нужды сбывать произведенную продукцию, чтобы реализовать прибавочную стоимость. Противоположность капиталисту ей ведь не нужно получать от кого-то деньги, в ее руках государство, и она сама печатает дензнаки по своей потребности. Поскольку весь продукт труда достается государству, то есть номенклатуре, прибавочная стоимость, естественно, оказывается в ее распоряжении, причем прямо в той форме, какой номенклатура пожелает ее получить, и, соответственно, включить в производственный план. В этих условиях задача номенклатурного предпринимателя государства состоит уже не в том, чтобы, подобно торгашам-капиталистам, производить для нужд покупателей, а в том, чтобы производить прямо для своих собственных классовых нужд. Это отнюдь не нужды массы обычных потребителей. Немногочисленный класс номенклатурщиков может быстро насытиться до отвала товарами личного потребления самого лучшего качества, главным образом за счет импорта или товаров, изготавляемых на экспорт. Выше уже говорилось о том, какая продукция соответствует классовым потребностям номенклатуры. Продукция тяжелой и, в первую очередь, военной индустрии. Поскольку же класс номенклатуры, как владелец сверхмонополии советского народного хозяйства, может по своему усмотрению решать, сколько чего должно быть произведено, и поскольку производственные возможности плановой экономики реального социализма существенно урезаны, тенденция к сдерживанию развития производительных сил номенклатура готова была бы все производственные мощности без остатка употребить на удовлетворение своих нужд. Сделать это невозможно, так как население страны нуждается в товарах народного потребления. Поэтому номенклатура вынуждена планировать производство и этих товаров, но она рассматривает такое производство как чистый убыток для себя и как уступку населению. Это существенное обстоятельство, которое читателю из несоциалистических, да и социалистических стран надо понять, ибо только тогда ему перестанет представляться загадочным хронически плачевное состояние легкой промышленности и сельского хозяйства в СССР. Только тогда он перестанет выражать недоумение, как эта страна, запускающая космические ракеты вдали Солнечной системы, до сих пор не может наладить производство приличной обуви. Как эта страна, стоящая по размеру посевной площади на первом месте в мире и имеющая многовековые традиции сельского хозяйства, стала крупным импортером сельскохозяйственных продуктов и каждый год регулярно закупает хлеб за границей? Когда же читатель осознает, что легкая промышленность и в значительной мере сельское хозяйство рассматриваются номенклатурой лишь как неизбежное зло, как уступка рабочей силы и расходы на эти отрасли урезаются до предела, тогда для него картина развития советской экономики станет значительно более ясной. Но почему это уступка, спросит западный читатель? Можно понять, что уступкой государства-предпринимателя является повышение заработной платы или снижение розничных цен на товары массового потребления, но коль скоро государства выплатило работникам зарплату, какая же разница, на что они ее истратят? А вот советские люди понимают, разница есть. Западный читатель привык, были бы только деньги, а купить на них всегда все можно. Советский человек знает нет, нельзя, поэтому он гораздо лучше читателя из несоциалистического мира, сознает, что людям-то нужны для жизни не денежные бумажки сами к себе, а приобретаемые на них товары. Рожденные до возникновения реального социализма экономической науки и статистики известны две категории заработной платы – номинальная и реальная. Последняя зависит от цен на товары и рассматривается как величина корзинки с потребительскими товарами, которые можно приобрести на остающуюся после вычетов зарплату. Советский учебник политэкономии дает следующее определение. Реальная заработная плата есть, заработная плата выраженная в средствах существования рабочего, она показывает сколько и каких предметов потребления и услуг может купить рабочий на свою денежную заработную плату. А как быть, если зарплата есть? Товаров же нет. Такой случай западной наукой не предусмотрен. Между тем он-то и является типичным в условиях реального социализма, при хроническом кризисе, недопроизводстве и при мате тяжелой индустрии. Для наглядности рассмотрим пример. Механизатор-комбайнер в Сибири. Номинальная зарплата у сельского механизатора сравнительно высока, а в сельпо ассортимент таков черный хлеб, макароны, сомнительной свежести, рыбные консервы, соль, спички, леденцы, сигареты и сахар по талонам. Иногда завезут колбасу. Так какова у него реальная зарплата? Реальный социализм плохо совместим с реальной зарплатой. Он вытесняет это буржуазное понятие, исходящее из предпосылки изобилия товаров, из того, что товаров больше, чем денег. При реальном социализме положение обратное. Массе денег, находящихся в руках населения и тем самым предназначенных для приобретения потребительских товаров, противостоит явно недостаточная масса таких товаров. Это несмотря на то, что зарплата трудящихся, как мы видели, низка, а цены на товары народного потребления высоки. Для условий реального социализма необходимо ввести другое понятие, которое мы назовем фактической заработной платы. Фактическая заработная плата, в отличие от реальной, представляет собой не арифметически исчисленную, а фактически получаемую трудящимся на его зарплату массу потребительских товаров и услуг. Реальная зарплата является, следовательно, лишь идеальным случаем фактической зарплаты, когда вся получаемая работником сумма может фактически использоваться для приобретения нужных ему товаров и услуг. При реальном социализме такое положение существует прежде всего для номенклатуры, которая имеет право пользоваться особыми магазинами, столовыми и спецбуфетами. О них речь пойдет в следующей главе. К чему все это говорится? К тому, что раз при реальном социализме реальная заработная плата заменяется для трудящегося фактической, заметно повышается уровень эксплуатации. Ведь если государство, монополист, предоставляет работнику меньше потребных ему товаров и услуг, чем по установленным ценам он должен был бы получать на свою зарплату, оно тем самым снижает его заработок. Разница между реальной и фактической заработной платой – открытой номенклатурой дополнительный источник получения прибавочной стоимости. Насколько хорошо понимает этот класс номенклатуры, мы ясно ощутили в годы войны. Вскоре после начала войны в СССР была введена карточная система на продовольствие и промтовары, устанавливавшие жесткие, но все же биологически допустимые нормы. Однако затем было сделано дополнительное разъяснение. Фактически на руки будут выдаваться продовольственные товары не по всем, а только по так называемым объявленным талонам. На промтовары же и услуги будут выписываться специальные ордера. Следствием было то, что ордера получали только привилегированные счастливчики, а из продовольствия рядовому потребителю исправно отпускали хлеб и еще немного продуктов по нескольким талонам. Когда советские газеты сообщили во время войны, что в Италии хлебный паек равен 150 граммам в день, никто не поверил. Всем было ясно, что в этом случае итальянцы давно бы вымерли, как вымерли ленинградцы, получавшие именно такой паек, что где-то могут выдавать по карточкам не только хлеб, никому в голову не приходило. Номенклатура и сама хорошо понимает, и заставила людей в Советском Союзе осознать, важна масса действительно получаемых, а не теоретически причитающихся потребительских товаров. Разница между реальной и фактической заработной платой советских трудящихся явственно отразилась в солидной сумме денежных сбережений населения СССР. Советская пропаганда представляет ее как свидетельство материального благосостояния народа, но это неверно. В условиях нормального обеспечения населения товарами и услугами 257 рублей в месяц не содержат остатка для сбережений. Сбережения трудящихся делаются за счет разницы между зарплатой реальной и зарплатой фактической. Не благосостояние, а эксплуатация советских трудящихся стоит за массой скапливающихся денежных знаков, сдаваемых все тому же государству в сберкассы при весьма низком процентном начислении. На Западе вкладчику сберкассы и банка выплачивается более высокий процент, чем в СССР. В сфере получения прибавочной стоимости систематическое недопроизводство товаров народного потребления гарантирует выгодной номенклатуре разрыв между фактической и реальной заработной платой. Неуклонное проведение этой линии и соответствующее планирование развития народного хозяйства на будущее обеспечивает номенклатуре то, что разрыв является не временным, а постоянно действующим фактором в получении ею прибавочной стоимости. Здесь мы подошли ко второму совершенному номенклатурой, но замалчиваемому ею открытию, которое обогащает теорию Маркса. Различая стоимость и потребительскую стоимость, Маркс рассматривал эксплуатацию только в плане первой, а не второй. Между тем, как выяснилось из хозяйственной практики номенклатуры, для характеристики эксплуатации недостаточно вычислить арифметически норму прибавочной стоимости. Если не высушены абстракции политэкономии, то в реальной общественной жизни чрезвычайно важно, какая именно изготовляется продукция. Дело в том, что при арифметически одинаковой норме прибавочной стоимости масштаб эксплуатации на деле меняется в зависимости от того, производятся пушки вместо масла или масло вместо пушек. Можно с полным правом утверждать, рабы древнего Египта, работавшие на ирригации полей, необходимых для их же пропитания, эксплуатировались меньше, чем работавшие на строительстве пирамид, усыпальниц фараонов. Крепостные, занятые тяжелым трудом по сооружению колодца, из которого они сами могли потом брать воду, эксплуатировались меньше, чем крепостные девки-кружевницы, занятые плетением кружев для господских платьев. Рабочие металлисты, изготавляющие малолитражные автомобили, которые когда-нибудь и они смогут себе покупать, эксплуатируются меньше, чем такие же металлисты, изготавляющие саперные лопатки для внутренних войск, оружие против тех же рабочих демонстрантов, никакая арифметически подсчитанная норма эксплуатации не меняет этих фактов. Надо понять, провозглашенный Сталином и упорно осуществляемый с тех пор номенклатурой принцип преимущественного развития производства средств производства, вовсе не некий абстрактный идеологический тезис. Он прикрывает увековечение дополнительного источника эксплуатации непосредственных производителей классом номенклатуры. Непосредственные производители в СССР вынуждены отдавать свою рабочую силу для изготовления продукции, нужной лишь хозяям номенклатурного государства. Самим же труженикам эта продукция просто не нужна или даже направлена против их интересов. Производя по-прежнему явно недостаточное количество товаров народного потребления, советские трудящиеся принуждены собственными руками цементировать низкий уровень своей фактической заработной платы, то есть дополнительный повышенный уровень прибавочной стоимости, выкачиваемый из них номенклатурой. Так теоретическое обогащение марксизма оборачивается материальным обогащением класса номенклатуры, поэтому она молчит о своем открытии. Пятнадцатая масштаб эксплуатации. Каков масштаб извлечения классом номенклатуры прибавочной стоимости? Это тема для специального экономического исследования. Мы можем здесь лишь указать, какого примерно порядка эта величина. Куронь и Мадзилевский пришли к выводу, что в Польше в начале 60-х годов промышленный рабочий отдавал одну треть своего рабочего времени созданию необходимого и две трети прибавочного продукта. Здесь еще не учтена разница между реальной и фактической заработной платой как фактор, повышающий размеры прибавочной стоимости. Нет оснований полагать, что в Советском Союзе масштаб получения прибавочной стоимости сколько-нибудь заметно отличается от польского. Больше это или меньше, чем при капитализме? В этой связи следует обратить внимание на публикуемый, но не разъясняемый в соц. странах факт их непомерно больших инвестиций, составляющих всегда значительно большую долю национального продукта, чем инвестиции в капиталистических странах. Речь идет не только о процентах, но об абсолютных цифрах инвестиций на душу населения. Средства же для инвестиций не падают ни на какие страны манной небесной. Источник инвестиций при реальном социализме, как и при капитализме – прибавочная стоимость. Следовательно, разница между социалистическими и капиталистическими странами в масштабе инвестиций отражает разницу в количестве производимой там прибавочной стоимости на душу населения. Вот по этому показателю страны реального социализма действительно обогнали капитализм. Есть ли еще аргумент в пользу такого вывода? Есть. Известно и не оспаривается в номенклатурных государствах, что производительность труда там ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах. Советская статистика дает такие цифры. Производительность труда в народном хозяйстве СССР составляет 40% американский, причем промышленности 55%, а в сельском хозяйстве менее 20%. Значит, трудящийся при реальном социализме, изготавляя меньше продукции, чем его коллега в развитой капиталистической стране, производит в то же время больше прибавочного продукта. Как это возможно? А мы об этом уже говорили. Номенклатура пустила в ход все известные ей способы, как описанные Марксом, так и открытые ею самой, для извлечения максимума прибавочной стоимости. В результате, хотя производительность труда рабочих в СССР остается низкой, извлекаемая номенклатурой прибавочная стоимость высока. Феномен это не новый, так было и в Западной Европе в период раннего капитализма, так было и в колониях. Подтверждением того, что мы имеем здесь дело именно с колониальным феноменом, служит скрываемый на Востоке, но хорошо известный на Западе факт. Социалистические страны рассматриваются наряду с колониями и слабо развитыми государствами третьего мира, как страны дешевого труда. Это дешевизна труда, есть не что иное, как непропорционально малый размер необходимого продукта в странах реального социализма по сравнению с развитыми капиталистическими странами. А возможно такое только в условиях отсталости, ведь почему в этих странах по сравнению с Западом рабочая сила дешево, не потому, что ее много, в США миллионов безработных, но рабочая сила отнюдь не дешевая. Дешевизна рабочей силы определяется отнюдь не наличием безработицы, а уровнем развития социальных структур и политическим строем в стране. Рабочая сила дешево там, где еще сохранился колониальный или феодально-рабовладельческий принцип сосуществования двух резко различных и не соприкасающихся жизненных уровней, один для правящего слоя колонизаторов, рабовладельцев, феодалов, номенклатурщиков, а другой для обычного населения. Именно дешевизна рабочей силы позволяет классу номенклатуры использовать демпинг в борьбе с конкурентами на рынках капиталистического мира. Поговорите с представителями западно-германских текстильных фирм, они расскажут о том, какие трудности в период кризиса создавал для них импорт продававшихся буквально за гроши мужских сорочек и костюмов из ГДР. Кстати, в самой ГДР цены на сорочки были значительно выше, чем ФРГ, но для получения твердой валюты номенклатурное руководство ГДР готово было отказаться от раздутой прибыли в восточных марках и сбыть часть продукции за западные марки по демпинговым ценам. Есть, однако, и другая, гораздо более приятная для западных предпринимателей форма – использование принудительной дешевизны труда в странах, где правит номенклатура. Дело в том, что все за ту же твердую валюту класс номенклатуры готов поделиться с западными капиталистами частью извлекаемой им прибавочной стоимости. Вошедшие в моду совместные предприятия – joint ventures, основанные на принципе западные машины, советская дешевая рабочая сила, а оптимизированная таким сочетанием прибавочная стоимость делится в определенной пропорции между номенклатурным государством и западными предпринимателями. В рамках столь широко рекламируемого экономического сотрудничества между двумя системами проводятся, например, такие операции. В Болгарии производятся американские сигареты и продаются потом на Западе. В Румынии шьются для американского рынка из американского материала и строго по американским фасонам костюмы и везутся затем на продажу в США. Насколько же меньше платят рабочим в социалистических странах, чем в Америке, если разница не только оправдывает транспортировку материалов из США в Восточную Европу и готовой продукции назад в США, со всеми наценками на порчу, страховкой, упаковкой, организационными расходами и т.д., но и дает американским предпринимателям, очевидно, больше прибыли, чем если бы товар производился на месте в Америке, да еще обеспечивает плановую прибыль, выполняющим заказ предприятиям в соцстранах, сравнение с колониальной эксплуатацией прямо напрашивается. В итоге централизации экономики в руках номенклатурного государства можно определить примерную величину годовой прибавочной стоимости в СССР, она равна доходной части госбюджета за вычетом займов, а они содержат распределенную, то есть уже учтенную прибавочную стоимость и доходов от внешнеэкономических операций, кроме операций колониального типа.